Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Владимир Орлов Останкинские истории Альтист Данилов Глава 28 Теперь Данилов спал часа по четыре в сутки. Его просили зайти в милицию к следователю Несынову, он не выбрался. Он позвонил в оркестр на радио и сказал, что не сможет пока играть с ними. А ведь деньги были ему нужны. Он играл в театре, играл дома. Ездил на репетиции с оркестром Чудецкого. Когда играл, ему было хорошо. Когда отдыхал и думал о своей игре, сидел мрачный. Репетировали в утренние часы в зале Дворца Энергетиков. Оркестранты были люди молодые. Данилов пришел с обоим старшим братом. По вечерам они работали кто где, кто в театрах, в том числе и драматических. Кто в Москонцерте, кто в ресторанных ансамблях. Все они были недовольны своим теперешним положением. И то, что они были вынуждены исполнять на службе, им не нравилось. Душа их рвалась к большой музыке. Пусть за эту музыку и не платили. Все они, если разобраться, были юнцы, еще не утихшие, жаждущие просторы и признания, уверенные в своих шансах сравняться с Ойстрахом, Рихтером, а кто и с Бетховеном. Первый раз на репетицию Данилов ехал в Ознобе. В Ознобе он вышел и на сцену. Чувствовал, как смотрят на него оркестранты. Друг другу они уже знали цену. Данилов играл старательно, но, наверное, хуже, чем дома. Да и не, наверное, а точно хуже. Однако в оркестре лиц недовольных он не заметил. Но, естественно, и по пюпитрам стучать никто не стал. Отношение к нему было спокойное. Как бы деловое. Ну, сыграл и ладно. Данилов отошел в сторонку, присел на стул, опустил инструмент. Чудецкие с Переслегиным стояли метрах в пяти от него. Говорили озабоченно, но не о его игре и не об игре оркестра и других солистов. Полторна и кларнета. А о том, что симфония звучала сорок четыре минуты. Переслегин заметил время. Это много, считали они. Данилов почувствовал себя одиноким на сцене, да и на всем свете. Ему стало холодно, будто он без шапки и в плаще оказался на льдине в полярных водах. Ветер сбивал его с ног, подталкивал к трещине, становившейся все шире и страшнее. Яма в театре представилась сейчас Данилову местом спасения. Что я лезу-то в калашный ряд? Отругал себя Данилов. Композитор Переслегин сказал ему, как будто бы ничего. И все. Имел он в виду то ли игру Данилова, то ли свою музыку. То ли успокаивал Данилова, то ли успокаивал себя. Переслегин тут же ушел куда-то, и Данилов решил, что Переслегин им недоволен. Но из деликатности говорить ему об этом да и никому не стал, ведь он сам отыскал именно Данилова. Сам его смутил и подтолкнул к дерзости. Да и когда автор был доволен исполнителем, сказал себе Данилов, однако ему не стало легче. Дирижер Чудецкий подошел к нему. Чудецкий был Данилову ровесник. Манеры имел мягкие, выглядел скорее дипломатом, нежели дирижером. Но было в нем и нечто твердое, значительное, словно он уже получил звание, да и не заслуженного, а народного. Чудецкий вежливо высказал Данилова замечание, уточнил время новой репетиции и добавил. Думаю, что симфония прозвучит. Но как-то вяло добавил. Прозвучит, прозвучит, говорил себе Данилов, сидя ночью над партитурой. Весь вопрос, как? Теперь он понимал. Утром музыка оркестра смяло его раздавила, подчинила себе голос его альта. Да и был ли слышен этот голос, этот слабый писк? Выходило, что Данилов явился неготовым к репетиции. Дома он играл музыку Переслегина с удовольствием, радовался и ей, и себе, но симфония превратилась для него как бы в концерт для альта. Да, он словно бы забыл, что его альт существует в партитуре не сам по себе, а в вечных столкновениях или перемериях с Валторной и кларнетом, и уж, конечно, со всем оркестром. Нынче утром его альт был как будто бы удивлен тому, что на него обрушились звуки оркестра, что они терзают его, требуют от него чего-то, зовут куда-то или успокаивают с материнской нежностью. Альт Данилова растерялся от всего этого, как растерялся и сам Данилов, а потому звучал лишь старательно, стало быть, и посредственно. Да, Данилов внимательно читал партитуру Переслегина, но оркестр звучал в нем, видно, не так, как следовало ему звучать, а потом и вовсе затих, пропал куда-то, оставив инструмент Данилова в одиночестве. Сегодня же музыка Переслегина удивила Данилова. Она была мощная, нервная, широкая, порой трагическая, порой нежная, порой ехидная и ломкая, порой яростная. Альт в ней жил человеком, личностью, возможно, Переслегиным или нет, им, Даниловым, с его прошлым и его вторым, я, волторной и кларнетом. Оркестр же был толпой, жизнью, веком, землей, вселенной, в них и существовал Альт. То есть должен был бы существовать. Утром Данилов был на сцене, но будто бы сидел в своей комнате и там музицировал сам для себя. А жизнь и век шумели за стенами дома в Останкине. Только услышав оркестр, Данилов понял, как велик мир, переданный звуками симфонии, и как важен в этом мире голос Альта. Симфония была не о мелкой личности, не эта. Личность эта как будто бы соответствовала веку и вселенной. Но соответствовал ли этой личности голос Альта? Отчего он взял Альт, думал теперь Данилов? Разве можно Альтом передать сущность современного человека, деятельного причем, в особенности мужчины? А впрочем и женщинам тоже. Тут нужна труба, или ударный, или саксофон, или рояль на худой конец. А то Альт. С его тихим голосом, с его изысканными манерами. Он свое отзвучал в воздушные времена в Атто. Теперь, небось, и Переслегин казнит себя за то, что вывел солистом Альт. Но эти мысли тут же вызывали у Данилова обиду за Альт. Он объяснял себе, что Переслегин намерен был рассказать о натуре тонкой, душевной. Не трубой же и не ударными тонкую-то натуру передавать. Другое дело, что Переслегину был нужен иной Альт. А главное, иной исполнитель. Так терзался Данилов. И день, и два, и три. После четвертой репетиции он осторожно сказал Переслегину, что еще не поздно пригласить другого Альтиста. «Нет-нет», — решительно возразил Переслегин. И опять ушел куда-то. Впрочем, Данилову казалось, что Переслегин и Чудецкий смотрят на него теперь благосклоннее. Да и в глазах оркестрантов к нему как будто бы появилось больше любопытства. Однако Данилов ходил мрачный, бронил себя. Теперь он, казалось, ему понимал, как следует играть музыку Переслегина. И от того, что понимал, еще больше расстраивался. Разве он так сыграет? А ему хотелось сыграть хорошо. И уже не для себя, а для Переслегина, для музыкантов, составивших молодежный оркестр. Для людей, какие, возможно, через пятнадцать дней придут во дворец энергетиков. День выступления казался ему черным пределом. Хорошо ему было жить прежде с одними упованиями о своем будущем в большой музыке. Вот оно, будущее и наступало. Реальное. Жестокое. Всем упованием Данилова оно могло положить конец. На что могло? Должно было. Иногда Данилов злился на свой инструмент, вздыхал. Вот бы Альбани. Но разве дело было в Альбане? Кабы в Альбане. Данилов осунулся. А и так был худ. Случались минуты, когда он у себя в квартире, оставив инструмент и ноты, подходил к окну. Данилов пытался представить, какие чувства испытывал в последние мгновения жизни Миша Коренев, о чем он размышлял и намечал ли раньше себе это окно. Стояли холода, когда Миша прыгнул. Рамы были проклеены бумагой. И Миша пришлось с силой рвануть створку. Не сразу Данилов отходил от окна. Мысли о тишине были соблазнительны. Вдруг земский прав. Данилов чувствовал в себе симфонию Переслегина. Все ее звуки и звуки своего Альта. Но он знал, что не сможет передать людям их так, как он их чувствовал. Да и никогда он не создаст именно эти звуки. С трудом Данилов заставлял себя брать инструменты. Играл, играл. Не думал ни о чем, просто играл. Окончив какую-либо часть симфонии, говорил себе «Да нет, что же я...» «Ведь неплохо. Лучше, чем в прошлый раз. Не такая я уж и бездарность». Однако проходили минуты. Возвращались мысли о собственном несовершенстве. Чуть ли не плакать хотелось. Он стал раздражительным. Вещи, не слушавшиеся Данилова, злили его. Он готов был их разбить или сломать. В театре коллеги удивлялись Данилову. Для них он был ровный, мягкий человек, вежливый, как старый петербуржец. А тут словно преобразился. Он и на репетициях в Дворце энергетиков нервничал и не раз. Однажды чуть было не поругался с Переслегиным. Переслегин тоже был в раздражении. Ему не нравились и своя музыка, и оркестры, и игра Данилова, и, наверное, то, что Альт солировал у него в симфонии. Он ходил по сцене дровосеком. Явись ему сейчас топор в руки, он порубил бы в ярости и пюпитры, и инструменты, в том числе и медные. Походив, он бросил оркестру, а потом и Данилову обидные слова. Данилов, как будто бы готовый принять любой упрек в свой адрес, все же не выдержал и тоже обидел словом композитора. Про себя подумал тоже мне, большой мастер, Чайковский, Вагнер, строит из себя гения. А сам-то кто? Сочинил симфонию в семи частях. Не знает почему, а думает, что гений. Только в вестибюле Данилов пришел в себя. Что я, базарная баба, что ли? Да пусть в семи частях и есть претензия, так что же? От этого музыка вышла плохая, ведь нет? А Успенский тот симфонию написал в двадцати слишком частях. И как написал? Что взъяряться-то? Скажи спасибо, что за тебя все хлопоты произвели и пригласили на готовое. Действительно, ведь другой в его возрасте долго бы бился, чтобы ни с того ни с сего получить выступление. Да и что иронизировать по поводу семи частей? Ведь, играя Переслегина, он, Данилов, не чувствовал искусственности построения симфонии. Наоборот, выходило, что именно семь частей были нужны. Эка я, скотина, — думал Данилов. Надо бронить себя, а я Переслегина. Им бы с Переслегиным быть теперь как одно, слиться мыслями и чувствами. А они смотрели друг на друга врагами. Переслегин, похоже, теперь его Данилова лишь терпел. И Данилов вел себя так, будто был не рад, что связался с Переслегиным и его музыкой. А ведь оба они были взрослыми мужчинами. Хоть бы Земскому, что ли, душу излить, — думал Данилов. К Земскому его тянуло. Но опять бы он услышал слова о спасительной тишине. Данилов же и без Земского, перелистывая книгу о Хиросиге, наткнулся на слова учения Юген. Истина вне слов. А истина музыки, стало быть, вне звуков. Во всяком случае, она вне звуков его бездарного альта. Лучше уж тишина, как исход и успокоение. Лучше уж распахнутое окно и прыжок в тишину. Нет, это было не для Данилова. Теперь при мыслях об окне Миша Коренева Данилов приходил в ярость. Сразу же брал альт и смычок. В этой своей ярости он поссорился с Наташей. Дважды он обещал Наташе приехать к ней, и все не получалось. Наконец она позвонила ему. Он играл, не сразу вернулся в реальность. Сказал Наташе что-то нескладное, резкое. Она обиделась. В другой раз он сразу бы нашел Наташу. Повел бы себя дипломатом и все бы уладил в мгновение. А тут он и сам обиделся. Она и понять меня не может, думал Данилов. Что ей, моя музыка? На следующий день после спектакля он все же бросился к Покровским воротам и по дороге к знакомому дому встретил Наташу. Она прогуливалась под руку с молодым человеком. Наташа Данилову с ухо кивнула и пошла дальше. Она была красива. А чего же не прогуливаться с ней, молодому человеку? Данилов вначале рассвирепел. Но что было свирепеть и возмущаться? Какие он имел права на ее свободу и симпатии? Да и был в ее судьбе уже человек со скрипкой. Много ли радости мог принести ей еще один неуравновешенный музыкант? Тут же пришли на ум и слова Клавдии. Наташа совсем не простая. Значит и не простая. Для успокоения Данилов убедил себя в том, что не только он Наташе не нужен, но и она ему не нужна. Убедил без труда. Он так уставал сейчас от музыки, что на женщин не глядел. Да и что общего, думал Данилов, может быть у них с Наташей? Она так легко обиделась на его резкость. Стало быть и понять не могла или не хотела, что творится сейчас с ним. Что и до его дела, до его переживаний. Эта мысль была сладкая. Но тут же явилась и мысль неприятная. А он-то знает, что сейчас на душе у Наташи? Страдает ли она или нет? Похоже, это его и не интересовало. Не говорил ли ему Земский, что он обречен на одиночество и на жестокость? То есть не он, а большой артист. Но ведь Данилов и был намерен стать большим артистом. Впрочем, эти намерения жили в нем до нынешних репетиций. Теперь они сконфузились и утихли. Какой уж тут большой артист, думал Данилов. Он считал сейчас, что ему очень хочется исполнить музыку Переслегина. Он ее и исполнит, и все. Однако иногда на минуты оживали и прежние упования. А вдруг... Нет, наверное, я и есть одинокий себе любец, сокуршался Данилов. Много ли я думал о людях мне дорогих? Вот я и одинок. Тут же он вступал с собой в спор. Отчего же он одинок? У него много приятелей. Муравлевы, в частности. Им интересны и близки его порывы. Его дело. Они готовы выслушать любые его излияния. А если возникнет нужда, тут же бросится ему помогать. Пустому себе любцу стали бы они помогать? Вряд ли. Другое дело, что сам он из-за тайны своей жизни старается быть на некоем расстоянии от людей ему приятных, чтобы не навредить им. Быть одиноким он не хотел. И жестокость вовсе не в его натуре. Он желал любить и жалеть. Он бы и сейчас ради дорогого друга, бросив альт, побежал с авоськой в магазин или в аптеку за горчичниками и кислородной подушкой. Да и теперь он не то чтобы проявляет себя эгоистом, просто в суете и хлопотах не успевает заниматься лишь своими делами. На чужие у него не остается ни времени, ни сил. Но в искусстве он и верно будет всегда одинок. Творцы одинокие. Кто же вместо него Данилова создаст музыку? Тут он один. Он да альт. Так Данилов размышлял, то ругал себя, то оправдывал, то давал себе слово стать иным, а каким он и сам не знал. При всем при этом мириться с Наташей он не был намерен. Данилов дулся на Наташу. Он бьется с музыкой Переслегина, а она гуляет с молодым человеком. Ну и пусть, ну и ладно. Ей будет лучше от того, что она оборвет отношения с Даниловым. Ну и ему лучше. Музыке его никто не станет мешать. Наконец, на репетиции Данилов остался доволен своей игрой. Он даже улыбался в то утро. Явившись в театр, узнал, что на гастроли в Италию поедет не он, а альтист Чихонин. Ну, что же успокаивал себя Данилов. И Чихонин достоин поездки. Хотя и знал, что Чихонин музыкант скверный. И другие знали это. В антрактах Данилов ходил скучный. Было обидно. Следовало сейчас же идти в кабинеты, требовать, упрашивать. Однако Данилов и прежде никуда бы не пошел. Теперь же он и вовсе не желал тратить нервную энергию. Данилов вспомнил о звонке пегово-хлопобуда. Вот оно, старца проклятия. Может, конечно, и не оно. На утро Данилов осторожно поинтересовался у дирижера Чудецкого. Не будет ли каких затруднений с залом дворца энергетиков? А что такое? Удивился Чудецкий. Да нет, я так. Я к тому, не замышляется ли тут конкурс бальных танцев? Сейчас узнаю, сказал Чудецкий. Ушел он легким маэстро, судьбой, предназначенным для вальсов и полик Штрауса. Вернулся серьезным музыкантам, готовым к шестой симфонии Петра Ильича. Действительно затеяли конкурс бальных танцев, сказал Чудецкий. Опять у нас начнется беготня. Досадно, сказал Данилов. Досадно. И вынул Чудецкий. Но не мы одни такие. Есть и театры. Данилов хотел было намекнуть насчет клуба медицинских работников, но удержался. Ну, спаси, ебахло побуды, подумал Данилов. Я ведь и впрямь рассержусь. Ночью у Данилова зазвонил телефон. Данилов поднялся медленно, трубку взял нехотя. Раньше бы он припрыгал к телефону в надежде услышать Наташин голос. А теперь и Наташин голос не смог бы заставить его двигаться быстрее. Звонила Клавдия. Она страдала. Ей было плохо. Она хотела увидеть Данилова, умоляла его зайти к ней завтра. — Извини, но у меня совсем нет времени, — сказал Данилов, зевая. — Молоденька, я тебя никогда ни о чем не прошу. А теперь прошу. Ты должен мне помочь. — А ну ее, — подумал Данилов. Однако он смутился. Голос Клавдии звучал непривычно жалко. Будто и впрямь с ней что-то стряслось. Позавчера Данилов корил себя за эгоизм, а теперь вот отказывается помочь человеку в беде. Да и тянуло теперь Данилову узнать от Клавдии нечто новое о хлопобудах, этих смельчаках и умниках. К Клавдии он выбрался за час до вечернего спектакля. Ехать следовало на квартиру Войнова. Клавдия встретила Данилова в шелковом халате с платком на голове, укрывшем бигуди. Выглядела она озабоченной и деловитой. А Данилов шел к ней в тревоге, думал, что Клавдия выйдет в слезах, бросится к нему на грудь за утешениями. Опять морочила голову, обиделся Данилов. Был дома и профессор Войнов. Данилову он пожал руку. Данилов заметил, что живот у Войнова убавился. Войнов последние недели бегал трусцой. Он и сейчас крупный, широкий, в кости, в синем тренировочном костюме с белыми лампасами, походил на спортсмена, готового бежать. Но нет, похоже, ему было определено занятие дома. На полу большой комнаты стояли четыре бутылки из-под вина старый замок с пробками внутри. Войнов сразу же вернулся к бутылкам. Сел на стул, шнурком от ботинок стал ловить пробку в ближней бутылке. Язык высунул. Данилов взволновался, присел возле бутылки на корточке. Готов был помочь Войнову советами. — Пошли, пошли! — резко сказала Клавдия. — Вчера выходила, как бы извиняясь перед Даниловым, произнес Войнов. Сегодня петля соскакивает. — Данилов, пошли! — Зачем это он? — спросил Данилов Клавдию в коридоре. — На всякий случай, — сказала Клавдия Петровна. — Мало ли что. — Надо леской. — Мы пробовали. — Шнурком надежнее. — Да и обойдется шнурок дешевле. Клавдия провела Данилова в свою комнату. Спросила. — Ну, ты что? — Как что? — Ты мне звонила ночью. — Ах да, — вспомнила Клавдия. — Ну ладно, пока посиди минуту, я кончу одно дело. Она уселась за стол, то ли письменный, то ли туалетный, и на листе хорошей бумаги принялась что-то решительно писать. Ручка ее двигалась словно Пегги Флеминг по льду во время обязательной программы. Рощерки пера получались какие-то особенные, красивые, на листе бумаги возникали вензеля. В комнате Клавдии у Войнова Данилов был впервые. Впрочем, она мало чем отличалась от личных покоев Клавдии в квартире Данилова, более знакомой. Только здесь, над столом, в рамке и под стеклом группой «Под деревню» разместились портреты женщин. Портреты были черно-белыми репродукциями с гравюр, живописных портретов и кинокадров. Всего из общей рамки на Данилова глядело девять дам. Маргарита Наварская, Жанна Дарк, Екатерина Дашкова на лошади, Зинаида Волконская, Софья Ковалевская, Александра Колонтай, Софи Лорен, сама Клавдия, юная и хорошенькая. Девятую даму Данилов узнал не сразу. Потом понял, что это Меледи из трех мушкетеров, то есть Милен де Монжо, игравшая Меледи. Что же это она их в рамку, удивился Данилов. За стеной раздался стеклянный звук. Клавдия подняла голову, сказала с досадой, «Опять уронил бутылку, вот медведь!» Тут она заметила Данилова и в первое мгновение удивилась ему. «Посиди, посиди, Данилов». «У тебя срочное дело?» «Да. То есть не дело, а упражнение. За королеву Елизавету пишу королеве Бельгии. По образцу». Клавдия протянула Данилову серую книгу «Дипломатический церемониал и протокол». А сама продолжила разведение вензелей. Книгу Данилов листал с любопытством. Он и сам был не прочь иметь такую. Чуть ли не наизусть запомнил параграфы о бутоньерке, планы рассадки почетных гостей на завтраках с женщинами и без женщин. Узнал, что в представительских экипажах с расположением мест друг против друга почетным местом является место на заднем сиденье справа по ходу движения. В шелковой ленте в книге была заложена страница с разделом «Переписка между монархами». Здесь предлагались образцы комплиментов и обращений к монаршам особому. Клавдия, видно, следуя советам протокола, и сочиняла сейчас письмо бельгийской королеве. Вот сказала Клавдия. Теперь комплимент на месте и концовка верная. Моей доброй сестре, королеве Бельгии. А если бы они были родственницами, пришлось бы добавить «Моей доброй сестре и дорогой кузине». А если бы я писала от себя, то окончила бы словами «Имею честь быть вашего королевского высочества и весьма покорной слуга». Непростое дело. К маркизу следует обращаться весьма достопочтенный маркиз. Достопочтенный всегда сокращается и пишется «дост». «Граф тот высокочтимый, а епископ — ваше блаженство». «Зачем тебе?» «Мало ли зачем, — уклончиво сказала Клавдия. «Все-таки едешь в Англию?» «Пока нет». «Да тут и не только английские правила, тут французские и прочие. Я, может быть, и без всякой перспективы, а так просто интересно». «И что ж ты написала бельгийской королеве?» «Это наш не секрет», — строго сказала Клавдия. «Я вижу, что у тебя увлекательное занятие, — сказал Данилов. «И в моем участии нет никакой необходимости. В следующий раз я вряд ли поверю ночным звонкам. А теперь прошу принять уверение в моем глубоком уважении. С этим я раскланиваюсь». Данилов встал. Он был сердит. За стеной опять упала бутылка. «Ну, прости, ну извини!» Чуть ли не взмолилась Клавдия. «Я тебе вчера не лгала. Мне и вправду было тошно». И тут она расплакалась. Данилов поначалу смотрел на Клавдию с недоверием. Не новая ли это уловка — удержать его при себе? Он хорошо знал, какие у Клавдии бывают глаза и какие губы, когда она фальшивит. Нет, выходило, страдания ее были искренними. Данилов расчувствовался. «Было тошно, не хотелось жить. Я нуждалась в тебе. Что-нибудь случилось?» Спросил Данилов. «Ничего не случилось. А так, тошно. И все. Бегаешь, крутишься. А зачем? Все мелкое и все пустое». Полчаса назад Данилов думал сказать Клавдии о сомнительности ее предприятий с изумрудами и дипломами. Теперь он был готов расхвалить эти же изумруды и дипломы. Давно он не видел Клавдию такой беззащитной, смытой жизнью. Куда девалась ее победная уверенность в себе? «Данилов, ушло бы все это. А жить бы просто и для чего-то, и чтобы кто-то верный был рядом, хоть бы и ты». Данилов сидел растроган и думал, может, и вправду стоило быть рядом с ней, а все остальное ошибка. «Это со всеми случается», — сказал Данилов. «Находят тоска и все. Тоже отчаиваться. Надо жить. У тебя ведь с будущим связаны большие надежды». «Какие?» — нервно спросила Клавдия. Однако слезы уже высыхали на ее щеках. «Ну, какие?» — осторожно сказал Данилов. «Ты знаешь о них лучше меня. Или хлопобуды. Наконец, у тебя будет главная идея. Это достаточно сумасшедшая. Она осуществима?» «Не знаю». «Я и о самой идее не знаю. Не знаю, что тебе на двадцать лет вперед припрогнозировали хлопобуды». «Независимость», — горячо сказала Клавдия. «Вот моя главная идея». «От чего?» «Независимость. От кого?» «Просто независимость. Независимость с большой буквы». «Ну, знаешь», — развел руками Данилов. Больше он ничего не мог сказать. Клавдия была в печали, но уже и энергия появилась в ее взгляде. Данилов чувствовал, что если он сейчас станет соглашаться со словами Клавдии о неосуществимости ее достаточно безумной идеи, Клавдия сама ориенится в спор и с ним, и с собственными словами. Это было хорошо. Значит, она отошла от ночных тревог. «Наверное, и отошла», — расписала письма королеве Бельгии. Слезы ее были видны явлением остаточным. «А от чего эти женщины оказались вместе?» — спросил Данилов, имея в виду портреты в рамке. «Подумай». Странный набор. «Стало быть, ты плохо знаешь меня, коли считаешь, что странный. Теперешнюю, возможно, что и плохо. Если все их свойства перемешать и слить в одной, что было бы? Я бы перевернул весь мир». «У тебя вселенские масштабы». «Данилов, какие во мне энергии и порывы, если б ты знал? Но ведь все попусту, все сгорит во мне. А я бы... Может, конечно, еще и выйдет, что независимость тебе определили Хлопа Будды?» «Да, но это тайна. Молчать о ней в твоих же интересах, как и в моих. Хлопа Будды серьезные люди. Они очень серьезные люди». «Я уже чувствую», — вздохнул Данилов. «С чего бы вдруг?» «Ты им не вредил?» «Пока нет». «Не вздумай вставать у них на дороге. Сметут». «Не пугайся». «Я хожу по другой дороге». «Но если они позовут в очередь, соглашайся немедля». «Зачем?» «Из вашего театра люди стоят, знают зачем». «Кто же это?» Данилову очень захотелось, чтобы Клавдия назвала альтиста Чихонина. Она его и назвала. Еще по ее словам в очереди стояли виолончелист Туруканов, и один из дирижеров. Фамилию его Клавдия не помнила, но знала, что он дирижер. «Надо подумать», — сказал Данилов. «Тут и думать нечего. Ты человек легкомысленный. Что тебе будущее? Конечно, ради музыки в очередь вставать глупо, но Хлопобуды и тебе поставили бы прогнозы. Возможно, нашли бы и главную твою идею. Ты стал бы жить серьезнее. Нет, и встань. Ты хоть мне будешь помогать. Ну, откуда брать деньги на взносы? Приработаешь». При воспоминании о пятнадцати рублях разговор об очереди стал Данилову неинтересным. Да и не собирался он вставать ни в какую очередь. Ему бы теперь вести разговоры с Переслегиным и Чудецким. Он занимался пустой болтовней с Клавдией. А как Клавдия умеет его прихватывать? А главное, он сам при всех своих попытках освободиться из-под ее власти, при всех своих горячих внутренних монологах, является и является к ней. Конечно, она напугала его своим ночным звонком. Но что пугаться? Есть у нее утешители. И войнов среди прочих. Да, наконец, и дамы, собранные в рамки, способны, видно, развеивать сомнения Клавдии, что он ринулся сюда. Неужели у него и вправду есть потребность во встречах с ней? Или он стал больше уважать ее, в особенности теперь, когда узнал о ее страстях и вселенских намерениях? А ведь она ни разу не заговорила. Ни о его заботах, ни о его музыке. Но, может, оно и хорошо, что, встречаясь с Клавдией, он на время забывал о музыке. Может, в этих забвениях есть нечто необходимое и целительное? Не знаю, сказал себе Данилов. Не знаю. Но пора б ему было и знать. — Это у тебя золото? — спросил Данилов, имея в виду медальон, висевший на гвоздике под портретами замечательных женщин. — Золото, — сказала Клавдия. — К счастью, есть у меня друзья, способные делать такие подарки. В словах ее был упрек, но Данилов упрек не принял. Он пошел было к двери, однако Клавдия сняла с гвоздика медальон, открыла его, протянула Данилову. К задней стенке медальона была приклеена фотография попугая с плеча Ростовцева, да и локон, лежавший в медальоне, был определенно от Ростовцева. Данилов поглядел на Клавдию. — Да, — сказала Клавдия, — эта вещь особенная. Данилов подумал, что ты не в вещи делаешь. Медальон со стены Клавдии сняла не зря. И уж явно не зря она открыла его и протянула ему. В соседней комнате упала бутылка, покатилась по полу. Клавдия проводила Данилова к двери. Заметила вдруг. — Ба, да я не заставила тебя снять ботинки, ты наследил. — В следующий раз? — Снимай сразу. Данилов поглядел на пол, но не обнаружил никаких следов. — Снимай, — подумал он. — Как же, нашла дурака. Это к при увлечениях войного останешься без шнурков. Уже в лифте Данилов вспомнил, что не спросил Клавдию о Наташе, то есть о том, что имела в виду Клавдия в прошлый раз, когда говорила о Наташе. — Ну и хорошо, что не спросил, — решил Данилов. Глава двадцать девятая Переслегина Данилов, похоже, перестал раздражать. А Чудецкий однажды сказал Данилову и приятные слова. Играл Данилов лучше и меньше мучился от своих несовершенств. Хотя и мучился. Во дворце энергетиков круто взялись за конкурс бальных танцев, и молодежный оркестр Чудецкого перебрался в Дом культуры медицинских работников. При этом Данилов почувствовал, какие Переслегин и Чудецкий деловые люди. Хотя, впрочем, они, как и он сам, были застенчивые артисты. Но предприятие требовало отваги, и он обязан был подавить в себе жалкие голоса. Впрочем, теперь, когда дело как будто бы пошло, и не как будто бы, а хорошо пошло, Данилов это чувствовал, жалкие голоса в нем затихали. Да и когда им было звучать, если только в общественном транспорте, доставлявшем Данилова на репетицию из театра и с репетиции в театр. Ну и тут Данилов доставал из кармана культуру или советский спорт и забывал о многом, читая необъективные отчеты об игре хоккеистов «Динамо». В спорте явно сидели спартаковцы. Нередко в троллейбусах и такси Данилов засыпал, а газеты вынужден был дочитывать в лифте. И все же иногда что-то в нем вздрагивало. Ну, сыграешь и опустишь смычок, и будет тишина. — Кыш! — говорил тогда Данилов. Однако на него нашло другое. Теперь, когда он был уверен, что должен сыграть и сыграет Переслегина, Данилову стали являться страхи, как бы ему что ни помешало. Хлопобудов он в расчет при этом не брал. И время че тоже. Время че ему сейчас и в голову не приходило. Он думал, что вдруг погибнет или умрет накануне выступления. Он смеялся над своими страхами, но смех получался нервный, а страхи не проходили. И не за свою жизнь было ему в этих страхах обидно, хотя и за нее тоже. Главным образом досаду и печаль вызывали в нем мысли о том, что он не успеет сказать людям то, что может и обязан им сказать. То есть не сказать, а звуками своего альта открыть им нечто такое, чего они не знали, но о чем догадывались. Никогда Данилов не болел, ни разу не бюллетенил. А сейчас то будто в лопатку ему отдавало, то ломило затылок, то ныл зуб, то в животе случались рези. Иногда кто-то жаловался в присутствии Данилова тоже на затылок или на лопатку все кивали, на погоду, экая дрянь, на улице. Тут Данилов успокаивался. Однако ненадолго. Вскоре страхи возвращались. И Данилов был уже уверен, что болезнь у него смертельная. Он бегал в поликлинику, но там у него нашли лишь нервную усталость и начальное явление катарожелудка. Данилов даже расстрелся, что так мало нашли. — Нет, — решил он, — они мне всего не говорят. Одно было хорошо. Впервые в жизни Данилов схватил простуду и получил на три дня больничный. Он выспался. Но в свободную минуту, поразмыслив, удивился тому, что вообще может болеть. Неужели его организм перестраивался? Утром он почувствовал себя мерзко, на репетицию пришел в дурном настроении. Репетировали они вдвоем с Переслегиным. Тот, сев к роялю, играл за оркестр. Кончили, обменялись словами, замолчали. И тут Переслегин спросил. — Что это вы сегодня выглядите? Неважно. И, не дождавшись ответа Данилова, сказал. — Я себя мерзко чувствую. Хоть бы до концерта дожить. Данилов взглянул на Переслегина удивленно, но и обрадованно. Неужели у Переслегина те же страхи? Он открылся Переслегину. И Переслегин обрадовался. — Именно, именно, — сказал он. — Именно так все и есть. Сам, но ведь не впервые. Когда писал симфонию, и дело шло к концу. Вдруг испугался. — А закончили? Уж уверен был, что вот-вот окочурюсь. Потом прошло. И сейчас, перед самой премьерой, опять. Тут они посмеялись над своими страхами, пожурили друг друга, а когда расстались, каждый из них подумал. С ним-то верно, что может случиться. А вот со мной еще неизвестно как. Впрочем, в тот день Коликов в желудке Данилов уже не испытал. От театра он был еще на один вечер свободен. Сидел дома, ничего не делал. А Наташа приказал себе не думать. Музыка опять занимала его. Данилов вспоминал секунды скверной игры на репетициях. Секунды отчаяния, когда его подмывало сдвинуть пластинку браслета. Но это мальчишеское желание могло привести лишь к минутному триумфу или потрясению. А ничего бы не изменилось. Просто он, Данилов, был бы в те мгновения не творцом, не артистом, не личностью, а патефонной иглой. И в лицее, и позже, находясь в демоническом состоянии, Данилов любил играть на многих инструментах. И тогда, конечно, требовались для музыки некие навыки и способности. Главным были не возможности его, Данилова, личности, а возможности его демонического положения. В любой миг он мог бы ощутить вечную музыку от ее простейших звуков до ее пределов, понять все ее изгибы, все ее законы, и не только ощутить и понять, а и услышать ее звуки и волны, или почувствовать их в себе. Мог при желании любую музыку, и прошлую, и будущую исполнить на любом инструменте. Но чужое откровение ему наскучило, и принимать это откровение стало для него унизительно. Он был проигрыватель музыки, а Данилов во всем желал своего, то есть того, чтобы делало его личность личностью. Вот как человек он постигал музыку с удовольствием, все открывал сам, чаще мучился и страдал, на уши радовался иногда, как творец. Увлекала его и неизвестность, что дальше-то будет с музыкой и с ним в музыке. Вдруг он достигнет такого совершенства, осмелеет до такой дерзости, что и сам это к плечикам хоть чуть-чуть, но подтолкнет музыку. Куда? Вперед? Выше? Что значит вперед, выше, дальше? Куда-то? Он еще и не ведает, куда, на новое место. Нож без всяких чудес с браслетом, так он себе положил. Мало того, что он оказался бы тогда ненаравных с людьми, это было бы скучно, пошло, это было бы шарлатанство и заблуждение, более ничего. Теперь он как будто бы мог сделать один из важных своих шагов. Нет, он ничего еще не подталкивал плечом, да, возможно, ему и не суждено подтолкнуть-то. Однако нынче он был убежден, что его существование будет оправдано именно тем, что он исполнит симфонию Переслегина. Нужна она людям или нет, это другой вопрос. Но он им откроет ее. А потом уж пусть с ним случается то, что должно случиться. При этом Данилов думал о Земском. Земский, наверное, прошел многое из того, что ему Данилову еще предстоит пройти. То есть дороги у них разные. Но муки и сомнения одинаковы на всех дорогах художников. И ведь Земский не сник, не пал духом, а хлопочет о вечном. Претензия у него большая. Однако Земский полагает, что выстрадал на эту претензию право. Мысли Данилова о Земском были прерваны звонком Муравлева. Муравлев приглашал Данилова в гости. Жена его уже готовила плов и жарила баранью ногу, купленную на Бутырском рынке. Данилов быстро собрался и поехал на Нижнюю Масловку. Проезжая мимо Савеловского вокзала, он вдруг подумал, что прежде в подобные дни, наверное, сдвинул бы пластинку браслета и позволил себе отдохнуть или развлечься. Может быть, искупался бы в молниях. А может быть, перенесся в Анды, в пещеру. Там бы полежал в одиночестве и покое. А он теперь думать забыл о купаниях в грозу и о полетах в Анды. Ехал к Муравлевым и знал, что там ему будет приятно и сытно. А потом он посидит в тепле, в спокойствии или подремлет. Данилов расцеловался с Муравлевым, поздоровался с их сыном Мишей и взятой недавно на воспитание грамотной собакой Салют дворовой породы. Какие запахи текли из кухни! Собака Салют, и та облизывалась. В прихожей Данилов заметил жакейские сапоги. Муравлев увлекся верховой ездой. В свободные часы на Кауром жеребце разъезжал по аллеям Петровского парка. Он и Данилова звал кататься. Данилов слушал Муравлева с завистью. Думал, а что я в самом деле, когда пойдут дни поспокойнее? Надо будет попробовать. Данилову дали мягкие домашние туфли Муравлева, отвели в комнату, усадили в кресло возле стола. Но и так, чтобы Данилов мог видеть телевизор. Хозяйка хлопотала на кухне. Муравлев, читая на ходу газету, протирал вилки и ножи. И вокруг Данилова шла жизнь. Перезвились собака Салют и обычно задумчивый пионер Миша. — Салют! Анкор! — Кричал Миша, размахивая горном. И собака Салют, хотя никуда и не прыгала, но все же старалась отгрызть кусок домашней туфли у Данилова с правой ноги. Собака Салют была женского пола. И поэтому Данилов относился к ее стараниям благодушно, с некой снисходительностью. Прежде он, конечно, бы отправился на кухню помогать хозяйке, а тут не мог, не имел сил. Пришли гости. Были тут и Еремченко, и Кошелев с Ольгиной, и Вильчики, и Спасский, и Добкины, и Екатерина Ивановна. Но одна, ее муж Михаил Анатольевич, опять находился в отъезде. Пришел на плов и баранью ногу, я с женой. Мы с удовольствием поговорили с Даниловым. Я поблагодарил Данилова за открытку, присланную мне осенью из Хабаровска. Данилов был тогда на гастролях в Южно-Сахалинске и застрял из-за непогоды в Хабаровском аэропорту. Давно тебя, Володя, здесь не было, сокрушались гости. Пропал и все, мы по тебе соскучились. Данилов оправдывался, а сам был растроган и жалел, что не ходил к Муравлевым. Действительно, лучше бы уж он бывал тут, а не тратил время попусту, скажем, на хлопот Клавдии. — Вот скоро буду посвободнее, — сказал Данилов. — Сыграю одну вещь. Тут Данилов рассказал о симфонии Переслегина и пригласил всех прийти на концерт в Дом культуры медицинских работников. Наконец, стол был накрыт, начались удовольствия. Данилову хозяйка накладывала порции побольше. Все говорили, — Ешь, Володя, ешь. Видели, какой он голодный. — Отчего Кудасова нет? — спросил Данилов. Ему объяснили, что Кудасов всех удивляет. Он потерял аппетит и много думает. Для поддержания семьи Кудасов все же читает лекции, но как-то вяло. Умолкает, вдруг ни с того ни с сего, словно бы поражаясь ходу собственной лекции и не веря ей. Дома он садится за письменный стол, берет источники, но недолго выдерживает общение с ними, и ложится на диван, смотрит грустно в цветы на обоях. — Странно, — сказал Данилов. — Странно, — согласился с ним Муравлев. А уж то, что Кудасов не почувствовал нынешний плов, и в особенности нынешнюю баранью ногу, фаршированную чесноком и политую хозяйкой по золотистой корочке вином киндзмараули, было не только странным, но и печальным. Приязнь к Кудасову никто не испытывал. Его у Муравлевых терпели, но и привыкли к нему. И теперь отсутствие Кудасова казалось чуть ли не дурным знаком. Впрочем, гости снова принялись за еду. Раскрасневшаяся хозяйка влюбленно глядела и на гостей, и на мужа с сыном, и на Данилова, и на бараньи кости, и на грамотную собаку-салют, потихоньку покусывающую свежую монографию о Сергее Судейкине. Насытившись и сказав хозяйке добрые слова, Данилов стал задремывать. Совсем он не задремал, он все видел, а многое и слышал, но сам ни говорить, ни двигаться не мог. Я желал в тот вечер побеседовать с ним о музыке, кое о чем расспросить его, но Данилов сидел такой, будто явился к Муравлевым с пытки, и теперь приходил в себя. Что ж пытанного мучить? Я отошел. Гости притихли, выключили звук телевизора, мужчины смотрели немой хоккей. Даже собака-салют с меньшим усердием грызла теперь монографию «Собака и впрямь белоученая». Первая в доме Муравлевых знакомилась с книгами. Женщины тихонько болтали, их голоса ласкали Данилова. Данилов знал, что если с ним случится дурное, в доме Муравлевых будут о нем печалиться. Ему даже захотелось рассказать приятелям о своих недомоганиях и мрачных мыслях последних дней, чтобы мысли эти тут же бы развеяли, а его Данилова за них и отчитали, но он сдержался и задремал. Когда проснулся, многие из гостей уже ушли, а Муравлев с Кошелевым играли в шахматы. Кошелев был адвокат, но во всех играх кидался в атаке словно прокурор. Невдалеке от себя Данилов увидел Екатерину Ивановну. Вместе с хозяйкой она рассматривала бурду, приискивая выкройки для летнего сезона. Данилову стало неловко. Ему показалось, что Екатерина Ивановна взглянула на него с неким укором. Возможно, ей было известно о его разладе с Наташей, и Данилов почувствовал, что ему очень хотелось, чтобы Екатерина Ивановна заговорила с ним о Наташе. Все он лгал себе. Теперь он понимал, как не доставало ему в последние дни Наташи. Пусть он ей не нужен, но она ему нужна. И не ему одному, а и его музыке. Ведь и тогда в НИИ он играл хорошо от того, что в зале была Наташа. Весь следующий день Данилов был грустный и рассеянный. Чудецкий с Переслегиным удивлялись ему. — Что с вами, Владимир Алексеевич? — говорил Чудецкий. — Все шло удачно. А нынче у нас ведь через день премьера. А у Данилова и на самом деле. Альт и смычок чуть ли не валились из рук. — Я устал, — сказал Данилов. В театре он отыграл спектакль, приехал в Останкино и в темени возле своего дома увидел Наташу. — Здравствуй, Володь, — сказала Наташа. — Извини, что караулить тебе, но мне необходимо с тобой поговорить. Даже если я и разговор со мной тебе в тягость, все же я прошу выслушать меня. — Здесь холодно, — сказал Данилов. — Если не возражаешь, пошли ко мне. Они поднялись к Данилову. — Володя, — сказала Наташа, — ты можешь посчитать, что я навязываюсь тебе в друзья или любовницы. Ты можешь презирать меня, это ничего не изменит. Я не могла не увидеть тебя и не выяснить все до конца. Я не стыжусь того, что пришла. Данилов промолчал. — Нужна я тебе или не нужна, — сказала Наташа, — но я без тебя не могу. Если ты не любишь меня, скажи об этом, я уйду от тебя. И навсегда. — Мне без тебя было плохо, — сказал Данилов. Данилов почувствовал, что хотя вчера и сегодня он печалился, а Наташа мечтала о встрече с ней, обида на нее все же не прошла совсем. Напротив, теперь она ожила. И его слова значили не только то, что ему без Наташи было плохо, но что ему вообще было плохо. А она, Наташа, этого не ощутила. — Зачем это я? — подумал Данилов. — Ведь все это мелкое и лишнее. — Я нужна тебе? — спросила Наташа. — Да, — сказал Данилов. — У меня нет никого другого. Ухажеры были всегда. Я позволила одному из них в тот вечер проводить меня. Я чувствовала, что ты придешь в наш переул. Вот я и позволила с досадой и по женской глупости. Ты прости. Мы и не договаривались держать друг друга на цепи. И ты, извини меня за обидные слова и невнимание к тебе, но у меня вся жизнь сейчас на лету. Я бы хотела, чтобы все твои беды, все твои хлопоты стали моими, чтобы тебе стало легче от того, что я рядом. Но я боюсь подойти к тебе. Может быть, все и не так, но я чувствую, что ты скрываешь от меня нечто важное. Оттого я мучаюсь. И мы с тобой неоткровенно до конца. Что хорошего может выйти у нас без этого откровения? Данилов молчал, был растерян. — Прости, — сказала Наташа. — Возможно, я слишком много хочу и обидела тебя. Да и какое право я имею на твое откровение? Данилов поначалу был намерен произнести легкие слова, возможно, и отшутиться с тем, чтобы все у них с Наташей осталось так, как оно было прежде. Но, взглянув на Наташу, он понял, что это невозможно. — Да, — сказал Данилов, — у меня есть тайна. Открыть ее тебе и никому я не могу. И никогда, как бы не сложились наши отношения с тобой, я не смогу открыть ее. В глазах Наташи были испуг, нежелание верить ему. — Нет, 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 все ты придумал, этого не должно быть и не может быть, — казалось, хотела выкрикнуть она. Предчувствия или догадки, тяготившие ее в последние дни, теперь, видно, обернулись дурным сном, от которого хотелось бы избавиться, но не было сил избавиться. — Как все и есть, — сказал Данилов. — Но тайна эта касается только меня, она связана с моим происхождением и нынешним моим положением. В ней нет ничего подлого, бесчестного, и на тебя не упал ни один отцвет от нее. На всякий случай Данилов добавил, — тайна эта не связана с каким-либо вредом Отечеству. Данилову показалось, что его последние слова отчасти успокоили Наташу. Да и легко ли было ей узнать, что он какой-нибудь агент или шпион? — Я открыл тебе значительно более того, что я мог открыть, — сказал Данилов. И подумал, ничего не мог открывать, мне еще зачтется, и как? — Это от того, что наш разговор с тобой последний. Наташа сделала некое протестующее движение. — Не посчитает ли она меня теперь сумасшедшим? — пришло на ум Данилову. — Пусть бы и посчитала, — решил Данилов, — лишь бы легче отошла от меня. Впрочем, тут же сама возможность того, что Наташа заподозрит его в помешательстве, показалась Данилову неприемлемой. — При этом, — сказал Данилов, — я прошу не считать меня больным душою, но я здрав рассудком. Хотя, конечно, эти мои слова еще ничего и не доказывают. — Я знаю, что ты не болен. — Тихо сказала Наташа, — и Данилов понял, что она говорит правду. — Я от того тебе сказал про последний разговор, что теперь, после моих слов, наши отношения с тобой стали бы настолько серьезными, что продолжать их не было бы возможности. Прежде нам было легко, ничто нас всерьез не связывало, но и ничто не тяготило, кроме мелких недоразумений и бед. А теперь и беды бы стали слишком большими. Со мной, возможно, странные явления. В любую минуту, да вот хоть бы и сейчас, я могу исчезнуть. И навсегда. Но и не это главное. Главное, что человек, который свяжет свою судьбу с моей, сразу же подвергнется опасностям, какие я ни отвести, ни предотвратить не смогу. И тебе стало бы хуже. И я дрожал бы за каждый твой шаг. Никаких выгод мое положение не дает. Напротив, тебя ждали бы напасти, болезни, а, возможно, и гибель. Я мечтал, чтобы у меня были сын или дочь, но я не могу иметь ни сына, ни дочери. Моя тайна дала бы их жизни свой поворот. — Бедный Данил, — сказала Наташа. — Нет, я не бедный. Я знаю, что мне дано и чего мне ждать, но... Увлечь за собой чужую жизнь и опалить ее я не могу и не хочу. — И что? То, что теперь нам следует расстаться. — Сейчас я нужна тебе? — Данилов промолчал. — Я буду тебе в тягости? Буду обузой? — Не знаю, — сказал Данилов. Он и вправду не знал. — Ты можешь разлюбить меня. Я пойму это и уйду. Но сейчас, хоть на неделю, хоть на день, я тебе... Нужна? Скажи, что есть на самом деле. Оставь в стороне все иные соображения и заботы о моей судьбе. Я прошу тебя. — Нужна, — сказал Данилов. — Я буду с тобой хоть эту неделю, хоть этот день. Наташа, я не могу. Ты меня ничем не испугал. Я принимаю все твое. Напасти, болезни, погибель. Что они мне, если я с тобой и тебе нужна? Если что-то будет мне угрожать, значит, что-то угрожает и тебе. Если ты исчезнешь, уйдешь из моей жизни по своей воле пусть. Но если ты исчезнешь по чужой воле, ты можешь понять, что будет со мной. Ты уж не исчезай. Я прошу тебя. Если на тебе вина, если ты закабален тяжким обязательством, я возьму на себя твою вину и твои обязательства. Если нужно заплатить жизнью, я заплачу. Я понимаю, ты откажешь мне в этой моей просьбе. Но ты не спеши. Ты отнесись к ней всерьез. Дай мне хоть часть своей ноши, не объявляя, что это за ноша. Я знаю, что для тебя музыка. Я не могу быть с тобой здесь на равных, но я постараюсь, чтобы мой интерес к твоей музыке не стал для тебя обременительным, скучным и пустым. Я сделаю все, чтобы не мешать твоей музыке. Не думай, я не стану лишь тенью и прислугой, ты бы сам заскучал со мной. Я ни в чем не отрекусь от себя. Но ведь тебе нужна любовь, опора. Вот я и буду тебе любовью и опорой. Спасибо, Наташа, сказал Данилов. Или так? Но обещать не исчезнуть я не могу. Я много наговорила, но все слова мои не зря и не попусту. Верь им. А если ты посчитаешь, что я навязываю себя тебе, что со мной тебе не станет легче, прогони меня. Теперь Данилов был убежден в том, что им с Наташей следует расстаться навсегда. Он обязан был уберечь ее от своей судьбы. Но ни слова Данилов не произнес. А если бы и произнес, разве мог бы он что-либо изменить? Сейчас Наташа была сильнее его. Ты хоть сегодня меня не гони. Робко улыбнулась Наташа. Сегодня не прогоню, сказал Данилов. Глава тридцатая. Пришел день выступления. Наташа оттюжила Данилову фраг и брюки. Черную бабочку гладил он сам. Есть Данилов ничего не мог. Хотя и был ему предложен горячий завтрак. Выпил лишь кофе. Звонил Переслегин. Нервно спрашивал, получил ли Данилов отгул в театре. Явится ли он сегодня к шести в клуб медицинских работников. Звонил чудески, тоже нервничал. Советовал Данилову привезти в клуб знакомых, настроенных благожелательно к нему, Данилову и к музыке. А то вдруг зал окажется пустым. Вчера была суматоха, и сегодня ей предстояло быть. Как и в театре, когда всем кажется, что ничего не готово, еще бы день или два. А теперь все ужасно, и актеры плохи, и декорации вот-вот рассыплются, и провал несомненен. Но суматоха и была Данилову хороша. Надо было действовать, репетировать, нестись куда-то, спорить, ругаться, отчаиваться на мгновение. Ах, пропади все пропадом! И тут же опять играть, играть, чистить ботинки, стричь бороду, звонить знакомым, отговаривать их, покупать цветы. Какие еще цветы? Обойдетесь порченными яблоками. Но нетерпение жгло Данилова. Он был бодр, энергичен, чувствовал себя хорошо, забыл о болезнях и страхе смерти. Пять часов Данилов поехал в клуб медицинских работников. Наташа полагала прийти туда вместе с Екатериной Ивановной после работы. Данилов почувствовал, что голоден, заскочил в чебуречную на Сретенском бульваре. Чебуреки были скверные, но Данилов понимал, что эти чебуреки и бульон с фрикадельками, как и все сегодняшнее, он запомнит навсегда. В сквере на тумбе Данилов оглядел афиши. На Переслегина с чудеским не хватило бумаги. — Как бы хлопобуды не отменили концерт, — явилась вдруг Данилову. — Я им тогда покажу, — грозно пообещал он, но ехал в клуб в тревоге. — Не отменили? — не успев поздороваться, спросил он у Переслегина и Чудеского. — С чего бы вдруг удивились те? — Нет, я так, — сказал Данилов. Однако он не успокоился. Осмотрел инструмент целой листруны, и позже Альт не выпускал из рук. Сходил на сцену, все оглядел тщательным образом, словно искал пластиковую бомбу. Потихоньку стала приходить публика. Лица в фойе поначалу Даниловы были незнакомые, видно медики. Но потом появились и известные личности. Преподаватели консерватории, они хоть и не вели когда-то занятия в классе Данилова, теперь с ним раскланились. Четыре музыканта с именем, музыкальные критики. Всех их у дверей встречали Чудеский с Переслегиным. Стало быть, они их и приглашали. Пришел и еще один человек, вызвавший беспокойство композитора и дирижера. — Вы его не звали? — спросили они у Данилова. — Нет, — сказал Данилов. — А кто это? — Зыбалов, — поморщился Переслегин. — Музыкальный, критик и филитонист. — Ну и чудно, — сказал Данилов. Крупный мужчина Зыбалов глядел на всех мрачно. — Да он прям как фея-карабос, — подумал Данилов на дне рождения спящий. То, что Зыбалов музыкальный критик, Данилов не знал, но он видел этого человека в очереди к хлопобудам. Чудецкие с Переслегиным ждали еще кого-то, но те не приходили. Оно естественно. Самые необходимые люди всегда опаздывают. Или вообще не являются. Хотя и было глупо, стыдно даже с альтом в руке стоять в фойе, однако Данилов стоял, пока не пришли его знакомые. Всего человек сорок. Почти все, кто был в последний раз у Муравлевых. И иные. Конечно, пришла Наташа с Екатериной Ивановной. Данилов был в волнении. Он не знал, как представлять Наташу приятелем. Однако Екатерина Ивановна очень быстро перезнакомила их с Наташей, и Данилов понял, что о Наташе все уже знали. Или догадывались. Да и не Наташа и с Даниловым все были как будто бы теперь заняты. Среди прочих пришла давняя знакомая Данилова, Лена Буранова. Концертмейстер из Гнесинского. Она и отвлекла внимание. Буранова ждала ребенка, да и не одного, если судить по ее видимому состоянию, а двух. Теперь все принялись придумывать близнецам имена, причем мужские. Да идите вы, говорила Буранова, у меня будет девочка, Марьяночка. Данилова просили играть тише, без страстей, а то вдруг Буранова взволнуется и прям в зале родит. Одно было хорошо, то, что Данилов играть взялся именно в клубе медицинских работников. Данилов отшучивался, однако был доволен легкомысленным ходом разговора. Но вот все, кого Данилов ждал, пришли, он побежал за сцену. Кто-то крикнул ему вдогонку «Банкет-то где будет?» Данилов обернулся с намерением ответить и увидел входившего в клуб румяного злодея Ростовцева. Данилов ничего не сказал о банкете, ушел. Люди уже сидели в зале, хотя многие толпились еще возле буфета. Кроме симфонии Переслегина, оркестр должен был исполнить седьмую Прокофьева. Поначалу Переслегинам хотели закончить концерт, но композитор заявил нет. По мнению Переслегина, Прокофьев мог спасти репутацию оркестра. И после провала его симфонии... Ну и пусть, решил Данилов, быстрее отыграю, и ладно. Объявили симфонию. Данилов вышел в тишину. Как он играл и что он чувствовал, позже вспоминал он странным образом. Какими-то отрывками, видениями и взблесками. А ведь он привык к сцене. Выступал в залах куда более вместительных, чем этот. Аккомпанировал певцам театра в составе ансамблей или просто играл в секстите. Но тогда он выходил на сцену спокойный, видел и ощущал все, что было вокруг. Каждую пылинку на досках пола. Каждый вздох, каждый кашель в зале. Здесь же он был словно замкнут в себе. Он сам себя не слышал. То есть слышал, но так как слышит себя человек, торопящийся сказать, выкрикнуть людям что-то важное, необходимое, разве существенно для него сейчас? Красиво ли он произносит звуки? Все ли его слова правильны? Данилов и не думал теперь выйти из состояния, в каком оказался, и оценить свой звук как бы со стороны. Он просто звучал. И все. Данилов, похоже, не только в клубе медицинских работников был сейчас. Он был везде. А время замерло, всюду замерло, но не в музыке. Там она текла и быстро, и медленно, и рвалась, и перекатывалась по камням в отчаянной усталости. Снова Альт Данилова, как и Данилов, находился в борьбе, в любви, в сладком разрыве, в мучительном согласии со звуками оркестра. Он и сам был, как оркестр, и не желал смириться с металлической поступью трупы ударных, наступавших на него то в марше, то в каком-то визгливом зверином танце. И заглушенный, исковерканный было ими возникал вновь и жил, звучал, как жил и звучал прежде. А потом, оказавшись вдруг, в нечаянных вихрях с керцо, бросался за сверкающим полетом скрипок, исчезал в их звуках, словно бы купаясь в них, а зорняком выскакивал вперед, сам манил скрипки куда-то, и тут все стихало. И только Альт Данилова, только сам Данилов, утончившимся и потеплевшим звуком, то ли печалился, то ли радовался в долгожданном покое и сосредоточенности, но то были короткие мгновения. И снова толпа, земля, вселенная захватывали Данилова, и ему было хорошо и горько, и хотелось плакать. И при всем при этом всегда Валторна и Кларнет, прошлое и второе я, существовали рядом с Альтом Данилова. Валторна порой грустила, вздрагивала как-то, или что-то предсказывала, а порой звучало светло, будто исчезнувшая свежесть юных лет. Кларнет был нервен, вцеплялся в мелодию Альта, рвал ее, грозил и мучился, и скрипом тяжелой черной двери, впускающей странного гостя. Кларнета опекал контрабас. А то вдруг Валторна изменяла самой себе, на мгновение приближалась голосом к деревянным духовым, становилась будто кларнетом, и Альт Данилова затихал в растерянности. Потом он, подавленный памятью и тем, что было в нем, но чему он не мог или не желал дать свободу, выслушивая ехидные голоса в тягостных напряжениях, как бы приходил в себя, снова к нему возвращалась ярость, жажда любви, жажда жизни. И какой бы скрежет, какие бы обвалы гибельных звуков, какие бы механические силы не обрушивались на него, он пробивался сквозь них, летел, несся дальше, иногда суетливо, в лихорадочном движении оркестра, иногда будто сам по себе, и опять ненавидел, и опять страдал, и опять любил. Движение все выстрелилось, становилось мощным, яростным, ему предстояло быть вечным, но тут все. Ноты Переслегина кончились, смычок замер и отошел от струн. Все стихло и навсегда. Потом все ожило, публика аплодировала шумно, благожелательно, даже цветы бросали на сцену. Данилов раскланивался, дирижер Чудецкий улыбался, пожимал Данилову руку, показывал публике на Данилова, мол, он виноват. Данилов, в свою очередь, показывал на Чудецкого, на волтерниста, на кларнетиста, на оркестр, отыскали автора, привели и ему хлопали. Неужели все? Спросил Данилов Переслегина. Но ведь, Владимир Алексеевич, как бы извиняясь, сказал Переслегин, звучало 44 минуты, куда уж больше. Нет, я не про это. Звук у нас как-то обрывается на лету. Он не обрывается, горячо сказал Переслегин. В том-то и дело он не обрывается. И не замирает. Он должен звучать дальше. Вы разве не чувствуете? Вы так считаете? Задумался Данилов. Со сцены следовало уходить. Публика из задних рядов потекла в фойе к буфету. Пошли и оркестранты. В комнате за сценой Переслегин обнял Данилова, тут же отпрянул от него, сказал серьезно, «А ведь вы сыграли большее, нежели то, что я написал. Ведь что-то мощное вышло, ужасное, гордое, высокое. Как же я мог сыграть большее, чем у вас есть?» Удивился Данилов. И играл не я, а оркестр. Я солировал. «Вы не спорьте со мной», сказал Переслегин. «Я все слышал, хотя дрожал в уголке. На репетициях у вас не так выходило. Ну, впрочем, это и понятно». Данилов в сомнении. И так, чтобы другие не видели, посмотрел на браслет. Нет, он был на сцене вполне человеком. К ним подошел большой музыкант, поздравил и заявил Переслегину. «Вы, сударь, это к всю музыку перевернете». «Да что вы!» Чуть ли не взвился Переслегин. «От чего же? У меня самое, что ни на есть, традиционная музыка. Ну, отразились какие-то современные ритмы и голоса. Вот и все». «Нет, сударь», покачал головой. «Это большой музыкант». «Это вам так кажется». Тут он поклонился Данилову. «И к вашей игре, молодой человек, надо привыкнуть». Он сослался на то, что в фойе его ждет дама и ушел. «Да, привыкнуть», произнес расстроенно Переслегин. «Вежливые слова». Забежал Чудецкий, спросил, откуда Данилов с Переслегиным будут слушать Прокофьева. Данилов сказал, что из зала. Однако чувствовал, что ничто уже не сможет слушать сегодня. Он с удовольствием отправился бы домой, но нехорошо было бы перед оркестрантами. Он их полюбил. Дождался третьего звонка и тихонько прошел в зал. Альт оставил за сценой. «Теперь-то было можно, теперь-то что». Сидел в зале на жестком стуле и приходил в себя. Будто возвратился откуда-то из недр или из высей. Уже не ощущал усталости, а возбуждался все более и более. И хотя чувствовал, что сыграл хорошо, теперь желал исполнить симфонию Переслегина снова. Тут же бы и исполнил, если бы была возможность. Да и не один бы раз, а много раз, пока не утолил бы жажду и не успокоился. Он стал напевать свою партию, на него зашикали в темноте. «Извините», — пробормотал Данилов, очнувшись. Оркестр уже играл Прокофьева. Данилов пытался слушать приятных ему молодых людей, да и Прокофьева он любил, но ничего не мог с собой поделать. «Если бы меня сейчас снова пустили на сцену», — страдал Данилов. А тут уж и Прокофьев кончился. Данилов побежал за сцену, поздравлял артистов оркестра и Чудецкого, но слова путного не мог найти. Так, бормотал что-то радостное. Впрочем, никто, казалось, путных слов и не ждал. Чувства были нужны, и все. А чувства у Данилова были. Потом все стали гадать, а не поехать ли теперь куда-нибудь, да и всем вместе. Но куда? И столько в оркестре было народу, и столько знакомых ждало в фойе, что в конце концов стали расходиться компаниями. Данилов искал Переслегину, однако кто-то исчез или забился куда-нибудь в угол. В фойе стояли приятели Данилова. Они опять принялись говорить ему, как он был хорош на сцене, с инструментом и с бабочкой, хоть пиши с него предметную картину. Муравлев все же упрекнул Данилова в недостаточной силе страстей. Буранова, хоть и была взволнована его игрой, однако не родила. «А где Буранова?» спохватился Данилов. Буранову уже отправили домой в автомобиле. «Ну, так как, к нам, что ли?» спросил Муравлев, потирая руки. «Жена там кое-что приготовила». «А может, к Володе? И у Володи есть чем угостить?» робко произнесла Наташа, но тут же как бы испуганно посмотрела на Данилова. «Действительно, давайте ко мне», сказал Данилов. Чтобы не обижать жену Муравлева, пошли на компромисс. Муравлев был послан за угощениями и сластями домой. «Рюкзак возьми, рюкзак!» молила жена его Тамара, а вся компания на трамваях покатила к Данилову. Сидели за полночь. Данилов был в возбуждении, все вскакивал, бегал на кухню, носил какие-то стаканы, какие-то салаты на тарелках, что-то говорил кому-то, мне в частности, и сам слушал всякие слова, сказанные ему были и слова серьезные о музыке, о его игре. И хотя в компании все были слушателями-дилетантами, Данилову эти слова показались справедливыми и точными. «Нет, Данилов, ты сделал важный шаг, важный», повторяла Костюрина. «А мне иногда было просто ужасно», тихо говорила Муравлева, «из-за тебя и вообще». А потом сразу возбужденность Данилова спала. Он почувствовал, что сейчас же заснет. Сквозь дрему Данилов слышал чьи-то споры, чей-то смех, стеклянные и металлические звуки посуды, журчание дамских бесед, милый голос Наташи. Ах, как хорошо ему было!» Данилов открыл глаза. Екатерина Ивановна танцевала с Еремченко, снег летел за окнами, Муравлев, размахивая руками что-то доказывал Костюриной, а рядом стоял Ростовцев. «Откуда он здесь?» удивился Данилов. «Зачем?» И тут же Данилов заснул. И когда заснул, увидел, как выходит он на сцену луба медицинских работников. И услышал свой альт. Глава тридцать первая. Утром снег растаял. Данилов, зевая, стоял у окна, потягивался. В квартире его было чисто, стол сдвинут и поставлен на место, посуда вымыта, будто и не сидели у Данилова всю ночь гости. Лишь в глиняном горшке на окне в черноджеме остался пепел. Видимо, в споре Муравлев тыкал сигаретой в кактус. Не было и Наташи. Данилов позвонил ей, но, наверное, Наташа уже ушла в свои лаборатории. Да и играл ли он вчера в клубе медицинских работников? Естественно, играл. И в клубе, и по дороге домой, и во сне. Вот и цветы, нарциссы и лилии стояли в хрустале. Были вечером в руках у Данилова и розы, но он их сразу же раздал дамам. Данилов спустился на лифте к синим почтовым ящикам, взял газеты. В Анголе бились повстанцы, Карпов мучил Полугаевского, Мальцев по системе гол плюс пас набрал 27 очков и вышел на четвертое место. Просмотрев газеты, Данилов несколько опечалился. Ничего он как будто бы и не ждал от газет, однако выходило, что ждал. Ну, ладно, спорт, там и Мальцеву дали мало строк, но вот культура-то или московская правда могли ведь уделить симфонии Переслегина и ее исполнителям хоть абзац, хоть строчку в новостях культурной жизни они уделили. — Чем я занимаюсь? — возмутился Данилов. — И о знаменитостях-то газета сообщает не сразу, а тут искать про себя, да еще и на следующий день. Да и подумаешь, какое событие произошло вчера в клубе медиков. Дрянь, стало быть, а не событие, если Клавдия не сочла нужным явиться в клуб. Данилов вспомнил, как Клавдия рвалась к синему быку. И нечего искать в газетах. Внизу на улицах неслись машины, торопились люди, тащили сумки и портфели, ветром или желтый коммунальный песок по скользким тротуарам, подталкивали озабоченных граждан к работам, к службам, к занятиям. Что изменила в судьбах и душах этих людей музыка Данилова? Что она вообще могла изменить? Видимо, ничего. Данилов был утомлен и пуст душой. Музыка стала противна Данилову. В стеганом халате Данилов сидел на диване и сходил озябшей душой. И музыка ему была не нужна, и сам себе он не был нужен. Никто не был ему нужен. Зазвонил телефон. — Здравствуй, Володя, — сказал Земский. — Был, был я вчера на твоем выступлении. — Вот как? — Взял бюллетень и сходил. — Была ли нужда, Николай Борисович? — Музыка Переслегина находится в полном противоречии с вашей, а я любопытный. И потом, ведь я пока терпим к иным направлениям. Пусть себе дудят. — А ты сыграл сильно, вот что я тебе хочу сказать. — Спасибо, Николай Борисович. — Сильно и дерзко, будто спорил с кем-то не со мной. — Нет, Николай Борисович, я не спорил с вами. Просто играл и все, как мог. Теперь ты должен играть не как можешь, а как не можешь. В крайнем случае ты ведь все равно сыграешь, как можешь. Ты понял меня? — Я понял, Николай Борисович. Играй, играй, иди дальше. — Будешь большим артистом, сказал Земский. А потом дойдешь до черты. Спросишь, а дальше куда? — И некуда дальше. Шагнешь в невозможное, а из невозможного-то прибредешь к тишизму. Вот ведь как. Я тебя не пугаю, не расстраиваю. Я без зла. Кстати, много ли гармонии было в вчерашней музыке? Играл ты блестяще, но гармония-то где? Я стремился к гармонии. — Ну и что? — сказал Земский. — А ваши теории и мечты, Николай Борисович, разве не поиски гармонии, пусть и своеобразной? — Володя, вздохнул Земский, — юн ты еще и свеж. Много тебе еще придется по мукам ходить. На этом Николай Борисович закончил разговор. Звонок Земского взбодрил Данилова. Хоть одного-то, но задела наша музыка. Так он и сказал, вспоминал Данилов, играл ты сильно. А ведь Земский ценитель строгий. Данилов даже встал, в возбуждении ходил по комнате. Пол и его стеганого халата разлетались. Теперь он мечтал о новых звонках в особенности. Надеялся услышать Переслегина и Чудецкого. — Нет, — говорил себе Данилов, — все же я молодец. Пусть в мире ничего не изменилось, оно и не могло измениться. Но вдруг что-то изменилось во мне, в музыканте Данилове. — Я играл так, как не играл раньше. И на простом альте. Отчего же мне хоть сегодня не быть довольным собой. — А что же Наташа мне даже и записки не оставила, подумал Данилов. Теперь он досадовал на то, что Наташа уехала вместе с гостями. Данилов понимал, что так оно, наверное, и к лучшему, что Наташа справедливо полагает жить и сама по себе, а не только при нем. Еще Александр Сергеевич говорил, правда, французскими словами, что в женщине нет ничего пошлее терпения и самоотречения. И Данилов с Александром Сергеевичем поспорил бы лишь по поводу резкости суждения. Но сейчас Данилов почувствовал себя чуть ли не обиженным. Отчего же в сию минуту Наташа не была рядом. Зазвонил телефон. — Здравствуйте, это Валентин Сергеевич. — Какой Валентин Сергеевич? — спросил Данилов и тут же понял, что растерянностью выдает свою слабость. — Вот вы и сообразили, как вы именно. — Здравствуйте, — сказал Данилов. — Чему обязан? — Именно мне вы ничем не обязаны. — Так, если одной мелочью. Да что не говорить. И сейчас-то я вам звоню вовсе не по делу, дело-то у вас впереди. Ох и большое! Я так. И для собственного успокоения и для того, чтобы вас из некоего пагубного заблуждения вывести. Мне бы и звонить не следовало, настолько это разговор частный. Я и нагоняю, возможно, получу, но вот уж не утерпел. — Говорите, — сказал Данилов. — Вы ведь теперь торжествуете. — С чего бы? — Торжествуете. — И так сыграли. — И потому еще торжествуете, что вам кажется, будто вы сыграли вчера как обычный житель земли, будто вы не воспользовались, никакими нашими возможностями. Действительно, вы пластинку браслета не сдвигали. Ну и что? Что изменилось-то? Ведь вы сами должны понять. Вы весь были вчера в музыке, весь, Данилов, и тот, что существует на земле как бы человеком, и тот, что является демоном на договоре. Вся ваша натура вчера звучала и с историей своей, и с опытом житейским. Я уж тут на равных-то. — У вас все? — спросил Данилов. — Конечно, я личность мелкая, захихикал Валентин Сергеевич. — Да и не мое дело соваться в вашу музыку, но вот не утерпел. Слова мои вы можете посчитать пустыми, мол, он из неприязни или от зависти. — Вы бы лучше инструмент вернули, сказал Данилов. — Какой инструмент? — Ворованный. — Альбани. — Какой Альбани? — Нет у нас никаких Альбани, взвизгнул Валентин Сергеевич. — В милицию обращайтесь, в милицию. Какие еще Альбани? И неожиданно, чуть ли не базарный визг Валентина Сергеевича сменился короткими гудками с неким присвистом. Все возвращалось. Стало быть, никуда не исчезал старательный порученец Валентин Сергеевич, доставивший Данилову лаковую повестку с багровыми знаками. Стало быть, лишь на короткий срок неизвестно, с какими целями оставили его Данилова в покое, а теперь напомнили ему о том, кто он есть и что его ждет. Отчаянно забрало Данилова. Как все не кстати сокрушился он. Впрочем, а когда было бы это кстати? Ну, а теперь-то Данилову казалось, что месяца два назад он бы легче перенес назначение ему времени че. Да что говорить? Все же вскоре Данилов стал уговаривать себя не хныкать и не отчаиваться, а жить дальше хоть час, хоть день. Вдруг все и обойдется. Ему теперь казалось, что Валентин Сергеевич не слишком нахально и даже не слишком уверенно вел себя, раз обратился к нему не особенным и не ярким способом, а с помощью городской телефонной сети. Конечно, это не имело никакого значения, но Данилов все же пытался отыскать в самом факте именно звонка некий смысл. А может, это и в самом деле думал, Данилов частный звонок. Не утерпел Валентин Сергеевич, вот и выговорился. Как бы то ни было, но Валентин Сергеевич, эта тварь мелкая, был приставлен именно к нему. Но что он лезет ко мне с музыкой, обиделся вдруг на Валентина Сергеевича Данилов. Какое его собачье дело? Мысли о времени чья сразу рассеялись. Данилова стали мучить сомнения. А вдруг Валентин Сергеевич прав. Вдруг и верно, вопреки своим упованиям и постановлениям, он, Данилов, оказался в музыке с людьми ненаравных. Однако, поразмыслив, Данилов склонился к тому, что прежние договоренности с самим собой он вчера не нарушил. Да, наверное, его способности, его нынешнее умение и понимание музыки были в явной связи с его жизнью, его судьбой, с тем, что он перечувствовал, что открыл для себя и в себе. Но ведь у любого земного любителя или профессионала существует подобная связь. К тому же, на свете встречались люди с куда более сложной судьбой, с куда более богатыми возможностями, нежели были у Данилова. Тут они могли дать ему сто очков вперед. А если разобраться всерьез, музыкальные способности, какие Данилов получил при рождении, совсем не сделали его на земле вундеркиндом. Предки Данилова по отцовской линии к музыке относились без интереса. Уж если оказался младенец Данилов при слухе, то из-за матери, женщины земной. И позже на земле он сам, без помощи всяких чуждых сил, воспитывал в себе музыканта. Тут Валентин Сергеевич может и помолчать. С людьми Данилов в музыке не шутил и своей вчерашней игрой не ввел их в заблуждение. Значит, занятие музыкой ему не стоит бросать. Вот про Альбанию он, наверное, зря вспомнил в разговоре с Валентином Сергеевичем. Требовать у жулика ворованный инструмент было делом пустым и жалким. Но, может, и вправду не было у Валентина Сергеевича Альбани. А следовало напомнить об инструменте милиции. Да что напоминать? Ведь на днях Данилова вызывали в милицию к старшему лейтенанту Несынову, а он не пошел. Сегодня же надо было идти. Однако Данилов не пошел в милицию. Все ему стало безразлично. От всего хотелось отдохнуть, от музыки в первую очередь. Пошла бы она куда подальше. О звуках, об инструменте, о нотах, о необходимости сидения в яме Данилов думал со стервенением. Бросить сейчас бы все и удалиться куда-нибудь в охотничью избушку в Туруханской тайге или в саклю в горах Дагестана и чтобы вокруг все было завалено снегом и бил в крохотные оконцы ветер и выли волки. А он, Данилов, лежал бы один и пальцами бы не шевелил. Год лежал бы или два. А что потом бы стал делать даже об этом и не думал бы. При этом Данилов не отрицал возможность присутствия рядом с ним в сакле Наташи. Но никаких особенных видений связанных с Наташей у Данилова не возникало. Наташа могла лишь молча сидеть возле него и все. Возможно, потом Данилов и не вернулся бы к музыке, а начал бы новую жизнь, какую неизвестно. Уж там бы в сакле или в охотничьей избе впал бы он в некие тихие раздумья, а может быть даже в философское состояние, пока ему Данилову чуждое и многое понял бы. И уж, наверное, с белых вершин тишины и покоя вся его нынешняя жизнь и музыка естественно показались бы такой мелкой суетой, такой секундной бессмысленностью, что Данилов захотел бы закрыть глаза. Да что с тех вершин? Данилов и теперь ощущал эту суету и бессмысленность. Надо же, возрадовался. В свои тридцать пять лет вылез на сцену солистом, сыграл, пусть и неплохо. Ну и что? Дальше-то что? Дальше? Впрочем, какой смысл было думать о будущем, коли позвонил Валентин Сергеевич? Данилов сидел разбитый. Мучением было теперь для него думать-то о том, что он когда-либо опять возьмет инструмент в руки. Однако взял альт и отправился в театр. Отыграл и дневной, и вечерний спектакль, когда играл уже и не вспомнил об утренних грезах относительно сакли и туруханской избы. Коллеги Даниловы не говорили о вчерашнем концерте, да и откуда они могли знать о событиях культурной жизни медицинских работников. Впрочем, виолончелист Туруканов в последнем антракте поинтересовался, хорошо ли платье от медики и был чуть ли не расстроен, узнав, что Данилов, как и оркестранты, играл задаром. — Ну, Данилов, качал головой Туруканов, вы же не мальчик. — Не мальчик, согласился Данилов. — Ну, вот, добавил Туруканов, эти доктора особенно зубные, деньги, вилами грибут. После спектакля Данилов запер инструмент в несгораемом шкафу, дома Данилову Альт не был нужен. Глава 32. А на завтра все пошло, как и в прежние дни. Снова Данилов окунулся в суету и в хлопоты, обнаружилась Клавдия Петровна со своими претензиями. В театре Данилова торопились с выпуском стенной газеты Камертон. Данилов уже перепечатал заметки о стажерах и, прежде всего, о меццо Черепниной, получил от трубача Тартаковера дискуссионную статью об ансамблях и солистах. Сам описал осенние сахалинские гастроли, но вот с передовой дело у него не шло. Свирели какие-то велись, над бумагой алитавры так и не звучали. Данилов звонил мне, уговаривал сочинить передовую, просил не погубить, но что я мог. Пришлось Данилову обратиться к помощи отрывного календаря. А за газетой пошли семинары, вновь ожила вечерняя сеть. Данилов хлопотал и по хозяйству, он не хотел вынуждать Наташу таскать продукты в Останкинскую квартиру, сам иногда варил перцы с любительской колбасой. Естественно, что и спектакли в театре шли один за другим. На основной сцене и на торжественной Данилов уже не испытывал острой ненависти к музыке, однако порой она ему была скучна. Иногда Данилов ощущал облегчение, думал, не будет меня теперь тяготить симфония Переслегина, я ею разрешился. Дней пять для Данилова вышли хоть и суетные, но легкие. Он опять забыл о Валентине Сергеевиче. Только однажды вдруг Данилова тихонечко что-то толкнуло, будто плеча коснулось, и защемило тогда. Неужели все, неужели я больше никогда ничего не сыграю? Потом прошло. Встречался Данилов с Переслегиным и Чудецким. Чудецкий был по-прежнему деловит, весь в планах, а Переслегин не желал больше писать. Обзывал себя бездарью. Ну как же, возражал Чудецкий, публика приняла вашу вещь хорошо, да и Константинов с Фигейнером вас хвалили. Разве хвалили, оживился Переслегин, но я тут при чем? Это вы с Даниловым сделали из моей бумаги музыку. Разве у меня альт так звучал? Для альта Переслегин вообще не намерен был теперь писать. Он говорил, что альт Данилова испугал его. Это же царь, а не инструмент. Куда мне до его звуков? Чудецкий посмеивался, уверял, что через месяц Переслегин отойдет и возьмется писать именно для альта. От Чудецкого и Переслегина Данилов узнал, что большие музыканты высказались об его игре с похвалой. Мол, он Данилов удивил, показал, какие у альта возможности, словно бы напомнил о чем-то забытом или наоборот предсказал будущее. Однажды Клавдия Петровна явилась к Данилову с претензией, как это он не пригласил ее в клуб медиков. Да что было приглашать? Удивился Данилов с некой долей притворства. Нет, сказала Клавдия, я на тебя в обиде. О вашем концерте говорят, а я на нем не была. Чудецкий говорил, что, наверное, программу удастся повторить, если не в клубе медиков, то во дворце культуры Мукомолов, а может быть и там, и там. Тут явился возбужденный Переслегин и стал повторять неистово. Музыку надо писать без оглядки. Без оглядки. Вы, Данилов, играли герзко, без оглядки. И музыку надо писать без оглядки. Что значит без оглядки? Спросил Данилов, хотя и сам как-то произносил подобные слова. А то, что без оглядки, сердито сказал Переслегин, как будто бы даже обидевшись на Данилова. И быстро куда-то ушел. Позже Данилов ходил и повторял про себя без оглядки, естественно, без оглядки. Впрочем, без оглядки на что? Может, на что-то исследовало иметь оглядку? Тут проявил себя критик Зыбалов, выступивший в одной газете, не самой интересной и важной, но все же из тех, что клеит на витринной фанере. Сочинение Зыбалова или реплика было небольшое, размеры его как бы подчеркивали незначительность концерта в клубе медиков. Название оно имело укоризненное. «Кому предоставили сцену?» Зыбалов напористыми ехидными словами отчитывал администрацию клуба медиков, безответственно относящуюся к общественному богатству, а именно к сцене и залу. Ей администрация и бы пестовать и показывать на сцене народные таланты, а она дала пространство и время неким предприимчивым музыкантам, у которых за душой ничего нет. Мимоходом упоминалось сомнительное и претенциозное сочинение некоего Переслегина. Вызывало тревогу Зыбалова культура, в том числе и общая дирижера Чудецкого. А солист Данилов и не был назван. Переслегин сразу сник. Чудецкий улыбался, говорил, этого следовало ожидать. Уверял, что все равно программу оркестр повторит. Данилова расстроила отсутствие его имени в реплике. Пусть бы выругали его, но хоть бы упомянули. А так выходило, что он нуль. Даже не вызвало тревоги Зыбалова. На следующий день поутру Данилову позвонил Пеги секретарь Хлопобудов. Владимир Алексеевич, сказал секретарь, вы не передумали. Данилов был намерен нагрубить секретарю и сейчас же учинить что-либо Хлопобудом, но он сдержал себя. В последние дни, мрачно сказал Данилов, у меня не было времени на подобные раздумья. Но я хоть надеюсь на чтение статьи Зыбалова. У вас нашлось время? Нашлось. Полагаю, вы оценили деликатность Зыбалова? Вашего имени нет в статье. Очень признателен. Мы ведь и дурного пока вам ничего не причинили, а только даем понять. Я и тогда вас понял. Но все могло быть иначе. И ваше имя могло бы теперь громко звучать. Сразу и громко? Ну, а что же? Хотя бы в музыкальных кругах. А сейчас мне кажется, что упование чудеского повторить программу выглядит наивными. Вы уверены? Владимир Алексеевич, вы могли бы отметить, что сегодня мы вам совсем не хотим угрожать или там действовать на нервы? Мы просто напоминаем о себе. Пеги человек действительно говорил вежливо, не дерзил. Мы ведь вам пока совсем ничего не напортили. Так, мелочи. Мы решили подождать, добавил Пеги человек, при этом как бы с любовью к Данилову. Хорошо, сказал Данилов, я подумаю. Когда вам позвонить? Через два дня, сказал Данилов и повесил трубку. И он решил пока подождать, а не пускаться в поход на хлопобудов. На будохлопов. Смелые смелые, а его видители пощадили, зато выместили зло или проявили свои возможности на неповинных чудеском и переследине. Наташа уже ушла на работу и хорошо, что не слышала разговора с Пеги человеком. Вчера она желала отыскать критика Зыбалова и высказать ему все, что она о нем думает. Данилов ее на вылазку не пустил. Надо терпеть, сказал он. Совсем к Данилову Наташа не переезжала не только потому, что не было смысла терять ее площадь, но и потому, что она не хотела перевозить из хохлов в Останкино швейные машинки, электрическую и ручную. Да и каково было сойтись в однокомнатной квартире альту и швейным машинкам. Нынче опять лег снег. Температура была неожиданно минус восемь. Данилов решил покататься на лыжах. Он имел часа три. Снег лежал такой, какого в эту зиму вовсе не было. А ведь дело шло к весне. На этот снег и наступать было приятно. Он скрипел. Данилов прошел километров пятнадцать вдоль заборов Останкинского парка. Устал. Было бы со временем посвободнее, он отправился бы в любимые Сокольники. В здешнем парке было тесно и прямо по лыжне бродили пенсионеры. Но вот снег был хорош и в Останкине. Похоже, что в последние три зимы он так ни разу не скрипел. Когда-то, будучи молодым и беспечным, Данилов ради удовольствия устраивал в Москве прекрасный снег с сугробами и морозцем. Теперь он как бы стеснялся прежнего возраста. И, может, зря стеснялся, может, оно и сейчас, зимой, следовало бы ему пользоваться своими возможностями. Москвичи соскучились по снегу и морозу, только обрадовались бы им. А в бумагах канцелярии от того света, глядишь, ему, Данилову, поставили бы галочку за то, что его усилиями мороз скрипчал. Может, какой-нибудь Валентин Сергеевич скривившись, эту галочку и вынужден был бы поставить. При мыслях о Валентине Сергеевиче Данилов расстроился, снял лыжи, связал их сверху и снизу бичевкой. Хотелось пить. Павильон кофе-пончики был закрыт, и Данилову через улицу Королева пришлось идти к автомату пива-воды-соки. Данилов полагал, что встретит в автомате водопроводчика Колю и узнает, идет ли из Коли дым. Однако Коли в автомате не было. Данилов быстро выпил кружку пива, взял вторую и понял, что взял зря. Но от усталости не смог сдвинуться с места, стоял, прислонившись к стене, и лыжи пристроил к стене же. Тянул потихоньку пиво, смотрел сначала на рыжих тараканов, гулявших по полу возле мусорных ящиков. Потом его заставили оглянуться чьи-то неприятные голоса. У соседнего стола возились подростки. На вид подростки парни и девицы были самые, что ни на есть местные щеголи. Данилов дал бы им лет по семнадцать. Все они были пьяны, то ли загуляли с утра, то ли продолжали вчерашние развлечения. Парней было пять, а девиц две. Тоненькие, крашенные, в шумном своем возбуждении они были резвы, вертлявы, лезли к парням целоваться. Возможно, что лезли и не совсем к тем парням, каким им полагалось лезть по сюжету их гуляния. Один из кавалеров, как и все остальные под два метра, с кудрями, вылезавшими из-под пышной лисей шапки и в клешах, дернув за рукав розовую подругу, крепко съездил ей по физенам. У Данилова чуть пиво из кружки не вылилось. Парень и выругался, громко, некрасиво. Барышня заплакала, а кавалер, с которым она целовалась, вступаться за нее не стал. Отвернулся и продолжил беседу с приятелем. Оскорбитель в лисей шапке тоже включился в беседу. Барышня все плакала, слезы вытирала со щек белой варежкой. Потом она успокоилась и стала целоваться еще с одним парнем, тоже видно из их компании. Этот парень даже на колени ее усадил. Кавалер в лисей шапке двинулся к подруге, съездил ей по физиономии и опять вернулся в беседу. Какие нравы у нынешней молодежи, печально подумал про себя Данилов. Пожилой мужчина, стоявший рядом с Даниловым, смотрел на юнцов с радостным любопытством и ждал новых событий. Две девки-то у них на всю компанию, сказал он, мало. А видно было, что, несмотря на некоторые недоразумения, компания дружная и хорошо гуляла. Барышни опять повизгивали от шуток приятелей, впрочем, мило повизгивали. Мордашки у них были приятные, а приятели их и обнимали, и щипали, и гладили, при этом не искали рыцарских выражений, а говорили слова, какие лучше знали. Один из парней подошел к Данилову, хлопнул его по плечу, сказал, «Отец, дай сигарету!» Вообще Данилов, видимо, производил впечатление человека солидного и обеспеченного, у которого можно было попросить что-то и занять. Потому вскоре к Данилову подошли двое парней из компании и барышня. Кавалер с барышней в белых варежках остановились чуть поудаль от Данилова, а малый в лисей шапке доверительно зашептал Данилову прямо в лицо, «Слушай, мужик, дай три рубля, у нас на вина не осталось, а то купи две бутылки вермута литрового и пойдем с нами, у нас девки добрые». «Молодой человек», сказал Данилов, «Отчего вы своих дам так дешево цените? Всего по три рубля?» «Что же касается вашей просьбы, то я обойдусь без этой коммерции». Если бы он просто послал малого подальше, тот бы отошел и успокоился. Интеллигентские же слова Данилова его обидели, а может, и разозлили. «Все!» двинулся на Данилова, чуть ли не схватил его за грудки. И кавалер с барышней сейчас же нахмурились и шагнули вперед. «Что?» заорал малый в лисей шапке. Пуговицы его кожаного пальто расстегнулись, белый вязаный шарф болтался по полу. «Дай тебе сейчас! Дамы тебя сейчас!» Мужчина, стоявший рядом с радостным любопытством, смотрел уже на Данилова. «Все», сказал Данилов малому, «больше в разговоре нет нужды». «Ся то видишь нужду!» зло произнес малый, а уж вокруг Данилова собралась вся веселая компания. Еще какие-то решительные парни сразу же присоединились к ней. «Бить будем!» виделось на их лицах. «Позли на улицу!» приказал Данилову малый. Данилов никуда бы не пошел, но он сам понимал, что если потом возникнет какой-нибудь документ или, скажем, протокол и поплывет своим ходом Данилову на службу, то место действий пивной автомат сейчас же поставит под сомнение нравственность Данилова. Пусть даже и поверят, что Данилов прав, но некая мысль все же отложится. «Работник культуры, а где скандалил?» «Пошли», — вздохнул Данилов. «Вышли на улицу». Данилов, а за ним и раззадоренная ватага юнцов, готовая Данилова растерзать, но, впрочем, пока ожидавшая какого-то сигнала, а может быть новых слов Данилова. «А теперь во двор», — опять приказал малый в лесишек. Данилову было не по себе, казалось, от него теперь ничего не зависело. Ватага волокла его куда желала, злые пьяные глаза пугали и не оставляли надежд. С тремя-четырьмя парнями Данилов еще бы справился, а этих было уже больше десяти, и барышни кричали воинственно. Данилов и нож разглядел справа в лихой руке. Тут Данилова остановили. «Конни десять!» — крикнул малый. «Цены, стало быть, повышаются», — сказал Данилов. Тяжело дались ему эти слова, он и на самом деле был напуган. «Ах ты, сука, замолчи!» — закричал малый, схватил Данилова за отвороты куртки, и свора сбилась плотнее. Лыжи упали из рук Данилова. Данилов оттолкнул от себя малого и сдвинул пластинку браслета. Прохожие люди и зрительницы из окон, только что ожидавшие увидеть происшествие, удивились повороту событий. Не только не случилось смертоубийства, но, казалось бы, отвод должно было начаться взаимное сердец лобызание. Барышням Данилов вернул невинность, и теперь, не ощутив приобретение, стояли печальные, строгие, будто попавшие в чужую жизнь, а на Данилова смотрели глазами Веры Холодной. Парни получили взгляды работников детских комнат. Во всем сейчас желали видеть нравственный порядок и совершенство душ. Они с извинениями кинулись подымать лыжи Данилова, но на всех лыж не хватило. Естественно, не осталось при них и запаха спиртного, а про пивной автомат они думали с негодованием. Данилов пожалел, что сгоряча лишил парней причесок. Это было мелким самоуправством, неостроумным, к тому же. Хорошо, хоть клеши он не обузил, не превратил кремплен в шинельное сукно и не отклеил у барыши ни приставных ресниц, ни дорогих платформ. Да и что он напал на прически-то? Стало быть, растерялся, коли сразу принялся переделывать личность изнутри и снаружи. Стало быть, воля его производила действия какими-то судорожными усилиями. Нервы, нервы. А надо было держать себя в руках. Если бри таком пустяке сплоховал, как же выдержит испытания, какие у него впереди? Не буду вас задерживать, сказал Данилов. Уходя, он все же взглянул на стоявших в растерянности барышень. Пожалел их. Барышни сейчас были миленькие. Ладно, пообещал Данилов, так уж и быть, я прослежу. Однако пусть пока попастятся. На всякий случай он выяснил, какая невинность была им возвращена барышням, вечная или временная. Выходило, что временная, сроком не более, чем на три года. Но сразу же Данилов получил дополнительную информацию. Временная это временная. Однако ни один мужчина, кроме него, не смог бы и по истечении срока отменить его постановление. Но идиот, выругался Данилов, попал в историю. Он и дальше шел, ругая себя. Какое он имел право навязывать незнакомым юнцам и девушкам чужую судьбу? Да и при чем тут знакомым или незнакомым? Но что ему оставалось делать? Данилов и ответить себе на это не мог. Положил, что потом во всем разберется, однако опять пожалел барышень, вздохнул, придется ему постараться, чтобы они век в девках не задержались. Ладно, хоть на вид они были не слишком противными, наоборот. Подойдя к дому, он вспомнил статью критика Зыбалова. Хорошо еще, что вчера он не погорячился, как нынеш с юношами, и не ответил Зыбалову в газете этак же, сдвинув пластинку браслета. Да и в чем виноват Зыбалов? Проявил себя верным движению хлопобудов, и все. А может, он и искренне писал заметку, может, и впрямь плохим музыкантам была предоставлена сцена и зал клуба медицинских работников. Впрочем, так оно или не так, но сами хлопобуды раздражали Данилова. Клещи прежнего раздражали. Однако следовало пока терпеть. Глава 33 В театре трубач Тартаковер сообщил Данилову, что его ждет приятный сюрприз. Галстук из Канады. При этом Тартаковер рассмеялся. Данилов уловил в его смехе ожидание некоего удовольствия. Года два назад театр был на гастролях в Монреале. Оркестранты из местной оперы подружились с москвичами, а теперь трое из них приехали в Москву туристами. Захотели встретиться со старыми знакомцами, привезли шувениры. Альтисты Монреаля передали с ними каждому из членов альтовой группы театра по галстуку. Стало быть, и Данилову приехал из Канады галстук. А где он? спросил Данилов. Тут не только Тартаковер рассмеялся, но рассмеялись и другие музыканты, подошедшие к Данилову. Было видно, что в разговоре с ним они лишь продолжают забаву, а может быть ждут от него каких-либо действий. Вышло так. Монреальские музыканты пожелали с московскими коллегами тихо посидеть в дружеской беседе. Деятельный виолончелист Туруканов взялся устроить сидение за столом, пригласил монреальцев в свой дом, пообещал большой сбор, дружбу, музыку, закуску и прочее. Канадские друзья пришли. Увидели дома у Туруканова двух скромных виолончелистов и его жену Скрипачку. Были удивлены, отчасти раздосадованы. Посидев, ушли, сгрузив у Туруканова все сувениры, в том числе и галстуки для альтовой группы. Так что же, спросил Данилов, к Туруканову идти? Тут все вокруг Данилова зашумели с возмущением. Оказывается, Туруканов и не собирался раздавать никаких галстуков. Туруканову из слов гостей якобы показалось, что все сувениры привезены именно ему и его жене Скрипачке. Кое-какие сувениры, в их числе альбомы с видами провинции Квебек и баночки с канифолью он отдал двум своим друзьям виолончелистам, представлявшим на встрече с канадцами оркестр. Те рассчитывали на большее, обиделись на Туруканова, а еще серьезнее на его жадную жену и рассказали обо всем в оркестре. Минутами раньше Данилов не хотел идти к Туруканову, а теперь почувствовал, что пойдет. Туруканов сидел сейчас в маленькой комнате, принимал профсоюзные взносы. — Я к вам, Григорий Евгеньевич, сказал Данилов. — Володенька, сказал Туруканов, у вас же за этот месяц заплачено. — Разве? удивился Данилов. — Но я к вам, Григорий Евгеньевич, по иной причине. Говорят, вы галстуки раздаете. — Какие галстуки? Помилуйте, Володенька. строго сказал Туруканов. — Канадские. — Какие канадские? — пожал плечами Туруканов. — Что за шутники послали вас ко мне? Но было видно, что он смущен. — Мне неудобно говорить вам об этом, выходит, что я вымогаю у вас какой-то галстук, сказал Данилов. — Ну и мне неловко. Я встретил вчера альтиста Вернье из Монреаля. Он, между прочим, спросил, как мне понравился переданный вами галстук. Насчет встречи с альтистом Вернье Данилов от волнения приврал, но у Туруканова слова об этой встрече не вызвали сомнений. — Но, фолотенькая, сказал Туруканов тихо, пряча глаза, зачем вам галстук? Вы ведь носите бабочки. — Да, бабочки, подтвердил Данилов. — Но я и костюмы надеваю. Однако разве тут в галстуке дело? Туруканов молчал, бумаги оставил. — Нам надо спешить, сказал Данилов. — Давайте я возьму галстук и пойду. — Нет, здесь никаких галстуков, чуть ли не плача, произнес Туруканов. — Я не захватил. — Может быть, ваш Володенька дома найдется? — А это что у вас из пакета торчит? — спросил Данилов, ощущая в себе бестактную напористость. — Где? Из какого пакета? — Ах, из этого. Из пакета, устроенного на стуле, ничего не торчало, но на красивой бумаге с цветочками имелись английские слова, возможно, сообщавшие название галстучной фирмы. Туруканов стал объяснять Данилову, что это так, мелочи. Их лично ему подарили канадские друзья, а он от себя намерен сделать приятное хорошим людям. — Кому? — решительно сказал Данилов, будто пистолет в руке держал. Туруканов ответил. Имелись в виду один из дирижеров, концертмейстер, влиятельный общественник, словом, все полезные люди. Данилов сказал, не только ведь я галстук, но и вся альтовая группа. — Да что вы, Володя, рассердился Туруканов. — Я, конечно, посмотрю дома, не оставили ли вам канадцы галстук, но уж от этих бредней об альтовой группе вы меня угвольте. Да и что это за артисты, которые только о тряпках и думают? — Вам я и вправду посмотрю. Туруканов, видно, решил отделаться от бестактного артиста, к тому же редактора стенной газеты Камертон. Он открыл пакет и, покопавшись, в нем со вздохом потянул синий в белый горошек галстук. Но галстук сразу не кончился, а оказался длинным, таким, будто бы имел продолжение в квартиру Турукановых носивцев в Рашке. Он как бы разросся, стал шириной в полметра и пошел пятнами, словно был сшит из цветных лоскутов. Отчетливо проглядывали на полотне галстука, как бы вдавленные в него, носовые платки, фотографии с видами провинции Квебек и реки Святого Лаврентия, пластинки и магнитофонные ленты, лезвия бритв, носки, дважды дамские колготы, одни в листочках, другие в черных сердцах. Туруканов потел, говорил в отчаянии, что же это... Откуда это? Пыхтел. Однако вытягивал и вытягивал галстук, остановиться не мог. Лишь когда галстук занял чуть ли не полкомнаты, из пакета объявился его конец. Фу ты! Расстроился Данилов. Опять я сгоряча перестарался. Туруканов же в испуге и растерянности ходил вдоль возникшего из пакета галстука. Все желал дотронуться до странной и, возможно, бесполезной вещи, но и руку то и дело отдергивал от галстука, боясь обжечься. Как же это? Откуда это? Повторял он и с неким опасением взглядывал на Данилова. Позвонил телефон. Туруканов не сразу поднял трубку, будто из трубки могло что-то выползти или выстрелить. Данилов тут же, хотя и стоял от телефона метрах в трех, услышал крик жены Туруканова. — Все улетело! — кричала она. — Улетело все! — Что улетело? — спрашивал Туруканов. — Все, все, все. Галстуки, пластинки, колготы, все. — Куда улетело? — Откуда я знаю, куда улетело? Куда-то! Сквозь стены от нас! — Успокойся, — говорил Туруканов. — Ты думаешь, врач все вернет? Повесив трубку, Туруканов опять в испуге посмотрел на Данилова и пробормотал. — Как же это? Этого не может быть? — А? — Как же это? Данилов пожал плечами и вышел из комнаты. — Неужели взнос у меня действительно уплаченный? — Опять удивился Данилов. Коллеги обступили его. — Есть у Туруканова один большой галстук, — сказал Данилов. — А обычно их выходит, что и нет. После репетиции альтист Чихонин спросил Данилова, чего он не едет домой. — Мне свадьбу играть, — сказал Данилов. — Да ты что? — удивился Чихонин. — Ты сегодня свободный. Я играю. Данилов побежал к инспектору оркестра, выяснил, что две недели назад плохо изучил расписание. С ним и прежде случилось такое. Однажды за неявка на утренний золотой петушок он получил выговор и не смог поехать на гастроли в Монголию. Теперь бы Данилову пуститься в Останкино, насладиться домашним уютом, поспать. Но он после некоторых колебаний решил послушать свадьбу Фигаро из зала. А когда стал слушать, понял, что он не знал, как следует этой музыке. Был же случай у них в театре. Контрабасист, игравший в оркестре лет сорок и отправившийся на пенсию, достал по знакомству билеты на кармен. Привел в театр внука. В первом же перерыве он прибежал в яму, чуть ли не закричал. — Музыка-то какая! Увертюра-то какая! Опера-то какая! Я-то всю жизнь думал, что в ней только пун-пун, а в ней, оказывается, и тарарарара! И пропел тему Тореадора. В яме Данилов играл свадьбу Фигаро десятки раз, а из зала слушал ее впервые. Поначалу он сидел, открыв рот, потом стал петь. Текстоппер он знал наизусть, но Данилов не только пел, а несколько раз забывшись, обращался со словами «Музыка-то какая! Ансамбль-то какой!» к старичку, сидевшему прямо перед ним. При этом чуть ли не за плечо старичка хватался в восторге. Старичок поначалу смотрел на Данилова удивленно, потом стал сердиться, попросил Данилова помолчать, сказав, что люди на сцене поют лучше, да и другие зрители из ложи с шиканьем оборачивались в сторону Данилова. Данилов смутился, пел он теперь про себя, и оркестр поддерживал про себя. Однако нет-нет, а срывался, и чуть слышно звучал в ложе бенуара. Оркестр моцартовским составом играл хорошо и без него, Данилова. Да и можно ли было плохо играть эту музыку? В антрактах Данилов не ходил ни в яму, ни в буфеты. Он не хотел спускаться в быт. Тихо сидел в ложе бенуара на гостевом стуле, устроенном ему капельдинером Риммой Васильиной. Весь был в Моцарте. После третьего антракта он оконфузился, он заснул и проспал минут пять. Лишь при звуках дивного голоса Керубину, не явившегося на военную службу, Данилов проснулся. Как он ругал себя! Ну, тут же себя и простил. Ну, заснул. Ну, что же делать-то? Ведь устает. Хоть бы отдохнуть недельки-две, покупаться бы в морских волнах. Молодой человек, сказал старичок, сосед по ложе бенуара. Вы своим стоном мешаете слушать. Извините, сказал Данилов. Музыка больно, за душу берет. И по дороге домой Данилов пел про себя Моцарта. Ка бы я мог написать такую музыку, думал Данилов. Какой же идиот я был десять дней назад, когда сыграл Переслегин и решил, что все кончилось. Ведь было, было. И отвращение к музыке было, как дурной сон. Вот тебе, Моцарт. Пусть по нынешним понятиям у Шенберга высшая математика, а у Моцарта, скажем, алгебра, так что же? Нет никакой алгебры и нет никакой высшей математики, нет никакого. Восемнадцатого века. А есть вечное и великое. Есть музыка. Шенберга Данилов в душе вовсе не громил, он относился к Шенбергу с уважением, а вторую камерную симфонию его и пережившего события Варшавы почитал и держал у себя на магнитофонной пленке. Уроки двенадцатитоновой теории Шенберга чувствовал в симфонии Переслегина. И все же теперь он как бы возвышал Моцарта над Шенбергом, то ли из азарта, то ли пытаясь пересилить мнение о музыке скрипача Земского. Вот тебе традиционная музыка, а что делает? Музыка нужна, нужна. И он, музыкант, Данилов должен играть, играть и играть и для себя, и для людей. Данилов словно бы исцелился сейчас окончательно от тяжкого недомогания, словно бы возродился наконец для музыки. Так оно и было. Данилов все напевал про себя в троллейбусе темы из свадьбы Фигаро. Потом испугался, не признает ли пассажиры его тронувшимся, поглядел по сторонам. Нет, все были в своих заботах. На всякий случай Данилов достал из кармана пальто вечернюю газету, чтобы отвлечься от музыки, просмотрел программу телевидения, объявления о спектаклях, некрологии, прочитал из зала суда и календарь садовода, потом взглянул на первую страницу и увидел заметку интересное явление. В заметке описывались опыты геофизиков геолого-разведочного института. Летом эти геофизики были в экспедиции на Камчатке. Облазали вулкан Шевелуч. Их лаборатория интересуется теорией ядра земли. Они привезли в Москву образцы застывшей лавы вулкана Шевелуч. И вдруг совершенно неожиданно при термической обработке из куска лавы вулкана Шевелуч весом 740 граммов образовались четыре крупных изумруда и живая бабочка Махаон-Маака. Руководитель лаборатории член-корреспондент НГ Застылов заявил журналисту можно предположить хотя и с некоторыми опасениями совершить серьезную научную ошибку что ядро земли состоит целиком из жидкого изумруда. А возможно что и нежидкого или не совсем жидкого. Во всяком случае геофизики лаборатории находятся на пороге большого открытия. Несколько затрудняет разработку новой теории явление бабочки Махаона-Маака. В особенности если принять во внимание то что размах крыльев у нее на 7 сантиметров больше общепринятого и по странной игре природы кроме хоботка есть зубы. Чего же изумруду-то удивился Данилов и бабочка. Что же за материя попалась мне тогда под руку? Сегодня решил Данилов он займется камнями шевелуческой экспедиции или нет завтра. Тут он сообразил как расстроится Клавдия прочитав заметку. Бедная женщина и надо же чтобы именно изумруды. А бабочка оказалась чуть ли не сильнее Моцарта о ней думал Данилов направляясь троллейбусной остановки на улице Цандера к дому. Мелодии свадьбы в нем почти умолкли однако тихонечко все-таки звучали. Данилов открыл свой почтовый ящик. Газет не было. В ящике лежал листок бумаги в клеточку сложенной вдвое и на нем рукой Земского Данилов эту руку знал. Земский иногда приносил заметки в камертон. Было написано «Ну как Володя с тайной МФК?» Что он ко мне пристал? Рассердился Данилов. И тайны небось никакой нет. Когда Данилов стал открывать дверь, его обожгло предчувствие недоброго. Что-то уже случилось или вот-вот должно было произойти. В квартире его был жар и чем-то воняло. Данилов бросился на кухню и там, на столе, на фарфоровом блюде, взятом кем-то из серванта, увидел лаковую повестку с багровыми знаками. Остановившись на секунду, Данилов все же решился шагнуть к столу и прочел пылающие слова. «Время че? Сегодня ночью». «Без пятнадцати час. Остановка троллейбуса Банный переулок. Дом номер шестьдесят семь». «Ну, вот и все», подумал Данилов и сел на табуретку. Лаковая повестка тут же исчезла, надобности в ней уже не было, но вот и все», повторил про себя Данилов. Времени у него оставалось мало, полтора часа. Минут двадцать пять из них следовало уделить троллейбусу, то и больше. Троллейбусы в эту пору ходят редко, минут пятнадцать придется ждать. Переодеваться Данилов не стал, в театре он всегда являлся в приличном виде. Данилов просмотрел свои земные распоряжения и письма, подготовленные накануне дуэли с Кармадоном. Остался ими доволен. Никого он, кажется, не обидел. Ни тех, кому был должен, ни тех, кто и ему был в чем-то обязан. Ни Клавдию. Может быть, она еще вспомнит о нем с теплыми чувствами. Впрочем, ему-то что? Вот Наташа. Пожалуй, хорошо подумал Данилов, что она решила сегодня заняться шитьем дома. Но позвонить ей, наверное, следовало. Данилов никак не мог поднять трубку. Подходил к телефону и отходил от него. Данилова останавливало не только волнение, не только боязнь причинить боль Наташе. Он боялся, как бы его звонок не стал для Наташи опасным. Впрочем, что добавил бы прощальный звонок к прежним знаниям о Наташе порученца Валентина Сергеевича. Данилов поднял трубку. Наташа подошла к телефону не сразу, наверное, от швейной машинки и, возможно, дело с маркизетовой блузкой, срочно заказанной ей и инженершей из калибра, приятельницей Муравлевой. Данилов видел начало Наташиной работы, двигалась неважно, голос у Наташи был усталый. Наташа, сказал Данилов, стараясь быть твердым, однако чуть-чуть заикаясь. Наступила минута, о которой я приеду упреждал. Спасибо за все и больше ни слова. Он повесил трубку. Альт Данилова остался в театре в несгораемом шкафу. Данилов подошел к фортепиано, стал играть. Что он играл, он и сам не понимал. Руки его двигались как бы сами собой. Музыка была стоном Данилова, отчаянием его и болью. Без десяти двенадцать Данилов встал, снова просмотрел все свои бумаги, провел рукой покрышки фортепиано, словно бы погладил его. Прикосновение его было легким, отлетающим. Ничто уж не связывало Данилова со старым инструментом. Инструмент потерял звук. Данилов надел пальто и шапку, проверил, не включены ли где в квартире электрические приборы, не горит ли и случаем газ, погасил во всех помещениях свет и, не спеша заперев дверь, вызвал лифт. Глава тридцать четвертая Троллейбуса, как и предполагал Данилов, пришлось ждать. Было зябко и сыро. Снег к ночи опять растаял. Наконец троллейбус подошел. Автомат был в нем новой системы. Данилов опустил пятак, подергал металлическую ручку. Билет не выскочил. Данилов обернулся в сторону единственного пассажира, нетрезвого, видимо, задумчивого в своей нетрезвости. Сказал, виноват он вместе с тем с осуждением технического новшества. Не дает билета. — А-а-а! — махнул рукой пассажир, но Данилова, впрочем, не поглядев. Не ростовцев ли это, беспокоился Данилов, но нет. Пассажир был случайный не ростовцев. Мрачный человек, пивший, наверное, с горя или по привычке. Данилов сел, вздохнул. Витрины пустого и будто подводного в ночную пору магазина океан проплывали справа. Вспомнился Данилову велончелист Туруканов, испуганный явлением большого галстука. Вспомнились две барышни, чьи жизни из-за легкомыслия его Данилова могли оказаться теперь разбитыми. Вспомнился водопроводчик Коля, дышавший паровозным дымом. Вспомнился Кудасов, иссушивший себя сомнениями в высоких грезах. Да мало ли что вспомнилось теперь Данилову. Сколько дел он не закончил, в скольких судьбах должен был и обещал себе принять участие, а вот не принял, не успел. Все спешил, летел куда-то или несся по волнам. Я и в милицию не зашел, спохватился Данилов. Теперь случай с альтом скорее всего останется среди нераскрытых дел и в отчетную пору будет тяготить 58-е отделение милиции. Впрочем, Данилов несколько обрадовался. Теперь как будто бы ни музыка, ни Наташа, ни желание жить и быть самим собой вынуждали его приложить усилия, чтобы уцелеть и вернуться, а именно обязательные мелочи приобретали для него чрезвычайное значение. Надо их доделать-то. Вот Данилов и обрадовался. Понимал и при всем своем легкомыслии, что нынче особое путешествие не похожее на прежнее. Но все же легонько тешил душу до тех пор, пока троллейбус не одолел Крестовский мост. Что я думаю о пустяках? — встрепился Данилов. — Ехать всего две остановки. Мне бы теперь размышлять о высших смыслах. Но тут же Данилова пронзило соображение, впрочем, оно не могло быть новым для него, о том, что сейчас за ним наблюдают, все видят. А главное, им ясны все его мысли, все его порывы, все моментальные и неуловимые даже для самого Данилова движения его души. Как унизительно было ощущать это мукт какая. Даже если бы он теперь волевым усилием заставил себя пребывать в некоем спокойствии, то и это его нравственное напряжение было бы естественно понято и проанализировано. Тут Данилов несколько хитрил. Или полагал, что хитрит. Он-то считал, правда, не без определенных опасений, что все сложности его натуры, ход его мыслей и чувств вряд ли до конца поняты и самыми чувствительными аппаратами. Мысли, в особенности в людском обиходе, чаще всего становятся известны благодаря их словесному выражению. Но слово, притом скованное привычками языка, примитивно и бедно. Оно передает лишь часть мысли, иногда и не самую существенную, а само движение мысли, ее жизнь, ее трепет и вовсе не передает. Именно музыка, был уверен Данилов, тут куда вернее. Для него альтиста Данилова без всяких сомнений. Передавать свои состояния он стал порой не в виде слов, а в виде музыкальных фраз или коротких звуков. Вышло все само собой. Потребность привела к этому. Отчасти азарство. Поначалу его бессмысленный музыкальный язык был простым. Данилов взял девятую симфонию Бетховена, в ту пору он очень увлекался Бетховеном и из ее звуков и выражений составил для себя как бы словарь. Сам термин словарь его естественно не устраивал и Данилов заменил этот термин звуками, причем произнесение их доверил Гобою. Некоторое время Данилову хватало звукового запаса девятой симфонии, но потом пошли в дело фортепианные концерты Чайковского и Пиковая дама. Четвертая симфония Брамса, отдельные фразы итальянцев, Вагнера, Малера, Хиндосмита, Шенберга, незабытый были Стравинский с Прокофьевым, в особенности его огненный ангел, и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Данилов даже стал себе много позволять. С удовольствием, но и с разбором, как некий гурман, распоряжался он чужими звуками. Чистушечные темы щедрена использовал для передачи хозяйственных наблюдений. Достижениями Биг-Бита прикрывал сентиментальные чувства по поводу утраты Альбани. Нидерландские окопельные хоры эпохи Возрождения сгодились для скрытых угроз Данилова превратностям судьбы. Потом Данилов и сам, влекшись, принялся создавать звуки и фразы, выражающие его состояние. Чаще всего он думал в суете и спешке. Мысли его были скорые, энергичные и как бы рваные. Музыкальные средства не до разработок темы, не до ее оркестровки. Увлекшись самим процессом выражения своих мыслей и чувств, Данилов обратился к другим музыкальным школам с их особыми законами и сладостями негритянской, индийской и дальневосточной. И стали звучать в нем маракасы, ситары, рабобы, семисены, кото, бамбуковые флейты, сякухатти. Для построения целых, пусть и моментальных фраз, хороши были семиструнные диатонический индийский звукоряд и пятиступенные японские лады якобуси и инакобуси. Очень часто Данилов самым причудливым образом смешивал европейские звуки с восточными и небелунговским медным в нем вторила застенчивая флейта сякухатти, из-за спешки мыслей Данилова, не допускавшая, правда, привычных для нее мелизматических украшений и опевания ступеней. Реже других инструментов Данилов использовал альт. Когда же случались минуты покоя, покоя чисто физического, покоя чувств и мыслей не было, соображения Данилова принимали более или менее правильную форму. Фразы повторялись им в разных вариациях, иногда в радости, с удовольствием, как некое мечтание, иногда в отчаянии и нервно, фуги с их полифонией рождались тогда в Данилове, бывало, что и сонаты. А в общем, музыка была своеобразная, возможно, что и странная, во всяком случае, искренняя, именно искренняя, как бы ее записать и исполнить ради опыта, но где уж тут записывать? Так или иначе, внутренняя музыка увлекла Данилова, он привык к новому языку, главным для него было творение новых звукосочетаний, порой и мелодий. Музыкальная система Данилова теперь уже его собственная, усложнялась, импровизации его были неожиданные и упоительные, а что касается его предполагаемых исследователей, то для них, считал Данилов, это его внутренняя музыка могла оказаться и загадкой. Впрочем, теперь ему предстояло проверить, так ли это. Троллейбус подошел к банному переулку. Данилов встал. Сам, не зная зачем, в некой нерешительности оглянулся на задумчивого пассажира, будто тот мог его сейчас ободрить или даже удержать. Пассажир не поднял головы, а не проедет ли он свою остановку, обеспокоился Данилов. Извините, пожалуйста, сказал Данилов, вам где сходить, вас не увезут в парк? Ты не проедь, с вызовом произнес мужчина, и тебе сходить, а мне не надо, а ты сойдешь, и все равно тебя увезут в парк, а там люстры, Данилов поднял воротник, до того стало ему зябко. Часы на углу больничного переулка показывали без двадцати четырех час. По соседней, второй Мещанской, ныне Гилеровского, прогремел по металлу трамвай, видимо, отправился на отдых в Ростокино. Неужели этот пьяный мужчина, с тоской подумал Данилов, последний человек, которого я видел? Оставалось девять минут его земного существования. Дом номер шестьдесят семь стоял в ста метрах от Данилова. Дом шестьдесят семь, как и соседний, продолжавший его дом шестьдесят девятый, был трехэтажный, с высоким проемом въезда во двор в левой своей части. В этом проеме, метрах в семи от уличного тротуара, и находилась дверь для Данилова. Когда-то и с левой стороны к шестьдесят седьмому примыкал дом, дверь в проеме пускала жильцов на крутую лестницу, она вела на второй этаж и чердак. Лет пятнадцать назад старый дом сломали, на его месте поставили табачные и квасные киоски, а чуть подальше устроили баскетбольную площадку. Правда, теперь стойки для корзин были покорежены, кольца погнуты, и посреди площадки утвердился стол для любителей домино и серьезного напитка. Дверь же в сломанный дом осталась, ее не заделали, и, поднявшись на третью ступеньку бывшего крыльца, можно было открыть дверь и шагнуть в небо. Кто и как присмотрел этот дом, Данилов не знал, но уже двенадцать лет являться в девять слоев по чрезвычайным вызовам полагалось исключительно здешним ходом. Прежде Данилов относился к этому указанию с иронией, было в нем нечто нарочитое, театральное. Подобные игры могли быть рассчитаны лишь на детей, но теперь пропала ирония. Ужасен был шестьдесят седьмой дом в ночную пору, жалок был и плох. Днем он не бросался в глаза. Люди жили в нем обычные, а теперь этот шестьдесят седьмой наводил тоску. Рядом стоял семьдесят первый дом, огромный и угрюмый, его серые и тяжелые полуколонны казались каменными ногами городского чудища. Низкорослых старичков соседей, притулившихся к нему, он держал как бы на поводке, властным присутствием давая понять и им и всем, что они гримасы прошлого и вот-вот должны развалиться и исчезнуть. Но пусть еще стоят, пока точное время им не назначено. Снесли наконец эти дома-то зимой семьдесят шестого года и снесли. Теперь строят новые. И на самом деле была теперь какая-то мерзкая гримаса в кривых линиях кирпичных карнизов и межэтажных поисков старых домов, не выдержавших тяжести своего века, в обреченной изогнутой балке проезда во двор. Дом шестьдесят седьмой и вправду вот-вот должен был развалиться и исчезнуть, и каждому, кто являлся к нему вызванной роковой повесткой с багровыми знаками, не могло не броситься это в глаза, не могла не явиться мысль, что вот и он все время был на поводке у чего-то сильного и властного, и теперь и ему предстоит исчезнуть. Дом имел вид виноватого в чем-то, и Данилов, оказавшийся рядом с ним, ощутил себя виноватым. В проезде было мрачно, воняло котами и гнилой капустой. Данилов подумал, что, наверное, и на этот мрак и на гнилье и на котов рассчитывали сочинители инструкции. Вызванные повестками в свои последние мгновения на земле должны были испытать унижение этого пошлого места, запомнить землю мерзкой, ощутить свою мелкость и беспомощность. Тут было как бы подведение черты, подготовка к переходу в состояние еще более унылое, а возможно и в никакое. Данилов наступил на что-то скользкое и вонючее, чуть не упал, выругался, ногой пошаркал по асфальту, стараясь оттереть с подошвы грязь, потом шагнул на ступеньку крыльца, дернул ручку двери, дверь не поддалась. Данилов нагнулся. Три гвоздя, вбитые, видимо, по распоряжению техника смотрителя, крепко держали дверь. Значит, люди в ЖЭКе сидели все же хозяйственные и углядели наконец, что осиротевшая дверь хлопает без дела, а, возможно, двери прежде иногда забивали, но находились причины, по каким ЖЭКовские гвозди исчезали без следа. Ни гвоздодера, ни кусачек у Данилова не было. Сняв перчатки, Данилов попытался раскачать гвозди, но только ободрал до крови пальцы. Он злился, понимал, что может опоздать, и тут вспомнил о браслете. Что же это я, подумал Данилов, да и каким же манером я собирался спускаться в странстве. Он подвинул пластинку браслета, гвозди вылетели из досок и исчезли. Данилов открыл дверь и сейчас же, не дав себе ни секунды на колебания, шагнул в небо. Глава 35 Что-то будто завертело его, сжало, ударило, что-то хрустнуло, возможно, хрустнуло в нем самом, какие-то нити рвались и цепи звякали глухо, вихри обдували Данилова, горы падали на него или он сам падал в раскаленные кратеры. Иными случались его прежние перемещения во времени и пространстве. Больно было Данилову и страшно. Но прибыл Данилов, куда ему следовало прибыть. Он находился теперь невдалеке от девяти слоев в колодце ожидания, известном ему с чужих слов. Темень была всюду, да и не темень, а чернота. Однако Данилов в черноте не растаял. Он все еще ощущал себя живым и суверенным. Легче ему от этого не было. Он чувствовал, что с четырех сторон его окружают стены. Их нет, но он не сможет сквозь эти несуществующие стены куда-либо уйти. Он знал, что стены продолжаются и вверх, и вниз, и нет при них ни пола, ни потолка, колодец бесконечен. Но ему Данилову не дано в нем ни летать, ни плавать. Поначалу Данилов думал, что и позу менять не позволят. Но нет, не вытерпев неведения, Данилов чуть выпрямил ноги, опустил руки, ожидая кары, однако никаких запретительных сигналов не последовало. Значит, можно. Что руки, что ноги. Он мог существовать сейчас и застывшим. Не это было важно. Его обрадовало обретение пусть и крошечной, крошечной свободы. В черноте колодца ничего не происходило, и по всей вероятности ничего и не должно было происходить. Сама чернота, сама бездеятельность Данилова, ощущение им собственного бессилия, предчувствие страшного впереди должны были его изнурить. Времени он сейчас не чувствовал, то есть не чувствовал того времени, какое могло течь, разрываясь, останавливаться или винтиться в девяти слоях, это удручало Данилова, обрекало на некое безволие, неготовность к неожиданностям, а стало быть и к мгновенному сопротивлению им. Данилов понял, что если он устроит в самом себе отсчет времени земным способом, ему станет легче укрепить себя. Так и вышло. Теперь он сам установил в колодце время, привычное для него, и, отсчитывая час за часом, говорил себе, ну вот еще выдержал, а они сколько протянут, и что придумают после. Проходили сутки, в земном измерении, хоть на самой земле, полагал Данилов, могло не сдвинуться и секунды. Данилов все считал. Однажды он снова изменил позу, и не потому, что в его теле что-то затекло, а из желания не выглядеть некрасивым или жалким. Какой-то скрюченный, висел он в колодце, и обнаружилось перед Даниловым видение. Явился старательный порученец Валентин Сергеевич в ношеном переношенном тулупе, в валенках, снабженных галошами, с метлой в руках. Стоял он сейчас в печальном проезде под домом 67-м на Первой Мещанской, в ночной подворотне и имел вид дворника. На нем был темный передник в заплатах и даже дворницкая бляха, давно отмененная в Москве. Валентин Сергеевич опустил метлу, стал сгребать ею вонючие и гнилые предметы, вызвавшие досаду Данилова в его последние греб Валентин Сергеевич плохо и выходило так, что он ничего не сгребал. Валентин Сергеевич стоял на месте и метла его повторяла одно и то же как бы застывшее движение. Сам Валентин Сергеевич выглядел сейчас заведенным механизмом. Наконец, его завод кончился, он замер. Потом дернулся, опять начал водить орудием труда, не позволяя себе при этом не увеличить, не уменьшить размах движения метлы хотя бы и на сантиметр. Теперь Данилов услышал и звуки. Сморкание Валентина Сергеевича, его вздохи, шуршание чего-то по асфальту. Валентин Сергеевич, до этого не замечавший Данилова, посмотрел на него с укором, погрозил пальцем. Он на лицо скорчил. — А что, дождался своего, неигодный? Но тут ему, видимо, на что-то указали. Валентин Сергеевич сгорбился и тихонько пошел. Его дворницкая бляха стала заметнее, весь его облик, как бы говорил. — Я, конечно же, я помню, помню, я мелочь, я ничтожество. Я свое дело исполнил, и все. Подворотня исчезла, и Валентин Сергеевич удалился в черноту. Опять Данилов пребывал в черноте, выжидая, когда, наконец, его подвергнут новым воздействиям. А о нем как будто бы забыли. Данилов захотел снять пальто. Ему не было жарко, как, впрочем, не было и холодно, но пальто, шапка и перчатки начали стеснять его. Он бы с удовольствием расстегнул пуговицу рубашки и убрал бабочку. Он бы шнурки ботинок развязал, хотя ботинки не жали. Отчего он желал свободы? От вещей? Пусть для начала и от вещей. Но тут же Данилов сказал себе, что это нервы. Данилов не расстегнул ни единой пуговицы пальто и перчатки не снял. А шапку натянул покрепче и уши ее опустил, будто некий шум раздражал его. Но ничто не звучало. И Данилов повел про себя партию альта из симфонии Переслегина. Потом перестал. То ли ослаб, то ли отчаялся. В нем сейчас жила обида маленького и слабого ребенка, чуть ли не со слезами глядящего на взрослых. За что вы меня? Что плохого я сделал вам? Данилову хотелось, чтобы он и вправду стал сейчас маленьким, беззащитным. Беззащитным он, впрочем, и был. И чтобы кто-нибудь сильный приласкал его или хотя бы пожалел, простил ему капризы и шалости. Данилов и бороду сейчас, пожалуй, бы сбрил, если бы попросили. Однако никто не увидел в Данилове обиженного ребенка. Ни вздоха сочувствия Данилов не услышал. Он вообще по-прежнему ничего не слышал. Скрипки метлы Валентина Сергеевича и его вздохи изморкания вспомнились нечаянным и бесценным подарком. А вдруг и само время «Че» уже началось? И, может быть, заключалось оно в вечном отлучении Данилова от звуков? Ведь кураторы и исследователи могли уже все решить. И не было у них никакой нужды проводить с Даниловым разговоры. Так нельзя, ерепенился Данилов. Не имеют права. Нужно объяснить мне почему и что. Но сразу же он почувствовал, что его возмущение, как и готовность сбрить бороду, как и желание оказаться на глазах у публики бедным заблудившимся ребенком, сами по себе бессмысленны. И его, Данилова, показывают лишь жалкой личностью. Ожидание подачек и милости было изменой самому себе, да и за подачки эти и милости следовало бы еще платить по высоким ценам. Он закрыл глаза, но сразу же сквозь сомкнутые веки увидел некое движение где-то рядом. Опять то ли скользили тени, то ли колыхались снятые из чьих-то незаживленных ран бинты. Данилов устал и словно бы нехотя открыл глаза. Тени или полотнища унеслись, покачиваясь в глубину черноты, растворились в ней, а перед Даниловым появились шесть бараньих голов на коротких сучковатых палках. Головы перемигивались, словно кривлялись, скалили зубы и подскакивали, норовя толкнуть друг друга или укусить. Вскоре вместо них возникла небольшая фигура мужчины смутно Данилова знакомого. Это мой дзисай, догадался Данилов. Своего дзисая он никогда не видел, но был уверен теперь, что это именно его дзисай. Дзисай опустился на колени, видно, собираясь молить о чем-то. Возможно, о смягчении своей участи, а возможно, и о смягчении участи Данилова, судьбой которого он был связан по желанию прекрасной Химеку. Лицо дзисая исказило гримаса предсмертной муки. Он опустил голову. Прежде Данилов полагал, что его дзисай по рождению наивных времен, о каких помнят немногие, должен был бы носить кимоно и иметь стекающую на спину косичку, но нет. Дзисай был одет в Техасы и кожаный пиджак, а волосы отрастил пышные, длинные, будто бы играл на электрической гитаре. Как он молод, он совсем юноша, содрогнулся Данилов. Нет, Химека, не надо, не надо, молю тебя. Данилов закрыл глаза, Химека не услышала его мольбы. Да вовсе не Химека явила Дзисай или его тень перед очи Данилова. Возможно, Химека уже принесла Дзисая в жертву. Ради спасения Даниловой теперь Данилову были намерены показать, как это произошло и почему жертва вышла напрасной. Данилов открыл глаза. На месте Дзисая было нечто багровое, растекшееся. Это растекшееся стало исходить дымом и рассеялось в черноте. «Ведь я принял бы жертву. Принял бы», почувствовал Данилов. Данилов жалел и юношу Дзисая, погибшего бессмысленно, и себя. Он заплакал бы, коли бы знал, что на него не смотрят. На мгновение ему показалось, что возник нежный запах цветов анимонов. Вдруг Химеку сквозь все препоны удалось высказать ему теперь сострадание. Но тут же глаза и носоглотку ему защипало. Не цветы анимонов благоухали, а, похоже, где-то невдалеке без звука разорвалась граната со слезоточивым газом. Газ этот оказался теперь хорош для Данилова. Неприятность, доставленная им, как бы напомнила Данилову, что и его судьба ничем не лучше судьбы Дзисая. А перед Даниловым уже неслись световые вихри, и фиолетовые волдыри лопались в них. Вихри эти скоро уже не казались Данилову сообщением о чем-то. Они стали реальностью, приобретали мощь и глубину, а глубина их была в миллиарды земных километров. Данилову даже показалось на мгновение, что стены черного колодца исчезли, но это было ошибкой. Действительно, глубина его видения была сейчас в миллиарды километров, но и черные стены остались. Вытянув руки, наверное, можно было дотронуться до них. Впрочем, естественно, ничего не ощутив. Тут он вспомнил, что какое-то время назад а счет времени он уже и не вел, он заставил зазвучать в себе музыку Переслегина. Однако, музыка тогда же и затихла. Неужели он стал так слаб? Или себе не хозяин? Или засмотрелся на видение? Нет. Данилов решил, что немедленно в его суверенной личности будет восстановлен обычный ход жизни, нисколько независимый от бытия в колодце и опытов исследователей. Усилием воли он опять заставил себя вести счет времени и тут же поссока легенда стала исполняться в нем классическим секстетом. Что касается мыслей и чувств, то они по-прежнему существовали в нем в двух потоках, словесные и музыкальные. Видения опять напали на него. Розовые пузыри все разбухали и лопались, яростные свирепые вихри обтекали их, но иногда и налетали на пузыри, и тогда взрывы ослепляли Данилова. И снова огненные языки и осколки от этих взрывов разлетались на миллиарды километров. Вспышки и взрывы продолжались долго, но потом они стали случаться реже, словно бы угомонение происходило в их стихии, и, наконец, некоторые успокоенные упорядоченные формы и линии стали проступать в поначалу раскаленных нервных потоках. Теперь перед Даниловым висел и переворачивался вокруг невидимой оси мутноватый, чуть искривленный мерцающий диск. В нем держались, соблюдая тихое движение, светящиеся спирали, закрученные и взблескивающие на концах. Потом Данилов увидел, что и всюду, на разных расстояниях от явившегося ему диска, расстояниях, измеряемых уже не миллиардами километров, а веками и тысячелетиями, висят, вращаются, плавают, копошатся другие диски, спирали, скопления светящихся и черных пылинок планет и звезд. Данилов почувствовал, что он перед ними великан и может ступать по ним, как по кочкам мокрого торфяного поля где-нибудь под Шатурой или Егорьевском, ступать по ним и властвовать ими. Не хватало лишь сущей малости позволения ему, Данилову, вышагнуть из колодца ожидания. Тут же Данилов ощутил себя никаким не великаном, а жалким существом, растерянным и испуганным, вошью земной перед этими исполинскими дисками, спиралями и сгустками, перед галактиками и вселенными, перед ходом их судеб. Зябка стала Данилову, тут и Шапка с опущенными ушами не могла умерить дрожи. Инструменты секстета, которые Данилов противясь напору исследователей все еще заставлял играть по сокалью Генделя, умолкли. А диски и спирали, известные Данилову и прежде, исчезли, маленькая крупинка блеснула в черноте. На земле ни одна бы электронная установка не смогла бы разглядеть ее или хотя бы дать о ней сведения. Она разрослась или Данилов был усушен и уменьшен. Данилов уже понимал, что он помещен внутри явленной ему крупинки. Внутри ядрышка какого-нибудь захудалого атома, что и науке неинтересен. Или еще унизительнее внутри простейшей частицы, не знающей на земле покоя и управы, не словленной там ни одним хитроумным устройством, а здесь в колодце покорной и неподвижной. Но теперь в ней, в этой частице или в этом ядрышке Данилову представились свои мерцающие диски, свои кристаллические построения изгустков, из скрепов каких-то ледяных шаров и игл, и будто бы шевеление этих ледяных шаров и игл усмотрел Данилов, и явно полет здешнего космоплана привиделся ему, и отчего-то вспомнился Кармадон, мелькнуло даже злое надменное лицо Кармадона, какое было у него на лыжне в Сокольниках. И вдруг что-то случилось, разломились диски, стали крениться кристаллические решетки, каясь на лету или тая. Все свалилось и все исчезло, но он, Данилов, остался. Перед ним сидел сапожник, курносый мужик лет пятидесяти из Марьиной рощи, и чинил парусиновые тапочки, какие носили, придавая им белый цвет зубным порошком щеголи в Москве в конце сороковых годов. На коленях сапожника был черный кожаный фартук, губами он держал гвозди, хотя для починки тапочек они не были нужны. Кто это, удивился, Данилов, зачем мне его показывают? Вдруг я ему что-то должен? Нет, не помню. Возле сапожника стала прыгать серая дворняжка, отдаленно напоминавшая Данилову грамотную собаку Муравлевых по кличке Салют. Сапожник с любовью осмотрел починенные им тапочки, остался ими доволен и протянул их собаке. Собака взяла тапочки и съела их. Потом лапой она пододвинула к себе сапожника и съела его. Облизнувшись, она поморщилась, выплюнула черный фартук и сапожные гвозди, зевнула и ушла. Гвоздей было пять, а во рту он держал шесть, вспомнил Данилов. Ну, шесть. Ну, а мне-то что? Фартук и гвозди потом долго валялись в пустоте перед Даниловым. Главное же действие. Производили теперь многочисленные вещи, предметы и машины, знакомые Данилову по земле. Чемодан, платяной шкаф, угольный комбайн, металлические плечики для брюк, самолетный трап, асфальтоукладчик, электроорган, вращающаяся электрошашлычница с кусками баранины, совмещенный санузел изумительного голубого цвета, автомобиль Ягуар, игрушечная железная дорога с тоннелями и переключателями стрелок, бормашины с плевательницей, скорострельный дырокол для конторских папок, кухонный гарнитур. Впрочем, всего разглядеть Данилов не мог и не имел желания. Машины и вещи то и дело возникали новые, в столпотворении вытесняли друг друга, толклись, на месте не стояли, а находились в некоем хаотическом движении. И то разбирались на части, то энергично, но и аккуратно собирались в прежних своих формах, при этом именно разбирались кем-то невидимым, а не рассыпались сами по себе. Но однажды и части вещей так и не вернулись в привычные соединения. То ли не смогли, то ли им уже не было в этом нужды. Во всяком случае, движение их стало совсем бешеным. Но составные части как будто бы вовсе не зажимались судорожными поисками своих ближних, чтобы вцепиться в них и уж явно не желали вступать в соединение с чужими составными. Однако что-то происходило. Данилов сначала не мог понять, что именно. Но потом, когда из досок, щитов, панелей, стекол, металлических суставов и блоков, ламп, фарфоровых полукружий, шестеренок, приводов, свечей, зажигания, деревянных ножек, колец, образовались чуть ли не живые существа. Самые разные, со своими фигурами, походками, осанками. Одни гибкие, проворные, словно бы одетые в резиновые обтекаемые костюмы, мешки. Другие густые, водянистые, тяжелые, сонные, с мазутными глазами. Тогда Данилов догадался, в чем дело. Перед ним были сущности, вещей и машин, успевших вместиться в колодцы ожидания, в его, Данилова, пространство и время. Или, может быть, если применить выражение афинского философа, чтойности этих вещей и машин. Освобожденные от своих оболочек и функций, теперь они выявляли стывшие в них порывы и страсти. В азарте наступали на что-то, агрессивные, настырные, жадные, лезли, толпились, легали это что-то. Данилов понял, они мнуты топчут черный фартук сапожника, не убранные после ухода собаки. Данилов был уверен, не убранные случайно, по небрежности исследователей. В их жестах, прыжках и наскоках была и патетика, было и торжество, но была и мелочность. Гвозди, они, наверное, тоже затоптали, подумал Данилов. Но разглядеть ни гвоздей, ни фартука он сейчас не мог. Темп движения неуравновешенных танцоров все обыстрялся, их самих становилось все больше и больше, злясь каждый или каждое из них стремились пробиться к центру толпы, словно забытый фартук был им необходим, неожиданно над ними взвинтилось и запрыгало кольцо огненных букв. Вяленая, икра, ментая, ясночковая, один сто пятьдесят рубль восемьдесят копеек темрюкского рыбозавода. Тут словно бы лампочки стали перегорать в огненном кольце или на пульте управления случился какой дефект, некоторые буквы погасли, а потом исчезло и все кольцо. С пляшущей, подпрыгивающей толпой ничего не произошло. Лишь в центре ее, в самой свалке, в самом ее вареве по всей вероятности что-то случалось, возможно, какие-либо чересчур скорые и настойчивые фигуры, гибли там, разрушенные, раздавленные напором свежих чтойностей, лишь рожденных и желающих сейчас же потенцию самих себя перевести в осуществленное бытие. Но затем во внешностях топтунов, толкачей и проныр начались преобразования. Что тут только не появилось. Человеческое стало пропадать. Возникало нечто новое. Да и само новое тут же преобразовывалось. Резиновые мешки, соединения желеобразных шаров, стержни из гибкого металла с утолщениями и шипами, пузыри с зеркалами внутри, колючие кусты то ли нотных знаков, то ли никелированных украшений петербуржских кроватей, беременные колбы, зеленые стручки на проволочных ножках, точильные круги, астма в полиэтиленовом куле, нечто похожее на жадную куриную лапу, а все больше всего это, словно возбежавшие с экранов рентгеновских аппаратов, оставившие на тех экранах скелеты, или что они имели там конструктивного, подкрашенные теперь неким неестественным светом. Все они, не переставая двигаться, приобретали на ходу совершенно новые формы. И скоро это были уже никакие не силуэты и не мешки, а очевидные уроды или даже монстры, которые вызвали бы удивление и у служащих кунсткамер. Отрубленная задняя половина автомобиля Chevrolet была сочленена с крупом и ногами порнокопытной особи, породу которой Данилов определить не решился. Рога оленя украшали миниатюрную пудреницу. В одиноко порхающем крыле бабочки-капустницы размером с покрывала пьеретты серьгой висел амбарный замок. Из ратушных часов выползал дымчатый плеозавр и никак не мог выползти. Граммофонная труба устроилась среди щупалец дешевого синтетического осьминога. Из трубы выскакивали творожные сырки в унылой коричневой фольге. В трубу же они и падали. Словно в нервном тике мигал светофорами котел тепловой станции, залитый луковым супом. Но все это были комбинации составных или композиций Данилов не знал как их назвать, внешне приличные и не вызывающие у Данилова позыва меняться существа, фигуры, сочленения, композиции. В конце концов Данилов для удобства мыслей назвал их фантомами. Но и это было не точно. Куда более пошлые и мерзкие. Тут Данилов несколько раз унимал спазмы пищевода. Полезли какие-то пластиковые и металлические детали, то ли роторы, то ли куски самолетных турбин, обмотанные колышущимися и стекающими кровью внутренностями животных людей. И многие механизмы стали являться вывернутыми наизнанку, посыпанные при этом неизвестно чем, но вонючим и гадким. В банках со спиртом возникли машины, автомобили, трамваи, гильотины, сцепленные с себе подобными, как сиамские близнецы. Самогонные аппараты гнали омерзительную студенистую жижу, в ней трепыхались утопленные щенки, аппараты сейчас же ее употребляли, полугнида-полукатофалк с белыми кистями врезался в самогонные аппараты и вместе с ними превратился в черную жабу с желтыми гнилыми клыками и бивнями, обвешанную к тому же ротными минометами и терками на гнутых ручках. Эти терки были не для овощей. Жаба сожрала спаренный трамвай, содержащийся в банке со спиртом, и тут же стала бумагой для поимки мух. Приклеившиеся к бумаге коморские драконы судорожно били хвостами, вызывая колыхание мучных червей, открытые раны терлись о наждачную бумагу. Следом объявились рожи знакомые Данилову по земным суеверным страхам и по рассказам людей с воображением. Тут были и вордолаки, и вампиры, и беззубые людоеды, пугавшие в сытые дни мелких мальчиков, и меланхолическое чудо-юдо с оранжевой пеной на стоматитовых деснах, и фантомасы и франкенштейны, и недорогие ведьмы потаскухих стирольских гор, и синие мертвецы, защекоченные когда-то русалками, а с ними и дохлые русалки, жертвы промышленных вод, и гневные дармопалы, семиликие, двадцатирукие, многоглазые, опоясанные шкурами тигров в венцах из людских черепов, в ожерельях из отрубленных голов, кто с мангустой в одной из рук, кто с морковью, амбала, управляющая сумерками, и наглые асуры, и лукавые апсары, танец которых только увидеть, жить не захочешь, и какие-то черные истуканы, сладострастные пугало с экватора, нервные от почесухи и унылые псы из подземелий, чьи глаза как плошки и летающие упыри с вечной слюной капающей на галстук, плохо завязанные, и мелкие бесенята, приволокшие сковороды таких размеров, что не лишними были бы при них ядерные источники тепла. Да кто только не объявился. Скакали тут и конь бледный, и конь вороной, и томная дева плавала на листе лотоса. И при этом все возникающие фантомы, а может быть и не фантомы, не все ли равно, кто они, были снабжены приметами нынешних земных времен, будто необходимым было для них увлечение капризами моды, или им были нужны доказательства их возрастного развития. И теперь один из этих фантомов мрачно, давя соседей, подпрыгивал на мотоцикле. Другой дул в саксофон, третий обрядился в бикини, сшитые из грачиных гнезд, кто-то грыз ртутные светильники, кто-то метался в оранжевом плаще от радиационных осадков и в противогазе, кто-то размахивал гарпуном для подводной охоты, кто-то вдел в ухо вагон монорельсовой дороги, кто-то распухшими лапами от них отпадали синие гнойные струбья, держал части разодранного надвое греческого танкера, кто-то поливал толпу из тринадцати ствольного огнемета, словом, жуть, что творилось. Зачем все это, думал Данилов? Скоро ли все кончится? Однако не кончалось. И только что приставшие к Данилову фантомы и уцелевшие от прежних действий предметов и существ долго буйствовали вокруг Данилова, вакханалия их была теперь разнузданной и, по всей вероятности, трагической для них самих. Многие фигуры и гибли, исчезали в толчье и разбое, в бешеной давке неизвестных чему стремившихся тел, оболочек жидких и газообразных состояний. Данилов чувствовал, что действие безграничной толпы не самодавляющее, но имеет отношение к нему. Однако он не был еще растоптан и не претерпел ни единой метаморфозы. Фигуры же толпы, уходившие куда не взгляни в бесконечность, не только буйствовали, не только гибли в неизбежном движении к чему, может, к кожаному фартуку, но и продолжали, сталкиваясь друг с другом, превращаться в новые и неожиданные образования. Лишь исторические персонажи из суеверий и страхов резких изменений не имели, но и с ними происходили трансформации. Они то и дело словно бы обзаводились новыми украшениями. Ртутные светильники меняли на кастрюли скороварки, голубые очки на собак китайской породы с вислыми ушами, греческие танкеры на бульонные шарики. При этом в любые мгновения изменялись те или иные части тел разбушевавшихся существ, распухали или уменьшались. То головы становились раз в сто больше нормальных, то животы вспучивались аэростатами воздушного заграждения, то ноги или лапы или хвосты русалок усыхали и казались крошечными, будто от ящериц. Но тут же прежние конечности возобновлялись, животы опадали, зато выскакивали глаза метров на десять вперед и вращались больными влажными шарами. Во все усиливающееся толчье Данилов стал различать видения, как будто бы явно постороннее. То тут, то там, словно на особых экранах, и были в этих картинах сюжеты одинаково неприятные Данилову. Вот ножом резали ребенка и кровь стекала в ведро. Вот на поросшие лесом горы выехал казак на вороном коне. Заснувший хлопец младенец Паш сидел за его спиной. Казак швырнул в пропасть странного мертвеца. Тут же костлявые пальцы желтых скелетов схватили мертвеца и стали душить его. И какой-то огромный почерневший скелет отчаянно старался прогрызться сквозь землю к мертвецу, но тщетно, и он страдал, мучился от своего бессилия, а горы тряслись и рушились хаты. Вот красивую женщину, совсем юную, замуровывали в крепостную башню, она билась, пыталась уйти от погибели, но кирпич за кирпичом закрывал нишу, и серый раствор тут же схватывал швы кладки, лишь краешек красной юбки застыл между нижними рядами кирпича. Вот в зеленой ложбине падали мины, летели обрубки металла, кровавые куски мяса, живые еще люди куда-то бежали, кололи друг друга, серые домовые кусты от снарядов и бомб стояли плотные, упругие, будто вечные, черный паук полз по холодной шее, уткнувшегося лицом в траву ефрейтера. Вот штормовая волна смыла людей, дробивших камни за оградой, вот чудом уцелевшее дерево умирало на черной гае. И тут Данилов почувствовал приближение некоего нового поворота видений, да и видений усилились резкие запахи, воняло паленым и злой химией. Черное сменилось багровым, потом огненно белым, стали взрываться и обрушиваться дальние вершины, не существовавшие прежде. Взрывы продолжались, ударные волны их должны были бы коснуться Данилова, отшевырнуть его неизвестно куда или уничтожить вовсе. Данилов и чувствовал порой сдвиги сферических волн, но висел на месте и не имел никаких повреждений. Толпу же диковинных существ и тварей эти взрывы извержения разлома горных хребтов, движения кипящей жидкости тревожили, будто сбивали их в кастрюли с невидимыми или существа и твари. Они раньше, видимо, управлялись или хотя бы подталкивались в своих толчаях и оргиях кем-то, а уж теперь их явно мотало, сбивало в кучу, месило жестокими пальцами крюками холодное, злая по отношению к ним стихия. И снова произошли взрывы. Были они сильнее прежних, ужасней прежних. Сейчас Данилова трясло. Он понял, догадавшись при этом, что мгновенное озарение подсказано ему. Понял, сейчас произойдет катастрофа, случится крушение, сейчас, конец всему, что он видел, а может быть и всему, в чем он существовал. Данилов зажмурил глаза. Но какой-то это вопрос. Данилов все видел и все чувствовал. Гибли, пропадали, суетившиеся только что существа, твари и фантомы. Вспухали фиолетовые волдыри, все мельчало и обращалось в прах. Ископление звезд и планет, движение их становилось все более тихим или сонным, все вокруг словно бы вмерзало в лед или становилось льдом. И Данилов, не ощущая холода, почувствовал себя ледяным и погибшим. Черное неподвижное вобрало его в себя. Потом он очнулся. Сколько минут, веков, он был неживым, он не знал. Находился он в пустоте, слева как будто бы брежил рассвет. Что это там лежит, удивился Данилов. Впрочем, он ясно видел, что лежит. Там, где в прошлом дыбилась толпа, пребывал в одиночестве кожаный фартук сапожника. Данилов захотел подойти или подплыть к нему, но ни единая мышца Данилова не дернулась, не вздрогнула. Фартук же тотчас подпрыгнул и исчез. По-прежнему Данилов не слышал ни звука. По небрежности они забыли его убрать, подумал Данилов опять, имея в виду фартук. Или все же оставляли со смыслом. Но какой смысл-то в этом фартуке? И во всем, что тут происходило, или мерещилось мне? Что он мог сказать себе в ответ? Ничего. Чудом приходилось считать то, что его существование еще продолжалось. Он опять попытался собрать свою волю, снова начать отсчет земного времени, возродить в себе музыку, любую, какая вспомнилась быть теперь, и мыслить удобным для себя способом. Данилов напрягся, но тут же что-то подхватило его, завертело, будто в воронке смерча, подняло ввысь, и он ощутил то, что старался избежать ощутить. Ощутил вечность. Ощущение было мгновенным и пронзительным. Данилов думал, что он посидел. Воронка смерча быстро опала. Данилова кинула вниз, тогда Данилов услышал звуки. Звуки были металлические, чем-то стучали и скребли по железу. И опять черная вобрала в себя Данилова и словно бы растворила его. Глава 36. Данилов лежал на кровати с металлической сеткой, какие встречаются в гостиницах районных городов. Матрас был тонкий и сетку Данилов чувствовал боками. Сетку, похоже, успели сильно продавить, она провисла и напоминала гамак. Что же касается постельного белья, то его выдали свежее, пахло оно прачечное и имело, где следовало, овальные отметки инвентарных резиновых печатей. Лежал Данилов в голубой пижаме. Рядом с кроватью стоял ореховый платяной шкаф. Там, возможно, находились сейчас вещи Данилова, в том числе пальто и нутриевая ушанка. В прежних случаях он имел куда более порядочные помещения, иногда даже апартаменты с королевскими ольковами, с зеркалами в серебряных оправах и дюсси-де-портами буше. Данилов в обиде натянул на голову шерстяное одеяло, но тут же как бы и проснулся в конец. Какие нынче могут быть обиды? Что он ропщет, что прикидывает с дураком? Но ни Версаль, ни Сенсуси, ни Хьюстонский Хилтон-отель. Так ведь это после черного колодца. Хорошо, что живой и белье дали, пусть и бывшее его потребление, но свежее, утюженное. И на тумбочке рядом с репродуктором установили графин с жидкостью. Что ж роптать-то? И все же постельное белье и пижамы и графин на тумбочке обнадежили Данилова. Он пристал, притянул графин, хлебнул из горлышка. Жидкость была теплая. Однако Данилов выпил полграфина. Ничего с ним не сделалось. Он захотел тут же и есть. И в этом естественном требовании его организма было нечто обнадеживающее. Значит, натурально жив и желает жить. Меню завтрака — пусть завтрака, посчитал Данилов, могло быть сообщено ему внутренними сигналами или прислано отпечатанным на машинке. Тут Данилов затаил и некую хитрость. Из названий блюд он мог узнать, конечно, с известными оговорками, степень тяжести своего нынешнего состояния. Как его полагали кормить? Как пленника? Как смертника в одиночной камере? Как гостя? Как утерявшего расположение? Как гуся лапчатого? Как последнюю тварь? Как кого? Данилов поднялся, обнаружил под кроватью стоптанные шлепанцы, отыскал туалет и умывальник, зубы почистил суровой щеткой, причесался и протянул судьбе руки. В ладони ему упали листочки папиросной бумаги. Нельзя сказать, что они обрадовали Данилова, блюд было много, но все они происходили из буфетов железнодорожных станций. Не перепутали ли они меня с Кармадоном, удивился Данилов. Ну, может быть, здесь была новая манера в еде? Или в меню был намек на случай с Кармадоном? Мол, жуй, соображай, что и из-за дуэли ты прибыл сюда. Данилов решил сначала поесть, а потом гадать. Тем более, что в меню значилась вареная курица, а курицу, завернутую в советский спорт, Данилов и сам, отбываясь с земли по вызовам, случалось, брал раньше. Сейчас курица ножка явилась Данилову незамедлительно, причем не на буфетной фольге, а на фаянсовой тарелке. Курица была холодная, тощая, но Данилов ее проглотил с азартом, перемолов и кость. Данилов потребовал бумажные салфетки, возникли и салфетки. Попросил он зубочистку, и зубочистку ему спустили. Вроде был сыт, как бывал сыт именно утром, перекусив наскоро, но сытость не принесла ни радости, ни успокоения. Обычно утром в Останкине после завтрака он гладил электрическим утюгом бабочку, теперь в глажении бабочки не было нужды. Не было сомнений в том, что вчера, вчера, помимо всего прочего, его не только намерены были устрашить или восхитить, ему не только предлагались загадки и задачи. Исследователи бесспорно интересовали и моментальные отклики его личности на ведение катаклизма сотрясения, на толчую энергичных фантомов и монстров, наконец, на открытие ему вечности. Когда Данилов увидел над умывальником зеркало и увидел в зеркале себя, он удивился тому, что не посидел. Впрочем, проснувшись, он понял, что ощущение вечности из него ушло. Бездны открытые ему были им забыты. Мгновенные озарения вычерпнули из него. Он опять знал о себе и о мире не более, чем земной Данилов. К лучшему это или нет, он не мог сказать. Теперь он лишь смутно помнил, что и его будущее было ему открыто. Так что же? Может быть, в вечность его окунули по ошибке? Может быть, по ошибке ему Данилову дали лишние сведения и, спохватившись, поутру стерли их мокрой тряпкой, чтобы он не мог воспользоваться никакой лазейкой в будущее? Или им был нужен именно его мгновенный отклик? И все? Там, в колодце ожидания Данилов, потрясенный открытым ему, сам старался упрятать ощущение вечности в дальний ящик, да и сотни запоров своей памяти. Сейчас же он напрягал эту самую память, надеясь возобновить хоть толику знания об уготованном ему. Но че-то... Так вот, теперь наверняка эти отклики его личности, движения его натуры были уже изучены исследователями и лежали в дискотеке. Ну и пусть, отчаянно подумал Данилов, пусть. Что они могут узнать обо мне нового? Зачем они еще тратили средства и энергию? А средства и энергии в колодце ожиданий было потрачено немало. Сколько там было толчей жизни, сколько крушений миров, галактик, неизвестных Данилову спиралей, сколько суетни сущностей, вещей и явлений. Ему напоказывали всякой чепухи и всяких странностей, каких никогда не было в реальной жизни. Скажем, швыряние в пропасть казаком со спящим младенцем за спиной страшного мертвеца заимствовали у Николая Васильевича Гоголя. Интересно, читали ли сами исследователи страшную месть или сведения о ней, возможно, искаженные Карпатские горы были показаны Данилову довольно приблизительные, попали в их аппараты и камеры косвенным образом. Впрочем, это не имело значения. Значение имело то, что порой исследователи пытались воздействовать на него чуть ли не как Кармадон, пугали всякими состарившимися ужасами, чудищами и нежитями. Что они теперь готовили ему? А, махнул рукой Данилов. Он заказал настенные часы Сердобского завода, причем не удержался и попросил ходики с кукушкой. Укрепил их над кроватью. Он то бродил от умывальника и до шкафа, то, скинув шлепанцы, валялся, ноги положив на холодный металл спинки. Голубая пижама стала раздражать Данилова, но подойти к шкафу и переодеться в свое платье от чего-то не хотелось. Может, от того, что в костюме надо было куда-то идти, а никуда не приглашали. Пребывание же в голубой пижаме как бы оправдывало праздное сидение на кровати. Время на ходиках, однако, текло к обеду. Режим питания Данилов соблюдал редко. Теперь же, хотя и не нагулял аппетита, проявил себя педантом. Опять в руки ему спустились листочки меню. В них были названы блюда вагона ресторана. Когда же открылась эта мода, расстроился Данилов. А ведь прежде его кормили черепаховым супом, и от устриц в вине он позволял себе отказываться. Данилов вздохнул. Перед ним возник столик из вагона ресторана с четырьмя стульями с двух сторон. Данилов как был в пижаме, так и сел на один из стульев. На самом деле путают его с Кармадоном или напоминают о дуэли. И как сейчас Кармадон наказан, высмеян или поднялся, выправил челюсть, повышен в чинах и теперь сидит рядом с наблюдателями персоны Данилова. Данилову казалось, что если бы вызов был связан с Кармадоном и дуэлью, его дела могли бы оказаться и не совсем погибельными. Он понимал, что тут, вероятно, он находится в заблуждении и все же тешил себя надеждой. Блюда тем временем уже стояли на столике, только что столбы и леса не бежали навстречу по правую руку от Данилова. На закуску была селедка с горошком, затем краснел борщ с куском сала, рядом стыли сосиски, опять же с горошком, и стакан компота. Неужели пива у них нет? Ну, хоть бутылку! То ли возмутился, то ли взмолился Данилов. Однако, возможно, дело было и не в скудости буфетных ледников, а в том, что клиент не имел прав на пиво. Данилов был в смятении. То он думал о том, какие найти пути спасения, то оценивал прожитое им, искал в этом прожитом смысл и оправдание. Может, и не было смысла-то? Что ж тогда стремиться к спасению, к продолжению бытия? И теперь, хотя Данилов наконец имел и время, и тишину, для того, чтобы в сосредоточенном напряжении все обдумать, все решить, мысли его по-прежнему были нетерпеливы. Приходили, как и раньше, соблазнительные желания об отсрочках и откладываниях. Но откладывать что-либо было уже поздно. Вот и думал Данилов. Пребывал в отчаянии и унынии. Уверен был, что странное его существование смысла имело мало. Был ли Данилов, не был ли Данилов, от этого в мире ничего не менялось. Если только в музыке. Но что там в музыке, в конце концов, изменилось, улучшилось или испортилось? Да, наверное, пока ничего. Что ж тогда стремиться к спасению? Так размышлял Данилов, соглашаясь в некой сладости сам с собой. И в то же время против этих мыслей, против сладостного согласия с ними, нарастал в Данилове протест. Целый бунт вскипал. Вскоре Данилов уже полагал, что в самом пребывании его в пижаме есть нечто не гостиничное, а тюремное. Жалкое. Будто бы он, Данилов, сдался и голову согласен пристроить на плахе, как можно удобнее для палача. Нет, надо было тут же снять пижаму и идти куда-нибудь. Не без страха Данилов подошел к платяному шкафу. Раньше он был уверен, что там висят его земные вещи, но вдруг их отобрали, определив ему лишь пижаму. Данилов рванул дверцу шкафа воинственно, будто бы ограбленный. Но нет, зимняя московская одежда была ему сохранена. Данилов устыдился своего порыва, хорошо хоть дверцу не сорвал в сердцах. Брать из шкафа, пальто и нутриевую шапку не было смысла. Поколебавшись, Данилов пожалел брюки и фрак, много ли он их имел, и попросил снабдить его сейчас же приличным костюмом для встречи в обществе. Костюм Данилову прислали. И, надев его, Данилов понял, что костюм пошит хорошо. Костюму выдали туфли, рубашку, галстук, платок, подтяжки и носки, хотя о них Данилов и не отваживался ходатайствовать. Данилов стоял растроганный. Ему казалось, что служба внешнего вида отнеслась к нему куда благосклоннее, нежели службы кормления. Может, были на то причины? Или службы существовали сами по себе? Впрочем, что было гадать? Данилов взбодрился. Еще пуще он взбодрился, когда на внутреннем кармане пиджака обнаружил название фирмы «Бидерман». Париж. Конечно, фирма имелась в виду не ахти какая, да и этикетка вместе с костюмом вряд ли были подлинными, но неважно. Разве можно было сравнивать их с блюдами железнодорожных буфетов? Тут не маршанские, тут Диоры и Зайцевы были предложены Данилову. Песней герцога Монтуанского из второго акта они зазвучали в нем. Комната его или гостиничный номер или одиночная камера не имела ни окон, ни стен, ни дверей. Но Данилов, привыкший к условностям, постоял там, где, по его понятиям, могла в гостинице находиться дверь. Выйти долго не решался, а когда вышел, готов был держаться за стены, если б были стены. Ноги у него отнялись. Он ждал, что сейчас или кирпич свалится ему на голову, или его накажут каким оружием, или просто затолкают назад к кровати и к пижаме. Кирпич не упал, сетью Данилова не словили, никаких мер принято не было. Потоптавшись на месте, Данилов побежал, потом подпрыгнул и стал парить, как парил в юные годы. Но парение скоро наскучило, и он пошел пешком. Куда он шел, он не знал. Шел. И все. Снова неопределенность стала тяготить Данилова. Прогуливаться он уже не мог. Он желал теперь же выйти на своих исследователей и судей и сказать им, нате, жрите, только не томите понапрасну. В каком из девяти слоев он теперь находится, Данилов не знал. Может быть, в четвертом, гостеприимство, а может быть, и вблизи канцелярии от порядка. И это только ему кажется, что он ходит и парит, на самом деле он не ходит и не парит, а пребывает в состоянии козы, привязанной веревкой к колушку. Никаких примет здешних мест не обнаруживалось. Стояла сплошная пустота, но не черная, как в колодце ожидания, а желто-голубая, и ничто не звучало. Но тут мимо Данилова, чуть ли не сбив его, с гиканьем промчался на самокате толстый тип в панамке с мятыми краями. Тип был пожилой, но толкался азартно по ребячей левой ногой, и самокат имел самодельный, точно такой, какие московские мальчишки, в том числе и Данилов, мастерили в сороковые годы из досок и трех подшипников. Подшипники будто по асфальту крутились, гремели и вышивали искры. Обогнав Данилова в метрах в ста от него тип остановился, погрозил Данилову пальцем, сказал, сокрушаясь, но и с удовольствием, «Фу ты, ну ты, шины сдуты!» и укатил дальше. Вскоре Данилов потерял его из виду. «Он знает, куда ехать», подумал Данилов. «Он спешил. Надо за ним идти». «А может быть, это Валентин Сергеевич?» Тут же пришло соображение. «А хоть бы и Валентин Сергеевич». И все-таки Данилов был уверен в том, что это не Валентин Сергеевич, а случайный проезжий. Этот дачный лихач в Панамке даже умилил Данилова, напомнив ему о забавах юных лет. И Данилов не желал думать о нем ничего дурного. Может, он и самокатом-то наслаждался впервые в жизни. И свой облик, дачный и отеческий, принял ради него, Данилова. Сам же веками выглядел каким-нибудь кристаллическим стручком в созвездии дивных тел. Случайным образом пересеклись их с Даниловым жизненные дороги. Вот и расстарался тот стручок, обернулся дачником и надел Панамку. Тут надо заметить, что мир, который Данилов считал когда-то своим, а теперь с некой отчужденностью называл девятью слоями, обладал поливариантностью. Мир этот мог иметь много выражений. И существа этого мира могли не только переобразовываться и превращаться, то есть переходить из одного состояния в другое, но и воплощаться. И стало быть, пребывать сразу хотя бы и в ста различных состояниях, принимая самые подходящие для случая облики. Когда-то Земля была избрана для девяти слоев базовой планетой. Данилов слышал о такой теории происхождения девяти слоев. Но с той поры много воды утекло, много дыма и стаяло. Работниками девяти слоев были освоены и другие цивилизации. Иные замечательные, но слишком грамотные. Иные недоразвитые. Внедрились работники и в пустынные звездно-планетные системы, где пока корчились и грелись лишь микроорганизмы, а то и просто бушевали в одиночестве и самоедстве бездушные стихии. И движение расплавленных или остывших веществ нельзя было оставлять без пригляда и внимания. Хватало занятий и пространств. Время же текло само по себе. А может быть и не текло. Впрочем, это не имело значения. Земля по-прежнему в хлопотах работников в девяти слоев занимала важное место. Но и иная микрокосмическая система на элементарной частице порой требовала больших забот о всякие туманности или сложности с двойными звездами. При этом повсюду были свои понятия о смысле бытия, о способах выжить и устроить цивилизацию, наконец, о том, что и как кушать и какие одежды носить. До того в галактиках все было по-своему. До того странно и удивительно. Работники девяти слоев старались усилить эту странность и удивительность, прививая там и тут заблуждения. Но им для того, чтобы действовать с толком, надо было знать тьму различных состояний и пребывать во всех освоенных ими цивилизациях и в бездушных системах в надлежащем виде. В общении с землянами и с личностями, занятыми делом лишь на Земле, вроде Данилова, девять слоев и их обитатели воплощались в формы, известные именно жителям Земли. Эти формы в девяти слоях и любили более всего. Сказывались давние устойчивые моды на все земное. Тип на самокате, возможно, на самом деле какой-нибудь кристаллический стручок из созвездия дивных тел, наверное, тоже был вызван из своей провинции и попал в земной вариант девяти слоев. В этом варианте Валентин Сергеевич сидел сейчас где-то мелким порученцем, похожим на тихого барышника с птичьего рынка или на артельного щитовода, но это не помешало бы его воплощению, если бы была необходимость, скажем, сотрудничать с Кармадоном, объявиться сейчас на планете сонная моль молибденовым телом. Впрочем, там ли теперь Кармадон? Калибзнать. Впереди что-то блеснуло. Ба, да это же лифт, сообразил Данилов. В девяти слоях проживали и постоянные обитатели, каким не было нужды иметь воплощение в иных цивилизациях. Многие из них были заняты и земными проблемами. Они-то местные жители, и Данилов когда-то был в их числе, и придумывали здесь и нормы приличия, и стили поведения, и просто мелкие привычки. Из слоя в слой демоны всех статей могли перемещаться любыми способами. Однако последние лет сто пользовались исключительно лифтом, и лифт-то был тихий. Такой ездил когда-то в гостинице Астора, какой-нибудь Филадельфии. Ходил он погромыхивая и покачиваясь, но было в нем много шику. Всякие металлические накладки на кабине и приемных камерах, чудесные зеркала, медные виньетки, лилии из голубого фарфора над зеркалами, кисти с помпонами из золотых нитей, и оставалась при нем несомненная солидность. Проезжий самокатчик то ли уже успел воспользоваться лифтом, то ли укатил дальше. Данилов нажал кнопку вызова. Кабина приехала быстро, она поднималась снизу. В каком же я слое, опять подумал Данилов. Ясно лишь, что не в первом. Ни с того ни с сего на память пришло одно из посещений Клавдии Петровны и катание в лифте ее дома румяного пирата Ростовцева. А вдруг и в этом лифте Ростовцев катается? Пока Данилов вспоминал Ростовцева, кабина лифта проехала мимо. Данилов в возмущении и по привычке стал давить на кнопку вызова, но ничего не достиг. Какие-то личности были в кабине, но кто они, Данилов не успел разглядеть. Да и всех ли он знал в девяти слоях? Что же, эта кнопка испортилась? Леон Данилов был заперт здесь? Данилов опять нажал на кнопку. Вскоре он услышал звук спускавшейся кабины. Невидимые тросы гудели и поскрипывали. Неужели и это не остановится? Испугался Данилов. Остановилось. Данилов, не раздумывая, устремился в пустую кабину, будто опаздывал куда-то. Испытывать судьбу он не стал. Вдруг путь наверх ему заказан и нажал на нижнюю кнопку. В первый слой он вышел не сразу, опять зарабил. Он полагал, что пробудет здесь недолго, если его отсюда и выпустят. Но Данилов думал, что выпустят. Теперь по кнопкам лифта он знал, что его койка с плотяным шкафом помещаются в четвертом слое гостеприимства. Он гость. То есть, хотя бы вызванный просто по делу. Впрочем, Данилов не обольщался. Мало ли, где могли его разместить. Ни навстречу Данилову, ни мимо него никто не шел. Сам он не был намерен тревожить чьи-либо тени и сущности. Печальная мгла остыла повсюду, Данилову было не по себе, следовало уезжать. И уж никак нельзя ему было идти к памятному месту, а Данилов не смог побороть искушение и пошел. В том месте до сих пор был завал булыжников, битого цветного стекла и изломанных декоративных костей. Данилов разгреб завал, перламутровая пленка по-прежнему была здесь ободрана, и сквозь открытый бесценный хрусталь нижней сферы Данилов увидел большого синего быка. Синий бык стоял смирно, тихо шевелил губами, вздрагивали его верхние веки, однажды дернулось правое ухо, будто на него село насекомое. Большой синий бык всегда держал на своей спине девять слоев и должен был их держать вечно. Знать о нем полагалось, смотреть на него было запрещено, однако в юности Данилов из любопытства и озорства нарушал запреты. Повздрослев, узнал, что нарушение иных запретов поощряется. Но запрет на большого быка был слишком серьезный. Именно своей серьезностью он и подтолкнул Данилова к рискованной проказе. Данилов прослышал, что в нескольких местах перламутровая пленка, покрывавшая изнутри нижнюю хрустальную сферу, обшелушилась, и там сквозь хрусталь видно. Данилов бедовая голова проник в одно из тех мест. Здесь не только облетела перламутровая пленка, но и была в хрустале трещина, чуть ли не щель, ее даже не заделали, а просто завалили камнями, битым стеклом и декоративными костями. Тогда Данилов и увидел большого синего быка. Бык стоял на самом деле великий, но Данилов по молодости лет был разочарован. Ну, стоит, ну, держит, ну и что? Однако потом вспоминал о быке с уважением. Теперь Данилов чувствовал, что не одни лишь воспоминания о юношеской проказе привели его сюда. И нечто другое. Щель до сих пор так и не заделали, перламутровую пленку не подклеили, оставили завал. Данилов стоял и смотрел на быка. На спине быка под жесткой и свежей еще шерстью вздрогнули мускулы. Какое-то усилие почуял Данилов, возможно, спина животного чесалась. Бедняга, подумал Данилов. В завале он отыскал обломок костей потоньше и подлиннее, сунул его в трещину, достал до спины быка, почесал ее. Веки животного поднялись, видимо, и Данилову глаз показался ему благодарным, он просил еще. Данилов долго почесывал обломком кости быка. Наконец, века большого быка опустилась, и Данилов понял, хватит. Данилов сдвинул камни, стекло и кости, пошел к лифту. По дороге подумал, а Кармадон-то неужели на земле он хотел побыть синим быком именно из-за этого большого, который держит на себе девять слоев, как мне раньше не пришло в голову. Но зачем Кармадону это? А зачем тебе твоя музыка? Глава тридцать седьмая В лифте Данилов нажал кнопку второго слоя. Во втором слое квартировали увечные воины. Теперь Данилов был спокойнее и разглядел в кабине новинку — кондиционер. В лифте никогда не было ни душно, ни холодно, а вот на тебе взяли и поставили. И во второй слой Данилов вышел не без робости. Какая надобность была здесь в нем. Виды во втором слое были живописные, ароматы обтекали Данилов изумительные, сюда не проникали ни звуки, ни запахи из складских помещений первого слоя, где содержались в мучениях или весельях уловленные души. Здесь в местах отведенных обществу происходило гуляние, как в каком-нибудь Баден-Бадене. Всюду были выведенные линейкой или шнуром баскетные городки, прелестные трильяжные беседки с розетками и гирляндами, зеленые туннели аллеи Берсо, фонтаны с золочеными драконами, их струи рассыпались жемчугами. Между ними и прогуливались отдыхающие. Когда-то, особенно в пору называемую на земле средневековьем, иные из них выглядели страшилищами. Теперь на них не на всех, конечно, и тут встречались своего рода хипачи, а то и просто неряхи. Приятно было смотреть. То ли нравы облагораживались, то ли сильнее и устойчивее действовали людские моды. К тому же теперь на службе уродами имело смысл лишь пугать детей, либо являться в страшных снах. Но во втором слое не было нужды работать, а своих-то и на отдыхе что пугать. В безделье вполне оправданном, в виноградных и миртовых зарослях под сенью струй демоны бродили, летали, ползали, волочили ноги, играли в кости и дверные ручки, перебивали обухом плеть, являлись приятелем духами, курили ядовитые травы, гадали. В этой местности второго слоя отдыхали демоны низших статей, в крайнем случае средних. Были между ними бойцы, лицедеи и пройдохи, попали сюда несомненные кровопийцы и мародеры. Данилов прошелся аллеями, побродил вдоль баскетов. Встретились ему некоторые знакомые старички, притомившиеся на службе, в частности лицейские преподаватели из младших групп. Встретились и демоны помоложе, ставшие инвалидами в горячих хлопотах, встретились и коллеги умственного труда и просто лодыри, сбежавшие от деловых забот раньше срока. Данилов вступал с ними в беседы, говорил о том о сем, а назначение ему времени че здесь не знали, но ни тихие разговоры, не местные кущи занимали Данилова. Ему хотелось узнать что-либо о Кармадоне или увидеть Синезуда. С судьбой Кармадона Данилов отчасти связывал теперь свою судьбу. Демон-стрелок Синезуд мог рассказать ему о несчастном домовом Бекелеонче. Он, Данилов, вверг Бекелеонче в пучину или в черную дыру, и надо было узнать, есть ли шансы и в нынешней ситуации возвратить Бекелеонче в Останкино. Но Синезуда Данилов не встретил. Эти ветераны, хоть и были вольные птицы, квартировали в коморках, правда, довольно просторных. Аса со спецзаданием искать среди них было бы бессмысленно. Да и зачем искать-то? Данилов, увидев Кармадона, все равно бы не подошел к нему. Но вот искал. И Данилов отправился дальше, туда, где позволялось селиться личностям значительным, но теперь уже отдыхающим, или поверженным, или разочарованным, или обессиленным познанием. Эти отдыхающие имели просторы, свои пастбища и замки, горные хребты и водопады, свои коралловые острова, вулканы, долины гейзеров. Разочарованные просто скучали, как Манфред, на базальтовых плато, куда с трудом поднимались угрюмые горные козлы, или в сырых пещерах, где глухо капало со сталактитов. Уставшие ветераны и калеки, вспоминая молодые годы, иногда устраивали в своих усадьбах землетрясения, холерные эпидемии, взрывы пороховых погребов, порой заходили к соседям сыграть в лото или выпить арабского вина. Некоторые просто дремали в бочках или стеклянных сосудах. Места и тут были живописные. Данилов, не вторгаясь ни в чьи пределы, да и кто бы позволил ему вторгаться, не перелетев ни через чей чистокол, обтянутый металлической мелкой сеткой, или же чистокол чисто духовный, выяснил, что Кармадон во втором слое участка не получил. На всякий случай Данилов как бы праздным странником пронесся мимо места уединения внучатого дяди Кармадона Мефистофеля. Дядя имел хижину пустынника, впрочем, в три этажа и вполне современных линий. Теперь дядя стоял возле крыльца своего жилища в фермерском комбинезоне и из алюминиевого таза горстями разбрасывал проса калифорнийским петухам. Аккуратные грядки чертополоха, куриной слепоты, белых поганок указывали на то, что дядя Кармадона увлекается огородничеством. Это было трогательно. Но не ради грядок Данилов заглядывал на участок дяди. А Кармадон у дяди не гостил. А глядев напоследок воинов, Данилов вздохнул и отлетел к дверям лифта. В лифте он нажал седьмую кнопку. Нажал, не подумав. Седьмой слой назывался слоем удовольствий. И ему ли Данилову было являться сейчас на балы и банкеты? Да и прилично ли он был одет для седьмого слоя? Ну, что теперь делать? Нажал кнопку и нажал. Не то, чтобы в некотором кураже находился сейчас Данилов, но все же он явно захрабрился, чуть ли не вызов бросал кому-то. Или, может быть, просто своему положению. Данилов ехал, нервничал, вспоминал, каким он являлся в седьмой слой удовольствий в юные годы. Тогда он был удачливым по весу, и ему прощалось многое. Какими глазами глядели на него дамы, и в них играла кровь, и в нем. Впрочем, сам Данилов не слишком давал разгораться душевному пламени и не искал покровительства, пусть и прелестных дам. Он был горд и самостоятелен. Было время, он служил в седьмом слое, устраивал там фейерверки, играл на людь нечувственные пьесы, танцевал на балах. Клипан остался на службе при седьмом слое в канцелярии от наслаждений. Разве нашелся бы нынче повод назначать ему время чем? Но тогда бы Данилов не попал на землю. А о том, что он попал на землю, Данилов жалеть не мог. В седьмом слое было удивительно тихо, и свет был тусклый. Странные звуки раздавались вдалеке, однако они не имели никакого отношения к музыке. Звуки были деревянные и тряпичные, будто где-то сдвигали мебель и мокрой шваброй терли пол. Буйством, гулянием, танцем и фейерверком полагалось происходить здесь вечером и ночью. Но, может быть, стрелки ходиков с кукушкой находились вовсе не там, где им следовало бы находиться. По ощущениям, Данилова дело шло к ужину, а здесь, скорее всего, протекало утро. Надо перестраиваться, решил Данилов. Однако все равно. Утро утром, пусть не гремят оркестры, не шуршат платья по паркетам, но ведь тяжелым головам и подорванным организмам именно по утрам и необходимо решительное облегчение. Им нужен спасительный рассол, живительная влага. В прежнюю пору всегда по утрам здесь открывали тротории, бестрой, сосисочные, и голову можно было окунуть хоть в жбан со змеиными настойками, хоть в бочку с пивом. А сейчас никакая жидкость поблизости не лилась и не булькала, ни одна буфетчица нигде не бронила из зябших натур и не ласкала их словом. Но Данилов, пожалуй, был рад пустыне седьмого слоя. Теперь он понимал, что был не готов к появлению здесь в разгар веселья. Со сложными чувствами Данилов думал о возможности встречи с Анастасией. Анастасия была ему приятна, но, наверное, он побоялся бы теперь взглянуть ей в глаза, а ведь раньше земное в их отношениях не бралось в расчет. Прекрасная же химека, полагал Данилов, в седьмом слое вряд ли бы появилась. Она и прежде заглядывала сюда редко. И все же Данилов испытывал некоторое беспокойство от того, что ни один знакомый ни тем более Анастасии и химеко, существа ему не безразличные, даже и не попытались поковать с ним в контакт. А ведь он уже давно впал в демоническое состояние и, стало быть, по правилам договора контакт дозволен. — Слушай, парень, — услышал Данилов хриплый голос. — Где здесь и это? Данилов обернулся. Лохматый, с трудом продиравший глаза демон стоял перед ним. Был он весь плюшевый, не то чтобы нацепил на себя плюшевое платье, нет, ходил именно с плюшевым телом, и ничего неприличного в этом теле не было. В страданиях пребывал он теперь, но, видно, жила в нем и надежда на освобождение от этих страданий. — Что это? — спросил Данилов и сразу же подумал, что спросил зря. То есть, конечно, собеседник мог иметь в виду туалет, но все же вернее было предположить, что его мучает иная нужда. Он там указал Данилов в направление, где раньше по утрам бушевали опохмельные. Плюшевый демон улетел. Данилов хотел было последовать за ним, однако Плюшевый тут же вернулся. Он негодовал. То ли на Данилова, то ли на увиденное им, скрикивая, махая руками и крыльями, он сунул Данилову какую-то безобразную картонную табличку, сплюнул и исчез с гневным электрическим звуком. На табличке в восемнадцати смыслах значилось «санитарное время». — Ага, — — сообразил Данилов. — Стало быть, здесь ничего странного нет, а просто новые затеи. На всякий случай Данилов ринулся в опохмельные места. Нет, там на самом деле всюду висели таблички «санитарного времени». Когда же они ввели-то? — удивился Данилов. Тут он подумал о том, что не знает о многих здешних новостях, ну, хотя бы и о мелочах, о кондиционере в лифте или вот о санитарном времени. Ведь когда-то он во все девять слоев с охотой совал нос, все ему было интересно. Какие они чистюли стали. И он опять отметил, что называют здешних обитателей «они», как бы отстраняя себя от жизни девяти слоев. Плохо это было для него или хорошо, Данилов не знал. Неспеша Данилов обошел знакомые места седьмого слоя. Улыбку, умиление не раз вызывало его память. Однако и ирония взрослого была тут, как тут. Скучно здесь было сейчас. Лишь где-то стукали ведра об пол, и тряпки терли паркеты, линолеумы и флорентийские мозаики. Может быть, и Валентин Сергеевич в усердии поблизости скоблил пол. Но в памяти Данилова то и дело возникали чудесные картины. Он видел себя юношей. Вот здесь он играл на лютне. Вот здесь он раскладывал звездчатые ракеты для фейерверков в черный цилиндр и соединял их шнуром. Вот здесь в беседке говорил пустые, но горячие слова голубой прелестницы. А та смеялась и покачивала перламутровым веером. Впрочем, что было теперь умиляться, вспоминая о наивных и легких радостях? Старым чувствовал себя в седьмом слое Данилов. Но, может быть, подумал Данилов, не столько я постарел, сколько я стал здесь чужой. И в том, что при его появлении в слое удовольствий случилось санитарное время, Данилов усматривал теперь некий знак. Прежде здешний мир по отношению к нему был куда гостеприимнее. Впрочем, чему удивляться-то? Интересно, пришло в голову Данилову, и зоопарк нынче закрыт. Когда-то Данилов любил отдыхать в зоопарке. В нем содержались твари, вымершие на земле. Коллекция зоопарка то и дело пополнялась, территорию он имел обширную, но часто возникали разговоры о том, что парку следует отвезти большие просторы. Ожидалось, что скоро сюда переберутся с земли очень многие звери, птицы, рыбы и насекомые. Как, скажем, приплыла из волн Тихого океана в здешние водоемы простодушная стеллерова корова. Ни клеток, ни оград с зубьями и башнями в парке не было. Обитатели паслись, резвились, кушали кому кого полагалось, отстаивали свое существование в естественных природных обстоятельствах. Зоопарк был открыт. Данилов пробыл в зоологическом саду недолго. Все его тянуло к своей постели и платиному шкафу. Будто там его ожидало какое-либо письменное распоряжение, да и пить хотелось. В парке было два заведения с напитками, и по всему чувствовалось, что нынче они работали, но на одном из них висела бумага со словами «Только что ушла на базу», другое было покинуто без объяснений. Прежде порядки были строже, подумал Данилов с возмущением. Снова он поглядел на плавающих ящеров, на динозавров, на мамонтов, на драконов, которые не оставили людям даже костей для исследований, а попали лишь в мифы и легенды. Все они были живые, резвые, и вряд ли имели понятие, что на земле они вымерли. В их движениях, полетах и прыжках была своя мелодия, забытая в солнечной системе. Но и эти животные, многие подробности которых Данилов уже не помнил, ненадолго отвлекли его от тревожных мыслей. Даже знакомый единорог Данилов в детстве звал его Клеонтом, увидевший Данилова, обрадовавшийся ему, и тот Данилов развеселил лишь на минуту. Данилов быстро ушел от Клеонта, а тот расстроился, взревел, задрав рог, бил по грунту копытами. Не хватало мне тут еще расчувствоваться, проворчал Данилов. Глава 38 Данилов вернулся в четвертый слой. Ничего здесь не изменилось. Данилов заглянул в плотяной шкаф, все его земные вещи были на месте. Ну и ладно, сказал Данилов. Налил в стакан из графина. Жидкость опять показалась теплой, противной. Данилов хотел было заказать напитки, но посчитал, что одними напитками они от него не отделаются. Стрелки на ходе как следовало перевезти. Они торопились к ужину, а судя по всему, время в девяти слоях шло лишь к обеду. Данилов уже завтракал и обедал, теперь надо было приставать к общему порядку. Так что же, опять обедать? Опять давиться с тылыми сосисками? Данилов испугался. Однако вскоре отважился на дерзость. Не спрашивая меню обеда, он отослал в службу питания мысленный заказ и в том меню назвал и пиво, и коньяк, и солянку, и свиной бок на углях, и черный кофе, и апельсины на десерт. Прикатил столик из вагона ресторана, были на нем селедка с горошком, борщ с двумя кусками сала, сосиски с горошком и лимонный напиток. Стало быть, его поставили на место. У скупердяй вырвался Данилов средствами музыки, а так и виду не подал, что огорчен. От обеда Данилов из упрямства решил поискать удачи здесь же, в четвертом приимство, и прежде имел достаточно баров, харчевин, тратторий, пабов, забегаловок с музыкальными аппаратами, не говоря уж о буфетах и рюмочных. Все это и теперь никуда не исчезло, не истощилось и не было нынче осчастливлено санитарными делами. Данилов не без робости заглянул в знакомое ему заведение, испытывал судьбу. Не покажут ли ему пальцем на дверь, не вышвырнут ли подальше, не прихлопнут ли скалкой. Нет, не вышвыривали и не прихлопывали. Тогда Данилов стал выбирать. Во-первых, потому что он мог, так он считал, разрешить себе выбирать, и потому что многие блюда и бутыли, чьи ароматы, соки, запахи и букеты когда-то привлекали юного Данилова, теперь совсем не нравились ему. В частности, Данилов нынче нос воротил, проходя мимо заведений с историческими кушаниями. Всякие настойки из сушеных мокриц, ядовитые варева, каши из протертых кактусов, маринованные ляжки гигантских пауков, булыжники в зеленой простокваше, Данилову были чуть ли не противны. К тому же, во многих заведениях надо было расплачиваться наличными. В конце концов, Данилов выбрал скромный мясной буфет, где можно было тихо посидеть в кредит. Он вошел в буфет и сразу увидел Кармадона. Кармадон сидел с тремя незнакомыми Данилову демонами возле самой стойки за тяжелым, грубо отесанным столом. Впрочем, здесь все столы были из пористого туфа, грубо отесанные. Данилов чуть было не выскочил из буфета, однако успел подумать, что же это я. Степенно сел за свободный стол, правда, достаточно далеко от Кармадона. Сколько заведений он мысленно отклонил, мимо скольких буфетов прошел в сомнениях и вот выбрал именно этот. Но отчего он растерялся? Отчего теперь, хотя и вынудил себя присесть за стол, все еще готов был бежать отсюда? Ведь совсем недавно сам искал Кармадона. И вот он, Кармадон. Сиди, сказал себе Данилов, раз зашел. И он сидел. Сидел он, если брать нынешнюю их с Кармадоном ситуацию, удобнее, нежели Кармадон. Тот мог его и не заметить. От этого Данилов испытывал чувство неловкости. Сам же он то и дело посматривал на лицейского приятеля. И не было у Данилова острой неприязни к нему. Что ж теперь с Кармадоном, думал он. На некоторые соображения его наводило то обстоятельство, что аристократ Кармадон, ас со спецзаданием, прежде выбиравший для отдыха и встреч с друзьями места роскошные, нынче сидел в захудалом мясном буфете. А вдруг испугался Данилов, здесь теперь железнодорожная кухня. Вот Кармадоны ходят сюда. Это подозрение Данилова расстроило. Данилов поводил пальцами над розовым камнем, словно над музыкальным аппаратом термиэна, вызывая из кухни блюда. Прежде в буфете кормили не только мясом, случалась здесь и рыба. И Данилов заказал икра ментая, вяленая 1,150, ясночковая. Икра поступила. На земле Данилов не пробовал вяленой ясночковой икры ментая, но теперь на память ему пришло огненное кольцо, вспыхнувшее над бесновавшейся толпой в колодце ожидания. И он пожелал икру. Икра лежала на тарелке твердой плиткой, видно, была прессованная. Данилов отгрыз кусок и обрадовался, икра была вполне сносная, пусть и прилипала к зубам на манер ирисок, соленая, в ней, кстати, было бы пиво. Данилов распорядился насчет Хейнекебир и Радбергера. Кружки возникли запотевшие и в пене. Голландское пиво было точно голландское. Радбергер же ему подменили Плезенским Апольдского завода. Ну и ладно, благодушно подумал Данилов. Может быть, у них и нет на складе Радбергера. Да ведь и Радбергера, если разобраться, типа Плезенского. Данилов вспомнил, что Апольда под Веймаром. Там Гёте, соскочив с лошади, командовал когда-то тушением пожара. Хорошо, умилялся Данилов. Разве дали бы арестанту, разве дали бы обреченному пиво и икру. И повторял заказы. Он как будто бы даже забыл о Кармадоне. Хотя, конечно, всё время видел его. Кармадон сидел к Данилову боком, тихий и суровый, жевал что-то. И соседи Кармадона по столу тоже серьёзно жевали. — Можно присесть? — услышал Данилов. — Пожалуйста, — кивнул Данилов. — Ба! Да это Данилов, — сказал присевший. — Здравствуйте. — Здравствуйте, неуверенно произнёс Данилов. — Какими судьбами? Обыкновенными замялся Данилов. Он всё соображал, кто это перед ним. И внешность присевшего казалась знакомой. Одет он был в европейский шёрстяной костюм, но на голове имел белый капюшон от бедуинского плаща. — Бурнуса, что ли, вспомнил Данилов, или убруса. Лицо присевшего капюшон чуть ли не скрывал, но было заметно, что части его лица существуют сами по себе и могут меняться местами. — Кто же это? — думал Данилов. — Не из лицейских ли знакомых? — Ясно, что не из выпуска, но, может быть, старшего или младшего? — Нет, я не из лицейских, сказал Димон. — Куда мне до лицея? Я мельче. Мы с вами встречались на курсах по повышению личных свойств. Вы делились наблюдениями? Я тоже с земли. Тружусь в аравийских пустынях. — Ах, да-да, сказал Данилов. Я вспомнил вас. Он вспомнил на самом деле. Даже имя собеседника было когда-то знакомо Данилову. То ли Ураэл, то ли Ураил... Уграэль, сказал демон. — Да-да, согласился Данилов. Уграэль. — Вы сюда с отчетом или за инструкциями? — С отчетом, быстро сказал Данилов и оглянулся. — Ну да, кивнул Уграэль и, как показалось, Данилову усмехнулся. Мол, знаю с каким отчетом. — Вы здесь давно? — Порядочно, сказал Уграэль. Я повызову. И приятный повод, если не секрет. — Хороший повод, важно, сказал Уграэль. В это мгновение Кармадон, опустивший на стол бокал с черной жидкостью, повернул голову. И Данилов увидел правую сторону его лица, да то ли от Данилова скрытую. Она была перекошена, словно Кармадон охватил паралич, пусть и не самый скрытельный, да так и не отпустил. Экая гримаса неприятная, удивился Данилов и даже расстроился. Он-то знал, отчего перекосило лицо Кармадона, но прежде полагал, что все давно выправлено. Кармадон опять повернул голову, похоже, так и не заметив Данилова, не ощутив его присутствие. — Страдает, сказал Уграэль чуть ли не с удовольствием. — Кто? — спросил Данилов. — Кармадон, вон как его скривило. — Но, может быть, на задании, сказал Данилов. — На задании, усмехнулся Уграэль. — Если б на задании, так его бы давно починили. Да и в звании могли бы повысить. А тут вон куда бросили. Даже стал ходить в этот буфет. Бывший-то ас со спецзаданием. — А куда? — Что куда? — Куда его бросили? — Да вы что? — удивился Уграэль. — Вы разыгрываете меня. Все ведь знают. А вы были приятели. — Я только из Москвы. — Из Москвы? — опять усмехнулся Уграэль. — Из Москвы, хмуро и твердо сказал Данилов. — И что же, вы не знаете, что Кармадона разжаловали из асов и бросили в микрокосмос на элементарную частицу? — Нет, не знаю, — искренне сказал Данилов. — Ну так вот, бросили. И тут же Данилов вспомнил видение в колодце ожидания. Был он усушен в немыслимое количество раз и помещен внутрь ничтожной крупинки. Там посреди спирали микрогалактик, каких-то кристаллических сеток, построений ледяных шаров и игу привиделся ему космический корабль и сверкнуло лицо Кармадона. Выходит, не зря сверкнуло. Но тогда лицо Кармадона было гордым, надменным. Такой Кармадон на самом деле вряд ли бы зашел в мясной буфет. — Ну и что же, — сказал Данилов, помолчав, — и там работа ответственная, там сложная работа. — Сложная, — согласился Уграэль. — Просто ювелирная. И все же вы меня разыгрываете? — Нет, нисколько. Мы теперь не так близки с Кармадоном, как в юные годы. — Может быть. Конечно, я понимаю, в ту пору, когда Кармадон был блестящим асом со спецзаданием, он мог такими, как мы с вами, и брезговать. Но теперь-то... — Я его только что увидел, — сказал Данилов. — Я не думал, что он в девяти слоях. Лиц, что сидят с ним, я не знаю, нарушить их беседу было бы неприличным. Но вид его меня поразил. Что произошло с ним? — Зачем я оправдываюсь? — отругал себя Данилов. Он понимал, что не следовало бы расспрашивать, лукавить при этом, случайного собеседника, неизвестно зачем, вызванного в девять слоев из аравийских пустынь о несчастье Кармадона. Но и удержать в себе вопрос Данилов не смог. В глазах у Граэля опять была усмешка. Он словно бы давал понять, мол, я-то знаю, как вы не знаете. — Я и сам не слишком информирован, сказал у Граэля. Кармадон никогда не удостаивал меня беседы. Кто я для него? Мелочь? — Был. Он сделал ударение на этом «был». И опять со значением поглядел на Данилова. Может, сюда у Граэля прибыл с надеждой на продвижение? А тут надежду его укрепили. Вот ему и не терпелось намекнуть об этом хотя бы Данилову. — Я знаю обо всем чужих слов. А это что же, слухи, сплетни. Будто имел Кармадон приключение, вовсе не связанное с делом, а эткое лирическое. Он и конфузился. Тогда его и скривило. А вы сами знаете, что в таких случаях раны и повреждения не отменяют. К тому же, говорят, Кармадон нарушил правила. Стало быть, замарал честь. Покровители и родственники с делу для него ничего не смогли. Проигравший, опозоренный. Разве мог он оставаться асом со спецзаданием? Сами посудите. Теперь он демон десятой статьи. «Десятой?» не поверил Данилов. «Десятой?» «И служит на элементарной частице». Возле Уграэля на столе возникла бутылка имбирной настойки и на тарелке кусочки сухого бамбука, словно отраспиленной лыжной палки. «Видимо, надоело ему все аравийское», подумал Данилов. Уграэль пожелал угостить Данилова имбирной, но Данилов, любезно поблагодарив Уграэля, вызвал кружку светлого биржайского пива. «И вы знаете, сказал Уграэль, никаких официальных разборов, пусть даже и закрытых, приключения Кармадона не было. Просто его разжаловали и послали в микрокосм. Говорят, он не подавал апелляций. Да и что тут подавать? Обидно. Из-за какой-то юбки. Тут левый глаз Уграэля опустился к краюшку его губ, расширился и уставился на Данилова в некоем ожидании. Откровений Данилова, может быть, ожидал он? Да, сказал Данилов. Печальная история. Глаз Уграэля вернулся на место и скромно смотрел теперь в рюмку имбирной. Этот чистенький демон в бедуинском капюшоне, видимо, многое знал. Раз имел сведения насчет юбки, то, наверное, был наслышан и об участии Данилова в приключении Кармадона. Сейчас же он, может, и с намерением, разыгрывал из себя наивного провинциала. Но вдруг Данилов ошибался. Ну, как у вас в Москве? спросил Уграэль. Что вас интересует? Меня многое интересует, сказал Уграэль. Климат, условия быта, напитки, курева. Тут он асекся, словно испугался, словно сообразил, что проговорился, что своими вопросами он выдает нечто такое, о чем следует промолчать. Данилов с интересом поглядел на Уграэля, что далась ему Москва. По сравнению с аравийскими пустынями в Москве прохладно, сказал Данилов. Рядом ледовитый океан. — Да-да, я знаю, быстро сказал Уграэль. А насчет курева вас что интересует? Сигареты, папиросы, трубочные табаки или анаша? — Нет, я это так, к слову, смутился Уграэль. — Я не курю. — Извините, я спешу по делу, желаю вам отчитаться, сказал Уграэль. — Спасибо, холодно кивнул Данилов. — Может, еще и встретимся, а может быть и нет, сказал Уграэль. И тут уши его наползли на глаза. — Неприятно, даже зловеще Уграэль смотрел на Данилова, а потом исчез. — Нет, и вправду он что-то знает, забеспокоился Данилов. Он явно валял передо мной дурака. И что он расспрашивал о Москве? Похоже, что не из вежливости. Хорошо, хоть мой театр его не занимал. Данилов чувствовал, что своей прощальной гримасой Уграэль испортил ему настроение. В раздражении пребывал теперь Данилов. Он утолил жажду, был сыт, ему следовало уходить, но куда? Опять в свою комнату, в свою келью, в свою камеру. И зачем уходить? Из-за боязни столкновения с Кармадоном? А что его бояться, думал теперь Данилов. Совсем недавно он был готов бежать из мясного буфета. Сейчас же он сидел чуть ли не обиженным на Кармадона. Тот его не замечал. Раздражение, вызванное Уграэлем, он словно бы перенес на Кармадона. Данилову хотелось выкинуть нечто такое, что привлекло бы внимание Кармадона к нему. Данилов занимался пошлым делом. После принятия ячменных напитков потягивал коньяк, будто протестует против чего-то, и хмуро смотрел на стол Кармадона. Кармадон обернулся. Он что-то говорил собеседникам, что-то доказывал им, и обернувшись, замолчал. Замер. Потом словно пришел в себя, стул передвинул, спину показал Данилову и, видно, продолжил разговор. В том, что Кармадон заметил его, Данилов не сомневался. Обратили внимание на Данилова и демона, сидевшие с Кармадоном. Они то и дело посматривали теперь на него. Но вряд ли вели с Кармадоном о нем речь. А Кармадон больше не оборачивался. Данилов нервничал. Он отставил коньяк. Все в буфете раздражало его. Он меня даже не желает замечать, горячился Данилов. Не выказывает презрения, ни злобы, ни обиды. Ну, как же? Он аристократ. Он хоть и пониженный в чине, хоть и ущемленный, а все равно демон главной последовательности. Что-то распирало Данилова. Личность воспитанную и, скорее, мирную, что-то неприятное мучило его. Вот-вот готово было подтолкнуть к скандалу, совершенно бессмысленному и уж, конечно, вредному для него скандалу. Данилов уже предчувствовал это. Противному, бабьему, возможно, истеричному, сбитьем сосудов, «Я сам подойду к нему», разжигал себя Данилов. «Я потребую объяснений, где синизут и где бег Леоныч». Соображение о домовом беге Леоныча явилось Данилову на ум, или было подсказано ему «Кстати». Данилов ухватился за него. Он теперь уверял себя, что именно из-за бега Леоныча он и намерен подойти к Кармадону и, если потребует обстоятельства, на самом деле надерзить тому, предпринять нечто решительное. Судьба бега Леоныча несомненно волновала Данилова, его не покидало ощущение вины, но сейчас причиной стремления подойти к Кармадону, хотя Данилов и не желал себе признаться в этом, было иное. А что иное, он и сам не мог бы сказать. Будто причина эта существовала независимо от Данилова. Данилов встал и подошел к столу Кармадона. «Извините, но я вынужден обратиться к вам». Кармадон Данилова будто бы не видел, но собеседники его смотрели на Данилова с интересом и, возможно, ждали зрелища. «К сожалению, мне приходится нарушать приличия, но я не нахожу иного выхода». «Вы к нам ко всем обращаетесь?» спросил демон в берете с илосими ушами. «Или кого-то имеете в виду особенно?» «Я хочу задать вопрос Кармадону, и его право решать. В обществе он желает выслушать меня или в одиночестве». «Мне все равно», сказал Кармадон. «Где Бек Леоныч?» «Кто?» удивился Кармадон. «Бек Леоныч, домовой из Останкина». «Ау!» вспомнил Кармадон и тут же сказал надменно. «К сожалению, ничем не могу удовлетворить ваш интерес». «Но он был отправлен в известном лишь вам направлении». «Именно вы его и отправили, а я давал ему гарантии безопасности, его следует вернуть». «Это мне теперь не под силу», сказал Кармадон. «А кому под силу?» не мог уняться Данилов. «Не знаю, но думаю, что и не вам». Данилов вдруг почувствовал, что запал его исчез. И говорить ему нечего. Какой тут скандал, какие решительные выражения. Да и зачем они? Жалким он стоял перед столом Кармадона, и с каждой секунды его положение становилось все более нелепым. Выходка его превращалась в фарс. А собеседники Кармадона все еще смотрели на него в ожидании пассажа. Но пассаж и так вышел. Кармадон же, хоть и изуродованный, сидел по-прежнему надменный и спокойный и будто бы держал у глаза ледяной монокль. «Что ж, сказал Данилов, придется мне хлопотать о возвращении Беклеоныча». Тут он откланился. Теперь-то ему точно следовало уйти из буфета. А он не смог. Вернулся к своему столу, сел спиной к Кармадону. «Какая глупость», думал Данилов о своем походе к Кармадону. «Бабья глупость, вот сам и принял позор и по делам». Безрассудным и некорректным по отношению к Кармадону было упоминание при публике имени Остантинского домового. И шепотом-то на ухо Кармадону его нельзя было Данилов ничего не знал. Ничего, кроме того, что Кармадона разжаловали и следы конфуза оставили на его лице. А как все было сделано, при каких словах, записях и аттестациях, это Данилову было неизвестно. Как он мог проявлять себя базарной личностью, крикливой торговкой с солеными огурцами, у которой взяли из складки овощ и ушли, не расплатившись. А овощи-то вдруг и не брали. Ему было стыдно и противно. Так сокрушался Данилов, сидя в буфете. Теперь ему казалось, что намерен был буянить совсем другой, но не он. Может быть, это все подстроили они, думал Данилов, и следователи. Тогда, значит, он потерял самоуправление, расслабился и дал возможность исследователям направлять его действия в созданной ими ситуации. В этом тоже было мало приятного. Пусть не вышло крепкого скандала, но кое о чем они узнали. О Беке Леоныче хотя бы. Нет, и выпив хорошего пива, сказал Данилов себе, он не имел права забывать о волевых напряжениях. Данилов потягивал пиво и дальше. Удалился ли Кармадон с компанией или нет, он не знал. Шумы компании Данилов отключил от себя, но думы о Кармадоне не уходили. И кем стал лицейский приятель? Однако держится, пострадал, разжалован, лицо имеет кривое, а держится. И как? Будто не растерял прежних достоинств, связей, и вот-вот получит решительные повышения. Орел, Беркут, пусть и пораненный. А может, знает наперед о своей судьбе такое, что и разрешает себе выглядеть Беркутом. И он еще ответит на нынешнюю выходку Данилова. Он и за дуэль заплатит ему по высокому или по низкому счету, как пожелает. Посмотрим, подумал Данилов, орел Беркут. Он уже пыжился быть синим быком. Сейчас же Данилов посчитал, что это его ехидное соображение о синем быке дурное. Оно как бы мелкая месть, пусть и мысленная. И это ему, Данилову, пришло на ум сравнение с Беркутом, довольно пошлое. Сам же Кармадон, возможно, в душе и не столь грозен. Нет, думал Данилов, он все еще хищник. Все тот же ас со спецзаданием. Глава 39 Впрочем, ему стоило идти домой. Главное, домой, усмехнулся Данилов. А что там? Сидеть у платяного шкафа в тоске и рефлексиях. Вот именно там и сидеть, сказал себе Данилов, и думать о том, кто ты есть и зачем существуешь, и есть ли смысл в твоем дальнейшем существовании. Данилов, кто-то положил ему руку на плечо. Данилов оглянулся. Над ним стоял Кармадон. В буфете было тихо и пустынно. Да, нахмурился Данилов. Мне нужно поговорить. Я вас слушаю. Не здесь, сказал Кармадон. Где же? Я знаю одно место, если ты, если вы согласитесь отправиться туда, я буду вам признателен. Хорошо, сказал Данилов. Он встал, Кармадон повернулся и быстро пошел, не проявляя никакого интереса к тому, идет ли за ним Данилов или нет. Он был в синей накидке, хлиставший по полу, накидка развивалась, слева под ней угадывалась шпага. Данилов шел за Кармадоном в волнении, они свернули в темный переулок, и какой там возник век, Данилов не понял, и какой архитектуры стояли здания, не мог определить, но они стояли. Здесь хозяином был Кармадон, и условия его прогулки Данилов не счел нужным разгадывать. Заскрепела дверь, Кармадон толкнул ее плечом и пригласил за собой Данилова. В руке у него оказалась тонкая свеча, бледный нервный свет ее освещал узкую лестницу со смелыми изломами. Такие лестницы устраивали в крепостных башнях и в стенах замков или каменных палат. По одной из них Данилов поднимался как-то в Соликамске в Воеводском доме. Здесь он шел за Кармадоном вниз. Ступени были сухие, из камня, но стертые и от того как бы наклонные. Ничем не пахло, тени были хотя и живые, но зловещие. Летучие мыши с песьями мордами будто бы таились в них. «Что мне летучие мыши-то?» — думал Данилов. А сам пугался. Наконец стало чуть светлее, будто бы обнаружился некий погреб или подвал. Кармадон указал Данилову на скамью, стоявшую возле длинного дубового стола. Данилов, помедлив на скамью, сел, но нерешительно на краешек. Кармадон властно предложил ему подвинуться к центру стола. Данилов повиновался. Кармадон разжал серебряную застежку у горла, сбросил накидку и сел возле Данилова. Данилов положил вдруг Кармадон руку Данилову на плечо. Данилов и заплакал. До того, как Кармадон заплакал, Данилов хотел сбросить его руку с плеча. Он даже дернулся, но тут же и замер в смущении. Он поглядел по сторонам, не смотрит ли кто на них. Похоже, в погребе никого не было. Осмотрел ли кто и откуда на них с Кармадоном, об этом можно было только гадать. Кармадон опустил руку, положил ее на дубовую доску стола, а потом и голову уронил на руку. Что он плачет, думал Данилов. Играет комедию или на самом деле? Сейчас он испытывал и жалость, и сочувствие к Кармадону. На всякий случай он осмотрел уединенное место. Три свечи в августбургских шандалах, толстые, с ярким пламенем, стояли на столе, единственном в погребе. Два столба держали своды с распалубкой. Погребок был ранней готики, причем скромной, деревенской. Стены своды из столбы его были побелены, естество кирпича проявлялось лишь в рованных шнурах нервюров. Пламя свечей не дрожало, будто электрическое, нервюры казались непоколебимыми и неизбежными. В углу за дальним столбом Данилов углядел бочки. С вином, с порохом или еще с каким зельем, или с пиратской добычей, кто знает. Кармадон поднял голову, глаза его были сухие. — Данилов, — сказал Кармадон, — сыграй мне. — Что? — удивился Данилов. — Сыграй мне что-нибудь печальное. — У меня инструмента нет. — Возьми он там, — сказал Кармадон. Он указал на бочке. Там что-то появилось. Данилов обмер. Неужели Альбания? Он быстро подошел к бочкам и увидел лютню. Лютня была знакомая. Данилов играл на ней в пору лицейской юности и позже, в седьмом слое удовольствий. Лютню он держал с нежностью, чуть ли не умиление испытывал к вечному инструменту. — Я боюсь, у меня сейчас не выйдет. — сказал Данилов. — Я прошу тебя. — Тихо произнес Кармадон. — Я попробую, — сказал Данилов. — Но я привык к земному. — Тебе же надо что-то из тех юношеских вещей. — Да, из тех. — кивнул Кармадон. Данилов, естественно, мог бы сейчас исполнить любое произведение на лютне, даже если бы он взял лютню в руки впервые. Но такими же возможностями располагал и Кармадон. Кармадон желал сейчас не исполнения музыки, о самой музыке, и еще чего-то большего, и Данилов стал играть. И в юности у них были минуты высокие и печальные, и тогда звучали элегии. Данилов вспомнил былое, искренне желал своей музыкой облегчить участь давнего знакомца, застывшего рядом, жалел его и себя жалел. — Спасибо, Данилов, — сказал Кармадон. — За что же? — Давай выпьем. — Давай, — неуверенно сказал Данилов, пить он не желал, а главное с неохотой опускал на скамью лютню. С печалью отпускал ее от себя, он стасковался по музыке. Данилов с опаской поглядел на кубки, возникшие на столе, ожидал появления бутылей, ликера «Северное сияние», закусок железнодорожных буфетов, уложенных в нетленные тарелочки из гофрированной фольги, но нет. Страхи его были напрасными. Выпили, Кармадон пил угрюма махом, и Данилов удивился. До того хороший благороден оказался крепкий напиток. — Что же на земле? — Кармадон мучил нас северным сиянием. — И почему мне суют железнодорожную еду? — чуть ли не обиделся Данилов. Кармадон снова наполнил кубок и опрокинул его. Данилов сделал один глоток. — Тошно, Данилов, — сказал Кармадон. — Тошно! — Отчего? — скорее из вежливости спросил Данилов. Кармадон то ли издевка ощутил в его словах, то ли простое непонимание, и этого было достаточно. Он взглянул на Данилова свирепо, но в глазах его была и слабость израненного зверя. Однако Данилов зарабил. И Кармадон, похоже, смутился. Не для ссор, видно, он привел сюда собеседника. Данилов же не знал, как ему сейчас себя вести. Они опять перешли на «ты», однако ничего, что между ними произошло, отменить было нельзя. — Я на самом деле не знаю причин твоего нынешнего состояния, — сухо, — сказал Данилов. Кармадон снова взглянул на него. — Неужели ты ничего не слышал? — Слышал, сказал Данилов, случайно и совсем недавно. Но это были сведения невнятные и, возможно, отдаленные от истины. Может, это просто сплетня. — Разжалован, разбит и сослан, сказал Кармадон. Данилов полагал, что у Кармадон, коль у него возникла потребность в нем, как в собеседнике, сейчас выговорится, все расскажет, драматизируя подробности, ища сострадания. Но Кармадон, произнеся три слова, ударил кулаком по столу, как бы ставят точку, и с ревом опрокинул кубок. — Но и в микрокосмосе, осторожно сказал Данилов, своя жизнь. — Да, — кивнул Кармадон, — и в микрокосмосе. — Что же отчаиваться, сказал Данилов, мы не юнцы, а в наши зрелые годы знаешь, что не в пребывании на вершине дело. — Данилов, не надо, сказал Кармадон. — Ты хорошо играешь на людьми, а мыслителей с тебя никакой. — Наверное, — согласился Данилов. — Да и не в том дело, что меня посадили на элементарную частицу, чуть ли не выкрикнул Кармадон. — Не в том! — Слабость моя, вот что меня приводит в иныние. Данилов молчал. — Имя твоего упомянуто не было, сказал Кармадон. — Можешь быть спокоен. — Что же, и о дуэли они не знают? — О дуэли знают. — Коли знают о дуэли, знают и обо мне. — Я твоего имени не называл! — сердито прокричал Кармадон. — Я! — И на том спасибо, сказал Данилов. — И слово «дуэль» не было произнесено, все его держали в уме. — А я заявил обе Келёныча в буфете. — Расстроился Данилов. — Я ни о чем не жалею, сказал Кармадон. — И не жалею о том, что нарушил правила и выстрелил, упредив тебя. Ты должен это понять. Данилов хотел было возразить Кармадону, но подумал, что действительно понять Кармадону он может. — Но надо было стрелять, наверняка, — сказал Кармадон. — Тогда бы мне все простили, и никаких разжалований. Все уважали бы меня, и я бы уважал себя. А выстрел вышел жалкий. — Ничего себе жалкий, — сказал Данилов. — Ты выпалил в меня тысячу солнц, сжатыми в пушечное ядро. — Жалкий, — сказал Кармадон. — Раз ты существуешь, значит, жалкий. Она больше у меня не хватила сил. — Тебе виднее, — вежливо согласился Данилов. Потом спросил, — А где секунданты? — Они были свидетели, — резко сказал Кармадон. — Это я понимаю, — сказал Данилов. — Однако, прости меня за назойливость, меня волнует судьба Бека Леоныча. — За Синезуда не я в ответе, но Бека Леоныча я вовлек в дело. Обещал ему, что с ним ничего не случится. — Я привел тебя сюда вовсе не для того, чтобы заниматься судьбой домового. — Это ничего не меняет, — твердо сказал Данилов. — Ладно, сгинули они, и, возможно, они улетели в черную дыру, о которой ты умалчиваешь. Теперь, скорее всего, они в иной вселенной с нами никак не связаны. Но если у тебя есть возможности, попробуй вернуть их оттуда. — Попробую, — сказал Данилов, будто бы не заметив издевку Кармадона. — Но вдруг им там теперь приятнее, чем здесь? — Может быть, — кивнул Данилов. — И кончим о них, — сказал Кармадон. Кубок его опять был полный. Пил Кармадон жадно, жидкость лилась на серый замшевый камзол. Данилов старался не смотреть на Кармадона, видеть его изуродованное лицо было ему неприятно. — А там женщина, как она? — спросил Кармадон. Данилов был уверен, Кармадон говорил о Наташе. Он все время опасался, что их слова кому-то слышны, хотя и полагал, что у Кармадона нет резона иметь свидетелей их беседы. И, наверное, он выбрал место действительно укромное и потайное. Но тут Данилов поневоле ощупал глазами все углы готического подвала. — Не бойся, громко сказал Кармадон. Нас не слушают. Я знал, куда тебя привезти. Может, он и так подумал, Данилов. А может, и нет. — Я ведь тогда не шутил, сказал Кармадон. И тебя я не испытывал. Я думал, у тебя к ней легкое отношение. А мне она была на самом деле необходима. — Оставим эту тему хмуро, сказал Данилов. — Я и теперь думаю о ней, произнес Кармадон. — Полагаю, что дальше вести беседу бессмысленно, сказал Данилов. Кармадон опять опрокинул кубок. — Да я понимаю, выкрикнул он. — Это не по-мужски. Да, я жалок, я слаб. Моим девизом было «Ничто не слишком», но где уж теперь «Ничто не слишком», помнишь наш разговор в Останкине? Данилов сидел напряженный. Он думал сейчас лишь о том, не повредит ли их беседа Наташа. Слова Кармадона слушал Россию, но он понял только, что Кармадон спросил его о чем-то и кивнул на всякий случай. — Я говорил тогда, сказал Кармадон. — Отпознание, бессилие, отпознание я! Ты спорил со мной? — Ты просил забыть о том разговоре. — И я не забыл, сказал Кармадон. — И ты вряд ли мог забыть. — Да, я помню, согласился Данилов. — Но у меня пока не было случая убедиться в твоей правоте. — Теории же меня волнуют мало. — Ты молод, я твой ровесник. — Ты молод. Асы стареют раньше. — Ты тихо сидишь на своей планете. А со сколькими цивилизациями и неживыми системами пришлось столкнуться мне? Чего мне это стоило? Сколько я узнал? — Но ведь ты при выпуске из лицея был одарен большим откровением, — осторожно вставил Данилов. — В том-то и дело, — выпалил Кармадон, — что многое из того, что я узнал, вовсе не совпадает с большим откровением. Кармадон тут же замолчал. И теперь он, как раньше Данилов, и гляделся по сторонам, нет ли кого. — Я забыл подробности большого откровения, — добавил Кармадон уже не столь решительно, как бы даже смирно. Но очень скоро он опять стал нервен и громок. Я устал от знаний, но ничего не могу с собой поделать. Я жаден по-прежнему. Даже если я перейду в увечные воины и буду разводить Мандрагору, то и тогда, наверное, я не успокоюсь. Вот и сейчас я попал в цивилизацию элементарной частицы, по вашим земным понятиям элементарной, и там кручусь, как заведенный. Я должен вернуться в Асы со спецзаданием. И кривое лицо мне без нужды, но мне следует доказать, что я все тот же, что я тверже, прежнего и злее, прежнего. Однако попробуй смутить цивилизацию этой мелкоты. Поверни ее ход. Да они, эти невидимые вам крошки, тоньше и педантичнее многих существ, с которыми мне приходилось связываться. Надо понять их суть и все их оттенки. Они ни на кого не похожие. И стало быть, опять входит в меня знание, 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 и порой такое знание, от какого дрожь во внутренностях. Я отравляюсь знанием и слабею. И что они слишком? Куда там? И очень может быть, что я опозорюсь в микрокосмосе и не вернусь в асы. Я теперь опозорен. Ты существуешь и не смят мною, а у меня кривая рожа. Он опять уронил голову на руку и затих. Секундами раньше Данилов вспомнил о большом синем быке. Вспомнил о том, как он, Данилов, просовывал кость в трещину в хрустальном своде и как почесывал ею животному спину. Он хотел было узнать, ради чего Кармадон собирался побыть на земле синим быком, но спросить об этом теперь не решился. Кармадон почувствовал его мысли, голову поднял. Да-да, я хотел там влезть в шкуру самого синего быка, ощутить себя супер-демоном, чтобы знать, как двигаться дальше, но что из этого вышло. Он замолчал, потом заговорил уже о другом. Каждая стихия первооснова для чего-то другого, с ней связанного, но иного непохожего, сказал Кармадон. Земля, в смысле почва, для деревьев и растений, вода для минералов и камней, эфир для ветров, снега и дождей, одно преобразуется в другое, и я, стихия, но... Для чего первооснова я? Слова Кармадон произносил Данилову знакомые. Похоже, Данилов когда-то читал их в лицейских научных пособиях. Наверное, тогда они казались ему наивными и от его интересов далекими. Но Кармадон имел свои взгляды на мир, и что же было относиться к ним с пренебрежением? Для чего первооснова я? Говорил Кармадон. Выходит, что и я должен рано или поздно преобразоваться в нечто, но во что? Почему вдруг преобразоваться? Это вовсе не обязательно. А, что ты знаешь? сказал Кармадон. И потом у тебя свой случай, у меня свой. Я чувствую, что когда-нибудь преобразуюсь, но во что? Неужели моя буйная стихия станет чистым бессилием? Или вишневой косточкой? Или скопленным бараном? Или винтом водяного насоса? Или оплавленным куском молибдена? однако, подумал Данилов прежде он так никогда не отчаивался. Это нервы, сказал Данилов. Житейские и случайные неприятности, отсюда и нервы. Какие у нас нервы? Ты что? Помощил Скоромадон. Это у вас на земле нервы. Или вот порой какой-нибудь цивилизации из-за нетерпения, или еще по иной причине устроишь такую встряску, что ужас, с потопами и извержениями, с моровыми поветриями, со взрывами губительных веществ, с кровью, с сожжением столиц, с ненавистью братьев друг к другу, со страданием мысли, но оставишь жизнь. И потом все. Не сразу, постепенно, но обязательно расцветает мощно и пышно, как злак на перегное. Будто бы я дал толчок развитию, какой захотел замедлить. Так нужны ли эти встряски? И кому? Мне? Им? Сейчас встряска, огонь и кровь, а потом противные нам плоды, противные нам развития, цветы и краски, музыка. Не преувеличиваешь ли ты возможности девяти слоев? Сказал Данилов. Не сами ли цивилизации обязаны себе встресками? Даже если преувеличиваю. Зачем мы со своими стараниями и соблазнами? И кто мы? Мы все эти существа и неживые системы при нас или мы при них? Мы что-то утверждаем или чему-то вредим? Необходимо ли наше присутствие в мире и в чем она? Необходимость? Или это все игра и пустая суета? Я мучительно. Я слабею. Я становлюсь равнодушнее к идеалам, которые вели меня по моей дороге. Или я уже вступил на чужую дорогу? Нет, я просто обессиливаю. Ты сидишь тут живой, а я перекошен. Ты повторяешься, сказал Данилов. Что же касается твоих сомнений, то я не смогу стать тебе советчиком или оппонентом. У меня свой взгляд на вещи. Ты же в своих мнениях сейчас вряд ли поколеблешься. А мне не нужен ни советчик, ни оппонент, сказал Кармадон. Зачем ты привел меня сюда? Я сам не знаю зачем. Может быть, для того, чтобы было перед кем выговориться? Я одинок. Родственники мои, мои влиятельные приятели, хотя и сделали все, чтобы слово дуэль не было произнесено. Холодно теперь ко мне, если не брезгливы. Это деловые демоны. Мой ученый брат Новый Маргарит считает, что меня нет. А ты для меня сейчас личность посторонняя? А может быть, именно и поэтому, что посторонняя тут вполне уместен. Я опустил слезу, я был жалок, но мне стало легче. Может быть, я скоро забуду об этой слезе, и никто мне о ней не напомнит. Сейчас ты при мне, а скоро сгинешь. Ты в этом уверен? спросил Данилов. Раз тебя вызвали такой повесткой. Данилов хотел было возразить Кармадонну. Сказать, что вызвали-то его вызвали, но держит не в карцере, а в приятной комнате с плотиным шкафом и часами ходиками. И гулять дают. Может, все обойдется и без крайнего исхода. Потом он вспомнил, как Кармадон обещал устроить его при своей канцелерии и тем спасти от разборов и расправ. Но что было сейчас вспоминать об этом? Ты знаешь что-нибудь о моем деле? Знаю. И вряд ли бы я смог тебе помочь. Я не стал бы утруждать тебя, холодно сказал Данилов. Твое дело, твоя... Кармадон поднял кубок, но теперь уже как бы нехотя, как бы неволя себя. Потом сказал, ну все, прощай, не будь слишком откровенным с Уграэлем. Его смотрят на твое место. Все, иди, прощай. Прощай, сказал Данилов. Он встал, несколько мгновений стоял в нерешительности, не зная, куда идти. Брать свечу и избираться по лестнице. Данилов, сказал друг Кармадон, ты хотел бы иметь детей. Детей, удивился Данилов, хотел бы. А я не хочу. Отчего же? Я не могу передать им никаких нравственных ценностей. Вот тебе и раз, только и мог подумать Данилов. Да и не будут, видно уже у меня дети-то, горестно и тихо произнес Кармадон. Но тут же как бы спохватился и грозно сказал, все, прощай. Сразу уже словно бы взорвалась бочка с порохом, готические своды исчезли в огне и дыму, и Данилов понял, что находится в двух шагах от входа в буфет. Глава сороковая Прошло еще несколько дней, если верить ходикам с кукушкой, а Данилова не тревожили, будто издевались над ним. Или Данилов оказался в хвосте очереди, а у особ, вызвавших его повесткой, не было острых причин гнать очередь голопом. Ездить на лифте из слой в слой Данилова надоело, зовы прошлого были им удовлетворены, знакомых встречалось мало, да и с теми беседы приходилось вести уклончивые и осторожные. Часами Данилов лежал на гостиничной кровати, смотрел неизвестно куда и ни о чем не думал. Обещание, горячее и решительное, сейчас же и непременно обсудить смысл собственного существования и понять, стоит ли отстаивать это существование, Данилов так и не исполнил. Оправдывал безделье мысли соображением, что в своих раздумьях и разборах он наверняка будет к себе жесток и, возможно, несправедлив, расстроится, отчаится, ослабнет вконец и тогда его возьмут голыми руками. Нет, сказал себе Данилов, пока погоди им. Порой он вспоминал то или иное видение в колодце ожидания и пытался его истолковать, однако уверенности в правильном понимании видений у него не было. По-прежнему вызывал недоумение забытый или намеренно оставленный фартук сапожника. Иногда приходил Данилову на ум разговор с Кармадоном. Были в том разговоре сказаны Кармадоном слова, каким теперь Данилову хотелось возразить. Что же там не возражал, спрашивал себя Данилов. А, впрочем, зачем возражать-то? Кармадон разговаривал с условным собеседником, равным пустоте. Он же Данилов в утверждении своих мыслей потребности тогда не имел. Конечно, был соблазн поспорить о тех же встрясках и первоосновах, но они с Кармадоном все равно не поняли бы друг друга, случилась бы путаница в терминологии. Данилов в девяти слоях и так не раз ловил себя на том, что употреблял слова в их земном значении, хорошо, хоть собеседники этого не замечали. Впереди был главный разговор, там следовало быть чрезвычайно внимательным, чтобы не навредить себе или что-либо не так понять, и хорошо, что в беседе с Кармадоном он больше молчал. Как бы он стал спорить о тех же нравственных ценностях, какие Кармадон не может передать детям, ценности это были бы для Данилова? Естественно, нет. У них свое, у меня свое, полагал Данилов. При всем том, что между ними случилось, Данилову порой было жалко Кармадон. Однажды он даже сказал про себя по-человечески жалко, так увлекся. Но он закрывал глаза, видел Кармадона безвольным и горестным и сострадал ему. Теперь хоть стал известен Данилову смысл пребывания Кармадона на земле синим быком, шкуру большого животного он хотел приметь на себя. Загадкой же было то, почему прежде Кармадон обожал ликер северное сияние и блюда железнодорожных буфетов, а теперь о них не вспомнил. В седьмой слой удовольствия Данилов больше не ездил. Хотя наверняка там закончилось санитарное время. Не заявлялся пока Данилов и в пятый ученый слой. Он и прежде посещал этот слой редко. Трудно было ему поддерживать умные разговоры с образованными демонами. Себя Данилов считал существом недалеким, неспособным воспринять учения мудрости. Не видел он в них и особого смысла. Хотя по любознательности интересовался всякими научными новостями, сейчас от нечего делать он был не прочь заехать и в пятый слой. Знакомых и полицею по былым развлечениям у него служило там немало. Давно не встречался Данилов и с однокашником новым Маргаритом братцем Кармадона. Еще в Останкине Кармадон сообщил Данилову, что новый Маргарит сделал смелую карьеру, попал в козыри, правда при этом облысел. Теперь Данилов узнал, как отнесется новый Маргарит к дуэли брата и его конфузу. Вряд ли сейчас он стал бы воротить нос от него Данилова. Впрочем, кто знает, зачем ему новый Маргарит Данилов объяснить себе толком не сумел или не захотел. То есть он понимал, что навстречу с новым Маргаритом толкает его помимо естественного интереса и некая корысть. Так или иначе, однажды и спросив у интенданта в куртку из свиной кожи и техасские штаны, Данилов сел в лифт и приехал в пятый слой. Там дули ветры и сверкали молнии. В этих молниях Данилов не стал бы купаться, даже если теперь купание было бы ему приятно. Шли опыты и молнии сверкали экспериментальные. На зеленом лагу Данилов увидел крестьянскую девушку в деревянных чоботах, тоненькую чернобровую, но с холодными будто стеклянными глазами. Девушка подбежала к ручью, стала бросать в воду, как понял Данилов, кусочки мелко порубленного яйца, сваренного вкрутую. При этом она приговаривала тете Хелоте в 87 на теплоту вам всем. Данилов ушам и глазам не поверил. Будто шли средние по людским понятиям века. Тогда лихорадок было 77. И чтобы избавиться от болезни, следовало бросить в реку 77 зерен проса или ячменя или какого другого злака или же разрубленное на 77 частей яйцо. По всей вероятности сейчас лаборатория лихорадки ставила опыт противодействия просу и яйцу. Сотрудник лаборатории, воплотившийся от чего-то не в больного, как того требовали обстоятельства, а в весеннюю лихорадку зимняя должна была бы выглядеть жадной трясущейся старухой, швырял в воду кусочки яйца. Стоило пожалеть лабораторию. Способов лечения лихорадки издавна существовало множество. Больной мог есть кал собачьи и мышины, пить кровь скота или, что приятнее, употреблять настойку навоза на водке. Больной мог найти осину с расщелиной, пролезть через нее три раза, оставив в расщелине хворь. Мог носить при себе нитку с двенадцати узлами, мог сказаться отсутствующим, заколотить дверь дома и повесить на ней табличку «Его нет, уехал». Родственники могли положить больного на телегу и мчать ее на бешеной скорости по канавам, рвам, камням, колдобинам и тем самым вытрясти лихорадку. Они же могли скалами в руках гнать больного в поле или в лес, а когда страдалец упал бы обессиленный, вбить кол поострее рядом, пригвоздив болезнь к земле или хотя бы испугав ее. Словом, средств хватало, и все они были верные. Естественно, специалисты по лихорадке и прежде не сидели сложив руки, привыкали к колам и гремящим телегам и находили кое-что посильнее этих колов, но это было давно. Еще в пору юности Данилова все их старания и находки были названы устаревшими и ненаучными. Что ж, теперь они снова вступили в сражение с вареным яйцом. Данилов не стал дожидаться окончания опыта, да и ждать бы, наверное, пришлось долго, он побрел дальше. Встречу с новым Маргаритом он желал теперь оттянуть, зарабеял. Неужели я его буду просить о чем-либо, терзал себя Данилов. И он бродил по пятому слою, заглядывал в разные его закоулки. Пятый слой открывался ему то природными полигонами, лесом, черным ущельем, каменистым дном океана, чудища плавали над головой Данилова, то корпусами и ангарами, правда, без стен и без крыш, с металлической или какой-то арматурой, переплетениями труп, изломанными прозрачными сферами, исполинскими колбами и сосудами, то коридорами или туннелями, уходящими неизвестно куда. Там и тут виднелись таблички с названиями учреждений. Данилов замедлил шаг. По коридорам и туннелям катились какие-то вагонетки, плавали то ли дирижабли, то ли аэростаты, шастали и летали ученые-демоны, спешили по своим заботам. Иногда кое-кто кивал Данилову на ходу. Попадались среди кивающих и знакомые, но разговоров не возникало. Пора была трудовая. Некоторые названия пылали огненными буквами. Лаборатория отсушки, оранжерея летающих тарелок, институт оптимальных способов расчесывания зеленых волос русалок. А еще что ли у них есть какие волосы, задумался Данилов. Академия дурного глаза, склад искусственных интеллектов, зал тонких умствований, институт вывернутого чулка, склад исторических личностей. В этих названиях для Данилова не было ничего неожиданного. Одно его остановило комиссия по использованию утопших музыкантов. То, что утонувшие музыканты используются, Данилов знал всегда, но вот комиссия была для него новостью. Он сразу же захотел ее посетить. Но как бы он туда зашел, чтоб сказал? Принес, мол, новые сведения по интересующему комиссию вопросу? Но что ее интересует? Именно это Данилов и хотел бы узнать. Он постоял, постоял у двери комиссии, потоптался и пошел дальше. Мимо него проходил работник, показавшийся Данилову знакомым. Они обменялись кивками. И уронил несколько горшков с рассады. Данилов поднял эти горшки и, ни слова не говоря, понес их, предложив тем самым знакомому помощь. Тот от нее не отказался. Куда он приведет меня? Гадал Данилов. Оказалось, что в оранжерею летающих тарелок, называемых также на земле неопознанными летающими объектами, в теплом воздухе под стеклянными сводами они росли на зеленых стеблях и стволах, малые и большие, и действительно, как кухонные тарелки, и размером посерьезнее, спокойный лайнер Куин-Мэри. В ангаре за оранжереей валялись средства доставки тарелок на землю. Многие в девяти слоях к тарелкам относились критически, считали их баловством, они и были баловством, но чего же и не баловаться. Тарелки особой радости Данилову не доставили, ну растут, ну и что. Знакомый деловито объяснил Данилову, что недавно устроены шестнадцать новых теплиц, там средние тарелки будут воспитываться в течение семнадцати дней. А раньше им и двадцати двух дней хватало. А качество не пострадает? спросил на всякий случай Данилов. Не должно бы, ответил работник оранжереи, правда, не слишком уверенно. Потом он добавил сердито, эх, обнатуральный навоз шел на подкормку, а не эти порошки. Насчет навоза Данилов выразил полное согласие. С плодами местных теплиц Данилов встречался на земле. Летали они красиво, таинственно и бесшумно, вызывая у людей противоречивые чувства. Сразу за зимним садом Данилов углядел вывеску отдел Бермудского треугольника. Для Данилова загадкой была судьба самолета Стартайгер, сгинувшего в сорок восьмом году. Об остальных случаях Данилов имел понятие. Он подергал ручку двери отдела, но без толку. Возможно, в отделе никого не было. Возможно, сотрудники находились нынче на объекте. Запахло пирогами. Данилов оживился, пошел на запах и понял, что приближается к Академии домашнего хозяйства. В силу житейской необходимости сам Данилов был кулинар, полотер и посудомойка. В помещение Академии он шел с любопытством. Сотрудники Академии, хотя их исследования и открытия не совершали переворотов, а могли трудились увлеченно, виднолюбили свои дела. Кто писал, кто ставил опыты. Иные стояли у кухонных плит печей, голландских, русских, занзибарских, газовых, электрических, глиняных, упримусов и керосинок. Иные брызгали жидкостью на паркетные мозаичные полы. Иные поджигали обои. Иные старались проглотить пылесосом валансиенские кружева. Иные, накидав на ковры снега, выбивали из них пыль ружейными шампалами. Работы все дошли серьезные. Ученые личности составляли для людей мнимые рецепты. На вид рецепты должны были быть как бы подлинными, но один или два компонента их по давней традиции и фараоны кушали пшеничные лепешки, испеченные по тем рецептам. Полагалось вводить ложные. Данилову попался сейчас на глаза составитель рецептов для варки клетцок. Как этот мученик страдал над газовой плитой, гремел кастрюлей эмалированной пятилитровой, чадил, бронился. Клецки из манной крупы получались у него все ровные, круглые и вкусные. Стало быть, брак. Ему надо было сварить клецки, которые бы разбегались. Он и Данилова, стоявшего рядом в усердиях, не замечал. Наконец сообразил, следует меньше класть муки. В пля спустился от радости, в кастрюле у него плавало теперь нечто безобразное, лохматое. Он тут же, оттолкнув Данилова, бросился записывать рецепт. Ложные рецепты отправлялись на землю и с помощью известных усилий пристраивались потом в серьезные кулинарные книги, в энциклопедии домашних хозяек, на странице журналов для семейного чтения. На столах сотрудников Данилов видел и филадельфийские издания, и офенбургскую бурду, и женский еженедельник изуа-гадуа, и тихую работницу. Данилов всегда перелистывал ее у Муравлевых. Теперь предстояло быть сплавленному на землю совету насчет манных клетцок. Вот не повезет какому-нибудь журналу, посчитал Данилов. Полетят туда потом гневные письма, восстанут хозяйки, в чьих кастрюлях разбегут с клетцки. Ну, Клавдия-то, положим, не будет варить такие клетки. Отчего-то подумал Данилов. Завернув за угол, он опять наткнулся на лабораторию от сушки. Заблудился, что ли, удивился Данилов, или тут другая от сушка? Впрочем, это не имело значения. И тут Данилов погулял. В лаборатории разрабатывали способы от сушки от любви. Наверное, где-нибудь по коридорам существовала и лаборатория при сушке. Эта же лаборатория была солидная. Работников в ней сидело много. Они учитывали национальные и племенные традиции, степени силы предполагаемой от сушки. Когда-то отворотное зелье изготовляли в виде порошков, неприятных на вкус, горьких или кислых, на манер тех, какие избывал лекарь Бамелий. Теперь зелья были сладкие, тянучие, походили на жевательную резинку. Данилов скушал один голубенький шарик, сказал «Ничего». Наверное, он и впрямь сделал круг или виток или спираль и вернулся в места им уже пройденные. Опять представлял себя огненными словами институт оптимальных способов расчесывания зеленых волос русалок. Что ж они обозвалят себя так манерно? Подумал Данилов. В прихожей института сидел вахтер при усах, ноги в шерсти, табачный кашель-горлодер. Данилова он пустил с неохотой, требовал письменного допуска, но Данилов сказал железным шепотом «Я оттертия с мыслями». И вахтер скис. Вскоре Данилов понял, что были основания посадить в прихожей института строгого привратника. Многие помещения института имели просто номера, видимо, секретные, а то и обманные. Порой же попадались таблички, заставлявшие думать, что название института не вполне соответствует широте интересующих его проблем. Скажем, очень заинтересовал Данилов отдел сексопатологии русалок. В нем были подотделы эрэйнских, миссурийских, волжско-камских, дунайских и прочих русалок. И были подотделы русалок из мелких водоемов. Данилов даже заволновался, а вдруг среди прикомандированных к институту русалок он встретит знакомых, хорошеньких, разумеется. Однако сразу осадил себя, нашел из-за чего волноваться. Потом он увидел объявление «Научная группа проблем щекотания». Тут было над чем работать. При нынешних темпах любви, при нынешних вкусах, нелегко было русалкам находить паузы для щекотания. А если не защекотать клиента, то как превратить его в утопленника? А сами способы щекотания? Нынче многие сильные и когда-то приемы стали убогими. В лучшем случае они доводят до слез, но не до желаемого конца. Данилов заглянул в лаборатории научной группы. Все здесь было как у земных физиков. Впрочем, Данилов физиков никогда не посещал. Какие-то пульты, тумблеры, кнопки, стенды, горящие цифры, приборов, гул машинный и треск, и что-то лилось и журчало. На ампирной кушетке, будто из салона мадам Рекамье, сидели четыре русалки в эластичных костюмах типа Садко, хвосты в поролоновых чехлах на молниях, волосы лишь у одной зеленые, у других крашеные, рыжие, фиолетовые, серебряные, зонтики в лапах, а не увидев Данилова потянулись к нему. Эка, испугался Данилов, еще защекочут. Прежде бы он и не согласился на опыт. Но тут посчитал благоразумным сбежать. И опять, еще в русалочном институте увидел напоминание об утопших музыкантах. Тут им отдали целую лабораторию. Логика в этом была. Утопшие музыканты издавна играли в оркестрах при водяных и русалках. Данилов, оглядевшись, понял, что нынче в лаборатории главным образом озабочены репертуаром оркестров. Всюду стояли магнитофоны в новых листьях. Громоздились стеллажи с кассетами. Звучала музыка. Своей музыки здесь, видимо, не могли создать, пользовались земными достижениями. Данилов услышал ансамбль Led Zeppelin, Emerson & Clyde, Eldorado, Pink Floyd и прочие. Услышал он колыбельную Моцарта и незабвенную «Стою на полустаночке». Наверное, эту музыку заказывали русалки, а их следовало ублажать. Они работали нынче в отравленных водах. Как еще сохраняли свои зеленые волосы, какие требовалось расчесывать? А может быть, им и нечего было сохранять? Может быть, те четыре приятельницы на ампирной кушетке сидели в париках? Хватит русалок, подумал Данилов, надо идти к новому Маргариту. Тут же увидел еще одну табличку «Отдел жизнеобеспечения русалок в условиях экологической войны». Вот оно что, отметил про себя Данилов. До нового Маргарита было еще шагать и шагать. Тут все теснились учреждения отраслевые, а новый Маргарит блистал в фундаментальных исследованиях. Дорога к нему шла сквозь теоретиков. Пока же Данилову на глаза попалась мастерская монструмов. Рядом стоял и колледж монструмов. Одно время в этот колледж был недобор, теперь дела видно поправились, опять гудели аудитории, да и на лавочках возле колледжа хватало монструмов. Монструмы изготовлялись теперь чаще всего металлические и пластмассовые. Некоторые в виде роботов или инопланетян, лишь малое число монструмов выпускалось в старых формах, вроде заросших шерстью циклопов, семиглавых змеев или горных духов с лукавыми глазами. Да что изготовлялись, многие из натуральных демонов рвались теперь в монструмы. Готовы были преобразоваться хоть в кого до того монструмы пользовались успехом. Особый конкурс с толкотней и протекцией был при отборе инопланетян. Данилов прошмыгнул мимо монструмов, поспешил пройти и мимо лабораторий землетрясений, солнечных пятен, начинки шельфов, футбольных волнений, потерянных сумок, ложных угрызений совести, банковских крахов, селекции гриппа, путаницы на спиралях Млечного пути, поломок осей, вращение звезд Большой Медведицы, ссор из-за премий, порчи уравнения Клайперона Менделеева, да мук ли Данилов запомнить название всех лабораторий? Главное, там занимались делами, а он шлялся. Наконец начались озера, потом пошли бастионы, подвесные мосты, и серым замком явился Данилову институт фундаментальных знаний. Тут привратники оказались серьезнее русалочего охранника, ни шепта тертии, ни слова о новом Маргарите Данилову не помогли. Данилов рассердился, выругл стражей, обогнул прясло стены, поплевал на ладони и, пачкая техасские штаны, перелез через крепостную стену. В институте Данилов бывал однажды и помнил, где что находится. От знакомых, не выразивших при его явлении ни радости, ни удивления, он узнал, что новый Маргарит задерживается, но скоро будет. Ученые тут были значительные, все больше бакалавры и магистры. Сидеть в какой-либо приемной Данилов не смог, отправился гулять по институту, где побеседовал с лицейским однокашником, ныне естественно магистром, где послушал громкие споры ученых мужей. Теоретики занимались тут не только глобальными, меж и вне галактическими проблемами, но и вопросами частными, какие, на взгляд, Даниловы могли быть решены в покинутых им лабораториях. Вот, например, целая группа корпела над созданием теории недопущения нейтрина. Было известно, что на Земле в штате Южная Дакота доктор Дэвис восемь лет в заброшенной шахте пытается поймать в бак сперхлорэтиленом жутко герметизированной и защищенной от всех излучений нейтрина от Солнца, чтобы узнать, что там у Солнца в недрах и никак не поймает. Теперь в горах Кабардино-Балкарии устраивают ловушку для того же нейтрина, пробивают туннель возле Эльбруса и скоро пробьют. Значит, надо уберечь нейтрина от ловушек и запудрить земным умникам мозги. Впрочем, в девяти слоях и сами никогда не ловили никаких нейтрина, очень сомневались в том, что они есть и для чего-нибудь нужны. Но теперь, имея в виду бак в Южной Дакоте и туннель возле Эльбруса, на всякий случай решили создать теоретическую модель недопущения нейтрина в ловушке. И работа шла. Та же группа куда удачливее, как понял Данилов, ввела исследование под кодовыми названиями «медная пуговица» и «французская булка». Когда-то во многих местностях лешего, проявившего себя вредным, отогнать можно было лишь выстрелив в него медной пуговицей. С веками, понятно, в институте нашли кое-что и против пуговицы. Правда, лешие мало кого теперь беспокоили. Однако возникла необходимость обезопасить от людей-работников более современного склада, нежели лешие, коли им приходилось охотничать на земле. Что же касается французской булки, то и она была и выведена из давних времен. Иногда деятельность работников девяти слоев нуждалась в рекламе среди населения, но реклама требовала подтверждения. Скажем, летал какой-нибудь крестьянин опять же на лешем в город? Но кто ему поверит? А крестьянин достанет из кармана французскую булку. Надь, глядите, булка! И все сомнения сняты. Теперь же можно прокатиться и не на лешем, и не в город. Но для того, чтобы доказать что-либо публике, опять же необходимо предъявить ей в своем роде французскую булку. И тут теория на месте стоять не могла. У других проблемы были глобальные. При тех проблемах и лысели. Данилов, посетив места творчества больших ученых, услышал много новых для девяти слоев выражений и словечек. Иные из них давно же были на слуху на земле и через популярные издания доходили и до Данилова. В одном ученом споре то и дело выкрикивали «Гиперпространство! Гиперпутешествие!» Именно гиперпутешествие совершил Данилов, когда он открыл дверь в доме шестьдесят семь по Первой Мещанской и оказался в девяти слоях. Раньше говорили проще «Перенесся!» Звучали и другие слова «субъединица», «сцентиляция», «затравочная волна», «коррелятивная память», «изолированная система» и тому подобное. Смысл нескольких терминов Данилов все-таки попытался уяснить и был приятно удивлен, узнав, что та же самая демонстрация французской булки называлась нынче «эффектом контриллюзионистской коммуникации в заданных параметрах». Тоже неплохо. В институте были внимательны к достижениям иных умов. Всюду Данилов видел множество земных, научных и популяризаторских изданий, среди прочих отметил свежий номер «Знание силы». Данилов выяснил, что нынче обострился интерес к проблеме происхождения самих девяти слоев. Тут никогда не было ясности, а теперь вынырнуло много гипотез. Правда, почти все новые гипотезы не слишком далеко ушли от старых, но были и рискованные, ставившие под сомнение избранность обитателей девяти слоев и их превосходство, скажем, над землянами. В частности, гипотеза вывернутого чулка и институт вывернутого чулка, вспомнил Данилов, есть где-то на отшибе, будто бы система, похожая на солнечную, в своем развитии дошла до точки и по всем необходимым законам вывернулась в свою полную противоположность в черную дыру и наизнанку. Вот и получились девять слоев, а маятник развития несется теперь в другую сторону. В этой гипотезе виделась некая обреченность, и ее признали порочной. Явились упрямцы, какие утверждали, что жители девяти слоев произошли от пришельцев, их гипотезу назвали порочной, однако она была в моде у думающей публики, а так существовало несколько крепких и оптимистических гипотез. Но было в тех гипотезах, узнал Данилов, одно тонкое место. Откуда при девяти слоях большой синий бык? Зачем он? То есть, так прям вопрос не ставился? Из-за боязни рассердить большого быка вдруг сомнения дойдут до него? Действительно неизвестно, зачем он и что будет без него. В годы юности Данилова о большом быке молчали, признавая его явление само собой и разумеющимся, а теперь заговорили. На самом деле, даже и при здешнем знании происхождение большого быка было загадочным. Сам ли он встал под девять слоев или его поставили? Несет ли он в себе некую основу и причину девяти слоев или это просто животное? Прародитель ли он девяти слоев или так, неизвестно что? Всегда. Да и теперь в серьезных работах обходили проблему большого быка, но ведь все знали, что он держит на себе девять слоев, что он стоит, что он живой и моргает. Конечно, может быть, избранными вроде бы жрецами. Хранилась тайна большого быка, а может быть и нет. Словом, теперь загадка быка многих волновала. Вот и Кармадон попробовал быть на земле синим быком, подумал Данилов, ради важных для себя наблюдений и ощущений. Потом он стоял в большом холле и, раскрыв рот, внимал споры ученых-демонов о трансформации зла. Неприлично было слушать чужой разговор, но ученые чуть ли не кричали друг на друга, не делая из беседы никакой тайны. Напротив, они явно были заинтересованы в публике. «Да вам своими темами», шумел ученый, размахивавший желтой кожаной папкой, «тешить выживших из ума ветеранов на сборщах у Брокеновой горы. Вы все еще бредите книжками, ядами, чумой, но костры-то давно отгорели на площадях». Его оппонент тоже сердился, однако поглядывал на спорщика несколько свысока, как на модника и пустобреха. «Ну да», говорил он, «а вы-то что же, вы-то далеко ли уехали?» Тут и появился новый Маргарит. Был он при свите и виделось сразу, что это светило. Спор стих. Все смотрели на нового Маргарита, кланялись ему, и он быстро кивал всем. Проходя мимо Данилова он и его заметил, но так заметил, будто Данилов наконец-то договорился с его секретарем об аудиенции и теперь ждал приемной. «Зайдешь ко мне через полчаса, я вызову». Бросил новый Маргарит Данилову на ходу и удалился. Глава 41. Через полчаса Данилов действительно ощутил приглашение нового Маргарита и прибыл к нему в голубую сферу. Сфера эта плавала в высоком замковом зале. Новый Маргарит сидел на диване, обитом голубым бархатом. Оглядевшись, Данилов увидел мягкие овалы книжных стеллажей, заметил слесарные приспособления, лабораторные столы, один с электронными, а может и не электронными, приборами, другой явно для занятий черной магией, при этом как бы за стеной тихо звучал сверчок. — Да, кивнул новый Маргарит. — Я не могу работать без сверчка. Садись. И он указал Данилову на диван. — Ну что, Данилов, ты все такой же моложавый и изящный. — А как находишь меня? — Не узнал, наверное. В своих словах о новом Маргарите там на земле Кармадон был несправедлив. Данилов ожидал худшего. Действительно, новый Маргарит постарел и был лыс, как цейлонский жрец, но телом он по-прежнему оставался атлетом. Другое дело, что в юности новый Маргарит был вечно возбужденный и нервный. Сейчас же он находился в состоянии очевидного душевного покоя. Видимо, изведал мыслью многое и с этим изведанным был в согласии. — Ты изменился, — сказал Данилов, решив, что раз ты, значит ты. Теперь ты серьезный и успокоенный. — Успокоенный, ой ли, улыбнулся новый Маргарит. Потом спросил, — Ну, как, Данилов, жизнь? — Ничего, — сказал Данилов, спасибо. А у тебя? — У меня, как видишь. — Да, это конечно, — сказал на всякий случай Данилов. — Тебя сюда вызывали? — Да, вызывали, — сказал Данилов. — То есть вызывали не к вам, а вообще сюда? — Угу, — согласился новый Маргарит. — Идиотский разговор, — подумал Данилов. — Зачем я пришел сюда? Встать, что ли, и уйти? — Прежде ты редко заглядывал в пятый слой. — Я многого здесь не понимаю, — сказал Данилов. — И я многого не понимаю, — обрадовался новый Маргарит. — И не вижу нужды в понимании многого. А в том, что понимаю, ничего не могу изменить. — Я думаю, что ты преувеличиваешь, — сказал Данилов. — Несомненно, — согласился новый Маргарит и опять чему-то обрадовался. — А если даже и могу что-либо изменить, то не имею желания изменять. — Не мои ли заботы вызвали эти его слова, — подумал Данилов. — Сказал, помолчав, — Я, наверное, поэтому и нашел тебя успокоенным. — Но, может быть, тебе тут наскучило? — Вопрос этот и самого Данилова смутил. Он мог быть задан лишь в случае равенства собеседников и их потребностей в откровениях, но разве они были равны и откровенны? Новый Маргарит мог сейчас же поставить Данилова на место. — Нет, — сказал Новый Маргарит, — не наскучило. — Тебе вот не наскучила твоя музыка. Я знаю, знаю, и мне пока не скучно. Я уже не говорю о важном. Меня порой занимает и самый нелепый ученый спор. Забавно. Хоть бы и пустая перебранка вроде той, что ты слышал. Чью же сторону ты бы принял в этой перебранке? — Оба правы и оба неправы. Оба посредственности. При этом один из них более делец. Произнес это Новый Маргарит, поделившись институтскими секретами доверительно, как именно равному единомышленнику. Новый Маргарит всегда был либерал. И хотя на него часто ворчали, любил проявлять себя либералом. Он и в своем научном движении преуспел отчасти потому, что многие серьезные и строгие личности, от которых зависело его продвижение, тоже в душе считали себя либералами, однако они не могли себе ничего этакого позволить. А Новый Маргарит позволял, выражая тем самым, как им казалось, и их настроение. Они его и поддерживали. — От того, что он делец, сказал Новый Маргарит, он и средств выудил на свои темы больше. — Ну, это ясно. Те два демона представляли разные ученые направления. Тут Новый Маргарит назвал теорию трансформации зла и, полагая Данилова малообразованным, стал объяснять простые вещи. Зло имелось в виду в людском понимании. В девяти слоях зло тут шло как бы рабочим термином, неким обязательным для здешних работ компонентом. Естественно, выяснялось, что для тех или иных землян есть зло, и какое зло подходит к тому или иному времени, то есть надо было уметь учитывать спрос. Тот спорщик, что сгоряча опоминал гору Брокен, с редким нюхом модный костюм закажет за год до прихода моды. Стрессы, неврозы, сексуальные и прочие взрывы, все это по линии их отдела, тут они мыстаки, но ничего старого они не признают, считают все старое укусами комара. А ты как считаешь? Я считаю, сказал новая Маргарита, целесообразным одновременное развитие нескольких направлений в исследованиях, даже если большинство из них в конце концов окажутся ошибочными. А чего же не рисковать? Эти со стрессами в своей победной уверенности на самом деле многого добились. Они чутки к ходу земной цивилизации. Они и автомобиль учли, и самолеты, и бомбы, и демографию, и голографию. И знают, где в метро легче оторвать каблук и вызвать сотрясение мозга. Они прекрасно отличают нынешнего клерка от клерка викторианского. И в фармакологии они загубили в опытах тонны антибиотиков. Про героин я уже и не говорю. Они вперед на сорок лет чуют. Ну и ладно, ну и молодцы. Пусть и живут при своем заблуждении, что человек настолько меняется или уже изменился, что к нему приложимо лишь какое-то новое зло. Конечно, и свежие средства должны появляться. Но надо иметь в виду вечное. А то стрессы, неврозы, сексуальные взрывы нашли чем гордиться. Ты все про того спорщика? Я его не осуждаю. Пусть он есть, он необходим. Но разве памятный тебе Иван Васильевич Грозный не имел стрессов и неврозов? Или скажем Людовик Одиннадцатый? Да имели они, только не знали, что это именно стрессы и неврозы. Естественно, способы их управления, их нравы, некоторые их милые штучки, нынче на земле, как будто бы неприличны. Однако случаются там вещи и похлеще прежних. Но все было, было, было. Не так, но было. Вот потому и тот спорщик, кого желали оскорбить горой, Брокин, тоже прав. И его алхимия хороша, ведь порой нужно лишь обнаженное действие в его вечной сути. И все же, сказал Данилов, зачем яйца режут на 77 частей и крошат в реку? Что вам дались медные пуговицы? И зачем столько средств идет на русалок? Что они делают нынче на земле? Относительно русалок-то ошибаешься, сказал Новый Маргарит. Не знаю, сказал Данилов. Человек, как, впрочем, и обитатели иных планет, существо чрезвычайно живучее и терпеливое. Какие только изменения среды он не выдерживает. Правда, изменениям этим он чаще всего обязан себе. Поболеет, болеет от радиации и химии, а потом они будут для него как кислород. А вот какой-нибудь древний и простенький насморк свалит его с ног, станет очень умный, а на осмеянном и забытом черном коте и поймается. И еще, чем цивилизация становится образованнее и взрослее, или это ей так кажется, тем острее становится у нее интерес к собственному босоногому детству. На детские сказки и вовсе мода вспухает. И ностальгия объявится и по русалкам, и по ведьмам. Как будто бы и с чувством превосходства над ними, с иронией, без страха, но все-таки. Тут и 77 кусочков яйца вкрутую будут хороши. Имеем уже уроки. Пришлось вот устанавливать новую аппаратуру на станциях спиритических ответов. Там на земле все больше и больше любознательных личностей пускают блюдечки по столу, вызывая духов. А у нас не стало хватать мощностей. Чтобы двигать всю эту посуду, мы отстали. Оттого теперь и не экономим на русалках. Наверное, и русалки нынче не те. Не те, не те, кивнул новый Маргарит. Я видел, начал Данилов, чуть было не спросил насчет париков, но сдержался. И тут он задал новому Маргариту такой вопрос, какой задавать ему было нельзя. Усилия велики, старания ощутимы, а толк-то есть от них. Не только нынча, вообще всегда. Но Данилов развел руками новый Маргарит. И было бы логично, если бы он выгнал Данилова из голубой сферы. Однако новый Маргарит замолчал. Что ж, сказал новый Маргарит серьезно, мы вели один разговор, а теперь пойдет другой. Ладно. Есть ли от наших усилий толк, скажем, на земле, да? Вот так вот я тебе скажу. Толку от наших усилий мало. Конечно, есть дела и существенные, но ход земной цивилизации и не мы движем, и не мы тормозим. А кто же, спросил Данилов, и себе же удивился, о чем спрашивает, будто не знает. Сами земляне, сказал новый Маргарит, и тебе это хорошо известно. Да, у меня есть наблюдение, согласился Данилов. Поэтому я и принял твой вопрос, иному бы я побоялся смутить разум, или же обеспокоился бы за себя. А ты мне ясен, я знаю, кто ты. Кто же я? насторожился Данилов. Ну, Данилов, это лишнее. Нет, кто же я? Сказал Данилов чуть ли не с обидой. Данилов, я знаю, во всяком случае, ты не демон. Я ставим это. Ты меня спросил о толке, и, когда желаешь слушать, так вот, сам человек куда более энергичен, чем что-либо, способствует ходу своей цивилизации. Сам же человек куда более успешно, чем все, в частности, этому же ходу и мешает. Может, так и должно быть? Ну, видишь ли, в некоторых цивилизациях мы на самом деле были ловки и сообразительны, и многое перетряхнули. Но человек это существо особенное. Он неуправляем. Нашему контролю и влиянию он не подчиняется, увы. У него своя самодеятельность. Он фантазер и творец. Мы думаем о человеке с чувством превосходства, но это несправедливо. Наши возможности изначально не сравнимы с возможностями человека. Они для него сказочные. Но голь на выдумку хитра. Многие его открытия и нас соблазнили. Сколько его изобретений мы использовали и в быту, и в трудах. Мы сами в конце концов стали ему подражать. А наши ученые они всю земную науку рассматривают с лупой в руках. Знают, что в ней много чепухи и много глупостей, а все равно ни макового зернышка не упускают из ее открытий и заблуждений. Считают, что людское знание условно и тем не 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 знают, что на земле обстоятельства заставят так исхитриться и придумать такое, что никакая умная аппаратура в пятом слое не догадается придумать. Хоть ты ее снабди земными условиями опыта. Я здесь, сказал Данилов, видел земные научные издания и серьезные и популярные с картинками. Я один такой в Москве покупаю «Знание сила». «И знание сила, конечно», согласился новый Маргарит. «Может, и в первую очередь такие, как «Знание сила». А что, хороший журнал, ты не находишь? Хороший, хороший, еще раз отметил новый Маргарит. У вас и словечки в ходу оттуда. Гиперпутешествие, гиперпространство. Так всегда было. Какие термины на земле в моде такие у нас? И соблюдается видимость поспевания науки за ходом времени и облегчается ущенное общение. Гиперпутешествие, слово-то какое скучное. Раньше проще было. Но разве чем проще, тем лучше? Ты произносишь гиперпутешествие и чувствуешь, как усложняется твое понимание мира. И это хорошо. Ты смеешься, сказал Данилов. Не надо мной, не над тобой, сказал Новый Маргарит. Над теми, кто суетится, полагая себя вершителями, с тем и живут. А ты с чем живешь? Я тебе на это не отвечу. Скажу лишь вот что. Если бы мы только будоражили, злили землян, если бы мы только мешали им, вводили бы их в заблуждение и буйство, если бы у нас были лишь такие хлопоты и в иных цивилизациях, мы бы сами по себе ничего не значили, носились бы прислугами при фаустах. Но это скучно, это пошло, это безрадостно, это унизительно наконец. Нет, мы не одни лишь отрицатели и вредители. В нас несомненно существует и нечто свое, замкнутое на себя, независимое это на их системы цивилизаций. И оттого в существовании девяти слоев есть свой высокий смысл. Должен быть. Ты знаешь, в чем он? спросил Данилов. Я догадываюсь, сказал новый Маргарит. Но не всем дано знать это. Но ведь есть большое откровение. Как бы изумляясь словам нового Маргарита, сказал Данилов, можно видеть все насквозь и по диагонали, и в прошлом, и в нынешнем, и в грядущем. Можно ощутить вечность. Нас так учили в лицее. Зачем нам вообще науки, коли мы и так располагаем знанием всего? Зачем нам доктрины и прошлое, и будущее? Насчет наук ты меня извини, спохватился Данилов. Я не из-за них начал говорить, а из-за твоих слов о высоком смысле. Ты сказал новый Маргариту стала и как бы снисходительно никогда не отличался большим умом. Да-да, это верно, охотно согласился Данилов. Потому ты и был мне приятен, хотя порой ты, конечно, лукавил, представляясь наивным простаком. Ты и сейчас лукавишь. У тебя ведь свое сейчас в голове, и ты тверд в своих понятиях. Что большое откровение, что ощущение вечности, что видение всего насквозь, что наши волшебные по сравнению с человеческими возможностей, и с ними все равно не знаешь истины. Разве не обман? Они не обман и обман. Они еще не истина. А она достижима истина. И она нужна? Не знаю. Но ради чего я отрицаю? Ради чего я познаю? Мой разум не утолен. И он мучает меня. От того и есть мысль моя высокая. На какой не способны спорщики из коридора? Большое откровение, раз оно мне дано просто так и неизвестно зачем, вызывает у меня личности размышляющей сомнение. А не морочат ли меня? И мне кажется порой, что морочат. Но может быть и не морочат. Вот в чем моя беда. И вот в чем моя услада. В моей натуре. По нашей привычке, развитой привязанности к познанию и отрицанию. Ты немыслитель. Ты чураешься большого откровения и ощущения вечности. Они тебе тебе только мешали жить. Да и чуждо тебе все наше. Не спорь. А я не могу отбросить их или принять просто так. Меня в страданиях и радостях влечет к истине, как, впрочем, и тебя. Но ты ее стараешься достичь музыкой. Так она достижима? Она нужна? Я не знаю. Я только вижу, что ты в своей музыке куда ближе к истине, чем я в своей науке. Откуда ты знаешь? Это я знаю, сказал новый Маргарит. Потом добавил. Что же касается большинства исследований в пятом слое, то ты, наверное, сам мог понять, что характер их главным образом прикладной. Там дела практические. Иногда и без сверхзадачи, но с обязательным истечением из живой нынче доктрины. Отрицание, вред, зло, раздражение, палки в колесах. А зачем? Так нам, да? Конечно, люди сами себе вредят, но и нашего зла стоят. А может быть, они без всего этого и жили бы еще в пещерах на медвежьих шкурах? Но ты говорил, что тебя занимают даже перебранки, якобы ученые, в коридорах. Занимают, сказал новый Маргарит. Тем не менее занимают. Я еще бодр, умом и крепок. Я деятельен, люблю интриги, игру и рад пусть и ложным борением и стычкам. Мне пока на самом деле немногое наскучило. И пусть я с иными делами и темами не согласен, раз я берусь за них, или же держу их в поле своего зрения, я увлекаюсь ими, и они уже как бы мои. Однако порой тошно становится. Зачем я суючусь? Куда я спешу? Зачем мы вообще? Кармадон произнес те же слова, подумал Данилов. Боюсь, что я не отвечу на твои сомнения, сказал Данилов. Новый Маргарит смотрел на него молча, долго, сказал, а жаль. Я бы послушал твои слова, хотя бы потому, что ты иной, нежели мы структуры. За кого все же ты меня принимаешь? Я знаю за кого. Ты заблуждаешься, сказал Данилов. Ну что же, вздохнул Новый Маргарит. Может быть, и заблуждаюсь. Но и тогда не жалею о высказанном мне и это облегчение. И ты как собеседник хорош. Сегодня ты меня слушал, а завтра исчезнешь. И опять он как кармадон. Расстроился Данилов. И я обо всем забуду, сказал Новый Маргарит. Сомнения не часто будут посещать меня. На бунты я не способен. А может быть, тут все от пришельцев? Что? Не понял Новый Маргарит. Я говорю, сказал Данилов, может девять слоев, основанные пришельцами, прибыли сюда выходцы из какой-нибудь чрезвычайно развитой цивилизации, возможно и обиженные, и оставили тут рассаду, все запрограммировали, и большое откровение, и видение якобы всего насквозь, ощущение вечности. Ты что-нибудь знаешь? С подозрением взглянул на Данилова Новый Маргарит. Нет, сказал Данилов, я так предполагаю, это глупая теория, но на нее нынче мада. А что же ее не опровергнуть? Она не нуждается в опровержении. Слушай, не смог удержаться Данилов, а откуда большой бык? Он при девяти слоях или они при нем? Большого быка ты не трогай, строго сказал Новый Маргарит. Почему? Покачину. Стало быть тайна, стало быть большое откровение и вправду не вполне откровенно. Оставим это. Новый Маргарит сидел хмурый. Не делай себя хуже. Они долго молчали и дальше уже вели разговор легкий. Что же он ждал от меня, думал Данилов. Ведь когда Новый Маргарит говорил о своих сомнениях, он явно смотрел на него с некой надеждой. Будто Данилов мог сказать или даже совершить нечто необыкновенное. Что-то его тяготило и будоражило. Но за кого же он принимал Данилова? Хорошо, если за человека. Но вряд ли только за человека. Данилов даже опечалился, что ничем не мог помочь новому Маргариту. Они еще поговорили. Данилов интересовался работой озадачивших его лабораторий и мастерских. Новый Маргарит рассказал ему, как холят нынче монструмов, особенно тех, что определились в монструмы из натуральных демонов. Данилов вспомнил о складе искусственных интеллектов и спросил, хороши ли они в употреблении. Оказалось, что почти все искусственные интеллекты плесневеют сейчас на складах. Отчего так? Они слишком ретивые, сказал новый Маргарит. Чаще всего с перекосом и, помимо всего прочего, дешевые. Ну и что? Как что удивился новый Маргарит? Кто ж теперь пользуется дешевыми вещами? Наверное, он уже успокоился на мой счет, подумал Данилов, и больше от меня ничего не ждет. Ты знаешь, спросил он, зачем меня вызвали? Знаю, кивнул новый Маргарит. И как ты находишь мое положение? Почти безнадежным. Если, конечно, ты тот, за кого себя выдаешь. При этом новый Маргарит со значением взглянул на Данилова, будто ожидая от него важного признания. Я себя ни за кого не выдаю, сердито сказал Данилов. Тем хуже для тебя, сказал Новый Маргарит. Потом добавил выбор тебе надо сделать выбор. Какой выбор, не понял Данилов. А такой, самый решительный. Подумай. Хорошо, пообещал Данилов, я подумаю. Рад был с тобой увидеться, извини, если отвлек от дела. Данилов встал, и Новый Маргарит встал, он даже движение сделал к Данилову, будто хотел обнять лицейского приятеля, однако не обнял, увидимся. И усмири гордыню-то. Данилов даже рот открыл от удивления. Какую гордыню-то? Гордыня всегда считалась в девяти слоях добродетелью, а я этой добродетели был лишен. Ты плохо знаешь себя, но бывай. Бывай, сказал Данилов, и он покинул голубую сферу. Глава 42. Ведь он знал, что я его хотел о чем-то просить, думал Данилов, лежа на своей гостиничной кровати. Но может быть и то, что он принял меня и говорил всерьез, с его стороны доблесть. Кого он желает видеть во мне, кого подозревает? Я пришел просителем, но вышло так, что как будто бы он был заинтересован в моем приходе. Ведь что-то он искал во мне, на что-то надеялся, полагал даже, что я в силах его поддержать. Не слишком надеялся, но какую-то мысль держал в себе и много желал сказать. Я ведь молчал, он говорил. Откровенным он до конца не был, да и как ему быть откровенным, коли он знает, зачем я здесь. Кармадон мне сказал, сгинешь. Новый Маргарит признал мое положение безнадежным. И все-таки он чего-то ждал от меня. Я был куда менее откровенным, нежели он. А он, наверное, ждал от меня понимания его личности, ждал сочувствия, имел в этом нужду, или хотел узнать, к чему я пришел, а он считает, что я к чему-то пришел, чтобы укрепиться в своих сомнениях или же наоборот покончить с ними. Но я был осторожен. А может быть, он просто был намерен показать самому себе, что он по-прежнему либерал и не боится бродить в беседах по тонкому льду даже и с ущербной личностью. Но что мне обижаться на него и в этом случае. Все же он принял меня и даже по плечу похлопал, а поединки не вспомнил и даже что-то подсказал выбор, что ли. Следовало бы и подумать. Шли дни, Данилова не тревожили. Он теперь обрадовался бы и Валентину Сергеевичу, если бы тот явился к нему с поручением доставить куда следует. Данилов и в буфете встретив Валентина Сергеевича унизился бы, спросил бы, не слышно ли, когда ему Данилову выйдет пора скинуть. Ну, видимо, слишком мелкой тварью было Валентин Сергеевич, чтобы кушать в мясных буфетах. А вот демон из аравийских пустынь Уграэль Данилову попадался часто. Он и за стол Данилова присаживался запросто, как старый знакомый, лишь спрашивал из вежливости «Здесь не занято?» И Данилову ничего не оставалось, как ответить «Не занято». При первой их встрече мысли о Кармадоне помешали Данилову как следует рассмотреть Уграэля. Теперь Уграэль ходил без капюшона и Данилову был хорошо виден. Замечательным оказалось лицо Уграэля. Все его частности, нос, глаза, уши и прочее действительно существовали сами по себе и могли меняться местами. Уграэль с охотой говорил о Москве, но Данилов его бесед не поддерживал. Порой в разговорах с Уграэлем он даже дерзил, но Уграэль ничего не замечал. Данилову вообще хотелось теперь дерзить и не только дерзить, но и протестовать. Хотелось выкинуть нечто такое, что привело бы в замешательство, а то и в бешенство его исследователей. Тогда бы они зашевелились и потребовали бы наконец его к ответу. Но чем вызвать скандал, чем усугубить свою вину, что бы такое учинить, Данилов не знал. И вдруг ему пришло на ум, а не слетать ли к отцу? Посещать отца было ему запрещено. Данилов отца никогда и не посещал. Он его вообще не видел, однако интересовался местами его пребывания. Когда-то тот жил на Юпитере, но потом его направили на пустынную планету в созвездии Тельца. Данилов подумал о полете к отцу вслух, нарочно открывая следователям свои намерения. А те себя никак не проявили. Ну и пусть их дело, решил Данилов. Полет он не отменил. Данилов прошел четвертый слой до самой хрустальной стены и все не оглядывался. Нет, за ним не бежали и не ехали. Данилов открыл хрустальную дверцу, выбрался из девяти слоев, раскинул руки и полетел. Данилов мог бы и перенестись в созвездие Тельца или, говоря нынешним ученым языком, совершить гиперпутешествие. Местами он и переносился, но вблизи светил и планет позволял себе пролетать, любовался видами и снова ощутил радость от собственного парения. Хорошо ему было. Данилов вспомнил, как Кеплер трезь лишним века тому назад, пытаясь доказать гармонию Вселенной и выведя закон квадрата времени вращения планет вокруг Солнца, относятся как кубы их средних расстояния от Солнца, посчитал, что существует музыкальная гармония планет. Он даже выразил нотными знаками мелодии семи известных ему небесных тел. И сейчас Данилов на время согласился с Кеплером. Он и раньше порой соглашался с ним ради музыки. Теперь Данилов опустил себя в Кеплеров вариант мира и небесные тела, мимо которых он пролетал, зазвучали. Прежде Данилов любил слушать музыку планет Солнечной системы. Он хорошо знал мелодию каждой из них, знал их голоса, в особенности его волновал голос Марса, в нем не было рева, воинственных тру, напротив, тот голос был нежно-голубой. Теперь Данилову понадобились небесные тела, ему до то ли неизвестные, карта же звездного неба при нем не было. Не все мелодии ему нравились. Правда, стараясь быть объективным, он говорил себе, что сразу и на лету он может что-то и не понять, и надо эти мелодии послушать еще раз. Возможно, тогда он их примет и полюбит. Однако, вспомнил он, парение его во вселенной вряд ли могло повториться. Тут же мелодии планеты светил стали казаться Данилову печальными, а то и трагическими. Вселенная словно бы прощалась с ним. Нет, глупость, строго сказал себе Данилов. Мелодии они меняют редко, только при катаклизмах. Не станут же они звучать из-за какого-то пролетающего мимо них альтиста. Надо слушать их музыку такой, какая она есть, календарованная возможность, а не придумывать ее. Ликующую проревела расплавленным голосом молодая звезда унеслась куда-то. Точно ксилофонами прозвенела стая метеоритов и ее утянуло. Много слышал Данилов. Словно якорная цепь скрипела, сострадая самой себе оранжевая планета. Напомнив Данилову ритм Тарантеллы вращалась планета поменьше. Были и земные звуки, были и звуки, какие Данилов слышал впервые. В иных мелодиях или в простых музыкальных темах угадывались Даниловым бури, предчувствия катастроф и взрывов, тоска неосознающей себя материи. В иных была радость, была любовь, был разум. Он залетел в небольшой мир со звездой, похожей на солнце и с пятью живыми планетами. Решил, а не остановиться ли здесь? Я остановился. Выбрал в вакууме место, показавшееся ему выгодным в акустическом отношении, тут и улегся. Позу принял приятную, даже беззаботную, руки положил под голову, закрыл глаза, слушал. Для него будто бы играл секстет. Естественно, не тот, в каком Данилов привык выступать в концертах. Земного в секстете не было, однако что-то и было. Голос светила звучал ярче и сильнее других голосов, с чувством превосходства и даже власти над ними, и все же не отделял себя от них. Все планеты вели свои мелодии, но в каждой из них звучали по-особенному темы звезд, как бы рассыпанные или раздаренные ею, и передавали они, так показалось Данилову отчасти даже гордое умонастроение шести небесных тел. Мы одно, мы одно во вселенной. Данилов привык к здешней музыке и способам ее выражения. Она все больше и больше нравилась ему. Что это? удивился Данилов. Голос третий отсветило планеты. Пульт номер четыре, поначалу ничем не напоминавший земных звуков, вдруг изменился, и в нем, внутри него, как одной из составляющих, возникло звучание альта. Да, альта. Данилов ошибиться не мог. Теперь музыка еще сильнее трогала его. О, если б навеки так было. Данилов как бы и очнулся. Что это я тут разлегся? Они же меня сейчас хватятся. Но что было пугаться? Ведь он именно и желал, чтобы его хватились. Мог бы здесь, слушая музыку, и ожидать, когда его хватятся и призовут. Однако нетерпение погнало его. Туда, в созвездие Тельца, приказал себе Данилов. Теперь он не полетел, а перенесся, с таким усердием, что чуть было не врезался в планету, где, по сведениям Данилова, обитал его отец. Данилов уже вывел себя из Кеплерово варианта мира и мелодию планеты не услышал. На первый взгляд она была не только беззвучная, но и безжизненная, вся в желтой пыли. Тело желтое, а местами коричневое. Оглядевшись, а потом и поплутав по планете, Данилов обнаружил цепи невысоких гор, к сожалению, желто-коричневых. Ни кустика, ни лужицы не попалось на глаза Данилову. Однако, покачал он головой, не увидел он и ни единой хижины, ни единого шалаша. Сведения об отце могли быть ложными, но если и не ложными, как его искать? Где? И зачем? Зачем он бросился сюда сгоряча? Одно дело возмутить исследователей и вызвать скандал, но тут-то что делать? Зачем он отцу? Зачем ему отец? Да и отец ли? Он его никогда не видел и не знает, никогда не ощущал его отцом, хотя потребность в нем в годы детства, конечно, имел. Что скажет он ему теперь? Здравствуй, старик, я твой ребенок, так что ли? Фу, ты глупость какая, ругал себя Данилов? Зачем я здесь? И все же он понимал, что сразу отсюда не исчезнет, а попытается увидать отца хотя бы издали. Сначала это желание он объяснил себе простым любопытством, потом посчитал, что нет, непростое любопытство, нечто большее, но что большее, он и сам не знал. Как он живет в этой пыли и где? Как я найду его? Покричу «Ау!» Смешно. И еще, если у меня есть потребность пусть и смутная увидеться с ним, то это вовсе не значит, что у него есть потребность в общении со мной. Что же я буду навязывать ему себя? Потом он подумал, а вдруг его отец долгие годы желал увидеть сына, но не имел возможности? Так что теперь лишать его этой возможности? Впрочем, поймет ли он, что перед ним откладывал к глазу подзорные трубы, включал устройство познания, какими был снабжен, но признаков жизни не обнаружил. Да и нет здесь никого, решил Данилов. Он устал, присел на одной из скал на камне, и тут внизу в предгорной равнине возникло движение. Будто вскипело нечто желтое, пыль, жидкость, месиво, поднялось вверх столбом буйное, свирепое и полетело. И повсюду родились желтые завихрения, горы задрожали, будто бы вся планета должна была вот-вот стать пыльной бурей и унестись неизвестно куда, но горы не раскрошились. Планета не изменила направление полета. Лишь бешеные плотные пылевые облака носились возле скал, на которые взобрался Данилов. В здешней атмосфере какие могут быть ветры, думал Данилов. Стало быть, он и видит во мне врага или ничтожного и случайного нарушителя его спокойствия или он сам существует лишь в виде пылевых облаков и ни в каком ином виде не может показаться мне. Нет, это предположение Данилова оказалось ошибочным. Очень скоро в одном из облаков проявилась фигура летящего старца. Он был в белом свободном хитоне, яростно дул, вытянув губы, словно желая смести все, что было на его пути, его седые прямые волосы неслись красиво и мощно, будто их и впрямь направляли воздушные струи. Данилов встал, он был взволнован. Он хотел что-то выкрикнуть старцу, но ни слова не смог прошептать. Старец заметил его, то есть он, наверное, и прежде видел Данилова, но теперь он повернул в его сторону. Подлетел к Данилову, резко застыл совсем рядом. Данилов готов был сейчас простонать «отец» и броситься к старцу, но тот, вцепившись в него взглядом, как бы не разрешал ему сделать ни движения, потом нервно вскинул руки, отшатываясь от Данилова или отгоняя его от себя и взмыл вверх. Данилов чуть было не полетел за ним, но старик ничем не показал ему, что желает этого, и Данилов удержался на скале, а старик уже унесся вдаль и стал песчинкой. Как он красив, думал Данилов, и как ужасен. Он нисколько не похож на меня. Он из трагедии, а я откуда? Но глаза, какие глаза? Он понял, кто перед ним, я чувствую это, и он вобрал меня в себя в одно мгновение. Однако потом он так странно смотрел. Старик смотрел не то, чтобы странно. Данилову его взгляд показался взглядом безумца. Данилову не раз намекали, что его отец, кажется, сошел с ума, и ему именно поэтому облегчили участь и разрешили отправиться на пустынную планету вольным поселенцам. Были и иные мнения, Данилов верил им, но теперь глаза старика его ужаснули. Я здесь лишний, думал Данилов. Он видел меня, я его, и достаточно. Он мне чужой, и я чужой ему. Он здесь хозяин, но он даже не посчитал нужным ни указать мне на что-либо, ни сказать хоть о чем-то. Просто и сейчас и стаял. Да и может ли он о чем-то сказать? Именно после этих соображений Данилова старик появился снова. Он пронесся мимо скалы и, обернувшись, сделал властное движение рукой или крылом, какое Данилов понял, следуй за мной. Данилов полетел. Больше старик не оборачивался, полагая, что и одного жеста для посетителя хватит. Он был хорош и величествен в своем протяженном льющемся хитоне. Данилов считал собственный костюм курткой свиной кожи и техасские штаны сейчас неуместным, легкомысленным. Стыдился его. Летели они долго, но словно бы на одном месте все та же тоскливая желтая равнина была под ними. Наконец побежали печальные холмы. Старик приостановил полет, поднес руку к глазам, поглядел вдаль, видимо, высматривая, все ли вокруг хорошо, не горит ли степь, нашу девушку не волк ли заел и можно ли следовать дальше, но дальше он не последовал, а кругами кругами, как тяжелая птица стал спускаться к холмам. Данилов увидел черную щель, пещера. Стало быть, вот он, приют вольного поселенца. Вылетели в пещеру и при этом старик не обернулся. К темноте Данилов привык сразу. Было в пещере два камня, один побольше плоский сверху вроде стала, другой поменьше, как бы табурет. Щемяще и тонкое возникло в нем чувство сыновни и вины. Будто он, богатый, юный и здоровый, посещал старика в сиротском доме. Захотелось сейчас же что-либо сделать для него, но что и как. Бедный старик, повторял про себя Данилов, бедный одинокий старик. Старик взмокнул руками-крыльями, белые жесткие кусты его бровей сошлись в напряжении и Данилов. Тут же вместе с хозяином оказался в мраморном дворцовом зале, где хоть сотню гладиаторов своди в бою. Зал был с верхним светом, жаркое полуденное солнце било в широкие проемы незнавшие стекол, взблескивала вода в мраморном бассейне, сверкала бронза и слоновая кость. Старик сидел в кресле с высокой спинкой и подлокотниками как на троне могучей царственной. А кем Данилов стоял при нем? Слугой, учеником, наследником. Помещение было явно римским времен победы громкой славы, времен империи. Публика собралась тут важная, все были в тогах, а кто и в панцирях. Ждали кого-то, верно императора. Явился и император, в лицо его Данилов не узнал, цезарь август ими. Как узнать, но посчитал, что, наверное, цезарь. Да и хотелось Данилову, чтобы это был цезарь. Началась подходящая к случаю церемония. Данилов желал разглядеть среди усевшихся на курульных креслах и в особенности на почетных бицеллюмах сиденья из кожи, а на них подушки брута, но не угадал его. Все шло чинно, при этом Данилов понимал, что главное здесь не цезарь, хотя его и поздравляли с победой, а старец в белом хитоне. Старец взмахнул рукой, и римляне исчезли. А цезарь он-то был среди них, спохватился Данилов, но уже был воздвигнут Версальский дворец, хорошо известный Данилову. И в чудной зеркальной галереи Ардуэн Мансара, направо, в окнах главная аллея, бассейны с золотыми китайскими рыбками, водный партер налево, в зеркалах гостей деревья парка, а наверху красно-зеленое и голубое небо живописца Лебрена, на наборном паркете дамы с невиданными прическами, и кавалеры в перьях, куклы в отто при свечах, их тысячи в серебряных люстрах, и при тихих звуках галантного оркестра танцевали, радуя Данилова и движениями, и костюмами, и запахами. Среди танцоров был и король солнца, хорошо у него манжеты, отметил Данилов. Старец поманил Людовика сухим пальцем, тот извинился перед дамой и быстро, но и не забывая о том, что он король, подошел к старцу. Старик что-то шепнул ему. Людовик несколько удивился, однако поблагодарил старца и низко поклонился ему. Сразу же к Людовику подозвали молоденькую даму. Людовик завел с ней светский разговор, и по игре его глаз Данилов понял, что он чрезвычайно доволен подсказкой. А от зеркальной галереи до спальни короля солнца два шага. Ардуэн Мансар все должен был предусмотреть. Кем же она станет, заинтересовался Данилов. То есть, кем же она была? Неужели это мадемуазель Делавольер? А ведь и вправду хорошенькая, как я ее сразу не заметил. И Данилов потянулся к девушке, но зеркальная галерея исчезла, и Данилов ощутил себя вблизи бельгийской деревушки Ватерлоо. Было зябко, и техасские штаны не грели. Лишь к середине сражения, когда дела Веллингтона были уже худы, Данилов перестал мерзнуть. А вскоре он промок в водах при Трафальгаре. Нельсон много кричал и не вызывал симпатии Данилова. Потом Данилов побывал во многих примечательных срезах земной истории, видел немало занятных личностей, с некоторыми даже знакомился и беседовал, обных из них память на земле была свежая, дворцы и гробницы египетские, индейские, куда Данилов попадал, подчиняясь воле и знаниям старца, поля сражений, лужайки, любви были ему интересны. Личности же часто встречались довольно мерзкие, иным Данилов плюнул бы в лицо, коли не был бы гостем на желтой планете, но не он выбирал знакомцев. Показывал ли старец ему Данилову? Некое зрелище или самому старику были сейчас интересны эти переходы из эпохи в эпоху? Все эти повторения былых сражений, балов, интриг, свидетельства поисков человеческого духа Данилов с определенностью сказать не мог. Похоже, дело было тут не только в нем, Данилове. Возможно, что старик со своим своеобразным, назовем так, умом, и забывал о гости. Порой он так увлекался, что вмешивался в те или иные события, преобразовывался, переодевался, бросался в толпу, ничем не объявляя себя, и многие события принимали вовсе не тот ход, какой был отражен в документах и учебниках. За час до сражения под Ватерлоу старец излечил Бонапарта от насморка, и Веллингтону пришлось бежать в сторону Гента, бросив разбитые полки и натянув грубую юбку шотландского волынщика. Бледные, неприкрытые ноги герцога Данилова разжалобили. Старцу, видимо, нравилось перемешивать эпохи и их возможности и добиваться при этом неожиданных для самого себя результатов. Ганнибала он посадил в танк Гутериана, и тот чуть было не отморозил уши. Вылеченного Бонапарта прямо из Дрездена, где император возле дворцовых ворот смотрел на движение своих солдат, за спиной его отметил Данилов Хофкирхе, там Бах играл на органе Зильбермана. Старец двинул в тренера Елены Водорезовой по причине внезапного недомогания Станислава Жука. Гёте старец сделал веймарским герцогом, а Карл Август, бросив собак и женщин, пробовал сочинить Фауста. Ивану Грозному в грановитой палате на западной стене прямо поверх фресок был показан фильм Эйзенштейна, и Иван Васильевич плакал. В садах в Аранасе являлись старцу сладкие восточные женщины, ласкали его, но были среди них и особи европейские в Мине и в Максе, и девушки с пляжей Калифорнии. Данилов смотрел на видения, а может быть и на картины реальной жизни, внимательно, порой они захватывали его, он сам будто бы жил в них. И вдруг пределы старцева мира раздвинулись, явились к нему люди в обилии, наверное, от всех поколений и народов, а он сидел на своем троне, сделавшимся гигантским. Старец раскинул руки, обнимая весь свой мир и как бы заявляя «Вот оно, все мое». «Если хочешь, будет твое», услышал Данилов и вздрогнул. «Нет, губы старца не шевелились», почудилось и решил Данилов, «Да и бас должен быть у него», а прозвучал тенор. Тут старец слетел с трона, глаза его оказались прямо против глаз Данилова, и Данилов, ошеломленно, испуганно, опять отметил, что на мгновение взгляд старика был цепкий, острый и мудрый. Но сразу же он стал безумным. Старец, как и у скалы, вскинул руки, отгоняя Данилова или отрешаясь от него и горестно покачал головой. Свет померк, снова Данилов стоял в пещере, она была пуста. Данилов выбрался из пещеры. «Все?» — думал он. «Он попрощался со мной?» «Но яд с ним нет». Почему-то Данилов был в уверенности, что найдет старика возле скалы, где он явился ему. Нет, там старца не было. Данилов спустился в ущелье, там и увидел старика. Он лежал на камнях лицом к небу. Не разбился ли? — забеспокоился Данилов. Совсем подойти к старику Данилов не решился. Тот дышал, глаза его были закрыты. Из уголка рта текла слюна. Данилов сделал шаг к старику. Но произошло преобразование. Теперь перед Даниловым лежал смуглый обнаженный юноша. Тело его могло стать моделью для проксителя. Юноша поднял веки. Глаза его были усталые и печальные. Он поверженный. Как открытие пришло к Данилову. Юноша поглядел на Данилова, и в его глазах Данилов увидел безумие. Юноша привстал, взглянул вверх, поднял руку, и небо стало лазурным. Горы ожили, зазеленели. Белые и розовые храмы возникли на них. Зазвенели струи горных ручьев. Существа золотого века Эллада окружили юношу. Он посмотрел на Данилова с неким вопросом, будто ожидая от него важных слов. Данилов молчал. Нимфы в медленном, темно-лиловом танце стали подходить к нему. Дивная свирель пана помогала им. Данилов молчал. Юноша задрожал и снова стал старцем. Белые и розовые храмы исчезли, пропали и нимфы, и сатиры, и звуки свирели. Все вокруг было теперь в зарослях орхидей. Данилов молчал. Старец вновь подлетел к Данилову, снова посмотрел ему в глаза и снова как бы отшатнулся от него. Потом он своими безумными глазами показал куда-то в небо, ткнул в ту сторону перстом, сгорбился и пошел прочь. Теперь все, подумал Данилов, а мы слова друг другу не сказали. А может, и верно, истина вне слов. Глава сорок третья хрустальную дверь в девять слоев Данилов открыл без труда. Дверь не заперли, капканов на него не поставили, да и зачем капканы. Данилов скинул куртку и улегся на кровати. Такой стал быть полет. И был ему у Данилову предложен вариант жизненного устройства, но понял старик отношение Данилова к его миру и, поняв, указал сухим перстом. Куда указал? Данилов запросил атлас звездного неба, искал, где находился, потом выяснил, какие звезды можно было видеть с желтой планеты и именно из памятного ущелья, похоже, старик показывал в сторону солнечной системы, на землю. Как бы от него что зависело. О прошлом отца знания Данилова были смутные. В чем состояли вольные думы отца, от чего его называли вольтерианцем, выяснить Данилову не удалось. Те времена были далекие. Наказать его в ту пору могли из-за одну связь, кле посчитали серьезной с земной женщиной. Но безумен ли он? Тут Данилов, вспоминая острый, мудрый на мгновение взгляд старика, придерживал мысли. Возможно, у него такая манера жить. А возможно, а ведь он, наверное, доволен, думал Данилов, своим миром. Он не просто смотрит забавные картины, он творит. Это интересно, но не для меня. Ведь это не жизнь, не игра. Это уже вторичное. Что же играть в жизнь, если можно просто жить? Вот именно, если можно. В своих мыслях Данилов почти не называл старика отцом. Так, старик-старец. Не выходила отец. Данилов испытывал симпатию и сострадание к старику, но это было одно, а вот ощущение родства с нему Данилова не возникло. Данилов бронил себя, называл очерствевшим, однако распалить в себе сыновних чувств Данилов не мог. Но не зря он побывал на желтой планете не зря. А, впрочем, почему бы и не принять игру старика, размечтался Данилов. Как хотелось бы Данилову, скажем, оказаться в 1732 году возле Лейцикской Томаскирхе, простодушной, просторной, и увидеть там кантора, и тот, крепкий еще сорокасемилетний, только что сочинивший кофейную кантату, шагнул бы к нему, достал бы из кармана камзола бумаги и сказал бы, вот, Данилов, я посвятил вам концерт для альта, исполните, я прошу вас. Нет, так нельзя, оборвал мечтание Данилов, он встал, был сердит, готов был обвинить своих исследователей и кураторов в волоките и даже без ответственности. Когда же они призовут его к ответу? Хотя бы подумали о пустой трате средств, возмущался Данилов. Был он еще и голоден, а потому решил отправиться в буфет. Там наесть и напить настолько, чтобы финансовые службы указали, кому следует на недопустимость длительного содержания Данилова в четвертом слой гостеприимства и призвали бы расточителей средств к ответу. Данилов сел за стол. Мысли его были уже заняты составлением программы обеда, желудочный сок выделялся в обилии и тут появился Уграэль. Опять этот рассердился Данилов. По лицу у Граэля бродили уши, обтекая нос и глаза. Садитесь, предложил Данилов. Что вы заказали? спросил Уграэль. Кажется, тетерева на вертеле, сказал Данилов. А я возьму устрицы. А что, подумал, воодушевляясь Данилов, тетерева это неплохо, это хорошо, но только чтобы были с корочкой и чтобы их обложили маринованными грибами. В это мгновение Данилова взяли за шиворот, ощущение было, что именно за шиворот, в горло снизу врезался воротник, как петля, и куда-то поволокли. Данилов барахтался в пространстве, задыхаясь, делая нелепые движения руками и ногами, освободиться ему не дали, а чем-то пристукнули. На секунду Данилов потерял сознание. Когда очнулся, понял, что сидит на жестком стуле и пристегнут оттягивать-то, возмутился Данилов. Перед ним были черные стены, и на них, там и тут, стали проступать огненные слова. Время че, время че, время че. Слова запрыгали, заплясали, принялись наскакивать на Данилова, увеличиваясь на мгновение и раскаляясь до белого пламени. Потом возник звук устойчивый, ноющий, и когда он остыл и утих, остыли и пропали огненные слова. Данилов увидел, что стул с ним стоит в высоком зале, похожем на лицейскую аудиторию. Он же, Данилов, находится наверху, как бы на галерке. Зал был пустой, но очень скоро там, где полагалось выситься к кафедре, появилась маленькая фигурка. Валентин Сергеевич, понял Данилов. Валентин Сергеевич был в том самом пенсне, в каком Данилов увидел его в собрании домовых на Ргуновской улице. Но тогда он носил френч, а теперь надел старенькую толстовку, подпоясал ее шелковым шнуром и опять походил на тихого щитовода районной конторы. В руках Валентина Сергеевича было мусорное ведро, совок и веник. Данилова это удивило. Огненными словами уже обозначили время ч, но как будто бы вышла накладка, пол не убрали, и вот перед явлением судей, следователей и исполнителей был выпущен с совком и веником порученец Валентин Сергеевич. Валентин Сергеевич очень старался. Это на земле, да и то лишь с Даниловым. Он позволял себе дерзить и даже нагличить. Знал, что тот пошатнувшийся. Здесь же Валентин Сергеевич всем своим видом, движениями своими показывал, только кому, что он личность мизерная и свой шесток знает. Данилову даже стало жалко курьера и подметальщика Валентина Сергеевича. — Эк, достается труженику, — думал Данилов, — а может, и кормильцу беспечных чад. Чем его участь лучше моей? Тут произошел взрыв, будто Валентин Сергеевич наступил на мину. Данила времени удержали на стуле. Дым потихоньку рассеялся, и там, где стоял Валентин Сергеевич, он же обнаружился. Но это было же не совсем Валентин Сергеевич. Он менялся на глазах Данилова. Личико-щитовода превращалось во властное лицо, пенсное растаяло, толстовка стала необыкновенной важностью с чертуком, с золотой отделкой. Бывший Валентин Сергеевич вырос, погрузнел. Это был теперь строгий и могущественный начальник канцелярии от того света. Глаза Данилова щипало. Опять, как и в собрании домовых, на Ругановской превращение Валентин Сергеевича, видимо, вызвало выходы слезоточивого газа. Вот значит, какой Валентин Сергеевич. Сам начальник канцелярии проявил интерес к личности Данилова и его заблуждениям. И как проявил? Месяц и находился в охоте за ним. Даже если не сам он побывал на земле единой сутью, а спустил туда свое воплощение в виде старательного порученца Валентина Сергеевича, не меняло дело. Стало быть, ему показалась занимательной жизнь Останкинского альтиста Калини соскучился, а проявлял прыть и суетился на земле, воруя, между прочим, у Данилова и Альбании. Начальник канцелярии стал сейчас для Данилова интереснее. Наверное, он получал удовольствие, пребывая в шкуре мелкой твари мизерного лица, старичка на побегушках и зная при этом, что придет мгновение, и он произведет нынешний взрыв, потеряет пенсне и веник, и грозным взором взглянет на Данилова. Да не только на Данилова. Валентин Сергеевич, а Данилов уже не мог называть начальника канцелярии иначе, как Валентином Сергеевичем, все еще строго глядел на Данилова. А ведь и так уже произвел должное впечатление. Посчитав, что хватит и следует начинать, Валентин Сергеевич будто бы нажал на кнопку и для Данилова началось. Свет в зале стал электрически синим, лампой с таким светом в сороковые годы Даниловы лечили от насморка. Свет загустел, помрачнел, вызывая в Данилове тоску. Стул Данилова затрясло, подхватило, понесло вниз, а потом вправо и вверх. Стул словно бы оказался частью отчаянного аттракциона, на какой в земном парке не допустили бы человека-хворого и с нарушениями вестибулярного аппарата. Крутили все быстрее. Данилов вцепился в ремни, был рад им, еще мгновение назад казавшимся ему кандалами или тюремными цепями. Теперь только ремни верилось ему и могли спасти его, удержать его. В синем свете что-то вспыхивало перед Даниловым, и эти вспышки освещали лица тут же исчезающие. Чьи это лица Данилов не успевал понять. Было Данилову так противно, что и вправду хотелось исчезнуть вовсе. Все надоело. Но вот стул стало потрясывать сильнее, будто булыжная мостовая оказалась на его пути или бревна, какие нынче оторвавшиеся от плотов бродят в водохранилищах, принялись бить по сиденью и ножкам, однако скорость движения заметно снижалась, и свет был уже не таким густым и жутким. Лица, являвшиеся во вспышках, проносились мимо Данилова теперь не так стремительно. Кое-кого Данилов признал. Пролетел в синий свет заместитель Валентина Сергеевича по соблюдению правил. Пролетели приближенные к Валентину Сергеевичу служащие канцелярии от того света. Пролетел сановник канцелярии от порядка. Пронеслись два заслуженных ветерана с репейниками в петлицах. Ученые и господа среди прочих и новый Маргарит. Глаза у всех были суровые, готовые карать. Движение стула замедлилось, но совсем не прекратилось. У Данилова осталось ощущение, что и судьи его на своих креслах, а может диванах, также совершают некий полет. Он слышал раньше, что разборы судеб и провинностей, особо опечаливших канцелярии демонов, проводились способами самыми разными. И просто в темноте одними голосами, и в помещениях, похожих на земные суды, с соблюдением процедур, предусмотренных кодексами и традициями, подходящих к случаю стран, и как бы в начальственных кабинетах с криками и битьем кулаков по столу, и в исторических костюмах с явлением дыб, пыточных колес, раскаленных щипцов, гильотин, которые, впрочем, не применялись, а лишь создавали настроение. Данилову досталась карусель, не карусель, но с чем-то от карусели. Вспышка осветила лицо Валентина Сергеевича, и он произнес, «Решается судьба демона на договоре. Земное прозвище Данилов Владимир Алексеевич». Новая вспышка выхватила из небытия заместитель Валентина Сергеевича по соблюдению правил. Заместитель начальника канцелярии принялся произносить слова медленно, торжественно и с укором. Он говорил долго, был дотошен и уместил в проступке сомнительной мысли стиль поведения и претензии Данилова в 73 пункта. При этом он сказал, что справедливости ради следует отметить, что растрат за Даниловым не замечено, напротив, представительские средства Данилов сберегал. Но это не меняет суть дела. Нарушены им многие пункты договора, подписав, какой кровью из голубой вертикальной вены Данилов и стал демоном над договорием. Причем нарушены и теперь, после вызова в 9 слоев с объявлением времени Ча. В частности, имелся в виду полет Данилова к отцу. Но эти нарушения для Данилова не страшны. Они ничего не добавят к сложившемуся представлению о его личности, а вызваны нервозностью ситуации, желанием Данилова похорохориться, и тут его можно понять. И нарушения правил сами по себе не страшны, не для Данилова, конечно, а для 9 слоев. С этими нарушениями можно было бы разобраться в служебном порядке. Данилова уже наказывали и прикрепили к домовым, и теперь бы наказали по всей деловой строгости за дурь, коль был бы смысл. Но и не в нарушениях договора суть дела. Тогда в чем же она? А в том, что ради корысти или просто так, Данилов, если судить по его поступкам и умонастроениям, теперь более человек, нежели демон. Опять же, такая личность могла бы оказаться полезной 9 слоям, быть на учете и пользоваться демоническими возможностями, но в Данилове или уже произошло нарушение надлежащих пропорций, или вот-вот произойдет, и еще. Коли бы Данилов изначально был человек плюс чуть-чуть демон, то и разговор бы шел иной, а то ведь начинал Данилов с демонов, пусть и не с полноценных, пусть и с незаконно рожденных, но с демонов. И вот теперь, особенно в последние годы, произошли большие перемены. Они были подготовлены всем образом жизни Данилова на земле и податливостью его натуры к людским влияниям. Объяснение последнему надо искать в свойствах, переданных ему с кровью матери, ярославской крестьянки. Ну что, перемены? Просто взрыв произошел в Данилове, земное копилось-копилось в нем и взыграло. Кроме всего прочего, в последнее время Данилов, уверовав в то, что он большой музыкант, полагает и своей музыкой поставить себя вне девяти слоев и даже выше их. Музыка-то при чем? Не выдержал Данилов. Заместитель оставил его слова без внимания и сказал, что дурен не только Данилов, но и дурен его пример. Данилов погряз в людской тряси и не поддался людским соблазном и исхищрением, пошел по легкому пути, он служит людям. Где доказательства, заявил Данилов и сам себе удивился, что он ерепинец. Доказательства будут, услышал он спокойный голос Валентина Сергеевича. Данилов сразу же и сник. Естественно, будут. Да, продолжил заместитель Валентина Сергеевича, суть истории Данилова измена и бунт. Пример его падения, пример его измены идеалам, пусть и недекларируемой измены. Данилов, к счастью, не мыслитель и не теоретик, пример этот дурен и заразен, поэтому Данилов не должен более пребывать демоном. Переведут в человека, подумал Данилов. Но и сделать его просто человеком, продолжал заместитель, было бы неразумно. Решение проблемы вышло бы упрощенным. Злодей должен быть наказан, а потому следует лишить Данилова сущности и память о нем вытоптать. Заместитель Валентин Сергеевич погас и на его месте никто не возник. «Стереть в порошок!» раздался одинокий возглас. Но он не был поддержан. Стул с Даниловым плавал и вращался, а все молчали. «Что же, сказал Валентин Сергеевич, перейдем к просмотру материалов о жизни Данилова. Мы могли бы и укоротить разбирательство, дело тут определенное, но если есть любопытство к материалам или доказательствам... Ужас какой!» сокрушаясь, думал Данилов. «Сейчас все покажут. Они, небось, видели меня и в туалете. И покажут теперь. Кончали бы скорее, ведь ясно, все ясно». Он считал свою судьбу решенной и не находил сейчас в себе сил сопротивляться чему-либо, да и не желал ничему сопротивляться. «Но прежде чем перейти к просмотру, мы хотели бы задать один вопрос Данилову. Нам известно о нем все, но относительно одной вещи необходимо уточнение. Вы ответите нам?» «Спрашивайте», обреченно сказал Данилов. «Вначале послушайте», предложил и, видимо, всем Валентин Сергеевич. Звуки, какие раздались сразу же после слов Валентина Сергеевича, озадачили Данилова, однако показались ему знакомыми. «Где же я их слышал?» думал Данилов. И в нем, почти сломленном и сдавшемся, объявилось вдруг предчувствие, что если он поймет, что это за звуки, ему, возможно, выйдет облегчение. Звуки были нервные, порой растерянные, порой усталые, но иногда в них ощущалась и воля. Некоторые из них жили сами по себе, некоторые выстраивались в неожиданные ряды, но между всеми этими звуками и одинокими, самостоятельными и образующими какие-то фразы, чаще всего скорые, рваные, несомненно, существовала связь. «Это музыка», решил Данилов. «Музыка». И дело было даже не в том, что многие звуки произносились земными музыкальными инструментами. Если бы их издавали несмазанные тележные оси или крылья ветряной мельницы или шланги пожарных машин или пыльные смерчи желтой планеты, то и тогда бы Данилов сказал, что тут музыка. Звуки подчинялись законам и открытиям земной музыки, ему известным. «Ведь я не в первый раз слышу их», говорил себе Данилов, «не в первый». «Это своеобразная музыка, но интересная музыка». Он не мог не отметить даже и в теперешнем своем состоянии, что качество воспроизведения звука изумительное. Впрочем, чему тут было удивляться?» Внезапно Данилов услышал тему из финала «Рондо» «Жану де ле Кюреле». Движение трехголосого хора передала виолончель. Но тут же застенчиво вступила в разговор, будто успокаивая тихой надеждой бамбуковая флейта «Сякухати». И Данилов чуть было не выскочил из стула, чуть было не оборвал ремни, он все понял. Это была его музыка, его. «Вот оно что, вот оно что», подумал Данилов. По распоряжению Валентина Сергеевича воспроизводили запись звуков, какими Данилов передавал ход своих мыслей и чувств. Это была его внутренняя музыка. Но всегда эта музыка звучала в нем, именно внутри него. Теперь он впервые стал ее слушателем. Не из ямы он слушал, а будто бы сидел сейчас в десятом ряду большого консерваторского зала. Появление темы из финала «Рондо Жано де Ле Кюреле» Данилова несколько удивило. В последнее время он стремился к самостоятельности. Впрочем, он посчитал, что в использовании темы старого мастера нет ничего дурного, ведь он переложил ее, доверив виолончели, и развил. «Когда я так думал и чувствовал», прикидывал Данилов, и понял. В черном колодце ожидания, именно там. Вот, что они записали. Однако, зачем прослушивают? Что Валентин Сергеевич желает уточнить? И тут Данилову пришло в голову. Они запутались. Они не смогли понять, что услышали, что восприняли их чувствительные аппараты, и ничего они не поймут. Данилов знал, что, возможно, он и преувеличивает, и все известно, и все же он позволял себе сейчас торжествовать. Он позволял себе в некоем упоительном состоянии слушать свою музыку. «Вот сейчас там, в колодце, вспоминал Данилов, явился Валентин Сергеевич с метлой и в валенках с галушами. Вот сейчас он принялся сморкать и шуршать чем-то, но не было слышно ни сморканий мнимого Валентина Сергеевича, ни его вздохов, озвучала свирель, и с совершенно необязательными интервалами ударяла палочка по белой коже большого барабана. Ушел Валентин Сергеевич тот колодезный, и свирель, чуть всхлипнув, проводила его. Потом обрушивались на Даниловы видения, возникали перед ним галактики и вселенные, толклись, преобразовываясь и давя друг друга сущности, вещей и явлений, и было открыто Данилову ощущение вечности, позже выкорчеванное из его памяти. Все это вызывало музыку, выражавшую отклики Данилова. Теперь он ее слушал. Иногда на звуке отражение его мыслей и чувств находили мелодии, намеренно, как сопротивление, тишине колодца ожидания, осуществленной в себе Даниловым. Его альт исполнял темы из симфонии Переслегина, или же классический секстет играл по сокалью Генделя, а то будто маятник стучал, Данилов вел про себя счет времени. Исследователи, не разобравшись, записали два слоя звуков, возникавших в Данилове, совместили их. В этих местах и качество записи было неважное, что-то дрожало и потрескивало, но Данилову никакие наслоения, никакие посторонние шумы не мешали слушать главную музыку. Данилов был ею удивлен и был доволен ею. Правда, некоторые сочетания звуков вызывали в нем протест, но Данилов вскоре склонился к тому, что протест не основателен. И такие сочетания возможны, просто они и для него свежи, но он-то хорош. Сам же их создал и им удивляется, сам же причудливым образом, но вполне сознательно. И с удовольствием смешивал звуки, ту же Волторну сводил с ситарами, выхватывал дальние обертоны и прочее, и прочее. Нет, что-то есть, думал Данилов. Есть. Эту музыку исполнить бы в другом месте. Музыка звучала и трагическое, даже паузы. А паузы были частые и долгие, передавали напряжение и ужас. Но в ней была и энергия, и вера, и случались мгновения покоя, надежды. Данилов был свободен в выражениях и звуковых средствах. И даже инструменты, каким он не всегда доверял раньше, тенор, саксофон, электропианино, губная гармоника, синтезатор, оказались в колодце уместными. Танцевальную мелодию начала скрипка, и тут механический щелчок, похожий на щелчок тумблера, остановил ее. — Все, — сказал Валентин Сергеевич. И обратился к Данилову. — Что это? — Как что удивился Данилов? — Что именно? — То, что мы сейчас вынуждены были слушать. — Кто же вас вынуждал? — Ведите себя серьезнее. — Что это? — Это музыка. — Что? — Это музыка. — Твердо и даже с некоторым высокомерием, сказал Данилов. — Какая же это музыка? — в свою очередь удивился Валентин Сергеевич. — Это музыка. — Тихо сказал Данилов. — Хорошо, — произнес Валентин Сергеевич. — Предположим, это музыка, в вашем понимании. Но отчего она звучит в вас? И так, словно в вас сто инструментов. — Это и есть уточнение? — Отвечайте на вопрос, — строго сказал Валентин Сергеевич. — Я же музыкант, сказал Данилов. — Я одержимый. Я и сам страдаю от этого. Но музыка все время живет во мне. Деться от нее я никуда не могу. Это мучительно. Что же касается множества инструментов и голосов, то, что поделаешь, я способный. — Но это странная музыка, сказал Валентин Сергеевич. — Вся новая музыка странная, сказал Данилов. Потом она становится тривиальной. Эта музыка новая, она, простите, моя. В последние годы я увлекся сочинительством. Это как болезнь. Возможно, я музыкальный графоман, но сдержать себя я не могу. Где только и когда я не сочиняю. Порой с кем-нибудь разговариваю или делаю что-то, а сам сочиняю. Вот и теперь музыка рождается во мне. Я неволен это прекратить. Наверняка и сейчас пишут мои мысли, думал Данилов. Вы помните, при каких обстоятельствах вы сочинили и исполнили только что прослушанную музыку? — Да, сказал Данилов. В колодце ожидания. Это звуковая реакция на увиденное и пережитое там. — Не совсем, сказал Данилов. Нет, это скорее самостоятельная музыка. Конечно, я многое видел тогда и о многом думал. О чем вам известно, я и сочинял одновременно, такая у меня натура. — Он и теперь сочиняет, но только не музыку, скричал, как Данилов понял по звуку тот самый демон, что поддержал Валентина Сергеевича. — Он сочиняет, но не музыку. И слышали мы, не музыку. Я сам играл на чембалу и на клавикордах. Таких звуков в музыке нет и не должно быть. — Я имею в виду настоящую музыку, сказал Данилов. Ее звуковые ресурсы не ограничены. Я стараюсь осваивать эти ресурсы. — Все, что звучало, бред, не музыка. Возьмите хоть это место. И демон с репейником в петлице включил запись особо возмутившего его места. Данилов сидел чуть ли не обиженный. Все видите ли бред. Но что они поняли? Ведь в его музыке были эпизоды и совсем простые с хорошо развитыми мелодиями. И даже игривые мотивы. И совершенно ясные фразы в 4 и 8 тактов. И танцевальные темы. Где же сумбур-то? Конечно, временами шли места и очень сложные, но то, на какое указывал любитель чембало, к ним не относилось. Что тут сомнительного или непривычного? Сказал Данилов с горячностью. В земной музыке такого рода сочинения известны с начала века. Это не мое изобретение. Моя лишь тема. Я использовал принцип 12-тонновой техники. Равноправие исходного ряда, его обращение противодвижения и обращение противодвижения. Есть такая латинская формула. Пахарь арепо за своим плугом направляет работы. Выстрой ее по-латыни в пять строк и читай как бустер де фон, то есть ход быка по полю слева направо, справа налево и так далее и смысл будет равноправный. Вот и мой бык ходит в этом отрывке по полю с плугом. Хватит. Оборвал его Валентин Сергеевич. В дальнейших разговорах о музыке нужды нет. Но как же, возмутился Данилов, мне приписывают музыкальную несостоятельность, а я профессионал и я не могу, хватит! Грубо сказал Валентин Сергеевич. Все! Он замолчал. А Данилов чувствовал, что Валентин Сергеевич хоть и грозен сейчас, но находится в некоторой растерянности. Пауза затягивалась. Валентин Сергеевич либо ждал новых материалов или сообщений, либо проводил с приближенными особами совещания. Не поняли они ничего, думал Данилов, и уточнение им не помогло. Пожалуй, этот двенадцатитонновый отрывок слишком математичен и, наверное, искушен. Но только невежа может вычесть его из музыки, а невежам спускать нельзя. Итак, сказал Валентин Сергеевич, прослушив эти звуки, мы убедились, что и они свидетельствуют об одном. В колодце ожидания Данилова были представлены картины и действия, какие должны были и у демона, и у человека вызвать определенные реакции. Причем они требовали откликов как чисто бытового свойства, так и откликов, связанных с сутью мироздания. И опять и в мыслях, и в толчках крови, в движениях биотоков и в так называемой музыке Данилов в колодце ожидания проявил себя человеком. Явление дорогие демонам вызывали в нем дрожь, а то и протест. Причем тут моя музыка не выдержал Данилов? Вы ее разберите всерьез, где в ней дрожь, где протест? Он сам удивлялся своей дерзости, своему непослушанию. После того, как он услышал музыку и опять признал себя музыкантом, в нем и вскипела дерзость. Он чувствовал себя совсем на свете равным, что же ему робеть перед Валентином Сергеевичем. Он понимал, что сейчас все разберут с математическими выкладками и анализом нотных знаков, укажут, где дрожь и где протест, но молчать разговор о музыке закончен, сказал Валентин Сергеевич. Впрочем, эпизод с колодцем ожидания так, мелочь, последняя проверка, можно было бы и не проводить ее. Перейдем к другим доказательствам, начнем просмотр. Движение стула Данилова было остановлено, и он стал словно бы независимым зрителем. Сначала значит слушателем, теперь зрителем. Но если в звуках он был уверен, то сейчас следовало ждать конфуза. Картины с его участием могли пойти и самые безобразные. Что ж, пусть смотрят, коли обязанности у них такие пусть. Так говорил себе Данилов. Но опять сидел скисший, ждал позора. Стена напротив Данилова тем временем побелела, что-то щелкнуло, звякнуло, и пошли живые картины. И опять Данилов не мог не отметить совершенства воспроизведения записей. И изобразительного, и звукового, и обонятельного ряда. И всякая пылинка была видна и заметна. И всякое шуршание доносилось, и всякий запах ударял в нос. Скажем, когда показывали, как Данилов посещал Стешковскую с намерением поглядеть на ее домашних зверей, запах притихшего попугая явственно отличался от запаха саянского бурундука. Данилов видел реальную жизнь во всей ее объемности и вечности. Он, если бы не ремни, мог бы, кажется, шагнуть в эту жизнь и стать собственным двойником. Ну, впрочем, зачем? Показ сопровождался комментариями Валентина Сергеевича и его заместителя. Коли была нужда, показ прерывался, и тогда спрашивали участники разбирательства, а Валентин Сергеевич и заместитель разъясняли, тыкая в застывшую картину длинными указками. То и дело привлекался к ответу Данилов. Тот выявлял себя спорщиком, с мнением Валентина Сергеевича он часто не соглашался, поначалу ему напоминали о мелочах. Вот он из Останкинских небес, прежде чем отправиться в Анды на раздумья, уловив сигнал, бросился вниз и угостил стаканом водки учителя географии, у которого оперировали отца. Жест чисто человеческий, комментировал Валентин Сергеевич. Добросердечие. Отчего же, сразу взбрыкивал Данилов, вы будто бы забываете, что алкоголь зло, он разрушает моральное и физическое здоровье человека. Используя повод, я в понятных на земле форма хоть немного, но отравил учителя географии. В чем же я тут провинился? Подобным же образом Данилов поставил себе в заслугу поджог спального корпуса в доме отдыха Планерская. Случай с домовым Георгием Николаевичем, которого Данилов заразил вирусным гриппом, он истолковал как попытку с помощью чихающего Георгия Николаевича вызвать хворь во всем его доме. «А что это? Что это?» вскричал неуравновешенный демон с репейником в петлице. А было показано, как Данилов вел полуслепую старушку через улицу возле метро Щербаковская. Именно этого случая Данилов не помнил. Скольких старушек он переводил через улицу и теперь подумал, неужели они опустились до такого крохоборства? «Это я старушку веду», сказал Данилов. «Какая польза нам от этой старушки?» завопил демон с репейником. «Как вы от старушки-то отвертитесь?» «Не вижу в ваших шриках и показе этого случая никакой логики», сказал Данилов. «Если бы я не исполнял на земле простейших людских правил, кто бы поверил мне?» Последние слова, похоже, произвели некое впечатление на Валентин Сергеевич. Он даже добавил, «Да и сохранить старушек надо, чтобы они сидели на шею молодых». Позже подобных эпизодов не показывали. Ответственных за отбор материала видимо ждал нагоняй. Что же эдак придираться к демону, которому по штатному расписанию внешне следовало проявлять себя человеком? Затем зрители наблюдали многие сцены московской жизни Данилова, в частности и то, как он примерял австрийское белье для Клавдии и как стоял в очереди к хлопобудам, потом струился в зал тяжелый табачный дым из автомата на улице Королевой пахло останкинским пивом и еще многим перегарами копченой красноперкой аптечными напитками туалетом опускались участники разбирательства в яму театра и следовали за Даниловым дорогами гастрольных поездок с особым интересом а возможно с сопереживанием были восприняты эпизоды любовных увлечений Данилова порой слышались и одобрительные реплики увлечения были давние еще до встреч с Клавдией Петровной но и их просматривали с дрожью ждал Данилов появление Наташи но ни Наташу ни Кармадона пока не демонстрировали может и впрямь не намерены были упоминать Кармадона и всего связанного с ним или держали его на крайний случай оставалось сидеть и терпеть и хотя воссоздавалась реальная жизнь Данилов привыкший к условностям искусства и теперь будто бы смотрел то ли фильм то ли спектакль то ли еще какое синтетическое зрелище с удивлением он наблюдал своих знакомых как актеров и себе естественно удивлялся отчасти был расстроен он имел иное представление о собственной внешности и о манерах нежели то что складывалось у него теперь рожда какая отвратительная думал и осанка его обвиняли в том что он будучи в демоническом состоянии и пользуясь неземными средствами не позволил утонуть четырем судам в индийском и тихом океанах где же четвертый это притворно удивился Данилов ему назвали место на подходе к острову сокотра в десяти милях от порта Хакари сразу же были обнародован и кадры неожиданного спасения сухогруза обвинили Данилова и в помощи в африканских джунглях неким воинам жаждущим свободы и справедливости по их понятиям на которых напали вооруженные до зубов наемные солдаты это нехорошие люди вскричал Данилов но было непонятно кого именно он назвал нехорошими людьми и какой смысл вкладывал в это определение помощь наказал тогда случайно летел куда-то над джунглями и учуял внизу неприятные ему обстоятельства в вину Данилову ставили его чрезвычайно бережное отношение к окружающей среде памятникам архитектуры и населению во время последних эпизодов его любви с демонической женщиной Анастасией не возникло никаких сдвигов земной коры ничего не было сожжено или разрушено Данилов сразу с некоторым даже возмущением заявил что дело тут личное интимное мало ли главная для него искренность отношений а не какая-то там окружающая среда ему сказали а когда в Исландии то есть вовсе не на его участке и вовсе не его усилиями возникло извержение вулкана то почему он Данилов направил поток лавы мимо рыбацкого поселка случайно пролетал пробормотал Данилов была температура в театре все болели гриппом ошибся а может с перепоя и другие подобного рода случаи числились за Даниловым и не они одни Данилов и еще немало напроказничал это слово Валентин Сергеевич видимо произнес не подумав при стараниях Данилова поправились люди какие должны были погибнуть от болезней или стать коллегами после премьеры мертвых душ в Большом театре Данилов устроил фейерверк в Сокольниках выказывая себя якобы объективным болельщиком не помог Спартаку остаться в высшей лиге как он разве вылетел искренне удивился Данилов тут в разбирательстве произошла заминка выявилась временная путаница и мертвые души и Спартак должны были состояться лишь через несколько лет и Данилову приписали будущие прегрешения еще услышав о предполагаемом строительстве в Хохловском переулке кооперативного гаража Данилов сделал все чтобы проект этого страшилища по его мнению хода не имел когда не уродился лук Данилов искусными мерами сам естественно оставаясь в стороне склонил жителей Ростова-Великого к разведению лука в том числе и дунганских сортов и крестовский рынок был завален луком будучи на отдыхе на Валдае Данилов подсыпал в патронташи охотников холостые патроны в своих разговорах особенно с детьми Данилов поддерживал неприязненное отношение собеседников к профессору Деревенькину справедливо разрушавшему веру в пришельцев Данилов отучил способного попугая Стешковской ругаться матерными словами и прочее и прочее Данилов всякой мелочи пытался дать разумные объяснения старания с луком он например истолковал как чисто эгоистический порыв у него не хватало времени выстаивать очереди в овощных магазинах вот он и суетился с луком кораблям он якобы облегчал участь в Тихом и Индийском океанах чтобы сберечь их для Бермудского треугольника матерные слова попугай Стешковской произносил не в той тональности оттого и был наказан а что касается Деревенькина говорил Данилов то мне не спускали новой методической разработки относительно пришельцев все сказал Валентин Сергеевич как все не понял Данилов все хватит просмотр доказательств закончен за нами последнее слово но как же не мог остановиться Данилов и тут до него дошло все сейчас объявят приговор а Кармадона не вспомнили и потому Наташу не упомянули что же ему дальше дразнить судей и лезть на рожон ведь возьмут и упомянут Данилов замолчал последнее слово объявил Валентин Сергеевич материалы дела вы видели в своих объяснениях Данилов был порой изобретателен и энергичен слушать его было занятно но его слова одно а то что мы знаем о нем другое я сообщу вам данные специальных исследований Валентин Сергеевич принялся называть цифры и нотные знаки размеры кривых и постоянных отклонения от фиолетовой горизонтали степени брутальных импульсов показания приборов измеряющих чешуи крылость инфернальный гипердриблинг и прочее все свидетельствует о том что теперешние свойства ощущений и намерений Данилова в самых разных критических моментах были человеческие и музыка его к нам отношения не имеет итак я поддерживаю формулу наказания демона на договоре Данилова лишить сущности и память о нем вытоптать а сами-то у меня Альбани украли обиженно и жалобно подумал Данилов но тут же осадил себя это для него кража Альбани была делом непорядочным но не для них да и что теперь вспоминать про Альбани или формула выговорена а с исполнением ее не задержится был ли Данилов не было ли его все кончено настало время выслушать ваше мнение объявил Валентин Сергеевич раздалось лишить лишить вытоптать трое лишить слышал Данилов четверо пятеро другие выкрики были не столь решительные некоторые даже имели ввиду облегчение кары превратить в безумного и отправить на пустую планету вариант старца не нового ли Маргарита это милосердие думал Данилов лишить сущностей но не убить а перевести в расхожую мелодию типа чижика или ладушки но современнее их и пустить в мир ужас какой содрогнулся Данилов ведь могут превратить ее в лютики лучше лишить и вытоптать пусть сейчас же и лишают но дали бы мне хоть на полчаса инструмент на прощание все выговорено сказал Валентин Сергеевич большинство лишить следует и спросить утверждение услышал Данилов чей-то незнакомый баритон я помню сердитый чуть ли не обиженно произнес Валентин Сергеевич теперь прямо перед собой и внизу Данилов увидел Валентина Сергеевича именно там он в начале разбирательства в облике застенчивого щитовода убирал мусор Валентин Сергеевич ступал осторожно будто чего-то опасался и действительно перед ним разверзлась возникла то ли трещина то ли расщелина из нее шел гул туда меня и столкнут понял Данилов демону на договоре Данилову произнес Валентин Сергеевич в голосе его чувствовалось волнение определено лишить сущности и память о нем вытоптать он замолчал столкнут испепелят и теперь же думал Данилов но тут он услышал тихий хриплый голос повременить Расщелина пропала Валентин Сергеевич стоял в тишине озадаченный наконец он поднял голову и сказал объявляет перерыв все куда-то двинулись Данилов это чувствовал а он не смог бы подняться с места даже если бы исчезли ремни однако стул его взлетел и оказался в помещении устланном коврами восточной работы помещение деревянным барьером с балясинами было поделено на две неравные части в большей части зала теперь прогуливались и сидели на мягких диванах судей перед ними разъезжали низкие подсвеченные столики с напитками лакомствами и табачными трубками лежали на них и целебные травы в судьях видимо предполагалось нервное утомление или головная боль а возможно и истощение вредности стул Данилова стоял за барьером Данила все еще видел перед собой расщелину и слышал гул из нее мгновение назад там в судебном зале он сидел сам не свой что ему тогда была пуля или удар ножа или жестокая давильная жерновов все бы он принял и сгинул бы в ничто но теперь он остывал страх приходил к нему вот как могло кончиться что могло надолго ли повременить может и на полчаса чтобы дать судям отдохнуть на диванах и промочить глотки Данилов сейчас не стал бы вымаливать инструмент для последней музыки у него дрожали руки а кто произнес повременить Данилов пытался вспомнить у кого положено и спрашивать утверждение но не мог Данилов подойдите пожалуйста услышал он у барьера стоял демон средних лет в черном кожаном пиджаке и свежей полотняной рубашки с галстуком Данилов показал на ремни откиньте их сказал демон ремни упали Данилов встал подошел к барьеру мне показался интересным отрывок из вашей музыки тот что у нашего ветерана с репейником вызвал сомнения у него все вызвало сомнения сказал Данилов да кивнул собеседник он глуп так вот тот отрывок вы вспомнили латинскую формулу пахарь арепа за своим плугом направляет работы это ведь приблизительный перевод да к тому же я передал лишь смысл меня заинтересовал магический квадрат какой здесь возникает напомните мне его текст у вас есть на чем записать спросил Данилов демон пошарил по карманам покачал головой ну вот ищи только на манжете он вручил Данилову лучевой карандаш а потом протянул левую руку вытрясывая манжету из-под рукава Данилов писал старательно однако дрожание пальцев не прошло и линии дергались на манжете вышло сатор арепо тенет опера ротас смотрите сказал Данилов теперь читайте снизу и наоборот а теперь ходом быка с плугом справа налево а потом сверху вниз вверх вниз и так далее видите да очень занятно неужели этот квадрат здесь неизвестен наверное был известен но о нем забыли музыка же строилась так начал Данилов я понял сказал собеседник он смотрел на свою манжету а Данилов наблюдал за ним и вспоминал звучал ли его голос во время разбирательства и вспомнил следует испросить утверждение да тот самый спокойный баритон и ведь не полагалось ему по правилам подумал Данилов напоминать о чем-либо Валентину Сергеевичу а он напомнил как бы вынужденно будто Валентин Сергеевич и не собирался ничего выслушивать ни у какой расщелины спасибо сказал демон извините я вам не представился меня зовут Малибан еще эти хлопобуды или будохлопы собираются в Настасьинском переулке да в Настасьинском а что так сказал Малибан и добавил скорее шепотом мне думается вы напрасно не внесли в Настасьинском переулке вступительный взнос Малибан отошел к мягким диванам Данилов в растерянности постоял у барьера затем не спеша тоже как бы прогуливаясь отошел к стулу сел совсем недавно в начале перерыва он чувствовал себя бессиленным рабом свалившимся на смоченный кровью песок римской арены меч его был сломан а в проходе за решеткой ревели оголодавшие львы демоны по ту сторону барьера тогда представлялись ему зрителями из лож колизея какие могли дать знак и впустить львов теперь после беседы с Малибаном Данилов ожил какие там рабы и какие ложи а напоминание Малибана о музыке и вовсе укрепило Данилова опять он знал что он музыкант и потому признавал себя равным каждому новый Маргарит попивавший во время разговора Данилова с Малибаном прохладительный напиток в компании с незнакомыми Данилову основательными демонами оставил их подошел к барьеру он был оживленный и светски легкий улыбался Данилов не удивился бы если бы новый Маргарит принес и ему бокал с напитком однако не принес новый Маргарит как будто бы явился из восемнадцатого века на нем была черная судейская мантия британского покроя и пепельный пудренный парик Данилов встал подошел к новому Маргариту но как спросил новый Маргарит что как но так ничего сказал Данилов ты хорошо защищаешься тебе не повредит разговор со мной если всего опасаться потом твои поступки и падения они твои а не мои а надолго повременить то я не знаю хотя я догадываюсь новый Маргарит улыбнулся в его глазах было лукавство был намек мол мне понятен твой секрет на калитанию молчишь так и молчи а ты ловок все думали конец а вдруг на тебе а кто это произнес повременить ты всерьез или шутишь я шучу быстро сказал Данилов а ты тут кто эксперт исследователь знаток права всего понемногу и знаток музыки в известной степени я развил в себе многие способности и даже никаких у меня не было но ты в музыке естественно сильнее меня и не только меня опять в глазах нового Маргарита был намек ты тепло одет функции мои здесь таковы что мантия и парик мне положены маскарад конечно но иногда приятно перередиться и так поиграть ты был вынужден просматривать мою жизнь велика радость ну и что новая Маргарита говорил теперь тише как вел себя так и веди из роли не выходи из какой роли из такой и еще к тебе подходил Малибан пойми в чем был его интерес и в чем твоя выгода когда обсуждали приговор ты промолчал нет я сказал лишить что же ты теперь даешь мне совет во всяком случае не из-за воспоминаний юности ударили по рельсу вряд ли по рельсу но звук напомнил Данилову рельс Данилов не успел отойти от барьера не сделал он ни единого движения а ремни уже прижали его к спинке стула и опять Данилов оказался в судебном зале но зал преобразился на лицейскую аудиторию он уже не походил а имел сцену оркестровую яму небольшую какие устраивали в драматических театрах в прошлом веке был здесь и портер там стояли светлые кресла обтянутые розовым шелком в зале был полумрак но привычный земной электрический синий свет нервировавший Данилова иссяк стул с Даниловым воздвигся на сцене в том месте где полагалось быть суфлерской будке вращений полетов и каруселей как будто бы пока не ожидалось а внизу в портере сидели участники разбирательства словно художественный совет или приемная комиссия о чем-то перешептывались кончилось повременение думал Данилов но зачем приходил ко мне новый Маргарит из желания проявить себя либералом и независимым вот мол и это могу тем более что сказал лишить но до него был Малибан и его интересовал Настасьинский перевод может на самом деле это повременить что-то изменило неужели большой бык был в глазах нового Маргарита какой-то намек и мне он советовал не выходить из роли из какой роли Данилов знал он ее себе не придумывал все вышло само собой и для Данилова неожиданно решение судьбы демона на договоре Данилова продолжается объявил Валентин Сергеевич есть ли что сообщить самому Данилову сказал заместитель Валентин Сергеевич по соблюдению правил есть ли у него раскаяние ни с какими раскаяниями я выступать не буду резко сказал Данилов не в чем мне кается ойли спросил новый Маргарит не в чем сказал Данилов менее решительно вы очень легкомысленный Данилов заметил заместитель вот-вот легкомысленный словно обрадовался новый Маргарит этому слову и в особенности тому что не он первый его произнес и раз ведь не случайно здесь прозвучало слово напроказничал это была оговорка сказал Валентин Сергеевич если оговорка то логичная не уступал новый Маргарит он глядел на Данилова с выражением как будто что-то подсказывал ему сожалеть о чем-то я не намерен к ему рассказал Данилов вот вскочил новый Маргарит Данилов чрезвычайно легкомысленный стиль его жизни работы в последние годы его теперешнее поведение подтверждаю то что мы имеем дело с индивидуумом который стал поддаваться людским соблазнам стал жить как люди не по каким-либо серьезным умственным или тем более программным соображением а по легкомыслю по душевному фанфаронству нам радоваться что ли что по легкомыслею сказал заместитель по соблюдению правил какой нам на земле от Данилова прок если Данилов причинял вред то людям кому по нашим понятиям требовалась бы от него поддержка а польза вот справка в ней все анализы занятий Данилова это вполне квалифицированная оценка его полезности копии справки в виде брошюр были розданы участникам разбирательства зашелестели страницы брошюра возникла и перед глазами Данилова листочки ее поворачивались сами на весу давая Данилову возможность познакомиться с документом много здесь истолковано неверно сказал Данилов искажены показатели надо создать комиссию Валентин Сергеевич только руками развел и опять здесь возникла старушка сказал Данилов которую я переводил через улицу долго меня будут преследовать этой старушкой держал бы он копию справки в руках он наверное сейчас в сердцах швырнул бы ее на пол комиссиях нет необходимости сказал Валентин Сергеевич их было достаточно что же касается комедии какую ломает Данилов то она не делает чести его уму да и какой у него ум вступил новый Маргарит он всегда был вертопрахом и в детстве и в лицейские годы и я еще раз хочу подчеркнуть что то что с ним произошло это не бунт и не измена а просто легкомыслие безответственность это меняет дело спросил Валентин Сергеевич меняет сказал новый Маргарит вы были за лишить да был сказал новый Маргарит теперь считаю целесообразным принять иное решение Данилова надо наказать но отказываться от него не следует ну зачем нам Данилов возмутился заместитель разрешите мне встал Малибан раньше я не знал Данилова но теперь суть его мне ясна я ее понимаю несколько иначе нежели наш коллега кивок в сторону нового Маргарита но это не важно и такой Данилов какой он нынче есть может оказаться для нас полезным вчера от него не было прока сейчас прока нет а завтра вдруг будет пусть даже Данилов слишком увлечен земным а может именно благодаря тому что увлечен держать демона на договоре ради этого вдруг поморщился заместитель Валентин Сергеевич ради ради вдруг сказал Малибан пусть ваши безукоризненные практики каждый день копошатся в служебном рвении но это вдруг одарит нас куда щедрее а что такое высокомерное отношение к безукоризненным практикам спросил Валентин Сергеевич и потом видите ли вы поле деятельности на котором произрастет ваш водорог вижу сказал Малибан вот оно между Даниловым и участниками разбирательства прямо над оркестровой ямой возникло видение квартиры Ростовцева в Настасьинском переулке в коридоре толклись прилично одетые люди явившиеся отметиться в очереди у хлопобудов Малибан рассказал о хлопобудах представил наиболее замечательных из них сообщил об отношении хлопобудов к Данилову о двух звонках бегого секретаря Данилов по легкости натуры сказал Малибан мог и не понять всей привлекательности этой очереди но мы то не можем допустить подобного легкомыслия он сел тот что это есть заявил новый Маргарит есть да сказал Валентин Сергеевич здесь направление действительно перспективное все сразу зашумели одобряли Валентин Сергеевич было похоже что участники разбирательства стремились именно к такому повороту разговора и теперь когда поворот произошел испытывали облегчение однако сам-то Данилов спросил заместитель как он относится ко всему этому что ж сказал Данилов если секретарь хлопобудов позвонит мне я соглашусь с ним встретиться на мой взгляд сказал Малибан продолжать разговор нет смысла деловые вопросы следует обсудить с Даниловым позже неужели все не мог поверить Данилов неужели повременить произнес большой бык теперь меры сказал Валентин Сергеевич да меры закричали его соседи я предлагаю люстру сказал заместитель люстру 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 подхватили участники разбирательства даже ветераны с репейниками в петлицах высказались за люстру и Малибан поддержал люстру согласился с ней и новый Маргарит над Даниловым возникла люстра она напоминала люстру висевшую в театре Данилова но была и несколько иной Данилов видел теперь люстру и со своего стула и видел ее и себя из глубины зала как если бы с кресла заместителя Валентина Сергеевича люстра была роскошная метров в семь высотой к ее центральному бронзовому стержню крепились три кольца из позолоченной бронзы одно нижнее поменьше два других значительно шире на бронзовых рожках и кронштейнах держались стаканы для ламп и подсвечники все это было в хрустальном саду хрустальные букеты подвески гирлянды цвели играли всюду смотри на них и забудь обо всем люстра стала быстро снижаться она висела на металлической цепи цепь скрипела вздрагивала Данилов понимал что люстра может вот-вот сорваться и она сорвалась упала на Данилова пропустила его в себя с кресла заместителя Валентина Сергеевича Данилов видел серый силуэт внутри люстры сидя же на стуле с ремнями он чувствовал что люстра не только захватила его но и растворяет его в себе он потерял слух а потом в нем стало гаснуть все и угасло когда Данилов очнулся он понял что по-прежнему сидит на стуле а люстра висит высоко над ним и раскачивается и так люстра сказал Валентин Сергеевич она будет теперь над Даниловым и если его жизнь даст ей основания сорваться ничего ее не удержит я предлагаю добавить к люстре заявил новый Маргарит чуткость колебания это в каком смысле спросил ветеран серепейником новый Маргарит стал объяснять существует теория Бирфельда-Таранцева она касается явлений в ионосфере Земли исследования проводились на Кольском полуострове и есть в ней нечто что приложимо к нынешней ситуации по этой теории Земля со всеми происходящими на ней процессами представляет собой мощную колебательную систему дрожит земная кора пульсирует гидросфера вибрирует атмосфера и так далее человек часть земной колебательной системы он живет в ней и чаще всего не чувствует ее но увеличение частоты колебаний он переносит плохо если интервал частот около 10 герц тут новый Маргарит извинился за обращение к зимным единицам ему совсем худо особенно чувствительно к колебаниям люди обладающие развитым ощущением ритма прежде всего музыканты одному ташкентскому мальчику ученику по классу фортепиано было плохо за несколько часов до известного всем толчка конечно теория Бирфельда-Таранцева наивная и лишь обозначает серьезное явление но можно воспользоваться ее логикой Данилов прежде был освобожден от чуткости к колебаниям но теперь он стал слишком дерзким в своей музыке так пусть обострятся его ощущения причем когда он станет играть лучше достигнет в музыке высот чувствительность его еще более разовьется не только земные толчки и дрожания уловят Данилов ему обнажаться и страдания людей ближних и дальних приступы чужой боли дойдут до него тяжкая ноша может оказаться на его плечах пусть помнит о ней и думает стоит ли ему и дальше дерзить в музыке это убедительно сказал Валентин Сергеевич все поддержали нового Маргарита один Малибан пожал плечами разбирательство закончено объявил Валентин Сергеевич и ремни отпустили Данилова Глава 44 Утром Данилов налетел на нового Маргарита Данилов спешил заполнить последние бумаги перед убытием и не был расположен к долгому разговору Ну что выкарабкался засмеялся новый Маргарит Как это ты устроил себе Тут новый Маргарит замолчал Данилов почувствовал что новый Маргарит хотел произнести слово повременить а потом и поинтересоваться каким образом Данилов получил необъяснимое для всех покровительство Да скорее всего покровительство хотя об этом можно было строить только предположение Но тема видно была запретная и для нового Маргарита Действительно думал Данилов Неужели он пожалел меня из-за того что я костью чесал ему спину Зачем же я ведь без всякой корысти Ловок ты Данилов ловок только и мог сказать новый Маргарит Слушай нахмурился Данилов Что это за огненная надпись была в колодце ожидания Насчет ясночковой икры я не понял Она не имела к тебе отношения выпала из другой программы Дефект аппаратуры А кожаный фартук Он задержался более положенного Нерасторопность одного из операторов он наказан Надеюсь не слишком строго Не слишком Еще я хотел спросить тебя О домовом и осенезуде Сказал новый Маргарит Ты не в силах их вернуть и никто тебе не поможет Что ж это остается за мной Смотри Сказал новый Маргарит Почему меня так долго держали в ожидании Какое долго Ты был вызван не один Да и у нас хватало хлопот Ну и надо было позлить твое нетерпение Но ты был хорош Ты мне понравился И дальше следить за твоей жизнью будет для меня удовольствием Не со служебными целями следить не бойся А просто так Как любопытному зрителю не способному на поступки Очень интересно какие еще повороты будут в твоей судьбе И как отнесутся к тебе личности для кого ты заноза в глазу На том и разошлись Данилов сразу же вспомнил о железнодорожной пище Хотел было остановить нового Маргарита и спросить его что собирались достичь этой пищи Но новый Маргарит был легок на ногу и слов Данилова наверное бы уже не расслышал А кричать Данилов не стал Удивил я его думал Данилов Я и самого себя удивил Во время разбирательства он взял да и повел себя так будто он был именно демон и готов доказать несправедливость и оскорбительность для него как добросовестного демона обвинений То есть так могло показаться со стороны А какой он демон? Конечно он более человек нежели демон Да что более скорее он просто человек Правда с особенными возможностями Что же он изменил своей сущности и ради того чтобы уцелеть отверг все свое дорогое? Нет полагал Данилов Ничего он не изменил и ничего не отверг Он хотел дать всем своим словам объяснения чтобы с этими объяснениями жить дальше Каким мог быть исход разбирательства? Либо его гибель либо сохранение его демоном и никакого Данилова человека Были еще возможности превратить его в расхожую мелодию лишить разума и поселить на пустынной планете и так далее но все они виделись Данилову оттенками первого исхода Данилов был готов и к первому исходу Сколько раз он говорил мысленно «Нате, жрите!» Порой он представлял себя мучеником и чуть ли не умилялся будущему мученичеству Но что толку было бы в его мученичестве? Конечно он не изменил бы себя одно и это много значило Но можно было и по-иному не изменить А так он погиб бы Тихо исчез И все Никто бы не узнал Почему он погиб и ради чего? Однако в начале разбирательства Данилов был согласен и с тихим исчезновением Он торопил судей «Скорее, скорее что же тянете?» Но потом он вновь ощутил себя музыкантом Чем он был хуже тех, кто судил его? Каким таким особенным пониманием смысла существования своего собственного и, скажем, смысла существования людей обладали они чтобы иметь право выносить приговоры и определять что хорошо и что плохо? Нет Теперь Данилов не желал признавать за ними такое право Он получил жизнь и получил право на эту жизнь не менее, а куда по его понятиям более значительное нежели присвоенное ими право судить других и направлять чужие жизни Вот он и взъерепенился и пошел на Валентина Сергеевича и на его заместителя чуть ли не в атаку Он не желал чтобы они взяли над ним верх Он на словах ставил под сомнение справедливость их оценок и выводов пользуясь их же логикой и их правилами игры Да, и он играл хотя и не лицедействовал Все шло само собой Он им дерзил стараясь дурачить их и они, судя по первому приговору поняли это Впрочем, может, некоторые и не поняли Или же им понравилось как он держался Они по ощущению Данилова с облегчением приняли Повременить Конечно, это повременить и решило исход дела Но, может быть, то, как он вел себя и вызвало повременить Не мог я дать им одолеть себя Я должен был вернуться на землю думал теперь Данилов Думал, как бы, между прочим, словно в чем-то уговаривая себя Словно там без него действительно могли быть беды или даже гибель чего-то В первую очередь его музыки Нет, он был обязан Жить и присутствовать на земле У них свое У него свое Потому он и сопротивлялся Как мог сопротивляться в нынешних обстоятельствах Поначалу, после разбирательства его несколько смущало то, что он чуть ли не обрадовался услышав условия никакого Данилова человека Потом он успокоил себя И в ближайшем будущем Данилов понимал это Даже при благоприятных условиях он вряд ли стал бы добиваться разрыва с девятью слоями И превращение его Данилова в чистого человека Это он держал как бы на крайний случай Почему? Зачем ему отношения с миром ставшим чужим? Не лучше ли было бы освободиться от девяти слоев Забыть о том что они есть Причем сделать это ловко и мирно Не возбудив желание мстить ему И тихо жить себе в Останкине Играть на альте Любить Наташу Это никогда не поздно будет сделать Говорил себе Данилов Хотя и понимал что он вряд ли тут прав Но он понимал и другое Он не мог теперь отказаться от многих своих привычек Освободиться от них От купания в молниях в частности Без них он стал бы иной Данилов Да и как же это Увидеть тяжелую грозовую тучи над Останкиным и не взлететь не слиться с молнией Он не мог себе этого представить О перенесении к дальним созвездиям О полеты Ванды в пещеру То есть он может быть и не стал бы купаться в молниях летать куда-то или выводить мрачную сырую тень Филиппа второго из подземелий Эскориала Он так и не побывал в Эскориале а все собирался побывать Но сама невозможность купаний полетов многого другого милого Данилова удручала бы его Нет Пусть браслет будет на руке полагал Данилов При этом Данилов считал что не только для утоления его привычек нужен ему браслет Что же ему тогда в автомате на улице Королева следовало дать юнцам поколобродить и навести страх на десятки людей Или не стоило проучить виолончелиста Туруканова дельца и пройдуху Ну ладно юнцы и Туруканов мелочи Он мог бы и сдержаться но случаи более серьезные Когда зло воспалится сильное и страшное и он Данилов окажется этому злу свидетелем Тогда только ропот ему иметь в душе А потом с этим неслышным ропотом и жить Или же лишь в игре на альте выражать свое несогласие с явлениями им неприемлемыми Нет он не простил бы себе что отказался что-то спасти или обезопасить от воздействия зла от его напора и наглости Что же отказываться Зло-то не отказывается от своих возможностей Пусть его положение будет рискованным сложным порой скверным ему не привыкать Что-нибудь придумает Однако люстра Что ж будет и люстра Злое добро они вечно в столкновении Но ведь и от столкновений добра со злом бывает прок И какой прок Иногда действительно скачки в развитии Все надо понять или оставил браслет на руке Разве раньше он всегда успевал подумать о последствиях своих действий в особенности в нервных случаях Теперь когда он сделал определенный выбор Данилов призывал себя к благоразумию к объективности к осмотрительности к действиям в крайнем случае но как определить где крайний случай и обещал себя возможностями не злоупотреблять Он не терпел вмешательств в свою жизнь Так почему же люди должны были бы переносить чьи-то вмешательства хотя бы с самыми добрыми намерениями Он решил использовать браслет лишь в ситуациях какие по понятиям самих людей могли оказаться безысходными и лишь тогда когда люди своими душевными порывами своими желаниями их-то Данилов мог почувствовать подтолкнули бы его к действиям а так бы он слишком много брал на себя Данилов понимал что это он сейчас такой серьезный ответственный а потом закрутит его земные дела вспомнит ли он о благоразумии в мыслях Данилова не было теперь никакой стройности да откуда ей было взяться порой к нему приходили соображения а не заключил ли он соглашение да они понимают кто он но сохранили ему сущность а он за это должен стараться с их поручениями особенности его натуры и позволяют им надеяться на успех но это мы еще посмотрим говорил себе Данилов нет полагал он это может быть у них с ним соглашение у него с ними никакого соглашения нет все их поручения он провалит или накормит их воздухом пока он был и освобожден от мелких поручений от всех дел вообще ради перспективы с хлопобудами но это ведь перспективы причем он с некоторым даже высокомерием согласился встретиться с секретарем хлопобудов если тот позвонит все это почувствовали сейчас ничего постыдного ничего непорядочного он в этом своем согласии не видел хлопобуды деловые люди из очереди были Данилову неприятны он не любил проныр пройдох и доставал отчего же с этими людьми не пошутить он не знал какие перспективы углядели Валентин Сергеевич и его коллеги в хлопобудах и теперь должен был направиться за наставлениями к Малибану прежде Малибан Данилов узнал это служил в канцелярии от иллюзий теперь он получил свою лабораторию Данилову ее название не сообщили да и профиль видно держали в секрете Малибан не подчинялся канцелярии от того света хотя был с ней в отношениях и Данилов не знал остался ли он в ведомстве Валентина Сергеевича или же отдан Малибану ни Валентин Сергеевич ни его помощники встретиться с Даниловым не пожелали ему было указано явиться к Малибану Данилов вошел в кабинет Малибана они раскланились кабинет был какой-то среднеевропейский сухой деловой собственно в наставлениях нет нужды сказал Малибан примите предложение хлопобудов и ведите себя по обстановке просто живите и все а зачем зачем нам хлопобуды пока я и сам толком не знаю зачем но что-то предчувствую что-то выйдет видите ли таким как Валентин Сергеевич или в еще большей степени его заместитель все ясно они приняли традиционную доктрину сомневаются они в ней или не сомневаются не имеет значения они ведут свои дела исходя из этой доктрины я в ней сомневаюсь я вообще ни в чем не уверен до конца я сомневаюсь не тайно а открыто мои сомнения и сомнения моей лаборатории не только позволено но и признаны необходимыми мы проводим опыты то есть опыты это не точно ну ладно много опытов в частности и на земле но хлопобуды будут не лишними я вас понимаю вы морщитесь внутренне думаете что вас приставят к хлопобудам наблюдателям нет в наблюдателе мы взяли бы другого может уже и взяли подумал Данилов вы должны стать своего рода творцом то есть творцом опыта в какой-то степени так да фантазируйте направляйте хлопобуды выдавайте им задачи толчки и преграды вы ведь для них то ли пришелец то ли еще кто они чисто любивы и со своей головой на плечах но в критических ситуациях обратятся к вам подсказок от нас не ждите и не спешите все должно идти естественно можете хоть десять лет никак не проявлять себя если у хлопобудов не возникнет нужда в вас наверное я буду не только творцом опыта то есть вашим лаборантом но и объектом исследований Малибан помолчал он был серьезен потом сказал да но вы в этом не должны видеть ничего обидного для себя вы натура одаренная творческая и потому нам интересная я отдаю отчет в том кто вы есть и вы не так просты по составу как вам кажется может быть вы новый тип отвечающий нынешнему состоянию вселенной а может быть и нет вы готовы к новым изменениям к нашему и вашему удовольствию отчего же не считать вашу судьбу и вашу натуру поучительными и достойными исследованиями что же касается лаборанта то вы меня не так поняли лаборант это порученец мы вам никаких задач посылать не будем я повторюсь живите и все просто реагируйте на ситуации затрагивающие вас со всей искренностью вашей живой натуры импровизируйте как в своей музыке Данилов насторожился неужели этот понял нет я не разгадал ваших сочинений заметил малибан я их просто слушал и кстати некую неприязнь кое-кто испытывает к вам не из-за чего-либо а из-за вашей дерзости в музыке мол там вы ставите себя выше выше чего это я к слову сказал малибан так вот забудьте о нас и живите а там посмотрим коли нужно мы вас призовем но это не скоро да чуть был не забыл обратите внимание на ростовцева на ростовцева нет к нам он не имеет отношения но стоит внимания хорошо кивнул Данилов вот и все сказал малибан отправляйтесь к себе в Останкино и он улыбнулся впервые за время наставительной беседы был он как и в день разбирательства в черном кожаном пиджаке и свежей полотняной рубашке белые манжеты высовывались из рукавов пиджака и Данилов взглянув на них вспомнил как писал на манжете о трудах сеятеля арепо нет опять улыбнулся молиман та рубашка в стирке и тут же он добавил забудьте обо мне но не забудьте о люстре мне неприятно напоминать вам о ней но что поделаешь вы ведь и вправду часто бываете легкомысленным я не против вашего легкомысля я принимаю вас таким какой вы есть но я не буду держать над вами люстру на цепи а Валентин Сергеевич может и не принять наши соображения в расчет глаза Малибана были холодные строгие позже Данилов не раз вспоминал о глазах Малибана да и что ожидать от него думал Данилов если для него вся жизнь сомнения и опыт опыты над живыми и разумными хотя бы относительно существами Данилов считал нынче делом безнравственным но для Малибана это в них была сладость я им устрою опыты я им нафантазирую храбрился Данилов они от изучения моей личности получат то еще удовольствие что-что охрабриться Данилов умел Малибан как будто бы отделил себя от люстры вроде бы он был ни при чем но Данилов понимал что и Малибан если будут основания с люстрой не задержится сейчас он мог бы отдохнуть и даже развлечься в седьмом слое удовольствий но туда его не тянуло кончить бы все считал Данилов и вернуться в Останкино он ждал что его вызовет Валентин Сергеевич или хотя бы его заместитель но вызова не было множество знакомых скрывавшихся прежде от Данилова желали теперь с ним общения некоторые даже заискивали перед ним то есть не то чтобы заискивали а словно признавали в нем какую-то тайну для них неожиданную и удивительную Данилов избегал встречи разговоров ссылался на дела увидел однажды у Граэля был он опять в белом бедуинском капюшоне выглядел расстроенным и даже как будто бы обиженным на Данилова губы его разъехались из-под носа к ушам звуки у Граэль выпускал сквозь ноздри отбываю сказал у Граэль опять воровичские пустыни и он бахнул рукой что ж сказал Данилов там тепло мне это тепло плаксиво возразил у Граэль на что говорить вам этого не понять но он пропал несколько раз будучи в окружении здешних лиц в буфете возле столов канцеляристов в лифте Данилов чувствовал еще ощутимые сигналы то ли кто-то звал к себе Данилова то ли сам имел нужду явиться ему но рабеял стеснялся существ посторонних чужих ему и Данилову и лишь когда наконец Данилов оказался один под часами ходиками с кукушкой он вместе с сигналами ощутил нежный запах цветов аниманов неужели химека Данилов взволновался всюду искал он прекрасную химеку но ее нигде не было и вдруг она выступила из-за платяного шкафа Данилов кинулся к ней и тут же понял что приблизиться к ней он не сможет она здесь и она вдали но это была живая химека а не ее образ созданный чьими-либо усилиями тонкая печальная в зелено-голубом кимоно стояла она теперь против Данилова палец приложив к губам Данилов кивнул согласившись молчать химека опустила руку она улыбнулась Данилову но улыбнулась грустно Данилов забыв про свое согласие хотел было сказать химека что ей не надо ничего бояться что он желает говорить с ней но она снова приложила палец к губам а потом показала рукой куда-то за спину видно предупреждая что сейчас исчезнет химека поклонилась ему подняла голову своими черными влажными теперь глазами она долго смотрела на Данилова как бы вбирая его в себя затем тихо кивнула ему и растаяла Данилов желал броситься вслед за химеку но куда и зачем усмирив себя он присел на кровать чуть не плакал химека прощалась с ним никто ее не вынуждал к этому прощанию полагал Данилов она сама постановила что все и согласия со своим решением она не спрашивала видно все знала про него нет так не может быть думал Данилов мало ли как все сложится в чем была теперь химека права в том что не позволила ни себе ни ему произнести ни слова истина вне слов да и о чем были бы слова отзисая вдруг и вправду усердие химека со скупительной жертвой помогли Данилову о том что она всегда может рассчитывать на его поддержку если конечно эта поддержка ее не унизит не покажется ей лишней все это и так само собой разумелось и хотя Данилов тешил себя надеждой на то что судьба их когда-нибудь непременно сведет химека сидела напечаленной тусклой и долго бы горевал если бы его не призвали к Валентину Сергеевичу разговор с Валентином Сергеевичем вышел неожиданно короткий Валентин Сергеевич похвалил Данилова шахматиста сказал что очень любит шахматы и напомнил как он в собрании домовых на Аргуновской затрепетал увидев движение слона Данилова так это ж были не вы сказал Данилов и не я и я ответил Валентин Сергеевич и Данилову почудилось что на колени тот Валентин Сергеевич намеревался стать перед ним искренне этот Валентин Сергеевич заметил что не изменил своего мнения о Данилове хотя и задумался кое о чем потом он сказал попросить нас вы ни о чем не желаете Данилову по выражению глаз Валентина Сергеевича показалось что ради этого вопроса его и призвали нет сказал Данилов мне ни о чем просить ну что ж кивнул Валентин Сергеевич ваше дело отбывайте Данилов был отпущен ушел так и оставшись в неведении кто над ним главный Валентин Сергеевич или Малибан в четвертом слой он увидел Анастасию вот он сказала Анастасия и взяла Данилова под руку местность тут же преобразилась Данилов и Анастасия оказались в затененном уголке сада сад похоже был запущенный всюду краснела бузина это дерево Данилов любил лишь кое-где в зарослях бузины над крапивой и лопухами стояли давно отсветшие кусты жасмина под бузиной белела скамейка Анастасия указала Данилову на нее они присели какая ты сказал Данилов какая же обрадовалась Анастасия прям казачок Анастасия была в белой шелковой блузке с легкими свободными рукавами украшенной по проймам золотой тесьмой талию демонической женщины стягивал кушак узкие брюки из белого бархата были вправлены в красные сапожки откуда выкройку брала из бурды сказала Анастасия но хоть красивая еще бы некрасивая сказал Данилов а что ты пялишь на меня свои бесстыжие глаза ему об обходить меня за версты а он сидит со мной и ему несовестно впрочем все это было произнесено Анастасии хотя и громко но без всякого напора и желания кокетничать скорее нежно и робко если прежде явление Анастасии Данилова особенно в земных условиях сопровождались световыми столбами сотрясением воздуха волнением вод и минералов если прежде вокруг Анастасии все бурлило все стонало а Анастасия была сама страсть то теперь в зарослях бузины и листочки не шелестели и не осыпались спелые ягоды Анастасия же проявляла себя чуть ли не скромницей что же она ты не сердись на меня сказал Данилов ты ведь знаешь мои обстоятельства я не сижусь взглянула на него Анастасия меня хватает приятелей я ими довольна а к тебе равнодушна Данилов не знал что сказать ей на эти слова потом вспомнил спасибо тебе за что за то что выходила меня после поединка за то что дыру заштопала шелковыми нитками за все ты ведь и рисковала тогда рисковала махнула рукой Анастасия а то что же она внезапно повернулась к нему притянула его к себе сказала Данилов останься здесь я прошу тебя зачем тебе земля что ты Анастасия ты же сама смоленских кровей нет сказала Анастасия я на земле чужая мне лучше здесь каждому из нас лучше здесь останься я теперь все могу ты на договоре а будешь здесь свой со всеми правами я устрою только останься ради меня в ее глазах была мольба и любовь я не могу сказал Данилов прости меня тогда уходи закричала она уходи сейчас же прощай все и не оборачивайся Данилов пошел голову опустив было ему скверно он не обернулся Анастасия может быть рыдала теперь на белой скамье впрочем если бы он обернулся он бы ничего не увидел ни скамьи ни бузины ни Анастасии не было теперь и Анастасия но что он мог ей сказать надо было отбывать как распорядился Валентин Сергеевич Данилов подошел к шкафу где висела его земная одежда глава сорок пятая Данилов ткнулся головой в доски двери потянул на себя дверь она не поддалась я же убрал из нее гвозди подумал Данилов он осмотрел дверь гвозди были на месте как же так удивился он пришлось возиться с гвоздями дверь открылась Данилов оказался подаркой дома шестьдесят семь часы на углу больничного переулка показывали двадцать минут первого вот оно что сообразил Данилов он слишком торопился вернуться и в попыхах заскочил в уже прожитое им земное время лишь через пятнадцать минут к остановке банный переулок должен был подойти троллейбус с ним Даниловым и пьяным пассажиром бормотавшим между прочим и про люстру Данилова в том троллейбусе не было а пьяный пассажир ехал вот почему гвозди-то в двери я их еще не успел вынуть чтобы избежать новых недоразумений Данилов сдвинул пластинку браслета и перевел себя в земное состояние мимо шли люди каких Данилов не увидел перед отлетом в девять слоев он мог теперь дойти до метро Рижская и отправиться домой но что-то удерживало его скорее всего он хотел дождаться троллейбуса с пьяным пассажиром и спросить какую люстру тот имел в виду и что советовал с ней делать это мальчишество говорил себе Данилов однако потихоньку шел к остановке отсюда позвонит Наташа или из Останкина думал Данилов он бы позвонил сразу но копеек в его карманах не оказалось не было и гривенника времени до прихода того троллейбуса оставалось минут семь Данилов стоял смотрел настроения спавшие вдоль проспекта мира сейчас он уже не видел в шестьдесят седьмом и шестьдесят девятом домах мерзких гримас не казались они ему и ужасными но и радости при их виде не испытывал Данилов он стоял грустный вспоминал о прощаниях с Химека и Анастасией и приходили и тоска и ощущение вины но вот подъехал тот троллейбус Данилов опустил в автомат пятак и подергав металлическую ручку снова не получил билета опять как бы ища поддержку он обернулся в сторону пьяного пассажира сказал про билет но пьяный пассажир не отозвался а ведь в прошлый раз если посчитать в прошлый раз он промычал а и махнул рукой но тогда Данилов сел в троллейбус в останкине и говорил с пассажиром при подходе к банному переулку возможно теперь после банного переулка пассажир заснул всерьез и не было никакой надежды на разговор о люстре Данилов подошел к пассажиру подергал его за плечо спросил несколько раз вы не проспите но пассажир и звука не произнес зачем приставать к нему отругал себя Данилов что он может прояснить мне про люстру на колхозной Данилов сошел с троллейбуса спустился в метро и последним поездом поехал в Останкино дома он пожалел что оставил инструмент в театре он жаждал играть наверное только взяв инструмент и смычок в руки он и почувствовал бы наконец что вернулся жара в квартире не было ничем не воняло фарфоровое блюдо на которое клали лаковую повестку с багровыми знаками было возвращено сервант звонить Наташе или поздно пришло сомнение нет не может она спать решил Данилов он набрал номер Наташи Наташа сразу взяла трубку все хорошо сказал Данилов завтра увидимся прости если доставил беспокойство спи и повесил трубку телефон тут же зазвонил нет Наташа не надо сейчас хотел было сказать Данилов но услышал голос спащика кооператива подковырова затем Алексеевич извините стремительно заговорил подковыров поздний час но я выгуливал собак увидел свет у вас и решился уважаю вас чувство юмора я опять бы хотел проверить себя вы слушаете слушаю сказал Данилов вот короткая мысль если падаешь духом учитывай с какой стороны ты намазан маслом да как хорошо хорошо обреченно вздохнул Данилов а как вы считаете надо уточнять каким маслом нет не надо он хотел было отключить телефон но подумал а вдруг позвонит Наташа однако никто не позвонил уснул он быстро хотя поначалу ему казалось что он не заснет вовсе а когда проснулся почувствовал что вот-вот что-то должно случиться или уже случилось он поднял голову и на одном из стульев увидел знакомый футляр Данилов вскочил чуть ли не прыгнул к стулу растворил футляр и увидел Альт Альбани глава 46 Наташа не позвонила и утром возможно она посчитала что Данилов шутил и не придала значения его звонкам ведь он не слышал ее ответов и не знал как она приняла его слова возможно и в том серьезном разговоре она видела долю шутки коли так оно к лучшему впрочем вряд ли Наташа та какую Данилов знал могла посчитать все шуткой и не позвонила она утром от того что все понимала и когда она увидит Альбани она ни о чем не спросит так думал Данилов театр Данилов не взял и потому и потому что предвидел вопросы и острота на репетиции и в яме и потому что не желал радости Валентина Сергеевича или кого там кто возвратил ему украденный инструмент выходило что он ни на минуту не исчезал из Москвы но пока в его московской жизни как будто бы главной реальности Данилова была ощутимая щель вызванная пребыванием в девяти слоях и она эта щель еще не представлялась Данилову иллюзией края ее не смыкались увидев Альбанию он тут же вспомнил о похитителях инструмента если бы он принялся носиться с Альбани то то бы им было удовольствие впрочем может он и ошибался может для них это было простое дело когда следовало отобрали прояснилось вернули не на складе же хранить инструмент там хватает хлама и все таки Валентин Сергеевич не случайно перед расставанием интересовался нет ли у Данилова просьб он-то знал Данилов мог просить об одном так или иначе обнаружив Альбании Данилов и в руки его не стал брать сразу а походив возле открытого футляра и одевшись не спеша как бы нехотя поднял инструмент и положил его на стол ему бы опять любоваться Альдом часами оглядывать все линии его грифа и обечаек а потом играть и играть забыв обо всем снова ощутив инструмент частью своего тела своим голосом своим нервом своим сердцем своим умом а он лишь проверил звук его ли это инструмент не подделка ли умельцев Валентина Сергеевич и убедившись что Альбани подлинный тут его обмануть не могли сыграл легкую мазурку Шумана и укрыв альт-кашмирским платком закрыл футляр но чего это ему стоило он будто бы пожары в себе тушил и пока лишь сбил пламя однако сбил впрочем он чувствовал что радость его теперь скорее умозрительная не было в нем легкого присутствия счастья не было порыва какой не потерпел бы оглядки ни на кого и ни на что не было упоения ну вернули и ладно они и должны были вернуть еще сыграю на Альбане сказал себе Данилов а сегодня и тот альт будет хорош в театр ехал на троллейбусе думал надо сообщить в милицию и в страховое учреждение о находке альта дело это виделось ему деликатным страховое учреждение ладно но вот в милиции от него наверное попросят объяснений каким образом объявился пропавший было инструмент или что же он Данилов морочил головы а сам запрятал альт где-нибудь во встроенном шкафу и забыл подкинули отвечал Данилов мысленный работником милиции подкинули и это не было ложью выскочив из троллейбуса Данилов побежал к пятнадцатому подъезду он опаздывал наталкивался на прохожих извинялся бежал дальше его ругали но без злобы и привычными словами никто не обзывал его сумасшедшим когда-то года через три после выпуска он несколько месяцев жил в Ашхабаде в Москве в приятном ему оркестре место лишь обещали и Данилов поддавшись уговорам знакомого улетел в предгорье Капетдага играть там в театре в театр он ходил московским шагом и многие признавали его сумасшедшим один кларнетист говорил что Данилов вредит своему искусству что удачи художников и писателей в пору возрождения и даже в девятнадцатом веке объясняются тем что люди никуда не бежали а жили и думали неторопливо к тому же были богаты свободным временем Данилов хотел бы верить в справедливость утверждений кларнетиста однако верь не верь но утверждения эти были сами по себе а жизнь Данилова сама по себе к тому же Леонардо наверняка тоже вечно куда-то спешил а уж Рафаэль тем более словом кларнетист Данилова не уговорил да и жизнь требовала от него все более резких движений если бы тротуары заменили лентами эскалаторов то и тогда Данилов нес его по ним куда ему следовало Данилов бежал и думал что теперь-то и в Ашхабаде публика вряд ли посчитала бы его ненормальным играли в репетиционном зале что-то беспокоило Данилова он чувствовал что это беспокойство протекает от стены за какой находился зрительный зал но причину беспокойства понять он не мог в перерывах Данилов не имел отдыха вместе с Варенцовой они просмотрели планы шефских концертов на тормозном заводе и в типографии Данилову предстояло играть в составе секстета Данилов считался как бы деловым руководителем секстета и когда он спросил кто поедет с секстетом из вокалистов Варенцова назвала ему баритона Сильченко и Меццо Полецкую однако Полецкую именно ему надо было уговорить Данилов кинулся искать Полецкую потом Данилов поспешил в струнновитный цех мастер Андрианов давно обещал Данилову заметку для стеной газеты Камертон сам приходил а потом пропал номер уже скоро надо вешать начал было Данилов но упредив его возмущенно заискивающую речь Андрианов достал из кармана два исписанных листочка Данилов поблагодарил Андрианова и побежал на репетицию еще бы две заметки выколотить думал Данилов перепрыгивая через ступеньки из Собакина и Панюшкина и будет номер успел до прихода Хальшина дирижер альтист Горохов всегда осведомленно и шепнул ему говорят Масалов будет наконец ставить царя и типа то есть не то чтобы говорят а точно Горохов знал что новость Данилова обрадует Данилов давно считал что Стравинского у них в театре мало а потянем усомнился вдруг Данилов и добавил мечтательно вот бы решились еще на огненного ангела Данилов восторжен относившийся к Парковьевскому огненному ангелу годы ждал чтобы решились впрочем он понимал от чего не решаются мало какому театру был под силу огненный ангел об огненном и надо дать в комертоне статью осенила Данилова но кто напишет Ванюшкин или взяться самому заметку Андрианова Данилов положил рядом с нотами Хальшин уже стоял на подставке повторяли второй акт Фролос Кобеева Данилов в паузе перевернул Андриановские листочки и прочел большая люстра Андрианов увлекался прошлым театра порой сидел в архивах не раз приносил любопытные заметки в газете Данилов завел рубрику из истории театра теперь он делился сведениями о большой люстре зрительного зала вот он отчет сказал себе Данилов имея в виду беспокойство возникшее в нем в начале репетиции сейчас играю он взглядывал на листочки Андрианова и не хотел но взглядывал читал про мастеров бронзового дела и хрустального читал про рожки кронштейны и стаканы для ламп всего большая люстра состоит из 13 тысяч деталей заканчивал заметку Андрианов А вечером когда играли тщетную предосторожность Данилов не мог пересилить себя и не смотреть на большую люстру из ямы она была хорошо видна ему куда лучше нежели ноги балерин теперь уже несмутное беспокойство испытывал он а чуть ли не страх прежде прежде данилов любил люстру называл ее хрустальным садом не представлял без нее театра теперь она была ему противна причем эта провисевшая в театре судя по исследованиям Андрианова 86 лет была куда больше и тяжелее той порой Данилов голову пытался вжать в плечи до того реальным представлялось ему падение 13 тысяч бронзовых хрустальных стальных стеклянных и прочих деталей наверняка и их падение было бы красиво игра грани и отцветов вышла бы прекрасной правда откуда смотреть да что это я чуть ли не дрожу пока ведь нет никаких оснований так говорил себе Данилов однако в антрактах тут же бежал из ямы и люстра то висела не над ямой а над лучшими рядами портера туда бы ей и падать а Данилов выскакивал в фойе и буфеты но и там повсюду висели свои люстры не такие праздничные и огромные однако и они были бы для Данилова хороши если я такой нервный и ругал себя Данилов надо не тянуть с хлопобудами надо позвонить Клавдии но Клавдии он позвонил лишь на следующий день по дороге домой он несколько успокоился люстра будто бы осталась в театре хотя некой тенью с потушенными огнями она плыла над ним и восстанкина дома в останкине была Наташа она открыла Данилову дверь впустила его в квартиру и прижалась к нему Данилов ничего не говорил ей только гладил ее волосы потом Наташа отстранилась от Данилова в глазах ее он увидел все и ночное прощание с ним и нынешнюю радость он был благодарен Наташу он любил ее и знал что от ноши какую она взяла снести связав свою судьбу с ним она ни за что не откажется она согласна и на ношу более тяжкую она сама выбрала эту ношу она по ней что будет то будет думал Данилов а сейчас хорошо что она со мной ну вот и вернулся сказала Наташа раздевайся мое руки и пойдем на кухню конечно она видела футляр на стуле и Данилов приняв из ее рук стакан чаю сказал как бы между прочим Альбания отыскался и она словно бы посчитав возвращение Альбании делом простым и не заслуживающим особого разговора сказала да я поняла все она поняла и между ними теперь не было игры а было принятие каждым их жизней такими какими они были и какими они могли или должны были стать их жизни были одной жизнью при этом оба они принимали право каждого или возможность быть самостоятельными и независимыми друг от друга чувство некой отстраненности от Наташи как от человека какого не следовало впутывать в собственные тяготы было Даниловым нынче забыто он уснул чуть ли не семейным человеком утром когда Наташа уехала на работу Данилов позвонил Клавдии Петровне что ты хочешь от меня спросила Клавдия я тебя опишу Данилов потом сообразил действительно на этот раз он от нее я собственно я бы не стал но ты сама давала мне советы относительно хлопобудов ты хочешь чтобы я тебя пристроила я был бы тебе очень признателен а зачем тебе хлопобуды ну хотя бы сказал Данилов чтобы доставать нужные мне книги ты всегда был бестолковым человеком потом ты считала что я смогу быть тебе полезным Клавдия замолчала наверное задумалась ну хорошо сказала она попробую свести тебя с ростовцевым но учти попасть в очередь трудно я понимаю вздохнул Данилов когда он повесил трубку он чуть кулаком по аппарату не стукнул зачем он звонил зачем ему Клавдия если дважды пегий секретарь хлопобудов упрашивал его занять место вовсе не в очереди секретарь собирался звонить через два дня то есть завтра да что секретарь ведь он Данилов мог просто сдвинуть пластинку браслета и решить дело в полсекунды и вот на тебе затеял жалкий разговор с Клавдией понесся куда-то сломя голову он собрался позвонить Клавдии сказать ей что раздумал но она опередила его ну все заявила Клавдия клоняйся в ножки будешь обязан мне по гроб жизни хорошо по гроб жизни согласился Данилов я умолил Ростовцева встретиться сегодня с тобой сегодня у меня трудно со временем у него ты бы молчал я и так пожалел о тебе у тебя окна с четырех до шести в пятнадцать минут пятого будь в кафе мороженом Горького девять ладно сказал Данилов Данилов сказал Клавдия для меня это все серьезно что-то происходит в последние дни с Ростовцевым чем-то он увлечен я прошу тебя ты так между прочим выясни что с ним вдруг он откроется тебе зачем-то он ходит на ипподром а как же твоя независимость спросил Данилов ее не достигнешь сразу сказала Клавдия стало быть думал позднее Данилов она подпускает меня к Ростовцеву неспроста он видно отбивается от рук и ей нужна информация о нем Данилов не стал говорить Клавдии о том что очередь ему не нужна он пожалел Клавдию почуяв ее действительную а может и мнимую не все ли равно озабоченность да и Ростовцев был интересен ему помнил Данилов и о совете Малибана словом в начале пятого Данилов оказался на углу проезда художественного театра постоял минуты две и увидел Ростовцева на лошади Ростовцев ехал по тротуару ему навстречу и на вид был сегодня простой не имел ни попугаев на плече ни трости ни кальяна среди прочих людей оказавшихся в ту пору на улице Горького и нисколько неудивленных всадником он выделялся лишь не по сезону легким костюмом видно жакейским Ростовцев спрыгнул с лошади привязал ее к Липе и подошел к Данилову Данилов раскланялся с Ростовцевым протянул ему руку сказал что по всей вероятности и Ростовцев знает с кем имеет дело хотя они не были друг друга представлены да согласился Ростовцев это так они вошли в кафе разделись Ростовцев сдал в гардероб жакейскую кепку и поднялись на балкон заказали пломбир и бутылку твиши тут Данилов все же взглянул на демонический индикатор и опять не обнаружил присутствия в Ростовцеве чего-либо особенного как я понял из слов Клавдии Петровны сказал Ростовцев вы Владимир Алексеевич хотели бы попасть в очередь хлопобудов да сказал Данилов простите зачем это вам мне собственно замялся Данилов подумал предварительный досмотр что ли а вдруг он потребует вступительный взнос мне пятерка тут хоть за мороженое расплатиться знаете может Клавдия не слишком поняла меня я не так чтобы отчаянно рвусь если для вас содействие хоть сколько-нибудь обременительно давайте сейчас же и забудем об этом деле нет сказал Ростовцев строго и как бы имея право на эту строгость не обременительно ну зачем это вам из-за книг дежурить в магазинах у меня нет возможности переплачивать на черном рынке тем более а вам нужны книги да сказал Данилов я собираю и читаю о музыке об искусстве об истории о народовольцах сейчас вышел Лувр в большой серии но как его достать а дальше будет хуже без книг я не могу тут Данилов не врал я вас понимаю сказал Ростовцев в книги стали вкладывать деньги как в ковры и драгоценные камни что ж в вашем желании есть резон я сам книголюб сейчас пытаюсь собрать все о лошадях у вас прелестная лошадка льстиво вставил Данилов это случайная кобыла небрежно сказал Ростовцев взял какая была свободна у меня сейчас действительно хороший жеребец вспомнив о жеребце Ростовцев несколько переменился этот румяный рослый человек сегодня не казался Данилову злодеем но был он серьезен строг и как бы давал понять что разговор может произойти деловой и холодный теперь же он заулыбался отчасти даже мечтательно и опять как в Настасьинском переулке стал похож на кормленого и обаятельного ребенка вы увлекаетесь верховой ездой спросил Данилов да увлекся и Ростовцев не дожидаясь расспросов Данилова даже не обратив внимания на то есть ли у Данилова подлинный интерес к его откровенностям принялся рассказывать о своем увлечении сначала он просто поддавшись моде стал ходить в клуб любителей верховой езды в Сокольнике как Муравлев отметил Данилов сам горожанин он никогда не садился в седло оказался неуклюж чуть ли не с табуретки вылезал на лошадь а ведь в юные годы был спортсмен падал с лошади ломал ребра два месяца лежал в больнице но не отступил и вот он уже вместе с другими катался аллеями Сокольнического парка но именно катался а в нем уже пробуждалась страсть ноздри у него раздувались предки возможно скифы возможно конники и мономаховы рати оживали в нем да и хотелось ощутить себя настоящим мужчиной всадником и чувство прекрасного ждало удовлетворения есть ли более красивое животное нежели конь особенно когда он в движении словом это долгий разговор подробности которого вряд ли будут интересны Данилову отчего же искренне сказал Данилов но он ростовцев увлекся лошадьми всерьез проник на ипподром там у него и прежде были связи теперь эти связи укрепились он на бегах свой человек прочел массу книг множество публикаций в забытых теперь газетах и журналах вот скажем раскопал перевод трактата Кикули о тренинге хетских колесничных лошадей кого кого заинтересовался Данилов Кикули Кикули сказал ростовцев был такой замечательный лошадник метаниц Кикули это в 14 веке до нашей эры тогда хеты поняли что принести победу армии могут лишь колесницы ну-ну подтолкнул ростовцев к продолжению рассказа Данилов Кикули писал произнес ростовцев взволнованно на десятый день когда день только начинается а ночь кончается я иду в стойло и возглашаю похорицкие перенкар и саушга чтобы они дали здоровье для лошадей а потом веду их на ипподром как он любил лошадей закончил ростовцев и покачал головой то ли сожалея о Кикули то ли давая понять что теперь лошадей любят не так и стал рассказывать о сути тренинга Кикули схватил бумажную салфетку шариковой ручкой в подкреплении своих слов начертил на салфетке какой-то график оказалось это был график изменения нагрузки в рысе и галопе у экземпляров Кикули на протяжении 185 дней ростовцев при этом пояснил какие аллюры были у древних лошадей и сообщил что Кикули начинал подготовку лошади к армейской службе без всяких раскачек с решительной четырехдневной проверки и сразу было ясно что за лошадь поступила в первый день лошадь перед Кикули делала утром один реприз рыси и шага в 18 километров и два реприза галопа в 420-600 метров и вечером два гита по 6 километров и по 420 метров галопа и так далее тут ростовцев несомненно пользовался сведениями взятыми из книги Ковалевской конь и всадник вышедший однако лет через пять после разговора в кафе мороженом я не утомил вас спросил вдруг ростовцев нет сказал Данилов вы хотите управлять и колесницами какие сейчас колесницы нет я езжу верхом но для жокея я тяжелый велик сами видите я хотел бы участвовать и в расистых испытаниях там вес не так важен но там не колесниц а так тачки вы теперь мечтаете о расистых испытаниях я не мечтаю я готовлю себя к ним а мечтаю я мечтаю слиться с конем управлять им без удил без уздечки достичь тут свободы и совершенства с уздечкой ты и уделами каждый сможет а были когда-то нумидийцы и греки те держали просто палочку в руке и лошадь подчинялась им в конце прошлого века один французский кавалерист Кремье Фуа позволил себе без седла и без удил а лишь с помощью палочки с помощью слов и движений своего тела повторить на конкурном поле все нумидийские номера неужели я это не смогу наверное сможете вежливо произнес Данилов ростовцев ушедший в мечтание о жеребце без седла и без удил словно бы очнулся и обезоруженный растерялся смотрел на Данилова робко с виноватой улыбкой такой простодушный стеснительный он был приятен Данилову но вскоре ростовцев опять стал серьезен простите я отклонился у вас мало времени и у меня так зачем вам халапабуды как удивился Данилов я же говорил насчет книг мне понятно сказал ростовцев но если добывать книги без халапабудов я кое-что знаю о вас я наблюдательный вы мне симпатичны зачем вам лезть в эту дребедень в какую дребедень в очередь к халапабудам в будохлопы эти я вас не понимаю вам следовало бы понять их ведь это мираж то есть мираж на вождении липа туфта вы мне действительно симпатичны и я считаю своим долгом открыть вам глаза эти халапабуды мое порождение Данилов насторожился он не был заинтересован в том чтобы вся эта халапабудия оказалась миражом у меня натура такая сказал ростовцев я озорник склонен к розыгрышам и мистификациям от меня натерпелись многие я натерпелся от самого себя но увы неисправим и вот с халапабудами года три назад я сидел в какой-то компании познакомился с социологом облаковым и двумя экономистами они были короли балла шумно умело говорили я же человек иного склада и ума и характера мне многие их слова были смешны казались далекими от земных забот и я для того чтобы поддержать светский разговор взял и высказался насчет инициативной группы хлопот о будущем как о некоем возможном направлении исследовательских и практических работ я дурачился пользовался неизвестной мне терминологией пародировал ее но они не поняли ни насмешки ни пародии напротив оживились а что говорят плодотворные идеи надо говорят попробовать тут бы мне и о них и об идее забыть но взыграла моя дурацкая натура они явились ко мне в Настасинский вот говорят наши наметки хотели бы услышать ваши замечания и меня понесло до того мне захотелось чтобы на самом деле возникла инициативная группа хлопот о будущем и выстроилась очередь я уже чернильные номерки на ладонях предчувствовал сам рос после войны что расстарался и все возникло и все выстроилось и все как будто бы потекло само собой и вдали от меня впрочем не все облаков и его сотрудники люди не глупые аналитики и организаторы люди деловые но фантазии следовательно у них нет воображение бедное и робкое ум хоть и с научным аппаратом но такому уму примусы в коммунальной квартире расставлять я же в этой истории дилетант существо вне бытовое и внеслужебное моя фантазия раскована не испугана практическим знанием я им предлагал идеи они казались им бредовыми и подоблочными но всегда находился человек напоминавший о необходимости безумных идей хлопобуды начинали думать а что есть ведь что-то кстати они привыкли к слову хлопобуды а поначалу не принимали его вот затея стала самостоятельной независимой от меня но многие направления хлопобудам дал я и прогнозы для Клавдии Петровны да мои как бы узнавал тайным образом и в обход очереди сообщал ей а все придумывал и про голографы и про горящие дипломы и про изумруды от вулкана шевелуч да вздохнул ростовцев но ведь это нехорошо сказал Данилов строго он теперь чувствовал себя чуть ли не представителем интересов Клавдии чуть ли не нежным ее другом которого дурачили вместе с ней доверчивой женщиной я не знаю степени ваших приятельских отношений с Клавдией Петровной но ведь это нехорошо зачем же заставлять женщину пускаться в столь тяжкие хлопоты а с камнями и просто рисковать тут на мой взгляд мало остроумия эти хлопоты были ей нужны горячо сказал ростовцев и вы это знаете не хуже меня она бы сама придумала себе предприятие причем более отчаянное но вы ее подталкивали к делам бесплодным сказал Данилов менее решительно кто знает бесплодным или нет сказал ростовцев я-то возможно шутил безответственно но ее энергия вправду превратит лаву в изумруды думаю вряд ли вы читали в вечерней газете об опытах шевелуческой лавы нет не читал быстро сказал Данилов и тут же отругал себя опять забыл разобраться с камнями прочитайте номер от третьего дня не будет у Клавдии никаких изумрудов сказал Данилов сердито зря запутали женщину да сказал ростовцев может вы правы я виноват что так далеко зашел я не могу рассказать обо всех обстоятельствах да вам и неинтересно было бы слушать о них неинтересно сказал Данилов я и сейчас не уверен что она относится ко мне серьезно как к равному ей существу поначалу-то я ей был просто нужен несомненно но пришло к ней и увлечение иначе ей было бы скучно мне тем более однако в последнее время она стала иметь какие-то иллюзии на мой счет будто бы я ее вещь терять которую нежелательно но может я дал повод считать себя ее вещью впрочем повод этот чрезвычайно банальный и нынче не берется в расчет теперь вот сцены вам это вряд ли понять отчего же сказал Данилов мне другое трудно понять в ваших розыгрышах есть оттенок издевки и вы не держали ее за равную себе при этом как будто бы излились на нее чем она вам так досадила да не она поморщился ростовцев а вся ее порода вы поняли кто они предположим а мне противно все эти проныры сертификатные мужчины и дамы сытые с деньгами желающие еще ухватить куски ищущие способов устройства или помещения собственного капитала и капитала материального и капитала положения шутить с ними я решил потому что они сами расположены к этим шуткам им подавать то чего у них еще нет имена у них и ни у кого другого так вы позволили себе быть судьей людей вам неприятных я им не судья нет у меня средств быть им судьей а выразить свое отношение к ним как мог я посчитал себя в праве ваше дело ну что же клавдия остальные для вас порода вообще хлопобуды а она то живая женщина просто человек неужели вы были с ней лишь циничны впрочем нет что прошу вас не считайте меня циничным расчетливым человеком я шальной легкомысленный меня захватывает сам процесс розыгрыша или игры меня как несет так и несет и в этом мое несчастье или счастье а с Клавдией было не только неприятное для нее вы всего не знаете но и всерьез я не мог относиться к ее деловым порывам отсюда и изумруды а взмахнул ложечкой ростовцев надоело от хлопобудов вы бежали к лошадям да кивнул ростовцев как только возникла очередь хлопобудов и зажила своей жизнью и у меня стал пропадать к ней интерес теперь похоже пропал совсем но придет пора вы проедетесь перед публикой по конкурному полю на жеребце без седла и удил и вам надоедят лошади надоедят согласился ростовцев в прошлом апреле съехал на спор на москвиче чужом разумеется в одессе с потемкинской лестницей теперь мне эта лестница скучна а лестница красивая всю жизнь вы эдак да сказал ростовцев натура такая вы ведь где-то работаете работаю у вас на двери висела табличка окончил два института из них один университет да институт физкультуры специализация плавания но уже не плавая не учу плавать а купаюсь потом университет механико-математический факультет ваша работа связана с чем-нибудь небесным да ростовцев сделал пальцами летательное движение именно с этой механикой что же работа вам скучна нет не совсем но нас там сотни тысяч и я пятидесятый сотый тысячный я разработчик частности чужих озарений это естественно таков уровень развития науки и человечество разрослось у Леонардо был выход всему во мне же и в других многое не имеет выхода от того-то мои коллеги имеют хобби в нашем отделе например все мастерят дома цветные телевизоры а я шучу и сажусь на кобыл ну и весело ничего но и не в веселье дело а потом еще одно чем больше открытий в науке хотя бы и то ее сфере какой близок я тем больше тайн и приходит мысль а не разыгрывает ли кто нас не шутит ли над нами ничья либо шутка моя жизнь вот и самому хочется шутить чтобы себя успокоить уравновесить что-то в себе тут вы не правы сказал Данилов вы просто начитались из урбежной фантастики может быть сказал ростовцев задумчиво но как поступить к Клавдии ума не приложил он взглянул на Данилова словно выпрашивая совет это ваше дело сказал Данилов ему было жалко Клавдию но и ростовцев не вызывал у него сейчас грозных чувств а в очередь я все же попрошу меня пристроить шутки шутками а книги мне нужны хорошо кивнул ростовцев он все еще наверное думал о своих отношениях с Клавдией от того вздыхал рассеянно окунал ложечку в растаявшее мороженое спасибо сказал Данилов и как бы удивился ну что же получается вот вы говорили мираж но это не так очередь есть я буду иметь книги надеюсь а других-то ждут приобретения посоления и все эти неприятные вам люди в конце концов получат от очереди действительную выгоду не сомневаюсь новые связи новые влияния новую информацию новые места и вещи и это благодаря вам в какой-то степени а вы умываете руки и уходите к кобылам соображения Данилова были искренние однако он лукавил он понимал музыка скоро так заберет его что всякие хлопобуды станут ему в тягость да и зачем его усилия если есть ростовцев выдумщик и озорник он конечно если бы не остыл к движению хлопобудов еще не одну кашу заварил бы в их очереди в конторе Малибана не переставая скрипели бы самописцы а он Данилов играл бы себе на альте чему вы клоните поднял голову ростовцев к тому что смутился Данилов но тут же и продолжал а к тому что вы на самом деле безответственны сами дали этим делягам инструмент для новых приобретений и захватов и сбежали так то вы выразили свое отношение к ним нет это не годится если они вам не по душе вы и дальше обязаны морочить им голову а то как же иначе благодаря вам они станут процветать разве это хорошо я и буду вам помогать мне эта порода тоже неприятно надо подумать неуверенно сказал ростовцев что тут думать думать надо было перед тем как вы затеяли хлопобудию пожалуй вы меня убедили ну и хорошо думал Данилов все равно он никуда не денется от хлопобудов вот прокатится на манер французского кавалериста и опять сочинит что-нибудь для облакова а Клавдия не выпустит его из своих рук последнее соображение в особенности обнадежило Данилова в театре он должен был быть через полчаса они еще поболтали с ростовцевым Данилов осторожно поинтересовался как ростовцев выбирает время и для Одессы и для лошадей оказалось что в Одессе ростовцев был в командировке раз в неделю он имеет творческие деньги есть один начальник он ростовцев порой отпускает со службы кстати этот начальник стоит в очереди к хлопобудам вот видите сказал на всякий случай Данилов имея в виду начальника и очередь а чего вы за мной шлялись спросил Данилов я думал что вы тоже из той породы долго приглядывался хотел для вас придумать особенное но потом вы мне стали приятны они выпили бутылку твишу заказали еще одну Данилов немного захмелел сидел благодушно испытывал к ростовцеву расположение чуть было не перешел на ты заметил что и на ростовцева подействовало вино обеспокоился вам не повредит спросил он вы же за рулем нет не повредит ответил ростовцев тут заржала лошадь и ростовцев сказал что пора Данилов с ним согласился вы ведь простудитесь волновался Данилов ростовцев его успокоил уверив что он закаленный одно время был моржом Данилов проводил его к лошади жал ему руку потом с удовольствием смотрел на то как ростовцев ехал улицей Горького в сторону белорусского вокзала вечером в одиннадцать Данилову позвонила Клавдия ну что спросила она ничего сказал Данилов встретились он приятный собеседник спасибо тебе зачем он ходит на ипподром любит лошадей он не играет я сама знаю что не играет я была на ипподроме стало быть ты знаешь во всем лучше меня ты ничего не разузнал ничего какой же ты бестолковый ну хоть что ты ты должен был почувствовать он тебе дорог ах Данилов оставим это оставим с готовностью согласился Данилов всегда приходится рассчитывать лишь на саму себя да вспомнил Данилов с камнями ты что-нибудь делала с какими камнями с шевелуческими пока ничего ну и хорошо сказал Данилов Наташа сидела в комнате и во время его разговора с Клавдией Данилов это чувствовал была в некотором напряжении никаких объяснений относительно Клавдии у них с Наташей не было теперь Наташа то ли сердилась на Клавдию а может быть на него Данилова то ли ревновала его к Клавдии эта ревность была приятна Данилову он хотел подойти к Наташе приласкать ее сказать ей что-нибудь но опять зазвонил телефон прошу извинения за поздний звонок услышал Данилов голос Пеговой секретаря Хлопобудов днем я нигде не мог застать вас а мы договорились хорошо сухо сказал Данилов я приму ваше предложение хотел бы чтобы вы учли что мое согласие вызвано вовсе не вашими он чуть было не произнес угрозами но рядом была Наташа условиями нет причина тут в определенной моей корысти я очень рад сказал секретарь я сейчас же сообщу облакову желательно ваша встреча с ним позже мы обговорим место и время встречи Данилов повесил трубку подумал валяйте сообщайте потом сами не будете рады он ждал вопросов Наташи она ни о чем не спросила сегодня на вечернем спектакле большая люстра снова смущала его дома он обходил легкую немецкую люстру с теми рожками да что я ругал себя Данилов как глава 47 он еще несколько дней с опаской поглядывал на люстры даже плоские люминесцентные светильники тревожили его потом стал спокойнее та растворившая его люстра подемногу отдалялась уходила в сон края щели как будто бы смыкались Данилов отправил вежливые письма в госстрах и в милицию старшему лейтенанту Несынову просил извинения за хлопоты которым он вынудил милицию и сообщал что по всей вероятности ему подбросили украденный инструмент он понимал что у старшего лейтенанта тут же возникнут вопросы как же это подбросили в запертую квартиру и почему Данилов без всякой радости ждал звонка из милиции или вызова к следователю но шли дни а его не вызывали встретился Данилов на Стасинском переулке с облаковым и лучшими умами хлопобудов держался с ними строго заявил что они ошибаются строя на его счет какие-то фантастические предположения впрочем это их дело его же они заинтересовали оттого он и согласился сотрудничать с ними хотя и не очень понимает какая им от него будет польза может музыкальная консультация хлопобуды вели себя деликатно сдержанно давали понять что они знают какая и когда будет польза приглядывались к нему и было видно что они люди трезвых мыслей и чувств не слишком верят чьим-то сведениям или подозрениям насчет его но не прочь были бы им и поверить а вдруг это азарство ростовцева подумал Данилов позже встретив ростовцева Данилов спросил румяного шутника не представил ли он его облакову особенной личностью нет чего не было того не было да сказал Данилов расставаясь с хлопобудами чуть был не забыл никаких выгод я не ищу ну только книги а вот рецензии хороших гастролей и прочего мне не надо то есть не надо мне мешать как случалось в последние недели но и способствовать чему-либо в моей судьбе не следует хорошо сказал облаков сказать то он сказал однако виолончелист Туруканов очнувшийся от потрясения с мунреальскими галстуками или забывший о нем через несколько дней подошел к Данилову и намекая на нечто им двоим известное говорил с ним почтительно даже заискивающе один из дирижеров кого Клавдия видела в очереди в Настасинском переулке раскланивался с Даниловым теперь куда приветливее чем прежде выяснилось что и на гастроли в Италию Данилов поедет и критик Зыбалов прислал Данилову письмо извинялся что не упомянул фамилию Данилова в газете сообщал что его игра на Альте ему очень понравилась что она выше музыки Переслегина а впрочем и симфонию Переслегина он хотел бы услышать снова чтобы оценить ее объективнее Клавдия же подкараулила Данилова вечером у входа в театр и набросилась на него с упреками что же он ее водил за нос упрашивая о записи в очередь из-за чего они тебя пригласили я сам не понимаю из-за чего сказал Данилов не лги мне ты им понадобился им нужен музыкальный консультант вдруг придется читать ноты или оценивать песни музыкантов тысячи лауреатов сотни а позвали тебя за какие заслуги тебя что-то на меня напало сказал Данилов ты не увиливая от ответа я не могу ничего объяснить тебе сказал Данилов строго я неволен эти слова сразу же успокоили Клавдию Петровну теперь она смотрела на Данилова с тихим интересом и радость была в ее глазах надеюсь что ты не забудешь кто я тебе а кто ты мне Данилов не надо ты знаешь кто я тебе по-моему ты начинаешь питать ложные надежды к тому же ты имеешь в очереди куда больше возможностей чем я хорошо быстро сказала Клавдия как бы соглашаясь с ним словно он был одержим бредовой идеей и что же раздражать больного потом она все же не выдержала а ты оказывается вон какой загадочный только прикидываешься по стакаму бестолочью извини Клавдия сказал Данилов у меня спектакль загадки же мои ты давно могла бы разгадать может быть я была слепая уже следуя к двери он услышал печальные слова Данилов даже остановился в удивлении посмотрел на Клавдию однако свет не падал на ее лицо играл он в те дни много играл с жадностью играл на Альбане и на простом Альте играл Данилов и дома и в театре играл в яме с упоением даже музыку опер и балетов какую прежде считал для себя чужой теперь у него было желание войти внутрь этой музыки без чувства превосходства над ней и ее композитором понять намерение и логику композитора и обрести в музыке пусть так и оставшийся ему чужой свободу мастера которому подвластна любая музыка но не мастера а мастерового скромничал при этом Данилов в вещах им любимых он как ему казалось такой свободы достиг или уже достигал ее без особенных усилий и напряжений то есть эти усилия и напряжения были в его музыке всегда десятки лет и были порой мучительными сейчас же они словно истаивали звуки рождались сами собой Данилов вспомнил слова Сафьева в конце концов техника есть умение делать то что хочется но на всякое хотение есть терпение выходило что он Данилов во всем поспешный и непосредливый в занятиях музыкой был именно терпеливым и кое-чего добился дома он играл вещи наиболее трудные для альта и они получались он и прежде не раз играл их и прежде бывали удачи но теперь Данилов полагал что мышление его альта или альтов выражения чувств инструментом стали более точными и близкими к правде и тембром звучания и произношением инструментов Данилов часто оставался доволен и будто бы забыл каким неуверенным неудачником каким ругателем самого себя он был в пору репетиций симфонии Переслегина и потом после концерта ему казалось что теперь у него словно подготовительный период будто впереди у него прорыв будь он более рациональной личностью он бы вычислил варианты этого прорыва а то и проиграл бы их в мыслях вынуждая себя к поступкам но тогда бы он был другой Данилов все чаще он думал о своей внутренней музыке ведь пока она звучит лишь внутри его это своего рода тишизм а что если взять альт и попробовать но не будет ли тут нарушение его принципа не использовать в музыке особенных возможностей нет считал Данилов он сам придумал приемы музыкального мышления при этом опираясь на опыт именно земной музыки что было немаловажно никому он тут ни в чем не обязан и не применял никаких неземных средств стало быть его условия не нарушены исследователи не поняли его музыки ну и ладно или поняли а от людей он ничего не собирался скрывать или утаивать наоборот он имел потребность выразить перед людьми самого себя он хотел им говорить о своем отношении к миру и жизни слова ему не стали бы помощниками смычок и альт другое дело к тому же пользуясь созданными им приемами он мог мыслить и переживать прямо в присутствии слушателей хотя бы и в присутствии одного слушателя не обращаясь к чужой музыке а своей музыкой он импровизировал бы к импровизациям же когда-то обычным теперь в серьезной музыке почти забытым его тянуло но он говорил себе что желает именно мыслить альтом и выражать им чувства и потому импровизировать а не потому что желает показать свою виртуозность и не потому что в нем пробудился композитор он конечно не исключал возможности что вдруг когда-нибудь примется писать музыку в консерваторскую пору он увлекался и композицией потом все забросил а тогда сочинил десятки пьес каждый день занимался упражнениями по контрапункту 70 фук в месяц гармоническим анализом сольфеджу нет теперь он никак не мог назвать свои импровизации а он на них в конце концов отважился сочинением музыки нот исполненного Данилов не записывал прозвучавшую в его квартире Наташи в те часы не было музыку не повторял да и противоестественным казалось ему заучивать собственные мысли наизусть и все же Данилов не удержался и дважды записал свою музыку на магнитофон хотел послушать ее как бы из зала прослушав ходил взволнованный но все это было не то иногда он злился на альт а чаще на самого себя в той своей мысленной музыке он был сумасшедше богат весь звуковой материал который существовал в природе и в изобретениях людей все инструменты и забытые и сегодняшние и будущие весь мело с мира все было к его услугам звукосочетания рождались мгновенно и любые теперь же он имел один альт пусть и альбани но альт что он мог Данилов отчаивался считал что никакие мысли и никакие чувства подлинно он не сможет выразить альтом что его звуки еще косноязычнее слов но и бросить свои импровизации не мог играл он и играл снова говорил себе отчаивается он от того что избаловал себя мысленной музыкой теперь же пусть рассчитывает лишь на себя и на альт и пусть не прибедняется техника у него сейчас отменная и следует не заниматься самоедством а следует дерзать коли в этом у него есть потребность возможности альта далеко не исчерпаны это не оркестр но это альт однажды он играл Наташи Наташа хвалила Данилова хотя и сказала что музыка для нее не совсем привычная а потом когда к нему в Останкино зашел Переслегин Данилов решился играть и перед ним объяснил ему что за музыку он просит выслушать Данилов играл минуты четыре нервничал мысли его были скорые и отрывочные музыка вышла резкая бегущая куда-то иногда и с прыжками колкая порой словно бы с заиканиями случались в ней паузы как бы остановки мыслей такты шли неравномерные движение по вертикали было своеобразное интересно сказал Переслегин на самом деле интересно играете вы сильно что делает ваша а музыка похожа на вас нет вы не всегда такой но иногда таким бываете и не было вашей вещи банальности а не кажется вам осторожно спросил Данилов что я нарушил много правил но нарушили но это правило учебников да и сколько новых правил уже возникало в 20 веке и сколько еще возникнет ритмы интонации мелодии да и самые звуки наших дней особенные что же бояться нарушения правил какие удобны вам теперь средства выражения такие используйте людям вы будете дороги если скажете свое а не повторите произнесенное у вас свой язык это видно и по одной фразе Переслегин похоже убеждал сейчас не только Данилова но и самого себя ведь жизнь действительно особенная новая зачем же ее в музыке укладывать в якобы обязательные формы вы нарушили правила но я слышал не опыт с нарушениями а музыку при этом близкую мне живущему в 70-е годы завтра ваши нарушения станут правилами и мои Данилова слушать Переслегина было приятно он нуждался сейчас в поддержке однако именно утверждение Переслегина он мог бы оспорить он любил всю музыку ему порой коли было подходящее настроение хотелось высказаться и в старой манере хотя бы в романсно ариозном как говорил один его профессор стиле конца прошлого столетия он желал развивать мысли и поместив их внутрь сонатной формы или фуги и не потому что был всеяден или не имел своего направления нет Данилов имел направление и думал о нем правда он говорил себе что ему не следует теоретизировать куда интереснее двигаться в искусстве на ощупь тут он был определенно неточен это ученик музыкальной школы или увлекшийся дилетант могли двигаться на ощупь Данилова же сейчас и земский признавал профессионалом высокого класса его на ощупь было особого рода просто он не желал быть в музыке расчетливым но одно дело не желать что же касается всеядности то ее не было а была жадность принявшись создавать музыку Данилов жаждал опробовать все готов был примерить любое платье чтобы выбрать наилучшее для себя он сидел с Переслегиным и думал о том что желает сыграть вальс и уже мелодия возникла в нем а чего бы и не вальс при этом он не то чтобы хотел сочинить новый вальс а хотел высказаться в форме вальса ну а потом а потом его могли увлечь частушки ритмы белгородского тимони с его пританцовываниями и припрыгиваниями какие давно жили в Данилове приобретение бигбита новые танцы сменившие шейк джерк фанки чикен и хасл в частности с их непривычными движениями мотивы расхожих песен способны вызвать иронию его альта но и необходимые как приметы быта летящих дней для выражения его Данилова мыслей многое 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 и конечно Данилов помнил о прекрасной музыке и приемах ее исполнения африканской индийской и дальневосточной школ эти приемы волновали Данилова отчего бы его альту не поучиться скажем у бамбуковой флейты секухати словом звуки мелодии удары звоны ритмы интонации теснились в нем мучили будоражили его требовали выхода воплощения альтом формы же какие понадобились бы для этих воплощений Данилов не собирался выбирать заранее он на это не был способен формы иногда именно и из учебников полагал он должны были явиться сами необходимые и естественные было бы ему что произнести а как произнести это он уже умел так думал теперь Данилов однако Переслегину ничего не высказал словно бы согласившись с ним во всем а Переслегин пришел вот зачем появилась возможность исполнить его симфонию во второй и в третий раз правда опять во дворцах культуры ну и что же Переслегин опять писал музыку и опять для Альта в некотором роде экспериментальную какую на первый взгляд Альту технически исполнить трудно однако и в симфонии были эпизоды как будто бы для Альта невозможные но Данилов их сыграл а своими импровизациями он еще более подзадурил Переслегина правда тот принялся и за оперу по мотивам рассказов Зощенко эта новость вызвала чуть ли не ревность Данилова измену учуял он но сочинение для Альта он закончит расстались Данилов с Переслегиным довольные друг другом поощрив себя на новые труды а после ухода Переслегина Данилов почувствовал себя скверно его тошнило кружилась голова билось сердце да что сердце все внутри Данилова как будто бы пришло в движение и стало куда-то смещаться Данилов прилег на диван легче не было его раскачивало вместе с диваном минут потом прошло но и позже воспоминание о дурноте было неприятным Данилов в театре сбегал в медицинский пункт попросил измерить давление оно было нормальное и сердце работало хорошо ровно без шумов на утро Данилов развернул в троллейбусе газету и среди прочего на пятой странице увидел заметку вчера в Турции был зафиксирован подземный толчок силою в 7-8 баллов эпицентр землетрясения велоед Диар-Бакир там в домах трещины есть жертвы сообщалось и время московское когда Диар-Бакир трясло именно в те минуты и было Данилову плохо в те 10 минут вспомнил Данилов нового Маргарита и его предположение о чуткости к колебаниям как давно это было в совершенно иной нереальной жизни однако вот началось Наташа он не сказал ни о дурноте ни о медпункте швейные дела шли у нее сейчас хорошо она даже подумывала не уйти ли ей из НИИ Данилов понимал что рано или поздно она уйдет но пока советов не давал говорил смотри сама зимой знакомая Наташа художница по костюмам одевала для новой программы известный ансамбль с хором и танцевальной группой к ее услугам был костюмерный цех но она пришла тогда к Наташе с просьбой сшить особо дорогие для нее костюмы Наташа обрадовалась и все сшила прекрасно а потом стала ходить в музей листала альбомы народной одежды и сама взялась сочинять костюмы будто бы ей тоже надо было одеть ансамбль Данилов смотрел ее эскизы радовался им но хвалил их сдержанно он был лицо заинтересованное показал эскизы художникам театра те сказали что работы яркие и почти профессиональные советовали Наташе учиться Наташа смеялась говорила да куда мне в мои-то годы но съездила в текстильный институт узнала условия приема сказала год или два потерплю посмотрю почитаю школьные учебники ведь все забыла и надо всерьез заняться рисунком если мы с тобой желаем рассчитывать на что-то в НИИ у них была изостудия Наташа ходила теперь туда Данилов ее не торопил ему и нынешняя Наташа была хороша иногда он позволял себе отдыхать в стеганом халате лежал на диване листал книги чаще по искусству ухлопобудов он добыл пока только американский детектив блаженствовал Наташа сидела за столом фантазировала свои костюмы напевала тихо слуха у нее не было Данилов вначале смеялся над ее мелодиями она смущалась и умолкала теперь же пела и при нем неправильно ее пение умиляла Данилова как умиляют родителей коверканде их младенцам слов Данилов даже попробовал на альте передать Наташу на неправильности но это было уже не то холодная неграмотность инструмента и только никуда Данилова в эти минуты не тянуло о купаниях в молниях и полетах Ванда он как будто бы и не помнил да что купания и полеты он и в гости к Муравлевым ходил в эти месяцы редко рядом сидела Наташа что еще нужно было Данилову он закрывал глаза слушал милый голос и иногда размышлял отчего в его судьбу вошла именно Наташа однажды он подумал так изменения в нем происходили тихо и не сразу вернее готовились накапливались в нем тихо и долго а произошли это может быть быстро вот когда они произошли в нем Данилове утвердилось новое впрочем существовавшее в нем и прежде но не столь отчетливо и решительно понимание мира и его ценностей тогда он и столкнулся с Наташей и она пусть и не самая ослепительная и блистательная была из тех женщин какие ему стали дороги Данилов понимал что если есть в этом размышлении доля истины то небольшая может быть сотая доля и вообще все это умозрение пустое умствование к какому он все равно не способен отчего же не ослепительная и не блистательная Наташа была ему хороша и близка с ней он чувствовал себя спокойно она для него и нерушимая стена словами Данилов мог бы сказать об этом тускло взять же Аль в тот момент было ему лень Данилову тогда и с дивана не хотелось вставать впрочем не так уж много он пролюживал на диванах жизнь его и всегда была полна хлопот эти же месяцы весенние и летние вышли совсем суетливыми в театре готовились к поездке в Италию было много срочных вводов Данилов играл и в составе секстета театра на шефских концертах и с солистами на телевидении с баритоном Бондурчуком их записали для голубого огонька прошел слух что секстет пригласят на гастроли в Японию от всех левых концертов Данилов вынужден был отказываться денег пусть и не густо он все же сумел заработать отдал кредиторам часть долга снова пришлось переодалживать 500 рублей последнюю суду Данилов получил от известного игрока Миши Кушелева из гостраха пришла бумага его письмо приняли к сведению из милиции не звонили и не писали за брюками в пункт химчистки Данилов не зашел для итальянской поездки они пригодились бы теперь Данилову и стыдно было идти в химчистку вдруг там на самом деле теряли из-за него квартальные премии а может быть брюки были уже отправлены фабрикой в комиссионный магазин или на преображенский рынок посылать Наташу в химчистку Данилов не решился что же ей-то краснеть однако и терять добро было нехорошо забегу перед гастролями пообещал себе Данилов и не забежал решил купить штаны в Италии да и Наташа обещала ему сшить брюки он надеялся в гастрольный состав Николай Борисович Земский не попал он как будто бы и не стремился попасть да что там говорил в Италии муфиози до тифозии макароны же и у нас есть подолгу с Даниловым он не разговаривал видел что Данилов задерганный ботинки стаптывает какие тут особые разговоры но два раза все же спрашивал Данилова всерьез и с ехицей не разгадал ли Данилов тайные МФК не разгадал Николай Борисович отвечал Данилов и некогда разгадывать больно ты жаден стал до звуков не переешь отношение Данилова к Мише Кореневу было теперь иным нежели несколько месяцев назад вроде бы Коренев отдалился от Данилова и стаял в прошлом в пору сомнений Данилова неуверенности в самом себе терзания Миши Коренева были ему близки и тайну его хотя скорее всего ее не существовало Данилов жаждал открыть сейчас же пришла полоса не то чтобы удачи и благополучия а скорее действенного упоения музыкой удовольствия от своей игры понимания ее высоких свойств нужда в печальных исследованиях как будто бы отпала понятно что до поры до времени размытый образ Миши вызывал теперь лишь летучую после разговоров с Земским жалость Данилова и все хлопобуды Данилову пока не звонили Данилов был рад ростовцев он встретил лишь однажды пешего на Кузнецком мосту ростовцев был хмурый и рассеянный жеребец без седла и удил относился к нему пока без уважения я думал о ваших словах сказал ростовцев вы правы я кое-что изобрел для этих хлопобудов очень хорошо обрадовался Данилов только знаете не хотелось бы чтобы ваше изобретение нанесло ущерб Клавдии Петровне ладно пообещал ростовцев Клавдия Петровна Данилов пожалел по привычке и из опасения что коль ей будет нанесен ущерб расхлебывать этот ущерб придется опять ему Данилову Клавдия присмирела видно выискивала в Данилове какие-то особые свойства прежде ею не подмеченные но открытые хлопобудами она даже при всех своих стремлениях к независимости одно время виляла перед Даниловым хвостом потом наверное посчитала что на Данилова и с особыми свойствами она имеет права узнав об Италии она сразу стала делать Данилову заказы Данилов заявил ей что если у нее есть нестерпимая нужда в итальянских вещах пусть обращается к Наташе ну ты даешь к Наташе фыркнула Клавдия и была бы рядом дверь хлопнула бы дверью однако список вещей Наташа представила Данилов вздыхал и решил что придется купить Клавдии какую-нибудь дрянь а то сживет со свету куски лавы от вулкана Шиви луч она держала в кладовке не допуская к ним и профессора Войнова тот все никак не мог добиться хорошей длительной командировки стало быть эти камни Данилова пока не тревожили а вот как деликатным способом покончить с изумрудами и бабочкой Махаон Маака с изумрудными зубами он не знал но надо было кончать дело и так зашло далеко готовились научные публикации целые лаборатории обхаживали изумруды бабочку держали в зимнем саду института кормили редкими орехами она росла и тучнела куда совы вернулся аппетит сомнительные раздумья больше не угнетали его удручала его жизнь лишь то обстоятельство что Данилов по причине занятости почти не появлялся у Муравлевых и значит обеды и ужины у них шли скромные порой без мясных блюд или же с одними сосисками запахи в других домах водопроводчик Коля не попадался на глаза Данилову в пивном автомате Данилов его не встречал и не знал идет ли из Коли дым или уже иссяк он расследил что если бы Колю дым стал удручать Коля наверное обратился бы по поводу дыма к нему Данилову хотя почему именно к нему потом из разговоров с привратницей Данилов узнал что Коля ушел из сантехников и работает мойщиком в троллейбусном парке в проезде Альминского его и не видно во дворе остался ли при Коле дым Данилов спросить постеснялся Кого Данилов хотел увидеть так это двух барышень каким он вернул невинность но времени на розыске их не было да и гуляли они девушками не слишком долгий срок пусть еще погуляют до зимы решил Данилов и он уехал в Италию и была Италия то есть сказка написать о ней что-либо я не в силах да и не был я в Италии в августе Данилов имел отпуск они с Наташей и дикарями отправились в Коктебель Данилов лет пять уже отдыхал в Коктебеле в последние месяцы после турецкого землетрясения он не раз испытывал дурноту но то землетрясение хоть было в восемь баллов а потом-то он ощущал происшествия куда менее значительные толчки силою в три-четыре балла рядовые извержения Курильских и Камчатских вулканов удары цунами опять внутренности в нем словно бы смещались сердце стучало или еще хуже замирало вот-вот могло вырвать и неприятнее всего было ощущение беспокойства тоски или даже безысходности Наташа заметила дурные состояния Данилова пришлось опять идти к врачам раздеваться до пояса просвечиваться и глотать кишку все анализы были хорошие во внутренностях светло и непорочно переутомление сказали Данилову и Данилов был склонен считать что переутомление коктебельские купания как будто бы приободрили его во всяком случае толчки в боливийской провинции Качавамба силой в пять баллов вызвали у Данилова лишь трехминутный озноб правда весь август Данилов не брал инструмент в руки как только Данилов вернулся в Москву ему позвонил Переслегин оркестр чудесского в первых днях октября должен был играть во дворце культуры автомобилистов в программе поэма Стравинского песня Соловья и симфония Переслегина стало быть есть нужда в нем Данилове и еще сказал Переслегин вы можете исполнить там свои вещи как вы их называете импровизации импровизации взволнованно произнес Данилов но ведь я их не записываю стоит ли мне стоит решительно сказал Переслегин и напрасно вы их не записываете и глупо расточительно и нет в этом уважения к любителям музыки от мальчишества в конце концов Данилов чуть ли не обиделся хотел сказать что импровизации и есть импровизации почему же не быть верным принципу но потом подумал что он обманывает себя он хотел записывать свою музыку иногда он и записывал ее на магнитофонную ленту и потом слушал и испытывал потребность повторять свои мысли хотел чтобы их услышали другие люди сотни людей считал что имеет право на разговор с ними конечно при условии что его мысли на самом деле не банальные и достойные внимания что же касается принципа решил Данилов то он сможет импровизировать и при повторном высказывании в тот день Данилов купил нотную бумагу в театр он брал теперь лишь Альбани оставлять инструмент на ночь в шкафу не отваживался возил домой в свободные часы несся на репетиции оркестра чудеского концерта ждал с нетерпением и страхом ругал себя за то что согласился играть свои вещи а на тумбах возле дворца автомобилистов уже висели афиши с программой концерта снова съехались на концерт все знакомые Данилова я с женой в фойе Данилов углядело несколько человек из очереди Хлопобудов видно и они любили музыку ворвалась в помещение взволнованная Клавдия Петровна привела класс с собой профессора Войнова ого обрадовался Данилов нас принимают всерьез прогуливался в фойе не подходя к буфету строгий критик Зебалов некоторое удивление Данилова вызвало присутствие Николая Борисовича Земского Земский должен был сегодня вечером сидеть со скрипкой в яме Данилов не удержался подошел к Земскому и спросил а вы-то как же Николай Борисович Земский сказал хрипло больничный листок люмбагу в глаза Данилову он не смотрел в руках у него был какой-то предмет завернутый в газету предмет этот Земский казалось желал спрятать куда-нибудь подальше лишь бы Данилов о нем не спросил Данилов не спросил симфонию Переслегина исполняли в первом отделении Данилов волновался однако на этот раз был спокойнее все видел и помнил его игру и игру оркестра приняли хорошо аплодировали бросали цветы оркестранты стучали смычками по пультам одобряя Данилова минут пять Данилов сидел в артистической выговорившейся расслабленной выключенной из жизни но ему еще предстояло играть он встал пошел в буфет выпить воды уже в очереди он пожалел что не взял инструмент да как же это я чуть ли не вскричал Данилов он бросился в артистическую но Альбани там не было раскрытый футляр лежал а инструмент исчез Данилов носился по комнатам за сценой выскакивал на сцену спрашивал знакомых не пошутил ли кто Альбании нигде не было Данилов должен был играть сразу после антракта но об этом он сейчас не думал он даже на индикатор не взглянул не поинтересовался нет ли здесь неземных сил наконец он заскочил в туалет в периаптистических комнатах и увидел Николая Борисовича Земского терзающего его Альт собственно Альт уже был растерзан расчленен раскурочен и частью разбит в щепы в руке Земского была пила ножовка ни один мастер ни сам Альбани вернуть Альт к жизни не смогли бы Данилов готов был броситься на Земского но зачем он остановился и сказал тихо едва найдя силу для слов как же это вы Николай Борисович вы ведь музыкант Именно потому что музыкант твердо сказал Земский Потом Данилов сидел в артистической лицо уткнув в ладони чуть ли не плакал а Земский был где-то рядом и требовал чтобы немедленно вызвали милицию антракт затягивали чудецкий подходил к Данилову спрашивал не стоит ли сейчас Данилову отказаться от исполнения своих вещей на что Данилов резко и даже неожиданно для самого себя заявил нет теперь я точно буду играть думали как быть посылать машину на квартиру Данилова за его простым альтом на это ушло бы минут сорок или же воспользоваться инструментом кого-нибудь из альтистов оркестра сошлись на последнем и решили что Данилов будет играть не сразу после антракта в начале исполнит поэму Стравинского Данилов же пусть немного успокоится Данилов кивнул и попросил всех оставить их вдвоем с Земским зачем вы это сделали Николай Борисович спросил Данилов вас возмутила моя игра наоборот сказал Земский ты блестящий играл в этом все дело а будешь играть еще лучше но зачем же Володя вызови милицию я прошу тебя и пусть составит протокол никого я не буду вызывать устало сказал Данилов зачем теперь милиция Володя я умоляю тебя да и не надо тебе вызывать милицию я уже звонил туда ты им только сделай заявление я не буду делать никакого заявления Володя я ведь опять на колени перед тобой рухну был уже один случай если б тогда мой порыв не вышел напрасным не возникла бы у меня нужда крушить твой альт зачем вы его сломали помнишь тот наш разговор ты можешь верить или не верить в мои сочинения в мой тишизм но я в них верю оценить их могут не сейчас очень не скоро но кто запомнит обо мне кто через полстолетия или полтора столетия вдруг проявит интерес к личности и ее творчеству если эта личность при жизни ничем о себе не заявила не было ее и нету но теперь ты меня запомнят ты станешь большим музыкантом и тебе будут писать статьи и конечно где-нибудь упомянут что какой-то варвар или может завистник растерзал в антракте концерта любимый инструмент мастера это выгодный для тебя момент и для меня найдется дотошный потомок и пожелает разузнать что это был за варвар или завистник помешательство ли толкнуло его к Альбане или им двигал некий высокий принцип и кто-нибудь оценит Николая Борисовича Земского по делам его я и в прошлый раз говорил тебе мне нужна туфля золушки и если бы золушка не обронила туфельку она бы по сей день ходила в прислугах у сводных сестер я помню встал Данилов только вы себе придумали странную туфлю идите Николай Борисович я хочу побыть один нет ты прежде напиши заявление для милиции горячо вскричал Земский страсть загорелась в его глазах и как будто бы убеждение в том что Данилов признал его доводы справедливыми и чуть ли не сочувствовал ему Земскому в милиции инструменты не починят сказал Данилов его и нигде не починят я тебе выплачу за инструмент ты другой купишь и разве можно сравнивать пусть даже и хорошей Альбани с тем направлением какой я могу дать музыке ты только потребуй составить протокол чтобы был на меня документ чтобы будущие архивисты наткнулись и на документ и варвар не остался безымянным Николай Борисович давайте прекратим разговор об этом хмуро сказал Данилов и тут Земский на самом деле рухнул на колени перед Даниловым не губи Володя хочешь я тебе открою тайну Миши Коренева встаньте Николай Борисович подскочил Данилов к Земскому принялся поднимать его тяжел был Николай Борисович что вы мне всей этой тайной морочите голову ее или нет или она не имеет ко мне никакого отношения есть тайна а имеет ли она отношение к тебе или еще к кому я сказать не могу Николай Борисович вытащил из кармана пиджака помятый конверт поднял руку с письмом я получил это письмо от Коренева за день до его гибели сказал Земский я не вскрывал его Земский протянул письмо Данилову Данилов невольно взял его но тут же решил вернуть Земскому письмо адресовано вам я не читаю чужие письма и все же ты разорви конверт я догадываюсь что в нем и думаю что твое знакомство с письмом не нанесет ущерба ни мне ни Кореневу Данилов осторожно расклеил конверт вытащил оттуда сложенный видимо нервными руками лист нотной бумаги развернул его лист был чистый я так и думал сказал Земский пустой лист тихо произнес Данилов что же и для меня тут нет большого открытия в дверь артистической постучали войдите сказал Данилов явившийся Переслегин спросил деликатно Владимир Алексеевич если вы не хотите играть решайте никто вас не осудит Данилов сказал тихо глядя в пустой прощальный лист нотной бумаги нет теперь я обязательно буду играть тогда ваш выход через 20 минут при этих словах в артистическую вступили два милиционера старший лейтенант и лейтенант этот с радиотелефоном уж не Несынов ли испугался Данилов пойдут расспросы но он тут же сообразил что Земский наверное звонил в местное отделение милиции а Несынов трудится в Останкине и был составлен протокол удовлетворивший Николая Борисовича Земского из зала доносились флажолеты флейты и трели струнных то Соловей залетел во владение императора и вот уже следовал цветной прекрасный китайский марш а потом спорили два соловья живой и механический японский Стравинского Данилов слушал рассеянно он думал о погибшем скрипаче Миши Кореневе видел кладбище в бабушкине вытоптанный снег под березами заплаканную вдову и двух девочек печальную Наташу с розами в руках видел себя в частности и то как он старался уберечь пальто знакомых Коренева от зеленой не загустевшие еще краски соседней ограды он держал сейчас итог Мишиной жизни чистый листок уход в беззвучие признание того что произнести нечего или что вообще в этом произнесении нет нужды однако нужда была Кали бросился в окно что-то ведь произнес и важное произнес но вот глиссандо арф и золотистыми звуками песни рыбака закончилась музыка Стравинского Данилову была очередь идти на сцену несколько минут в артистическую он привыкал к инструменту артиста Захарова звук был хороший Данилов кивнул Переслегину и Чудецкому пошел к публике в зале видно знали о происшествии с Альбани тишина была удивительная в программе сообщалось что солист В. Данилов исполнит три свои пьесы однако Данилов объявил импровизация памяти утихшего музыканта объявляя он подумал а не собирался ли Земский также назвать свое сочинение но в названии ли было дело стихи не пишутся случаются тут случилась музыка Данилов пребывал в состоянии какое он бы не мог сам назвать в нем были сейчас и любовь и злость и отчаяние вызванные гибелью инструмента он бы в сражении теперь же бросился куда-то и утих бы на Наташиной груди он непременно желал рассказать людям о судьбе скрипача Коренева и о своем несогласии с ней само желание рассказать уже и было частью этого несогласия он жаждал выразить свои понятия о жизни о любви о музыке и снова утвердиться в них он играл он ощущал такую свободу в выражении своих мыслей переживаний того что было с ним или будет какая к нему пока не приходила и этот незнакомый ему инструмент как альбани стал продолжением его самого его голосом его разумом его сердцем когда Данилов понял что высказал все что должен был сегодня высказать он кончил были аплодисменты возможно просто вежливые а возможно одобряющие не суть его музыки а то что он сыграл хотя у него и альт перепилили а Данилов стоял и думал о той немыслимой свободе с какой он сегодня играл это было воспоминание об улетевшем счастье но в нем жило и ожидание радостей впрочем всего важнее было то что он сказал но поняли ли его Наташа поняла но ей он объяснил что желал передать музыкой а остальные многие говорили непривычная музыка странная музыка как будто бы тут и не альт надо еще послушать даже Переслегин был несколько смущен и все же вы и дальше говорите своим языком советовал он непривычная сказал Данилов решительно и даже с вызовом привыкнут но в таком кураже он был лишь после концерта а наутро опять проснулся разбитый обессиленный и о музыке своей и чужой думал с отвращением все его так называемые импровизации и в особенности вчерашние вызывали в нем чувство стыда пошло бы это все говорил он себе и на оставшийся в живых дешевый альт он смотрел чуть ли не с брезгливостью хотя понимал что ради прокорма все же будет играть на нем в яме впрочем и альбане на его взгляд не стоил сострадания утром же случился с ним приступ куда серьезнее прежних Данилов лежал не шевелился готов был звонить в скорую однако отпустило землетрясение по понятиям Данилова произошло где-то силой и убалов в 10-12 но никаких сообщений в газетах о подземных толчках не последовало была лишь информация о разгоне студенческой демонстрации в Таиланде через день Данилова трясло и било и опять в газетах упоминался лишь Таиланд значит вот как сначала землетрясение потом цунами потом избиение студентов впрочем так и было обещано Данилову будешь совершенствоваться и дерзить в музыке обостришь вновь обретенную чуткость чуткость к волнениям и колебаниям стихийным колебаниям и волнениям людским так он скоро и от плача голодного ребенка в Пенджабе станет покрываться сыпью и от стона ветерана в ком шевельнет составленный войной осколок и от невзгод какого-нибудь художника подобного Переслегину кому не дают хода хлопа Буды да мало ли от чего буду терпеть думал Данилов да и какой был бы я артист без ощущения боли хотя бы и творили сной дома альт в руки не брал занимался хозяйством однажды не выдержал и побежал в химчистку может висят там еще его штаны в Италии он так и не купил брюк приобрел пластинки Наташа увлекшись народными костюмами тоже пока не улучшила его гардероб но на двери химчистки висел листок с карандашными словами в связи с занятостью приемщицы пункт закрыт до первого ноября Данилов готов был метать громы и молнии экое безобразие он сел в троллейбус поехал в театр все думал о заботах приемщицы и возможно потерянных без возврата брюках после крестовского моста он задремал а когда разлепил веки ушли и досада на пункт химчистки и мысли о колебаниях и люстре наступило спокойствие Данилов чувствовал что есть этот троллейбус бегущий по Москве и есть он Данилов и есть Наташа и есть его инструмент и есть его пульт в яме многого же не было и нет оно лишь возможно возникало в его фантазиях именно в фантазиях но вот странность Данилов вернувшись с вечернего спектакля вынул из ящика газету а из нее выпала официальная бумага из 58 отделения милиции в бумаге подписанной старшим лейтенантом Ю Несыновым сообщалось что музыкальный инструмент альт работа итальянского мастера Матео Альбани Больцану 1693 год это подтверждено экспертизой принадлежавшей гражданину Данилову В.А. найден Данилов приглашался в милицию для опознания инструмента не может быть подумал Данилов но он всегда верил в свое отделение милиции ночь он не спал а утром бросился к старшему лейтенанту Несынову ехать к тому надо было семь минут на девятом троллейбусе Дорогие друзья Вы прослушали фонограмму созданную издательским домом Союз и издательством Покидышев и Сыновья Копирование воспроизведения переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации Все права защищены